здравствуйте уважаемые слушатели и зрители с вами число котляров продолжаем пилить надежные ролики это будет 10 часть наверно на 10 часов на всякий случай в харькове 0 6 0 9 21 год 4 минуты 2 ночи быть добрым нет вам не показалось если вы посмотрите правую часть экрана вы прочитаете украина ща попробую одним дублем записать если получится чтоб потом монтаж не делать здравствуйте уважаемые слушатели и зрители с вами число котляров харькове 10 часов 40 минут 25 от 11 2020 года хотел за кадром пилить ролик но вижу что уже отвык и практически практически все ролики делаю в эфире создаю за редким исключением да всем здравия на площадке вячеславия название кролику еще и не придумал может по ходу пьесы пока буду озвучивать свои удивительные наблюдашки может кто-то из уважаемых слушателей и зрителей подскажет как назвать ролик так все начнем очень популярный сайт сотни тысячи карт дэвид рамсли постоянно его штудируем так как карт много еще артефакты и вот нашел артефакт нет вам не показалось если вы посмотрите правую часть экрана вы прочитаете украина а это сша да 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 если вы думаете что это фейк я вам ссылку оставлю в описании на этот сайт на эту карту незнание иноземной мовы не дало мне возможность понять что здесь написано вот может кто-то поможет потом но в целом картина для меня немножко стало ясно значит мы видим официальный континент северная америка на территории которого находится украина ну вот анекдот 90-х годов когда таксист нью-йорке был остановлен человеком который кричал до харькова довезешь получается очень актуален в наши в наши дни на самом деле здесь совсем иная картина здесь трагичная картина был в сороковые годы геноцид и родоцид на территории так называемой официальной европы и азии и мы задаем вопрос а при чем же тут америка видите мексиканское море омывает украинские берега при детальном и скрупулезном изучении даже не знаю украинские мовы ой попрошу даже не знаю иноземные мовы начал разбирать знакомые города но первое что я конечно увидел это харьков харьков потом удивило что восточный находится киев и вот сейчас в эти минуты вижу что курск тоже кстати как бы на своем месте вроде но от курска вообще всю картину портит и вам скажу потому что пока я курск не увидел все складывалось очень идеально то есть мы допустим на востоке видим ригу риха бостон нью-йорк каунас видите ребус какой интересная его разгадал финляндия львов минск какие-то васюки ой ваш вашингтон пасеки хайма гореть до одесса мама ростов отец ну честно говоря курск все попутал все карты вообще пока он не в кадр не попал было все идеально что было идеально мы берем эту карту начинаем зеркалить все зеркалим и тогда в принципе все становится на свои места ну за исключением курска понимаете что они сделали они на этой карте вот если мы переворачиваем вроде все становится на свои места харьков точнее киев на западе от харькова львов на западе от харькова и все нормально вырисуется когда-то у меня была версия в одном из роликов говорил или эфиров что есть большая вероятность у нас из запада мы востоком обманули показывал карты объяснял почему есть большая вероятность что на самом деле запад у нас это востока восток это запад и вот эта карта в принципе перевертыш косвенно на это намекает но опять от курск не вписывается в эту картину маслом начал искать информацию так как переводить очень долго и зачастую даже не нужно нашел еще один сайт довольно таки забавный где более-менее смог какую-то информацию прочитать приблизительно на глаз да так еще говорится нам на этой карте мировая война с 1939 по 45 карты показывает западную половину советского союза помещенную наоборот то что я и говорил зеркалкой сделали на карту соединенных штатов но я так понимаю таким образом они хотели показать масштабы трагедии но я вам скажу в принципе в какой-то мере тогда украина довольно таки серьезных масштабов всего лишь три украины и америка будет ну ладно там кто-то скажет попадает часть немножко других регионов и художник так видит она масштабы скорее всего другие мы сейчас не будем за это цепляться а продолжим дальше изучение так нью-йорк представляет эту карту чтобы помочь американцам представить себе почти немыслимые масштабы необходим необходимости американской помощи народу советского союза ну естественно потянулся сам к продолжению думаю ну пресловутый ленд-лиз ну не буду зачитывать сухую статистику короче тут так если посчитать тут чудовищные скажем так получается цифры я когда-то делал ролик небольшой по тушенке там просто нереальное количество запредельной тушенки было переправлено это я намекаю на то что это только можно было по суху сделать они нам тут уверяют что был и морской путь точнее там до морской до северный там южные самолетами чудо там перевозили но цифры которые тут говорятся обговариваются огромные ну кто скажет за четыре года войны запросто можно было это все переслать ну если есть математики берите помогайте пожалуйста 14000 самолетов 7000 танков 8000 зенитных орудий и так далее там вообще огромное количество всего и вся 480 тысяч грузовых и легковых там я так понимаю всяких там тракторов мотоциклов 480 тысяч и еще вот интересно советский союз отправлял 300 тысяч хромовой руды ну и так дальше он 32 тонны марганцевой руды а также золото лес значительное количество платины значительное то есть туда отправлял в сша как говорится бревна обратно получал ложечки из этих бревен плюс ко всему на этом сайте который мне понравился так понял тут еще мне этот сайт придется штудировать тоже наткнулся на карту знаете как вот у на ю тубе ролики в конце предлагают 68 до а здесь в конце по финалу четыре карты на выбор то есть листаешь листаешь недавно на котляровым я делал небольшой доклад по эффекту манделы связанные с папуановой гвинеи возможно его фрагмент со временем залью и на основной канал но там смысл такой что я обратил внимание что новая гвинея была такая а стала вот такая вот так наверное лучше я кинулся искать карты старые ну первую очередь сам для себя хотел узнать кто это выгрыз какой бультерьер выгрыз вот этот участок земли понял что это эффект манделы по потому что потому что на всех картах это выемка появилась но все равно нашел артефакты я в эфире их показал и вот на вот этой карте которая сейчас перед вами тоже папуановая гвинея в том виде в котором я ее привык видеть я карты изучаю официальные тоже каждый день нашел как минимум еще пару эффектов манделы удивился что он никарагово озеро появилась а остров сицилия стал намного ближе к италии ну возможно знаете когда эффект манделы кажется всегда показалось ну про те два случая допустим показалось но здесь уже у меня есть подтверждение что папуановая гвинея всегда выглядело так и есть еще и другие карты но эффект манделы вы знаете он неумолимо он если бьет по картам точнее по по определенным вопросам то уже бьет капитально кстати тоже примечательный момент гвинея новая гвинея попуа это два разных острова она на наших официальных картах это один остров но сейчас я чувствую уйду в дебри давайте еще сообщу про славный канал белогор евгений создает на мой взгляд очень интересные работы я периодически заглядываю посмотреть что интересного действительно попадаются очень классные ролики тому когда он сообщает что континенты рядом гигантский находится но огромное количество карта мира так вот новые континенты видите замечательный ролик найдены новые континенты и видно с либо совпадение либо евгений славный автор вдохновился моим докладом тогда на ютубе про гвинею и сделал ролик про новую гвинею тоже довольно таки интересны поэтому заходите подписывайтесь даже можно и ссылку и не оставлять в описании все равно ее мало кто доходит кричат автор где ссылка то просто белогор написали неужели так трудно белогор причем как видите на буквицы написал все равно нашел канал ну ссылку оставлю так по удивительной карте вроде все что тут можно еще добавить ссылку тоже на нее надо оставить да давайте по второй мировой войне вкратце да это был геноцид и радоцит преимущественно уничтожали жителей которые знали как было до того ну и плюс архитектуру уничтожали так называемые немцы по расписанию бомбили города у них были определенные сектора которые нужно было вы бомбить но бонус исключительно для харьковчан вот этот участок который у нас ну скажем так используем термин пустой парк шевченко вот когда-то у него когда-то на этой территории был дворец точно такой же как в петергофе в наше время от него только осталась лестница которая вела ко дворцу теперь она называется каскад когда-то делал даже два или три доклада по этой теме но так как это не только интересно харьковчанам принципе этот эфир и остался на котлеру fm на вам скажу что не думайте что только харьков такой эксклюзивные практически каждый город который мы с вами знаем за редким исключением имел точно такой же дворец как ватикан как в петергофе и так далее так далее то есть в каждом городе был такой дворец но их уничтожали по мере своих сил и возможностей тех кто оккупировал нашу планету ну теперь мне уже проще рассказывать да кто оккупировал нашу планету где у меня тут ролик 18 лет и старше установлено вами то есть я установил возрастное ограничение на ролик кто съел великанов если вы юны подрастите а потом смотрите носим разрешите откланяться с вами по-прежнему вячеслав котляров огромная благодарность что слышите меня слушаете меня всего вам доброго и до новых встреч прямом эфире пока здравствуйте уважаемые слушатели зрители с вами числа котляров в харькове 8 часов точнее 2 часов 18 минут 21 11 2020 год вот завершился показ ролика кто съел великанов накидал я в блокнотик кучу вопросов еще то возможно и сейчас они появятся на вопросы если эфир хорошо пройдет он останется в записи если он будет не информативный то зачем его оставлять записи так ну вам нашу я уже вижу что эфир есть надо как-то его попробовать может сюда и закинуть так и у нас тут все сил тут эфир идет ну спасибо друзьям что добавляетесь я думаю есть множество человек которые желают дает задать какие-то вопросы вот таратурить не буду потому что как бы я не классический блогер и речитативом не буду выдавать час те или иные моменты буду как говорится вдумчиво с паузами и с расстановкой так накидал я конечно здесь в блокнотик вопросы так некий юра юрий баром пишет ну писал в трансляции если бы эта информация была правдивой ты ее бы скрыли это очевидно ну дальше юрий бравировал знаниями от официоза да то что x экскурсоводы их не подсказали вот если бы экскурсоводы сказали что это не останки монахов останки завоевателей и их оставили как говорится спецом найти как это демонстрировать до чтобы другие не приходили как есть такая тема развешивают для устрашения он бы этот зритель бы конечно бы озвучивал бы эту тему здесь у нас в принципе все что мы озвучиваем в основной своей массе это не не наши знания мы откуда-то их подчеркнули я же себя позиционирую с человеком которые в основном в роликах и в эфирах озвучивает знания данные информацию которые мы с вами ранее не не встречали да и уже за сколько лет я это не раз демонстрировал даже если мы допустим на секундочку что все что но озвучено это всего лишь моя фантазия даже фантазия даже то что она новая в любом случае это уже замечательно и великолепно потому что все что говорят нам в мире всегда как говорится заезженная пластинка ничего нового так сейчас я технически поменяю чат потому что там не получалось запустить его как нужно возможно здесь вопросы появятся хотя и о том что те вопросы которые уже записал блокнот там их при желании можно муссировать и обсуждать ни один час ни один день ни один год так сейчас я вот чат сделаю все таки на белом-белом покрывали января да так все час я увижу почему-то наоборот не вижу роман очеренко здраво будьте весело благодарю тебя за твои труды я всем вам друзья очень благодарен за ваше внимание за ваше участие и вот что я смотрю трансляция а это эфир я думал у нас больше 100 человек я думал эфир великанов недоступен ну смотрите как интересно картина вырисовывается ну на мой взгляд очень приятно картина 1400 просмотров за 76 минут 200 лайков как там ну-ка ну-ка не жлобись своим лам лайком поделись вот так же вот рекомендую канал кирилла стрима усова я думаю он пригодится многим ну что сказать я сейчас на злобу дня наверное не буду говорить хотя вы знаете вырисовывается кульбиты и период пируэты таким образом что ролик который мы с вами посмотрели про великанов он в какой-то мере пересекается с нашими реалиями это исходя из тех вопросов которые успел записать чате значит не знаю как там дальше получится вообще планирую с вами как можно дольше пообщаться ну это редкий случай да это чтобы я на основной канал выходил с эфиром есть котляровым да там круглосуточное вещание молчание так ну ладно давайте мы сейчас это все-таки по вопросам и так и и вот юрий пишет бора если бы эта информация была правдивой то бы бы скрыли и я вот заготовил тут у меня есть это небольшой скриншоте к на котором есть определенное сообщение от эдуард коваль мне когда-то в личку скинул и я уже в эфире его читал ну и сейчас для вас зачитаем я думаю это необходимо так значит и эдуард пишет под одним из роликов на ю тубе там увидел такое-то сообщение ну для садовчан как правильно эдуард пишет ничего нового но тут важные финальные строчки этого сообщения так значит пишет некий я так понимаю в военный который служил на глубине стоми сто тридцать метров на поверхность только на поверхности только спа спали убирали территорию не не имел негласно а а имел негласный доступ к секретной информации благодаря ленивому полковнику который нарушил стал передавал нет документы передавал документы мне а может он не нарушил стал предполагая может он специально хотел чтоб ты все узнал тот кто это писал но он пишет дальше чтобы он их отнес это перекрыла весь глупость короче армейской службы и что он дальше пишет дело но это дало ему кусок свободы он вычитал там следующие 90 процентов населения планеты даже не понимают и понятия не имеют как управляется общество и процессы вном на протяжении всей истории человечества границы существуют только для толпы деньги существуют для управления толпой элита их просто печатает спецслужбы всех стран по сути единый механизм то что я говорил уже много лет маленькие секреты нужно держать в тайне теперь главное большие секреты хранит неверие толпы то есть это смотрите это отсылка к тому что юрий сказал если бы это было все правда то бы ее бы скрыли зачем скрывать неверие толпы хранит все секреты мы же каждый из нас понимаем что ну скажем так проходим определенный жизненный путь и вот окружение каждого из вас до в той или иной мере не понимают ни родные не близкие вот и вот данная площадка я думаю это замечательное место где как каждый может спокойно задать те вопросы никто не будет высмеивать здесь будет найдено понимание потому что здесь как раз-то на данной площадке собрано множество человек которые ну скажем так белые вороны в своем обществе так значит следующий вопрос значит она любимого задают вопрос ну в том эфире в том той премьере зачем это делали с какой целью кроме как оставить память так и вот здесь кстати юрий бора хорошо отвечает но он как бы в ключи официоза идет сообщает про какие-то крестовые походы но они были конечно но не в том плане вот это и были в какой-то мере крестовые походы то что мы увидели и до отступления сделать там сокрушался другой товарищ в чате под ником бандит саня youtube у блокировал но я это самое все равно записал его сокрушение по поводу а кстати вот бандит сани я перепутал двух чатовцев бандит саня писал что это монахи типа в монастыре вот если бы ему сказали что это инопланетяне он бы говорил что это инопланетяне так и что у нас получается юрий подсказывает но этот основной посыл это давно было уже озвучено но я все-таки перезвучить для чего их сохранили так так во времена таких-то таких-то походов походов короче как же так для ютуба для эфира идеально назвать чтобы было все не на чувство верующих не оскорбить но назовем не крести до не крести эти тела варили а кости оставляли как трофеи также считала что пока тело не стлеет пишет юрий бора не стлеет полностью душа ну скажем так душа привязанная к этому телу не река не реинкарнируется поэтому наверно все-таки у нас была версия со светланой что это и есть мы но раз мы воплотились значит максимум где мы остались это в черноземе кто не понял посыл чернозем это и есть миллиарды скажем так костей перемолотые в труху чернозем состоит на 90 процентов как раз-то из этих костей просто брали мул с рек которые потом появлялись мул этот смешивали с с этим кальцием да с костями и вот так получался чернозем так океан аким пишет знаете ли вы недавние причины бей гибели городов потопом ну кстати это были закопы вот теперь после этого ролика надо будет как-то монтировать небольшой фрагмент эфира может завтра опубликую главное не полениться там мы втроем олиха олег и я обсуждали как раз та тему этих скажем так закопов но можно и сейчас сказать да то есть добывали техник техника добывала ресурсы и высыпала скажем так все на города то есть у того потопа который общепринятый считается его как бы не было но если он и был то довольно таки давно это когда купол пробили из это хлябья небесные разверлись их мы и хлынули воду воды храна на бренную землю да так значит тут мы выяснили чтобы душа не реинкарнировалась это первую очередь и поэтому тут же когда я писал давайте это самое умаслим духов это ж не шутки те кто ролик приобрели слегка вой откупились до от этих духов я сам всю практически сбор от этого ролика в помощь дальше направил поэтому думайте сами решайте сами как говорится 5-10 рублей вам погода не сделают а глядишь все будет нормальды вот на всякий случай ссылка на донате он даю и под роликом она будет так как это очень удобный инструмент можно им пользоваться всем кстати кто думает что там от ролика вот сокрушался тысячу рублей там на выходе 50 процентов только доходило между прочим там пока вот эта вся череда пройдет вот эти поборы проценты надо было по-другому делать ну уже как сделал так сделал так в пустыне это выжженная земля на пустыне это скажем так был назовем условно в кавычках плодородный слой романа пчеленко спрашивает чатя после не то выжженная земля а когда гигантской техникой добывали здесь полезные ископаемые вот представьте космический корабль размером с луну и у него скажем так типа дно сито и из этого сито уже и из печей там ну печи естественно были в этом корабле там доме на и да или что-то в этом духе то есть перерабатывали и им необходимые полезные ископаемые и высыпали сюда на бренную землю кстати вот тоже примечательный момент да вот железная руда это ж на самом деле просто предыдущая архитектура которая имела здесь кучу всевозможных там рельс и и не знаю там что там могло быть из металла там конструкции металлоконструкции это все просто в кашу их металлические сооружения перелопатили вот так вот достала нам досталось вот эта руда скажем каша перекрученная вот это земля там не знаю крошка металл так оккупанты они откуда ну как откуда есть ролик на ю тубе где мы живем и кто и кто с нами рядом да там по моему все довольно понятно и рассказывается и показывается неужели есть в чате и человеке которые не видели этот эпохальный труд там кадры меняются каждую секунду новый скриншот который по два по три часа создавался вот ссылка на ролик где мы живем и кто с нами рядом так на чем я остановился черепа кости ну есть еще такая поговорка хотите спрятать положите на видно место хотя есть поговорка другая дальше положишь ближе возьмешь да но в данном случае видите как влезло это в голову жителей монахи такие были бы шкать накише свои останки это оставляли в монастырях а как они определили что это монахи а просто некоторые скажем так останки были облачены в так называемые общепринятые по нашим меркам монаховские одеяния и поэтому сделали вывод а то все же декорации это все мы живем в театре абсурда у нас все все абсолютно кругом ложь куда ни ткни медицина тоже давайте вкраплю на злобу дня очень аккуратно и деликатно для youtube а потому что никто практически из блогеров это не говорит многие сокрушаются шут родные и близкие страдают из-за невидимой и страшного недуга который гуляет по планете максимум что гуляет это яд который распыляет вот этих возможно великанов предварительно отравили скажем так распылили да вот эту всю гадость но я четыре года назад рассказывал как использовали всякие бактериологические оружия да там или что-то в этом ключе тут понимаете название не принципиально главная смысл когда я говорю там и кто-то из исследователей ядерный взрыв то имеется ввиду по мощности разрушения а не то что чем была оснащена ядерная боеголовка точнее боеголовка и можно чем угодно оснастить вообще очень самое мощное и страшное оружие это водородные бомбы новый взгляд хотя парадокс том что в водороде в водородных бог бомбах как раз-то используется кислород читаем беляева александра беляева писателя фантаста продавец воздух где он там лепил шары размером с бильярд из кислорода прессовало там если его взорвать нам чудовищные разрушения так я так понимаю что эфир живее всех живых как я и предполагал вопросов больше накидал блокнот чем чем по нему как бы тезис найду так но тут довольно грусти вам кстати рекомендую канал ольги там есть у нее замечательные ролики по нашей теме их немного но они качественные и интересные так слава для роботов нет кармы по канонам мироздания нельзя даже чужими руками уничтожить но робота кто-то программировала часы местных жителей программирует на то чтобы они это скажем так намордники носили и принципе планетарно невозможно убедить местных жителей в том что это абсурдный абсурд даже вот пример что до 12 лет детям можно не носить то есть это вдумайтесь если действительно эта фигня существовала то как это так получается то есть взрыв взрослые только должны надевать а дети это до 12 лет типа у них шо по мнению оккупантов такая иммунная система я думаю наоборот ребенок в первую очередь это может быть подвержен этой напасти поэтому первое что местных жителей уничтожает это как раз-то намордник это если вот так тезисно надеюсь я стараюсь для ютуба деликатно говорить потому что недавно купцов надо будет где-то его эфир залить андрей купцов эту тему начал топить откровенно что никакого кретиновируса не существует и у него это прям эфир это джиг и на крылья но он там естественно не подбирал такие слова как я он четко по официозу если идти тогда да а я иносказательно говорю так не успеваю конечно за чатом но главное посыл я сказала там уже делайте с этой информации знания и данными все что хотите вы конечно можете прийти на основной канал и если светлана для нас найдет время она точно так же как я по 100 миллион пятнадцатому разу объясню почему америки не существует где мы живем и что происходит и светлана нам поможет понять уже именно ну с точки зрения апеллируя официозными да это скажем так знаниями ну и сам официоз принципе это говорит что этого не существует просто местные жители к сожалению не имеют возможности это самостоятельно анализировать так вот елена пишет что не дух есть яды которые распыляют но первую очередь еще раз говорю вы страдаете что вас уничтожает это ношение намордника вот все кто практически носили намордник довольно долго вот они как раз то и это скажем так ну страдают но кто-то сейчас выкрикнет нет не носил и не и не дух подкосил во первых вышел за забыли что есть вообще классические осенние зимние и весенние вот эти недуги или сейчас все про все забыли которые были страшные названия не буду перечислять и теперь только кретиновирус существует а остальных всех болячек которые ранее были они просто испарились смешно но уже то что ну сами где логика детям до 12 лет не можно не носить а взрослым с 13 лет до уже можно носить но это не абсурд так давайте по теме великанов так ну вот это бандит саня сокрушался причем тут великаны да там есть типажи и наши я уже говорил и в роликах и в эфирах что человеческий типаж и существовал рядом с антами как они были дружны или анты держали человека за слух знаете там и человек то есть вот откуда оно пошло да это подойди то есть то ли великаны подзывали к себе то ли какие-то писи главы и подзывали к себе это человека я кстати начал это собирать и гравюры новые возможно их на котлеровым покажу сейчас они не буду это демонстрировать там довольно таки необычные это изображение на мой взгляд связанные с и с великанами и с существами человеческого типажа и я сейчас смотрю кто-то их закидывает закидывает потому что новые появляются и совсем даже не неприемлемые с точки зрения цензуры скажем так древняя древняя не знаю древняя деликатно сказать это эротика что ли ну не попадались эти гравюра как от гравюры попадаются берем просто пишем гравюры да так это хоть youtube пропустит сейчас проверим сейчас подбираю гравюру которая максимально это листаю максимально не страшно и да так ну какую так здесь вроде не ничего такую для youtube а вообще уже не знаю что можно что нельзя а тем не менее у них такие ужасы там залиты шамама не горюй так но вот это допустим вроде приемлемо я просто общий смысл передать то есть пишу гравюры и листаю я даже сейчас листать не буду неизвестно какой черт из табакерки это выскочит от листать можно право листать влево естественно всплывают всякие там изображением так проверяю на основные вопросы я ответил а вот карма ведь и скачусь темы на темы все делается своими руками местные жители себя своими же руками уничтожают значит и тех ольга кто этих роботов программировал убедили что нужно внос себе вставить колокольчик оккупанты все делают нашими руками мы себя своими же руками уничтожаем ну я могу ладно я могу закрыть глаза на на тех кто силу определенных обстоятельств почему под чем-то давлением недобровольно вынужден надеть намордник это одно но есть же те которые добровольно одевают и считают что это правда вы считает что это нормально а это уже все это уже отклонение если существо добровольно одевает и думать что нормально это нездоровая нездоровая ситуация поэтому я говорю что максимум ядами могут травить но то наверное такие темы все-таки на котляровую фэм лучше обсуждать площадка каким-то чудесным образом живет с такими темами которые мы обсуждаем не буду рисковать для основного канала конечно это расширено говорить о том о сём так что у нас еще тут так владимир юа вячеслава ты говорил что ролик который великанов обошелся тысячу долларов но если не больше вообще он там обошелся в миллионы долларов но чисто это по по факту я уже рассказывал эту математику на создание ушло да там допустим три четыре месяца многие говорят там плачут информации нету да там и не надо информации там можно включить музыку какую-нибудь и все ничего не говорить все показывать скриншоты сами за себя говорят но и только единицы понимать какой титанический труд был проделан это все собрать это же не было отдельной книги такой пишу на ю тубе мне книгу про черепа и кости и там это все скачал и оформил у это огромный труд поэтому вот я взял допустим минимально который мне известно зарплата подсобника или как грузчика вот допустим есть комбинаты рядом человек получает за смену 500 гривен вот это самое минимальное до 500 гривен за смену получается сколько он это там где-то около 15 тысяч гривен в месяц а сколько это 15 тысяч гривен если я правильно сейчас посчитаю сколько долларов 500 вот простой харьковский чернорабочий минимально это 500 долларов в это получает в месяц 500 долларов я не знаю зачем там ехать какие-то там польши шмольши когда на украине полно мне так кажется работы хотя могу ошибаться вот ну вот четыре месяца ролик создавался вот мне на можно было для как говорится пойти это для семьи заработать это семья как говорится дети внуки и ниши не будут скажем так довольствоваться тем что время потрачено давать на на то чтобы сидеть четыре месяца собирать а потом это все дело за спасибо выложить ну и причем я же говорил я весь сбор это отослал опять же детям и внукам и сейчас рекомендую пять десять рублей это же как говорится умаслить богов точнее духом а вот кстати это же к той теме что этаж неприкаянные души эти знания не принадлежат никому от них надо откупаться чем скорее тем лучше так что тут дальше но тут принципе вопросы не не очень такие всякие на мой взгляд родственники тут хавьер пишет знали платили за хранение умерших так так ну что сколько я вещают 29 минут еще посмотрю за чатом если будет это какой-нибудь вопрос вроде расширена и ответил самом ролике там и плачут а кто же сел великаном там же рассказывается и показывается кто прилетела инопланетная цивилизация мы расцениваем свинок нормально в пищу они расценивают местных жителей как пища не видят в этом ничего зазорного как мы не видим что за зону поглощение поросят там и коровят для свинят и коровят мы оккупанты конечно надо отказываться от мяса есть рыбу ну или птицу так ну что еще закруглимся и перейдем на котлерову фэм тогда основные вопросы я принципе ответил ну тезисно пробежаться ролик надеюсь на ю тубе будет жить он идет с категории 18 плюс значит вдруг кто только что подключился вообще на эфир и не понимает о чем речь идет рекомендую воспользоваться этой ссылкой на ролик или просто написать на ю тубе кто съел великанов вот конечно могут выдаться и другие площадки у кого есть возможность желание время можете заливать куда хотите где и где пропустит где пропустит туда и заливайте более расширенный вот анжелика много вопросов задают это мы сейчас перейдем на кироу фэм и там я надеюсь мы продолжим уже в спокойном режиме это размеренно обсуждать те или иные вопросы его и светлана подскажет что 265 человек но это замечательно что вопросом на самом деле нет чате вот потому что я видно очень доходчиво и понятно в роликах объясняю что происходит вот и на самом деле ну давайте тезисно по финалу том то место где мы живем планетарно оккупировано существами которые нас держат за пищу естественно они чтобы легче нами руководить они вносят всевозможные скажем так своих даже не на как правильно подобрать слов вносят короче свои законы дробят территорию стравлют местных жителей между собой внушают местным жителям и всякие глупости вот они бегают это думают что их защитит защитит намордник а на самом деле уже все прогрессирует деменция вы через десять лет посмотрите на окружающий мир вы будете в шоке насколько общество еще ниже по уровню интеллекта опустится потому что наш мозг это вай фай который принимает сигнал от своего вышнего оператора у каждого свой оператор мы аватары вот и несмотря на то что мы живем в вечность наш скафанция лишь секунду живет мы все равно не должны опускать руки по и мы по сути многие из нас сюда и и пришли и воплотились в этот мир чтобы вернуть нашей планете первоначальный облик город сад навести здесь порядок и раз уже назвались груздями значит надо не отлынивать вот ну да вы давайте для основного канала все таки 30 минут это будет нормальды буду переходить сейчас на котлярову фэм 256 человек очень приятно ну а с вами был вячеслав котляров огромное спасибо что слушаете что слышите меня если есть какие-то вопросы заходите на котлярову фэм огромная огромнейшая вам благодарность добрые светлые человеки за все разрешите откланяться до новых встреч прямом эфире пока пока здравствуйте уважаемые слушатели зрители с вами вячеслав котляров так так как это прямой эфир надо на всякий случай еще переозвучить неизвестно пошла ли первая фраза прямой эфир здравствуйте уважаемые слушатели зрители с вами числа у котляров в харькове 19 часов 0 2 минуты 21 11 2020 года постараюсь коротко о главном значит страшный ролик доступен даром то есть ссылка будет в описании под роликом те кто конечно его приобрели находится в более выгодном положении потому что буквально откупились от этого ролика я тоже от него откупился практически все что было с него получено пошло дальше в помощь поэтому я рекомендую пойти той же дорогой кто-то удивится ну как же даром опять же говоришь это что желательно копеечку но здесь уже кто сколько может пять десять рублей реквизиты справа реквизит ну донати он под роликом чтобы 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 не было какой-то поговорка да бесплатный сыр только в мышеловке ну на самом деле мышеловки не бесплатный сыр а самый дорогой потому что за него отдаются самое дорогое сейчас я прям в прямом эфире продемонстрирую что я его опубликую это очень важно решил попробовать на основной канал залить поставил правда ограничения по возрасту сейчас я проведу премьеру мы посмотрим его в принципе он уже появился на просторах интернета в первый день но те ролики которые находил они в принципе были немножко изменены у меня вы будете как бы изучать оригинальный ролик вот евгений благодарю евгений тебя вот он залил этот ролик немножко евгений сокрушается по поводу того что на его канале не не смотрят его труды ну кому не трудно зайдите посмотрите человек музыку пишет клипы делает ну а так получилось что мой ролик оказался самый популярный на его канале вот что еще добавить добавлю то что сейчас я его активирую вместе с вами большая вероятность что он не будет отображаться у вас нигде поэтому я пишу этот короткий ролик чтобы вы знали что он уже доступен проведу премьеру а дальше запущу онлайн трансляцию живую обсуждение я еще пока в раздумьях здесь запустить ее на этом канале на основном или на котляру УФМ кстати котляру УФМ решил оформить так необычно тут собираю со всего интернета эфиры ну замануха мне вообще как бы все равно что особо там в эфирах показывают и рассказывают ну для прохожих чтобы было интересно то есть заходите на канал слушайте к примеру котляру УФМ как радио надоела статичная картинка с реквизитами и с материками нажимаете тут эфир и спокойненько природу изучаете и слушаете котляру УФМ так ну затягивается рекламное объявление ролика давайте я его сейчас опубликую и вы когда а даже не вы когда я сейчас его запущу премьеру и сюда ссылку дам потому что у многих возможно даже и премьера не отобразится после премьеры запущу эфир для того что возможно кто-то захочет обсудить даже ради одного человека если кому-то будет интересно задать те или иные вопросы я ради одного человека готов запустить эфир так премьеру сохранить так посмотрим что будет youtube говорит по этому поводу видите на этом канале жив ну там даже ограничения по возрасту нету но я перестрахуюсь поставлю ограничения по возрасту потому что уверяю вас на ю тубе и более в принципе страшные вещи можно найти а вот видите он недоступен ага все доступен вот сейчас премьера началась так я что то она видите маслается сейчас буду сворачиваться потихоньку посмотрим пойдет он или нет вот ссылка на премьеру что то не пускают видите будем вместе изучать страшный ролик про великанов но не идет премьера что то его видите не пускают в общем если что просто так его наверно тогда опубликую хотя видите очень долго маслается хотел ага все отлично значит предлагаю вместе перейти в чат премьеры данную трансляцию я сворачиваю главное сказал у кого есть возможность желательно от него откупиться он если кто то в австралии живет даже в австралии работает донате он alerts или как он alerts вот ну буквально там 5-10 рублей чисто символически мне он довольно таки не просто этот ролик дался и как я сказал в начале ролика я от него сполна откупился все посмотрим с вами премьеру она будет идти больше часа быть добру до новых встреч в прямом эфире пока пока здравствуйте уважаемые слушатели и зрители с вами Вячеслав Котляров в городе Харькове 14 часов 31 минута 24 0 9 2020 года лучше я наверное это в голос скажу чем нарисую какой нибудь скриншот если вы юны если вы беременны или у вас какие то есть психические отклонения выключите этот ролик и не смотрите когда вы подрастете когда вы разродитесь и когда вы подлечитесь и исцелитесь тогда приступайте к его изучению так как данном ролике будут шокирующие фотофакты шокирующая информация знания и данные те уважаемые слушатели и зрители которые на протяжении уже многих лет изучают вопросы связанные с нашим мироустройством не будут испытывать никаких трудностей в понимании той информации знаний и данных которые я сейчас буду доносить но для новичков конечно будет в крайней степени очень трудно понять этот материал и принять его это равносильно что вы придете сразу в 10 класс и вам дадут информацию для понимания естественно вы не пройдя первый второй третий класс не сможете осилить то что вам сообщают также вот поймался на мысли если вы играете в какую-нибудь игру компьютерную и начинаете раскачиваться ну с самого допустим простого легкого уровня потихоньку шаг за шагом изучайте ее через какое-то время если вам поставить максимальный уровень сложности вы кое-как ну справитесь да с управлением но если сразу вас бросить на максимальный уровень сложности без подготовки вы не пройдете и шага точно также и то что я планирую вам сообщить без подготовки осилить будет крайней степени сложно поэтому для тех кто впервые сталкивается с подобной информацией предлагаю пока верить на слово а потом вы можете проверить хотя для здравомышлящего человека фактаж будет настолько мощный и факты настолько упрямы что сомнений не останется в том что то что я поведаю далее так оно и есть на словах конечно можно было много рассказать интересного и трагичного но ничего так мощно не работает как визуальное подтверждение и поэтому у меня ушло много времени на поиск фотофактов оформление всего этого трагичного даже не знаю язык не поворачивается творчество сказать знаете как получалось действительно по мере продвижения все таки рано или поздно на просторах интернета появлялись статьи скажем так где было собрано более-менее такая грустная коллекция уже на финальных скриншотах мне выпадало две или три статьи связанные с этой темой где уже авторы потрудились собрать фотофакты но вот скорее всего они просто собрали и показали вот смотрите трагедия а я не просто покажу ну и расскажу что ж это было за трагедия и почему мы видим такие перед собой страшные вещи сразу забираю вперед вот тезис на информация 200-300 лет назад здесь планетарном был единый город который представители скажем так иных цивилизации решили разбомбить здесь жило очень большое количество жителей миллиарды естественно такое количество скажем так погибших не так то просто было спрятать и в принципе до наших дней дошли буквально крупицы крупицы относительно крупицы этих захоронений где основной ну скажем так пласт этих миллиардов спрятан я чуть позже в ролике сообщу а пока то что у нас есть на поверхности причем изучая этот детально вопрос и каждый день работая над фотофактами я приходил к такому мнению то есть бралась реальная допустим официальная страна допустим германия да и на территории этой германии я находил подобное скажем так захоронение но она это захоронение ни одно было на этой территории понимаете чтобы сильно не топтаться на одном месте я буду просто показывать допустим германия до захоронения но вы можете просто либо самостоятельно либо опять поверить на слово что таких захоронений на территории германии много и так это принципе по любому уголку лица земли который мы знаем то есть берется там допустим чехия я там показываю одно захоронение а по факту вырисовывается совсем другое другая картина то есть таких захоронений гораздо большим конечно скептики могут списать это на мировые войны и так далее но мировые войны принципе если знать как они происходят они не уносили миллионы жизней и даже если бы уносили то при детальном изучении этих черепов и берцовых костей мы столкнулись бы с такой темой как принято говорить великаны то есть некоторые черепа значительно больше скажем так литраж чем у местных жителей и берцовые кости естественно значительно длиннее если маленькие черепа то это либо дети либо представители нашего типажа потому что в те недавние годы здесь жили все виды жителей даже в наше время можно найти человека вполне нормально развитого до интеллектуальной физически и рост у него будет полтора метра а также будет рост и два с половиной метра поэтому поэтому особо ничего не поменялось но особо конечно гигантских представителей стирали буквально в порошок об этом позже давайте перейдем теперь фактажу начнем с чехии процессе оформления ролика даже успел заметить как google карты с одной картинки визуально перешли на другую картинку то есть вы в начале ролика увидите более старый вариант которому многие привыкли за последние годы и уже будет новая версия google карт думаю они это неспроста сделали тексты все зачитывать не буду кто хочет может поставить на паузу потому что если я буду читать каждый текст ролик будет наверно два с половиной часа поэтому я буду тезисно показывать и рассказывать те или иные моменты связанные с тем местом которым мы с вами обитаем знаете чехия и этот храм поражает не даже не тем количеством вот этих ужасных изображений как эти изображения поданы то есть в некоторых случаях есть просто кучи навалены череповых костей будут захоронения такие а здесь как видите кто-то очень аккуратно и скрупулезно это все выкладывал даже не представляю под силу ли современным кавычках художником или как правильно сказать наверное скульптором выкласть такое многообразие очень помогает дата 1870 год возможно многие из вас видели мой ролик на ю тубе архитектура до ядерной войны 1870 года как видите я не случайно взял эту дату тот участок земли где мы проживаем на самом деле бомбили бомбят и будут бомбить буквально и в наше время это все происходит списывают на землетрясения пожары и так далее так вот чтобы это все уложить или укласть во первых я думаю это надо огромное количество человек до или людей на и на данном случае или вообще привлечь роботов ну под вопросом конечно роботы но что это за существа так это все в кавычках украшали ведь это был самый обыкновенный храм самый обыкновенный но внутри храма уже все это скажем так вместили возможно ошибаюсь но вот глазницы насколько я смотрю на некоторых черепах довольно таки большие хотя может и наш типаж человеческий имеет подобные глазницы но мы не будем сейчас останавливаться на анатомии да особенно из этой ужасной композиции выделяется герб герб официоз относит к определенному роду род называется шварценберги шварценберги при детальном изучении рассмотрение герба вырисовываются довольно таки нелицеприятная картина на всякий случай если вдруг кому-то плохо видно или показалось что-то не то нет вам не показалось вот пожалуйста более детальное отображение того что отображено на этом ужасном гербе да то ли ворон то ли голубь вот кстати возможно голубь если внимательно посмотреть на самом верху изображен все-таки голубь представителю я так понимаю определенной народности я вижу оселедать то такие усы но давайте чтобы было все таки расширенная скажу что определенному народу далее определенный скажем так визуальный типаж то есть вся культура весь внешний вид который мы с вами знаем это всего лишь элементы осколки определенных скажем так визуальных подтверждений до витивата витивата излагаю да которые дали оккупанты иными словами вот то что дали оккупанты как вам бриться как плодиться да для каждого региона там для японцев определенный стиль там вот эти знаете для женщин необычные прически там одежду для другой территории какой паранджу ну также и мужчин по прическам и по стилю но увидите этот стиль так к нам интересно необычно подобном что многие могут узреть грустные нотки что мы еще видим на этом гербе вот слева изображена тиара с крестом наверное ну как бы кто-то скажет этих крестов превеликое множество ну что здесь такое взряда вон выходящего до их сейчас вообще конечно очень похожие кресты суют куда можно и куда нельзя у нацистов было что-то похожее да как мы видим и у так называемых правителей тоже присутствует этот знак оккупанты создают своих скажем так помощников и тоже чтобы было для оккупантов понимания знаете метят их нут создали красноармейцев до выдали им красные звездочки создали допустим рептилоида вот этих но условно назову рептилоидов выдали им такие кресты мы помним на альфа ромео что изображено крест до изображен крест и змея которая съедает человека ну вот тоже крест а тут я так понимаю змея не только человека съедает а вообще судя по этому знаку зодиака наверно огромное количество человек ведь каждый рожден под определенным знаком зодиака и видите голубь присутствует как и на гербе голубь который съедает глазик определенному жителю так и здесь голубь тут сказать совпадение или притянуто но ты змея до которая что-то поглощает возможно кто смотрит мои ролики на протяжении многих лет помнит вот схему которая показывал именно тоже в виде креста именно та территория которую ну оккупанты скажем так поработили вот они выделили скажем так определенным значком поэтому если видите такой знак остерегайтесь это либо напрямую пособники оккупантского режима либо наняты скажем так персонажи которые могут даже не знать символику ну вы знаете если смоделируем ситуацию в годы второй мировой войны кто-то в село зашел с определенной нашивкой до на плече с крестом и допустим он не знает символику все что это за крест то жители села прекрасно знают кто это да вот в данном случае ситуация тождественна мы видим вот такой крест и знаем что это пособники оккупационного режима причем этот оккупационный режим как видите просто занимается поглощением до убийством и поеданием местных жителей конечно я визуально вкрапил очень много текстовых скажем так документов но всех зачитывать не буду наполню данный ролик скажем так документами и вы уже потом самостоятельно можете при желании ставить на паузу изучать потому что если я сейчас буду все зачитывать то что она собирал за эти недели ролик получится на семь с половиной часов а это никуда не годится вот поэтому потихоньку мы из чехии начинаем перебираться в италию вы видите в италии тоже особо не стали все насыпать кучей решили придать этим черепам вот такой вид необычный и если кто-то думает что это легко вот так вот просто выкласть или выложить черепа вы ошибаетесь здесь нужно либо огромное количество народу либо буквальном смысле роботы которые так это все могут укласть но у нас таких роботов нету это наверно высокотехнологичные роботы с такой точностью они все это выкладывали но в принципе и огромное количество городов которые мы с вами утратили вот кирпич эти удивительные постройки это что же все роботы создавали поэтому в италии как видите тоже есть такие ужасы причем я смотрю так вот со стороны на этот мир местные жители спокойно относятся к этому ну допустим вторая мировая война ну допустим или первое ну что это за кощунство я вот каждому кто спокойно относится вам бы понравилось бы если вашу маму папу вот так вот держали или вас так держали но хотя смотря кому я обращаюсь если типажу славянскому сердце ёкнет а если вот эти разные которые живут с нами на планете шо тут такого но они конечно так не скажут имею ввиду они на другом языке это скажут но но они действительно как-то оккупантами хитро перепрограммированы за счет языка что утратили все человеческое крипто капуцина вот думаю что капуцина это наверно тоже что-то возможно было очень мощное светлое поэтому обезьян назвали капуцинами спасибо павлу рыжевскому канал рупол подсказал что были еще монахи скреп капуцинов да есть это допустим фильм мы знаем человек с бульвара капуцинов но капуцины если не произошло эффекта манделлы даже не буду сейчас википедию проверять я по старым своим как говорится знанием иду есть вид обезьянок который называется капуцины возможно был какой-то рот великанов которых называли капуцины но они ж любят оккупанты допустим их ант ант вот они сделали просто анта маленького муравья назвали антом чтобы поиздеваться и здесь же в принципе вот эти скелетики чтобы поиздеваться получается у этих существ какой-то ну не знаю не то чтобы чувство юмора есть своеобразное но действительно какой-то черный юмор все выкладывали все строили как могли что у нас официоз хочет подсказать перенесены со старого кладбища капуцинов до тысячи тысячи сотни тысяч черепов перенесли с кладбище от грязи вначале очистили до помыли эти все черепа потом давай их клеить на стены ладно мы не будем заострять внимание на вполне очевидных вещах что никто ничего не переносил кости обварили черепа достали еще нам роботы может даже уже с кипящей воды своими металлическими лапками клещами они доставали эти черепа и аккуратненько все раскладывали или разложивали да ну знаете вот кто-то скажет никакой не страшный ролик смотрите не страшно это для тех кто косвенно в теме кто чуть-чуть соприкасался с подобной информации знаниями и данными плюс ко всему имелось еще ввиду что ролик страшный для youtube youtube на крупном канале такой ролик заблочит а те кто вообще впервые а есть очень много зрителей которые впервые для себя это откроют ну будет не то что там не только до страшно жутко жутковато потому что это забегаю вперед это все планетарно это все в огромных количествах и еще раз повторюсь если я беру допустим италию сейчас это всего лишь я беру одно захоронение хотя можно было бы собрать фактаж до фотофакты в большом количестве и все вам добрые светлые чайки продемонстрировать но уже как говорится это соки поджимают поэтому поверьте на слова или проверьте это в в открытом доступе и все есть причем я сознательно все брал из открытых источников хотя можно было и найти любительские фотографии подобных скажем так объектов и продемонстрировать их но я четко шел в том ключе что нахожу склеп так называемый точно его место расположения вот как он называется и так далее и так далее покидаем италию и переносимся португалию ну тут видите продолжаются ужасы нашего городка просто брали да вот существующие готовое здание его равно да и облепливали всевозможными черепами причем как я обратил внимание что мозаика ну используем термин скажем так мусульманская минорецкая хотя можно конечно эту мозаику 50 на 50 и за славянскую подтянуть там знаете в некоторых вопросах очень трудно понять где это и как это ну смысле орнамент чей он настолько спорный может быть или общепринятый славянский или общепринятый мусульманский но мы сейчас не будем остановаться на орнаментах возможно когда-нибудь я к ним подойду этим орнаментом будем идти в этом ключе и смотреть все эти ужасы вот как мы видим вот эти стены справа и слева ну вот что думаете это по человеческим силам такое вот создать ну много народу накинулась бы дала жить но они бы тут столпились бы когда 120 человек это укладывают это очень тяжело я вот как человек который работал на стройке вам скажу что вот прикидывая объем работы 1 2 не справятся а 100 200 просто не поместится будут толпиться то есть тут должен один мозг быть который по компьютеру четко это все выкладывают один мозг один робот но может 5 роботов может у них там общая программа и у них нету противоречий никаких ну уверяю вас кто скептически смотрят на вот эти стены и думать что это все предельно просто уверяю вас вы ошибаетесь дальше мы там перейдем еще к другим захоронениям там такой ансамбль выполнен просто вот из костей выложено да не вам скажу что станок чипову может только такое выложить так в общем португалия конечно показывает нам ужасы буквально ужасы и этаж планетарно ну что из португалия перейдем в австрию ну я уже так размышлял над этими надписями думаю они в наше время появились были черепа допустим 100 лет назад не подписаны и надписи очень похоже на то что в середине прошлого века нанесли уж очень на это похоже хоть и датировка идет 1800 до 55 год трудно поверить что это сохранилось с тех веков хотя может те века была краска более качественная или скажем так обновляли надпись да то есть она была менее менее четко нарисована и они уже в наше время улучшали улучшали видимость но это мы с вами сталкиваемся да с латыни с латыни а ведь если так дальше копать как мы с вами копаем то мы найдем похожие черепа из буквицей я смотрю на эти черепа но не очень они на человеческие похожи особенно вот правы есть конечно да разные кумполы разные типажи но существа скорее всего другие это были и нижняя челюсть скорее всего специально была отбита предположительно может быть отсохла с годами да ну видите огромное количество огромное количество черепов берцовых костей и вот всегда они почему-то вот этот крест вставляют крест ну вот опять же из области того же креста да то есть даже из официоза живого человека на этот крест запихнули и убили поэтому крест этот как молоток то есть молотком можно гвозди забыть и можно кого-то убить вот и с крестом можно добрые деяния творить но в оккупации этот крест значит что все уничтожаем вас еще и носите трофей одного из самых сильных и могущественных сынов вашего рода иисуса да из австрии мы переходим к самому нашумевшему и легендарному да вот катакомбы парижа вот про катакомбы парижа конечно но все уже знают что миллионы костей там действительно миллионы если не миллиарды я вообще не знаю как их подсчитывали вот как подсчитали 5 миллионов костей а ну я думаю там математически взяли один квадрат в одном квадрате да такое количество насчитали а потом умножили на площадь но может быть ну пускай даже если и 5 миллионов это очень много и это не одно захоронение опять же парижа да и мира конкретные в частности на многие на многие километры тянутся эти душесчипательные стены что пишут исследователи 200 миль это лишь небольшую часть почти 200 миль проходов это небольшая все лишь часть понимаете чтобы следовать получается вообще то есть париж на она стоит на костях ну катастрофа думаете вручную это все выкладывалось нет это роботы ложили там вообще вот я же говорю дальше будем идти такие замысловатые вы крутаться будут с черепами а а зачем далеко ходить вот вам фантазия автора до сердечко выложили из черепов это же чем-то клеили потому что ну как карточный домик завалится и все она там намертво даже не просто укладывали тошно на каким-то порошком пересыпали шон выполнял роль цемента ну завалилась бы это все с годами видите от сердца выложили надо как было рассчитать все однозначно чипу кто-то стоял рядом с роботом программировал джойстиком и он это все чудил заносил в компьютер рисунки так стоял наверно карандашом рисует а вот здесь сердце стене и робот какой ужас какой ужас париж франция париж париж сон наяву старинных стен незыблемая сила и снова италия неаполь что тут долго расшаркиваться опять здание скелеты я по возможности старался и визуально найти как выглядит здание в нидрах которого находятся все эти ужасы италия неаполь и СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Опять Чехия, но теперь уже другой город. БРМО. БРНО. Ну вот здесь я вот думаю только станок ЧПУ потрудился. Ну а шо? Идеальная форма. Идеальная форма, вот как можно это видеть. Ну еще можно сказать, что допустим они взяли, сделали какую-то опалубку круглую. Потом туда костей накидали, чтобы оно не выпирало. Сложили. Ну тоже головняк. Тут же ж видите потолок сверху. Ну вот так уложить, да? Идеальная ровная форма. Чем они прессовали это все? Ладно бы там просто круг сделали. Еще может скептики сказали, ну как-то там выпендрились. Ну тут вот смотрите переходы какие. Это выпуклость же сделана специально. Не то, что у них там оно выдавилось. Они ее, вот эту выпуклость в центре специально создавали. Да и черепа старались, смотрите, как раскладывать не от балды, а какой-то рисунок, чтобы был. Ведь справа и слева на стене нету черепов. Вот они в центре выложены в виде выпуклости. Садисты еще это с художеством подходили к этому всему. Кошмар. Вот вам и фильм Хищник во всей ее ипостаси. Садисты еще это с художеством. Как обычно ставочка при монтаже и всегда при таких вкраплениях хочется максимально качественно произнести речь, чтобы не резать, не монтировать авдиодорожку. Объемы просто запредельные и при монтаже я обращал внимание, что некоторые все-таки территории не осветил, да? В данном случае опять Франция, Марвел. Дорожка уходит и я уже не помню, как я правильно произнес. Вернее, уже не помню, правильно ли я произнес название города. Потом обратил внимание, что еще необычный Осари будет секундами дальше. Это я сейчас визуально смотрю на дорожку, как она бежит и пытаюсь синхронизировать голос. То есть, видите, довольно-таки необычная постройка. Вот, есть также всевозможные схемы, планы по этому Осарию. Вот оно удивительное рядом. Вот, вроде вкрапил нормально, идем дальше. Ну что, уважаемые слушатели и зрители, Европу изучили. Давайте немножко расширим границы и пойдем в Африку. Египет. Ну, кто смотрел мои ролики на ютубе, прекрасно знает, что я показал, на мой взгляд, важный момент. Что, по сути, вся Африка это европейские города. Ну, скажут там, ну, англичане, французы, как обычно, строили. Этот же ролик же создан для кого? Для тех человеков, которые прекрасно понимают, что происходит. Можно, конечно, допускать все, можно отпускать. Но думающий человек, мне кажется, понимает следующее. Что планетарно здесь был единый город, да? Одинаковая архитектура, одинаковый ансамбль. Потом его разбомбили. А жители вот где находятся. Причем мы перейдем дальше, где основная масса жителей находится. Хотя я на Котлерову ФМ в эфирах этот момент озвучивал. Но он все равно необходим очередной раз для озвучки. Так как будут задавать вопросы, ну, если вы говорите миллиарды. А здесь можно найти миллионы. Где ж остальные останки? Ну, часть, во-первых, погребена на мостовых этих городов гигантских. То есть, все это под слоем глины. Но все равно там, конечно, не такое количество. Там они не пластами лежат. Часть, забегая вперед, перетерты в труху. Кости в труху перетерты. Но мы к этому скоро подойдем. В данном фильме. Там, знаете, как вот есть люди говорят. Ролик делает, говорит, фильм. Ну, может быть они правы. Фильм так фильм. Видео ж есть там, значит фильм. Ну, что? С Египтом разобрались. С Африкой. Ну, опять же, если сидеть скурпулезно месяцами и годами это все собирать, мы можем по всей Африке собрать. По всем городам черепа. Давайте из Африки временно вернемся опять в Европу. Или Азия, наверное. Болгария. Это что у нас? Европа или Азия? Да. Еще один соборчик ужасный в Болгарии. Везде, везде вся земля утыкана, растыкана, рассеяна, засеяна этими жуткими семенами. Польша. С Европой, да, мы как бы уже начинаем, ну, не то чтобы привыкать, скажут. Ну, там же ж войны были. Войны были. А как же ж быть с Великобританией? Ведь вроде на территории этой державы официально ничего подобного не было. Ну, скажет, ну, это опять. Просто люди ж умирали, там же жили люди, да? Ну, вот и умирали они. Истории, скажет, человечества 2000 лет. Ты что думаешь, Вячеслав? За 2000 лет не накопилось столько черепов? Да вот, понимаете, цивилизация, которая раньше жила здесь, она вообще-то кремировала все это. И черепа вот эти начали появляться только 150-180 лет назад. А до этого никаких черепов никто не оставлял. Были огромные здесь дома для декорации, визуализации на фасадах этих домов были урны. А в этих урнах содержался пепел предыдущих жителей, родственников там, знакомых, родных и близких. То есть, получается, они кладбище делали прямо у себя в квартире. Ну, иногда и такое бывало, да? Могла урна с прахом стоять. Ну, а могла на крыше. И вообще полностью вся стена могла быть утыкана этими урнами. Все-таки миллиарды жителей. Где хоронить? Конечно, сжигать и в урну. Развеивать-то, по большому счету, тоже, наверное, негде было. Единый город. Ну, как питались, как нужду справляли. Канализации, кухни, это все у меня в роликах есть. Мы сейчас не по этой теме идем. Кому интересно, можете приходить на Котлерову ФМ, те же вопросы задавать. Потому что, если сейчас тему на тему прыгать, это, я же говорю, это 7,5 часов будет ролик. Ну, видите, я сознательно никуда не спешу. Можно было бы сделать, да, это ролик на 5 минут. В мире много черепов. Чехия, Италия, Португалия, Австрия, Париж, Франция, Египет, Болгария. Ну, и все, за 5 минут отчитаться, показать. Все, и убежать. Дальше делать другие ролики. Ну, тут же шупор еще для добрых, светлых человеков, которым хочется мой голос услышать. Новички, они никогда не поймут. Вернее, не, ну, когда они станут старичками, они, возможно, поймут. Но вот прохожие не поймут, что здесь такого в голосе Вячеслава Котлерова и почему его хотят слышать. Есть аудитория, которая даже вот, они знают, знают, вот это, скажем так, не объемно. Ну, пускай в небольших мелочах, ну, знают этот вопрос. Ну, про Париж же все знают. Но тут надо именно услышать мой комментарий. Вот, поэтому я ролик этот делаю именно для своей постоянной аудитории. Но если ты добрый человек, случайный зритель, новый зритель, прохожий, обратил внимание на данный мой труд, настоятельно рекомендую на ютубе, на моем основном канале Вячеслав Котлеров, социальные авторитеты, изучить ролики, так как картина будет более ясна и понятна, почему здесь все у нас в разрухе, почему мир, как гигантский заброшенный рудник карьер. Ну что, потихоньку из Великобритании сиганем в Германию. Это вот как раз тот ключевой момент, когда говорят, что это одно из крупных, да, из крупных захоронений в Германии. То есть есть много, но мелких. Не знаю, ставлю ли я при монтаже. Вот человек одну фотографию со скелетами продает, да. За сколько? За 10 долларов, да. Если я правильно понял. Хотите фотографию со скелетами, заплатите 10 долларов. Причем, если изучать внимательно этот склеп святого Михаила, да, и изучать внимательно этого исследователя, который вы видите, как его там зовут, Ридгард Бетчер. Он укладывает, он укладывает, оказывается, эти кости. Он укладывает, оказывается, эти кости, да. Они, знаете, были разбросаны. Они просто были разбросаны, а вот он пришел и просто уложил, да. А сам подбежал, рукой дотронулся до кости, зафоткался, потом отбежал от кости, и достал бутылку спирта, начал лить на руку, все это тряпкой протирать, сфотографировал, да, скажем так, трагедию, дотронулся до нее, написал, что сортирует кости и черепа, да. Ричард сортирует кости и черепа. Отбежал быстро в сторону, выложил фотографию на сайт, и говорит, 10 долларов? Ну, а что? Я же их все укладывал от черепа. Ну, это, что тут комментировать? Вы сами понимаете, что это, мягко скажем, не то, что некрасиво, это, ну, это отвратительно. Укладывальщик. Жалко, что нету специальных специалистов по вот таким вопросам, чтобы, ну, доведите мою мысль до конца, да, чтобы обман как-то наказывался. Вот, ну, наверное, здесь сделаем небольшое отступление. Я смотрю, я заготовил вот этот скриншот кальций и крепость костей, тут выделено. Кальций жизненно важный материал, является основным компонентом костной ткани. Является основным компонентом костной ткани. А теперь смотрим чернозем. Состоит на 70 и 90 процентов из кальция. Вот, 70 до 90 процентов. То есть чернозем, это и есть миллиарды убиенных. Ну, прежде всего, это зола, пепел, а пепел это, зола это что у нас, щелочь. Вот и посыпали, как могли, как там один исследователь говорит, вы знаете, планетарно везде метр четко насыпали глины. Потом говорит, знаете для чего? Вот, чтоб потопы это не так топили. Чтоб вода скользила по глине. Да? Вот. Ну, на шарообразной планете живет. Поэтому у нее так все вырисовывается. Отступление. Я не сторонник плоской земли. Сотовое мировостройство я озвучу. Это кто? Новичок вдруг впервые слышит. А вот к шарообразникам я не знаю, как подойти логически. Как они вообще представляют себе потоп на шарообразной планете? Ведь, знаете, есть же на ютубе забавные говоруны, которые топят за потопы. Топят за потопы, да? Копаются потоп. При этом они их как-то на шарообразной планете располагают. Ну, что я могу сказать? Конечно, это катастрофа. Ведь их могут смотреть и дети. И дети пропитываются заведомо ложной информацией. Решил сделать ставочку при монтаже. Если вдруг ролик будет популярный и будет вируситься, то, скорее всего, кто-то впервые для себя откроет сотовое мироустройство. Поэтому, уважаемые слушатели-зрители, старички, извините, решил 4 минуты вкрапить истинного положения вещей. Полную версию ролика можно найти в интернете. Называется он «Где мы живем и кто рядом с нами?» Канал на ютубе Вячеслав Котляров. Быть добру! Наша планетарная система называется Пхумандала. Пхумандала на санскрите. Это земля. То, что с позиции вет и в ведическую культуру говорилось о земле, имелась в виду территория Пхумандалы. И Пхумандала имеет размеры с севера на юг 4 миллиарда миль. Потрясающе! Для людей это фантастика, какая-то сказка. Какие 4 миллиарда? Эти 4 миллиарда разбиты на 7 концентрических островов. И наша земля с позиции вет называется Сапта-Двипа. Сапта-Двипа. Двипа означает острова Сапта-7. В центре это похоже, если сейчас так нарисовать на бумаге, это очень сильно похоже на мишень. Из семи вот этих колец, и в центре седьмая это полная такая, полная как десятка, яблочко то, что называется, такой заполненный. И вот этот наша пхумандала, то есть наша мандала означает определенная дискообразная плоскость. В центре находится остров, на котором мы сейчас с вами находимся, и он называется Джамбу-Двипа. Джамбу-Двипа. Джамбу это мистическое дерево, то есть реально существующее дерево, и как раз Джамбу-Двипа называется остров, на котором растет это дерево, Джамбу. Рядом с нами находится Плакша-Двипа, и мы отделены океаном, океаном от него, круглым, таким вот, концентрическим океаном. если пересечь этот океан, будет другой концентрический остров, который называется Плакша-Двипа. За ним Шалма-Лидвипа, Куша-Двипа, Краунчара-Двипа, Шака-Двипа, Пушкара-Двипа. Это вот семь островов, и все это называется земля. И расстояние с севера на юг 4 миллиарда сухопутных миль. 4 миллиарда. Наша Джамбу-Двипа, на которой мы сейчас с вами находимся, разделена на 9 равных частей, которые называются варшами. Варша это места обитания цивилизации, человекоподобных живых существ, человеческих живых существ и разного уровня цивилизации. Я сейчас перечислю вам, какие варши существуют. Илаврита варша, Рамьяка варша, Хиранмая варша, Куру варша, Хари варша, Кимпурша варша, Пхарата варша, это наша варша, Кетумала варша и Пхадрашва варша. Все варши имеют одинаковую площадь. Все варши. И площадь каждой варши с севера на юг 116 тысяч километров. 116 тысяч километров. Но если мы возьмем учебник, допустим, современный учебник, и посмотрим, допустим, диаметр земного шара 12 тысяч 800. Мы даже собственной варши не видим и не знаем о том, что даже на этом кусочке, который нам выделен, мы занимаем какую-то часть по сравнению 116 тысяч. Мы занимаем 12 800 и полностью воспринимаем только эту область. 12 800, окружность 42 тысячи, радиус 6400. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Все эти варши находятся рядом с нами, рядом с нами, и они отделены огромными горами, огромными горами. И средняя высота этих массивов около 16 тысяч метров над уровнем океана. Рядом с нами находятся другие варши, 8 варши. И все эти варши, все эти варши обладают другим сенсорным статусом, то есть все люди там обладают другим сенсорным статусом. Сотовое мироустройство является одной из самых трудных дисциплин в отношении исследования. Поэтому постичь сотовое мироустройство, опираясь на те данные, которыми располагает современная наука, почти невозможно. А более естественным и простым способом постижения этого учения является изучение ведических писаний. Здравствуйте, уважаемые слушатели, зрители, с вами Вячеслав Котляров. Вот, вот это ж мы подошли к этому вопросу под названием чернозем. И чтобы как-то жизнь зародилась, надо было где-то что-то сажать, да, помидорчики, огурчики. Вот они где-то от Карпат до Урала всю эту территорию засыпали черноземом. По удивительному стечению обстоятельств самая большая концентрация чернозема Харьковской области. Ну, что, из Германии куда пойдем дальше? Хотя, тут я смотрю и на территории Германии у нас в Кельне тоже есть опять изобразительное искусство. Ну, вы посмотрите. Ну, что, вы думаете, это по человеческим силам, причем это планетарно. А, ну, здесь, видите, они, скорее всего, просто приклеивали. В данном случае просто приклеивали на стену кости. Ну, возможно, это еще по силам какую-то надпись даже умудрились выложить или выкласть. Ага, а самое крупное было Опенхайм. Причем, этот Опенхайм там вообще на просторах интернета в разных местах по-разному пишут этот город. Чуть ли не Опенхеймер. Европа нас не отпускает. Греция, Афон. Вообще, официально все эти черепа типа оттуда пошли. Имеется в виду стиль. то есть в Афоне без магнитофона все это дело начали укладывать и потом всем так городам и странам мира это все дело понравилось. Я не даваю у себя такие же изобразительные пируэты выводить монастырь. А вот в Афоне уже у нас буквица на черепах. Буквица. И тоже смотрите этот год 1890. Неплохо что мы располагаем датировками. Неплохо что мы располагаем датировками. Ужасает что это было вот-вот недавно не две тысячи лет назад не тысячи лет назад а вот одно два столетия 1890 год как вы думаете они ушли с нашей планеты? Думаю нет они рядом с нами они рядом с нами потому что кресты которые они нам демонстрируют а эти кресты появляются сейчас у новых говорящих голов да они им дают информацию они им говорят этим говорящим головам что говорить как обмешуривать обьегоривать иметь от их потому что им нужно между собой как-то понимать их группировок но этим руководит такой-то вот кресты этим руководит такой-то вот такая-то допустим звезда небольшое отступление что-то сейчас немножко ни к силу ни к городу но когда они создают проекты разного характера они всегда визуально стараются ну скажем так для своих потомков или последователей оставлять ориентиры вот как было с экспедицией в так называемую несуществующую Антарктиду известного телеведущего там же они маякнули где на самом деле рассекал Валдис в Гренландии да и они это в кадре показали ну то есть они между собой когда там через сто лет ну не через сто лет а ну пускай да через сто будут рассматривать видео они будут знать где это снималось поэтому если внимательно всматриваться в знаки особенно как вот любят они создать какую нибудь говорящую голову и у него за спиной на стене какие то символы повесить чтобы потом знать на кого работает не есть некоторые говорящие головы которые копируют таких же ну в смысле уже нанятых и развешивают ну вы знаете даже если вы не знаете на кого вы работаете это не как говорится не отменяет ответственности за то что вы делаете я уже приводил ранее пример с повязками с крестами ну не знают персонаж что он носит допустим но другие знают да они черные обеляют белые очерняют идем дальше потихоньку добираемся до сербии до огромной башни которые высотой ну почти пять метров и все это я так понимаю было залито бетоном или в сырой бетон еще не застывшие вставляли вот эти черепа чтобы мы с вами спустя десятилетия могли понять картину артефакты некоторые не уничтожены буквально на виду нанесли золотую краску сверху черепов я думаю это было сравнительно недавно сделано не в те годы хотя кто их знает может и в те годы наносили подобные реверансы переходим Крыму Крым это вообще интересное место тут тоже как и везде на планете черепа черепа но я хотел бы обратить внимание ваше на эту церковь ведь официоз в каком ключе идет альтернативщики в сколе выдолбили храм и там начали жить при детальном рассмотрении становится понятно что храм стоял под открытым небом а то что выше его находится это насыпь искусственная то есть засыпали храмы и потом уже чуть-чуть качественно засыпанное да начали откапывать я так понимаю впоследствии впоследствии уже воздвигали какие-то примитивные постройки сверху этой насыпи ну по-моему отчетливо видно что засыпали вот смотрим на вот эту замечательную фотографию и понимаем что стоял храм точнее наверное правильнее сказать там наверное большое количество античных домов сверху насыпали кучу земли и вот с краешку так как говорится аккуратно смотрите кто-то отпилил то есть еще орудовали высокие технологии и аккуратно вкрапил в наше понимание что происходило здесь я считаю довольно таки наглядно наглядно демонстрирует что здесь было я уверен что на планете можно при желании находить вот таких выдолбленных в скале церквей немало понимаете интернет несемогущий и не все попадает в поле зрения но возможно после этого ролика появится у нас возможность и планетарно рассмотреть подобные церкви или церкви мы так неплохо полазили по Азии и по Европе что пора уже наверное можно переходить в так называемую Америку начнем с Южной Перу Перу как видите имеет свои ансамбли монастырь Святого Франциска вообще вот этих монастырей Святого Франциска огромное количество но здесь указано Перу город Лима что у нас еще на так называемом американском побережье можно найти тоже в свое время самую нашумевшую декорацию Куба Гавана да-да я знаю многие уже сталкивались с работами альтернативщиков где они рассказывали про эти ужасы но там им повезло им кто-то скинул ссылку на сайт этим альтернативщикам и они начали рассматривать фотографии ну выводы выводы какие выводы они делали вот смотрите гора костей а что гора костей она была туда приехали определенные персонажи и начали фоткаться на фоне этих костей здесь очень хорошо и наглядно видно что объем черепов значительно больше чем у современных жителей вот этот дядечка 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 в котелке все нам рассказал и показал я вас уверяю что практически со всеми черепами дождественная ситуация просто не каждый раз в кадре мы увидим череп современного человека и череп тех кто жил здесь ранее если маленькие черепа значит дети но не обязательно жили здесь и гиганты анты здесь жили представители человеческого рода ну вообще здесь на самом деле очень много кого жило даже люди с крыльями здесь жили разных скажем так конфигураций они были поэтому жители Гавайи были другие непредшественники тех жителей которые живут сейчас в наше время я понимаю постарались это все дело облагородить засыпать грунтом скорее всего сейчас уже не найти эти груды черепов ну видите нам повезло интернет все-таки нам демонстрирует ужасную трагедию которая была сравнительно недавно ну что будем подводить итог мы с вами должны понимать добрые светлые человеки что мной было показано далеко не все не потому что я не захотел показать а потому что нарыть крайне сложно фото место и так далее в эту копилку конечно можно было положить необычные черепа и нужно наложить потому что они нам говорят следующее здесь сравнительно недавно жило очень много разных народностей и когда мы видим с вами ребенка который перемотан тряпочкой ну череп ему замотали это не значит что этот череп появился из-за этой тряпки это значит уже череп который вырос просто обмотали тряпкой есть на ютубе много роликов в частности вот хорошо Юрий на канале История Пи сделал очень много роликов на эту тему там можно расширенно изучить и понять что рядом с нами жили яйцевидные и не только яйцевидные жители да обладающие подобными черепами немножко не в тему но все-таки хотелось бы и про другого Юрия исследователя сказать Юрий Тимовский необходимо изучить его канал тех кто никогда не слышал о работах Юрия Тимовского понимаете эту обширную тему можно продолжать и продолжать но мы поступим так то есть те кто этот ролик все-таки каким-то чудесным образом посмотрит будет понимать о чем я буду дальше говорить мы же еще должны не обойти и Нью-Йорк США это знаете сделано много заготовок и я просто взглядом пробегаю что я оставил тут скажем так впрок но вот тоже золотые черепа бар внутри какого-то склепа решили сделать развлекуху ролик хорошо что еще пока не завершается мысли новые появляются точнее на заготовке обращено внимание и мы не ставим еще жирную точку можно было отдельно сделать ролик и сказать что календарь это календар кали богины кали вот здесь можно во всей красе показать оккупантов что они тут делали очень большая вероятность что скажем так представители господа избранной национальности у них верховные оккупанты из одного скажем так колено идут тоже людоеды а те боги которых вручили индусам идут из другого направления но и те и те людоеды вот они как раз между собой сражались и календарь майя это кто смотрел мой ролик это еще один важный момент кульминация ролика что календар а если мы посмотрим как любят рисовать богиню кали изображать вытянутый язык и посмотрим центр календаря мая то мы увидим тот же язык тот же ужас то есть сейчас вот этот участок где мы живем в оккупации скорее всего вот этих назовем условно тайне не условно вот этих людоедов может может и Эйнштейн не дурач сам маякует нам показывает жест кали видите эти ужасные изображения да в этом ролике я могу вам показать на ютубе наверное это невозможно хотя рискните залейте на ютуб создайте канал с нуля залейте посмотрим что будет подобно тому как змея ловит мышь или гаруда очень ядовитую змею господь Нарасимхадева поймал Херани Кашипу неуязвимого даже для громовой стрелы царя Индры страдая от того что его поймали Херани Кашипу дергался во все стороны но господь Нарасимхадева положил его к себе на бедра и в дверях зала собраний своими ногтями играючи разорвал демона на части создайте канал с нуля залейте посмотрим что будет я не рискну да и вам бы не советовал если у вас есть основной канал кто его знает будут уничтожать один канал уничтожит ваше основное это там через знакомых идти через другой IP заливать не знаю насколько этот ролик распространится какое множество добрых светлых человеков увидят тот труд который я создавал довольно таки долго надеюсь понятно да календар дар кали богини ни в коем случае не противоречит варианту Ален Ал Эл Элохим чужие то есть все в принципе из той же оперы чужих дар да в данном случае уже расширенное понятно богине кали дар календар знаете писал ролик в несколько заходов первый раз 15 минут наговорил второй раз 45 и сейчас уже смотрю тоже около 15 минут получается где-то наверное час будет идти ролик вот что еще сказать в завершении опять же видите с мысли на мысли прыгаю теперь уже будет проще мне рассказывать те или иные вещи на основном канале я буду всегда ссылаться на этот ролик хотите доказательства вот пожалуйста а что здесь мы какие доказательства получили если конечно отметать глупости с войнами черепа нам же говорят что жители были гораздо выше и крупнее и если отметать побосенки с войнами то мы благодаря этому ролику понимаем что планетарно тут жители съели закатали в консервы кто не вместился в консервы рассеяли на полях современного советского постпространства чтобы как-то могли жизнь зародить на глине то особо много не вырастешь вот они насыпали костей и видите мы получается тоже немножко пропитались негативом но душа дух берет верх над физикой и чистые мысли чистые намерения будут побеждать всегда вот этот наш скафандр делать его лучше краше ну и по старым добрым традициям наверное скажу как всегда или как обычно с вами был Вячеслав Котляров очень благодарен вам что вы нашли возможность на изучение данного ролика как вы понимаете это еще далеко не все а даже может быть наоборот только начало нашего пути в изучении в тех или иных моментах на 7 разрешите откланяться всего вам доброго и до новых встреч в прямом эфире пока пока здравствуйте уважаемые слушатели зрители с вами Вячеслав Котляров в Харькове 11 часов 43 минуты 15 11 2020 года по законам канонам иконам жанра должен просто обязан появиться на моем основном канале Вячеслав Котляров социальный авторитет новый свежий ролик ролик появится но он будет скорее всего далеко не новый для многих но жутко интересный понимаете творчество это не работа и невозможно заставить себя писать стихи музыку хотя я не знаю как у других творческих людей но пока вот так конечно необходим ролик на злобу дня чтобы понять и объяснить что происходит на злобу дня пока я рекомендую канал на ютубе Кирилл Стримаусов изучивший канал понял что крайней степени необходимо про него сообщить своей доброй светлой аудитории благо что счетчик показывает у меня тоже отметку более 100 тысяч подписчиков а кстати серебряную кнопку не присылают потому что ее нужно заказывать ну мне лень заказывать это может если закажу они еще отклонят мой заказ да вот все нравится мне многое нравится то что сообщает Кирилл на злобу дня но уважаемый Кирилл нужно все таки говорить правду полностью я поставлю сейчас фрагменты старого советского фильма который очень четко нам сообщит о том что правду крайней степени необходимо говорить какой бы она страшной ни была почему потому что не все людям надо знать так им легче в военном деле в военном деле часто случается так что нельзя говорить правду но если есть хоть малейшая возможность сказать ее то ее надо сказать это рассуждение а людям тяжело идти из-за этих камней помирать никому не охота и мухи такие принимать тоже зато люди знают правду а правды это воевать за них будет стрелять из пулемета будет видите ли если человек идет со мной не зная правды то в трудную минуту я не смогу на него рассчитывать а если зная все он остается со мной то останется со мной до конца то останется со мной до конца да по поводу правды конечно очень много тем там много ключевых моментов и про это конечно нужно говорить на ютубе конечно это проблематично ну к примеру что никакого кретиновируса не существует в том виде который нам предлагают ну и ряд других ключевых моментов где мы живем на самом деле что происходит ну на моем канале конечно все это довольно детально рассказано и показано ролик кто съел великанов конечно в будущем будет доступен всем пока к сожалению он только по ссылке в описании а также ссылка перед вами ну а далее в ролике будет важный интересный материал по поводу необычной печати еще раз повторюсь многие конечно вы видели этот ролик но для кого-то он будет в диковинку в новинку приятного просмотра дальше идет астраханский герб и великий новорот а вот в центре а точнее на самом верху непонятное княжество я прочитал что там написано а написано там следующее древо дарует древнее достояние знаете вот могу сказать что это за древом но многие сразу как бы понимают что это и есть ингросиль или джамбо двипа но не только это еще и иисус христос да да как в случае с 12 апостолами так и в случае с 12 так называемыми городами этой печати так и иисус идет 13 и древо познания которое даровало знание тоже идет 13 и дальше мы с вами в ролике поймем не просто почему а немножко даже ужаснемся насколько хитрые переплетения бывают в нашей истории здравствуйте уважаемые слушатели зрители с вами Вячеслав Котляров в Харькове 7 часов 52 минуты 22.02 2019 год через месяц по старо-ведическим традициям наступает настоящий новый год то есть как принято говорить славяно-арии серьезно относились к этим вопросам и понимали что новый год это новая жизнь а новая жизнь она всегда или в основном весной кто из себя представляет данный ролик а данный ролик это по сути продолжение уже вами виденного или вы его еще не видели когда милости просим календарь мая по следам потерянной шамбалы ибо в противном случае вам будет непонятно о чем аз буду вещать небольшое отступление да я буду скорее всего теперь постоянно рекламировать ролик календарь мая потому что на данный момент это лучшее что мной было сделано и озвучено для новичков же скажу что то что говорится в ролике календарь мая по следам затерянной шамбалы или потерянной шамбалы нету нигде никогда вы нигде не услышите этого из других источников никогда никто не озвучит то что было озвучено в моем ролике сегодня мы пойдем по следам затерянных календарей а следы нас привели к уникальной печати ну вообще это современные историки псевдоисторики хотя нет как раз то они наверное историки они же не занимаются хронологией они именно пишут историю история это как бы ну есть много я понимаю вариантов там история есть варианты вообще иствари наверное более правильный вариант из древней но у них у них как раз то получается обыкновенные истории хотя я на самом деле как раз тот человек который ничего не отрицает всегда говорит что да возможно где-то подобное когда-то было может на другом континенте может другой соте может в параллельном мире но к нашей действительности то что вещает официальная альтернативная наука порой не имеет никакого отношения и вот мы с вами подходим к печати Ивана Грозного о чем говорит большая государственная печать Ивана Грозного ну уже слово государственное государство это территория для выпуска скота поэтому о чем бы не говорила это якобы печать она скажет только об одном что оккупационный режим как всегда хитер и быстро вот на опережение работает то есть было создано большое количество вещателей которые выводят во сторону которые выводят над сторону так о чем же на самом деле говорит печать Ивана Грозного ну буду всегда отсылаться к календарю мая тех кто смотрел данный ролик то что уважаемый зритель увидит сейчас перед собой для него печать Ивана Грозного даже без моих рассказов становится понятна и доступна то есть рассказывать по большому счету уже ничего не стоит то есть мы все видим мы все понимаем что это такое что из себя представляет печать но все же я хочу внести от себя ряд дополнений и пояснений несмотря на то что все очевидно и понятно естественно печать позиционирует себя с городами то есть имеется ввиду что по периметру находятся города пришлось немножко посидеть и поразбирать древнюю славянскую письменность вот что же нам говорит древняя славянская письменность каждая печать это герб города забегая вперед многие герба уже или гербы поменялись и некоторые уже не соответствуют тому что было и что есть но некоторые остались не в искаженном виде либо эта печать не такая же в довольно хорошем разрешении правда более ранее мне не удалось найти в хорошем разрешении но ничего значит что мы видим я просто подписал бы как классическим вариантом название городов хотя там пишется допустим царство казанское царство псковское царство тверское пермское болгарское черниговское и так далее то есть герб казани как видите он и сейчас такой ов Тверь Перм Болгария ну в Болгарии и сейчас до сих пор остался Лев на гербе Чернигов Чернигов поменялся конечно я хотел немножко уйти в сторону может быть уйду Геральдики потому что когда начинаешь изучать вопросы связанные с календарями кавычка с календарями на самом деле это по сути карты или компас или навигатор то приходишь к тому что нужно обязательно браться за гербы или гербы то есть как в данном случае печать печатью а по сути своего рода карта вот Нижний Новгород потом Вятское княжество Вятское сейчас Киров называется зашел немножко в тупичок поначалу княжеством Угорским Угорская печать даже это не княжество Угорская печать точнее тут написано через Ю Югорская ну посмотрел что у нас в Югорске это Ханты-Мансийске если не ошибаюсь край и срастается нашел населенный пункт на территории Украины Угорск появилась небольшая зацепка что нужно идти в том направлении ну и по факту да так и выяснилось что если одним словом сказать Польша то есть и на данный момент польские гербы имеют изображение лесы ну Угорщина вот есть такое словосочетание Фино-Угры да Угры они втаят в себе больше как официального смысла так и истинного есть еще один такой вариант что Угры это вообще Венгры да ну и вот та территория скажем так Угорщина там где Польша там современная опять же Венгрия и так далее кстати современный украинский населенный пункт находится недалеко от границы с Польшей под названием Угорск известные богатые евреи могли позволить себе увековечить свою фамилию семейным гербом так вот кто правит миром сейчас бы Анатолий Анатолий Шляхов если бы услышал бы это словосочетание он сказал так я в каждом ролике про это говорю да действительно если вы думаете что герб вашего города вашей страны разработан вашими представителями вы ошибаетесь его уже пометили и наметили уникальность и парадокс гербов мира заключается в том что они все тождественны то есть есть один общий принцип есть один общий стиль есть масса одинаковых рисунков я вообще честно говоря не представляю как разных уголках лица земли 400 500 700 лет назад представители по официальной истории разных народов сидели возле костра и думали а давайте герб придумаем собрались казаки на какой нибудь территории и думают крепко вот это ж мы без герба живем давайте придумаем герб себе а то как то плохо кушается плохо спится однозначно где то когда то кем то создавались для себя определенные символики но в данном случае именно в данном случае если изучать скрупулезно и детально геральдику а возможно мы этим будем с вами уважаемые слушатели и зрители заниматься если вам это интересно в дальнейших роликах то мы придем к выводу что у того места где мы живем один хозяин и очень много помощников и участки земли они поделили между собой между своими семьями и вот семья хочет допустим владеть определенной территорией естественно у этой семьи свой герб семья такое еще слово не сильно подходящее для тех кто оккупировал нашу планету в общем пришли мы к тому что Угорщина это грубо говоря Польша Смоленск видите кроватка шапка но опять же гербы меняются то есть я вот когда изучал Геральдику получается что в Твери был похожий герб и вроде он и сейчас такой герб но там должен быть еще изображен медведь и единорог дальше идет Астраханский герб и Великий Новгород а вот в центре точнее на самом верху непонятное княжество я прочитал что там написано а написано там следующее древо дарует древнее достояние древо с древними корнями естественно древние корни это древние знания древо дарует древние достояния так вот немножко грустновато выглядит это древо да как там писал Шиллер в переводе Лермонтова ни каменная глыба ни могильный крест мне памятником будут эти строчки вы знаете могу сказать что это за древо многие сразу как бы понимают что это и есть Ингросиль или Джамбо Двипа но не только это еще и Иисус Христос да да как в случае с 12 апостолами так и в случае с 12 так называемыми городами этой печати так и Иисус идет 13 и древо познания которое даровало знание тоже идет 13 но это как бы и аллегория и буквально смысл что Иисус и дерево по сути значение тождественное и дальше мы с вами в ролике поймем не просто почему а немножко даже ужаснемся насколько хитрые переплетения бывают в нашей истории в верхнем левом углу находится Ява Майор в кавычках Гиава Магиори она содержит в себе 8 королевств дальше идет Гива Миноры уже содержит в себе 3 королевства жители этого острова также идолопоклонники имеют свой собственный язык диалек на речь так по Джаву Минор я так понимаю тоже есть еще континент ну дальше спасибо огромное примечание от светлых добрых человеков которые переводили слава если я правильно понимаю не хватает части карты почему я так решила по окружности идут цифры с левого угла начинается 10 тире 15 тире 20 тире 25 потом 350 переходит 355 тире 360 если ты разрежешь карту между цифрами 360 и 5 получается две части из соединений мы склеили в месте где написаны параллели ну давайте и мы для тех кто впервые это видит правильно разрежем и правильно склеим фрагменты да получается далее пишется в описании не хватает части карты потому что по радиусу все цифры идут с математической точностью ну недостающую часть карты я уже показывал какие континенты скрыли для тех кто впервые видит вот пожалуйста на экране недостающие два континента то есть территорию вырезали перевернули как говорится весь мир зеркальте переворачивайте обмешуривайте объегоривайте так теперь мы расширяем познание нашей с вами географии и переходим тоже находится по периметру от гипербореи здесь главное общий смысл и я еще сделал маленькую как говорится отсылку к тому что были континенты которые затонули и я их тоже брал в расчет отталкивался не от современных схем даже уже мной проработанных а от тех схем которые были ранее до так называемых всемирных потопов значит что мы видим современная Азия у нас Хари-Варша Южная Америка Хадра-Варша Рамьяка Варша Асгард и Китумала Варша это Либерия или Агарта да скорее всего и антарктический круг Кола как мы выяснили да скорее всего эти острова имели название пока мы будем одним словом называть этот гигантский земляной массив антарктический пояс да ну для тех кто не в курсе в Антарктиде нету льда никакого там климат как в Африке ну собственно Африка это и есть один из блинов так называемой Антарктиды ну чтобы дальше озвучивать сенсационные сенсации я выберу пантеон все таки индусских богов потому что они раскрывают удивительные тайны связанные с тем местом в котором мы живем на мой взгляд больше похоже с лошадиной головой ну судить вам а также легендарный путешественник Гулливер побывал в свое время в стране где живут существа с лошадиными головами и с ними общался и скажем так выбираем этот остров и здесь живут существа которыми правит один из богов ну понимаете королевства маловато развернуться негде в первом ролике я сообщал что все океаны появились в результате беспрерывной выработки что дальше значит по поводу океана мирового и так далее наша планета вот эта сота она когда-то была полностью состояла из земли здесь не было и приблизительно грубо говоря ни капли воды все вот эти океаны это выработки предыдущих цивилизаций которые тут жили как я люблю говорить в каждой шутке из доля шутки остальное все правда вот значит это был полностью все земля то есть на самом деле это даже большей степени не океаны а просто слишком широкие речки или реки я написал скромненько луна дала ответ какая земля в реале на тот момент у меня было на канале где-то 40-50 подписчиков и первый ролик был услышан был правильно понят следовательно я приступил к дальнейшему повествованию о том как выглядит наш мир по факту действительности и был у них свой верховный предводитель шеша разместили мы с вами шешу на севере нашей соты и следовательно если у нас следующий бог нара симха это человек лев полуантропоморфная аватара вишну нара человек симха лев то этот остров или континент был заселен кошачьи подобными люди кошки существа с кошачьими головами следовательно легендарная шамбала найдена за антарктическим кругом примечательный момент на просторах ютуба можно найти вот такой замечательный канал котя рок это не мой канал то есть это не канал Вячеслава Котлярова человек который создает ролики использует материал который скорее всего не попадет на основные каналы то есть в роликах вещаю я но эти ролики вы по всей видимости не увидите ни на одном моем канале ну за редкими случаями может быть один два перезалью а так в принципе те кто говорят что мало роликов пожалуйста заходите на канал этого замечательного автора к глубочайшему сожалению я даже не знаю как величать этого мастера то есть мы с ним не знакомы я не знаю как его зовут но ролики которые он делает с моим участием на мой взгляд довольно таки интересные на всякий случай для удобства ссылку оставлю в описании заходите на этот чудесный канал изучайте то что не попадет на основные мои площадки быть добру но прежде чем мы перейдем к вопросам связанные с высшими знаниями мы все таки продолжим изучение печати Ивана Грозного мы с вами берем опять же славяно-арийский календарь и начинаем вдумчиво углядываться и видеть все в лучшем виде то есть в прошлый раз мы выяснили что дэвы это драконы поэтому как видите славяно-арийский календарь начинает хитро переплетаться с печатью Ивана Грозного дракон присутствует медведь присутствует волк присутствует раса лев присутствует хотя можно было это перенести и Псков потому что там получается ягуар сейчас у Пскова или гепард в общем барс также есть у нас лось или олень и лиса недостающие чертоги можно найти в более ранних версиях этой печати можно найти здесь коня ворона и щуку хотя в данном случае здесь больше осетр но рыба и рыба где у нас еще рыбы есть правильно в гороскопе но опять же будет отсылка к первому ролику те кто смотрел лендарь Мая понимают что это все взаимосвязано и когда мы видим с вами подобную перед собой иллюстрацию мы понимаем что ничего не противоречит а очень даже дополняет недостающие изображения можно найти в гороскопе стрелец и близнецы вроде на печати тоже близняшки бегают может не близняшки чем еще притягивает эта печать а притягивает она центральным изображением то что находится в середине круга и даже не самого двухглавого орла который присутствует на большом количестве современных гербов и несовременных можно найти в варианте связанные с Австрией то есть есть австрийский двухглавый орел таврический герб сербии герб албании герб черногории а также есть черниговский двуглавый орел но если быть абсолютно точным черниговской области что у нас дальше получается дальше получается у нас следующее что раньше в центре был двуглавого орла единорог а потом появился Георгий победоносный который пробивает копьем ракона и вот уважаемые слушатели зрители мы теперь подходим к самому интересному то что может быть в моем повествовании в данном ролике а интерес заключается в том что если знать устройство того места где мы живем то мы подходим к знаниям что по официальным мифам и легендам разных преданий и сказаний народу мира существует мировой змей этот змей имеет имя Юша ну по сути это змеевик считайте шестеренка которую заклинили чтобы сота наша не вращалась из-за этого появились морозы холода но не только из-за этого но скажем так когда механизм нарушен он сильно нагревается его надо периодически охлаждать отсылка к первым роликам где очень сокрушали что все нравится в сотовой земле вот с китами и черепахами переборщили ничего не переборщили это в дальнейших роликах мы с вами изучим киты и черепахи забегают это такие же техногенные механизмы но это не означает что нету гигантских черепах и китов то есть есть как и механические существа которые обеспечивают работу нашего террариума также есть и живые существа очень огромных размеров но возвращаемся все таки к юше юша вы знаете вот если изучать тему с Иисусом Христом сразу скажу обозначу забегаю вперед хотел позже сказать но лучше сразу скажу Иисусов было много и в разных ипостасях и в разные времена они были как и на стороне света так и в кавычках на стороне тьмы то есть принципиальное различие скорее всего есть Иисус то есть Иерарх да Ие высший Сурица Солнце высший свет а сейчас вы посмотрите пишется ИИ ИИИ Иисус искусственный интеллект то есть смысл уловили одна буква а уже смысловая нагрузка меняется ИЕ Иерархи ИИИСУС так вот если изучать вопросы связанные с Иисусом то мы знаем что одно из его имен ИЕШУА или ЕШУ Юша ну кто-то скажет ну подгоняешь факты Юша Ёоша просто созвучно ну а как же быть с копьем и Юшу и ЕШУА пробивают копьем катастрофа катастрофа пробивают копьем на кресте опять смотрим запоминаем анализируем кто-то скажет да не но опять что-то не так Юша и ЕСУша один персонаж ну тогда давайте посмотрим что изображено сзади или позади ИИСУСа здесь еще идет одно ключевое наблюдение так как на более старых относительно гравюрах присутствует изображение человека а не ящера или дракона убиваемого копьем то можно сделать вывод что со временем если судить во всяком случае по этим иллюстрациям внешность человека модифицировалась в змея змея мудрости который что-то там рассказал наверное дерево с изображением дракона миллионы и в наше время найти чтобы именно убивался человека не змей копьем или вилами да почему вилами вот в Польше есть такой герб сложно ну не герба стела изваяние хотя стела переводится вроде с латыни как звезда вот поэтому очень много аргументов в пользу того что то что я озвучил по факту так и есть еще раз подчеркну не путаем одного персонажа Иисуса их было очень много разных как и фигурально так и нарицательно так и приходили живые человеки во плоти и вещали местным жителям те или иные моменты в зависимости от того какие на тот период хронологии происходили здесь события я уже приводил пример когда загонят местных жителей под землю а это уже было не раз и они там проживут не одно поколение идет человек и скажет а вы знаете что на поверхности есть солнце воздух а его насмех подымут и будут кричать аааа сумасшедший что ты куришь в дурдом провели интернет нету никакого солнца его не может быть ученые доказали что солнца нету это мифы и легенды уходи отсюда мы не хотим слушать глупости всякие вот поэтому во все времена приходили человеки не думайте что я на себя намекаю нет я самый обыкновенный человек который по воле богов получил возможность вещать истинные знания а вот другие которые их можно назвать асы и действительно приходили в разное время и пытались пробудить вот Будда будильник будил 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 ну много даже в современной истории было пробуждающих здравствуйте самым страшным ролик называется кто съел великанов вот и ссылка в принципе не только будет под роликом но она еще будет монтирован в данный ролик поэтому внимательно смотрим на экран прописываем ссылку проходим и смотрим самый страшный ролик в мире где ссылка на страшный ролик вот она не вижу да вот она так где да вот она знаете недавно посмотрел фильм красная палатка Михаил Соболев наш соведущий обратил внимание на этот фильм много чего там примагнитило в этом фильме и то что примагнитило сейчас я с вами буду делиться вообще на всякий случай сделаю небольшое отступление ролик Средиземное море омывает Америку наделал много шуму относительно как и благодарят так и хейтерят вот некий Андрей пишет я живу в США объездил вдоль и поперек в страну вдоль и поперек потому что я Бэтмен а он дальнобойщик то что ты говоришь это бред нет никакого забора странно так читаем википедии американская мексиканская стена ну тут знаете либо врет что дальнобойщик либо что-то плохо со зрением и со здоровьем знаете такую стену не увидите я даже не знаю вот он не видел такую стену она есть ну добрые светлые человеки которые изучают мои труды и смотрели крайний ролик прекрасно понимают где она по факту проходит не ну в принципе да между мексикой и сша да но где у нас по факту мексика находится находится она у нас на территории азии поэтому все правильно между мексикой и сша будем конечно говорить про северный полюс но случайный прохожий когда читает такие комментарии специально не стал удалять чтобы ну как бы лжецу стало понятно что в игрушке играть с Вячеславом Котлеровым не стоит это первое второе благодаря этой лжи другие человеки узнают истину вот реальный дальнобойщик Алекс Брежнев скорее всего Алекс приветствую тебя ты удалил этот ролик со своего канала но я так и не решился на свой основной залить твой славный титанический труд и сейчас наверное не стану этого делать как бы хотелось бы получить твое одобрение что не кинешь страйк хотя бывает ютуб может сам по себе страйк кинуть автор будет не против так вот он проехал сотни километров и в этом ролике демонстрирует что вся сша ака в заборах не знаю если наверное написать на ютубе почему в сша везде забор за ключи проволокой наверное вы уже такого ролика не найдете это оригинальный ролик алекса брежнева канал америка наизнанку но я думаю всех кто слышат сейчас подобную информацию каждый второй знаком с этим очень популярным каналом какой-то реалити шоу с человеческой судьбой который проходит все тяготы жизненных перипетий и выходит победителем из сложных ситуаций надо будет как-то его все-таки залить очень интересные вещи алекс рассказывает что вся америка в заборах но дальнобойщик андрей объездил всю страну а заборов не видел а это что значит либо лжет либо что-то со здоровьем не так потому что ну не видеть очевидные вещи причем официальные даже да ну это очень печально и плачевно но вернемся мы к северу так мало что в фильме красная палатка удивительное созвездие иностранных и советских актеров даже Никита Михалков в кадре появляется вместе с Шоном Коннери там Шону Коннери такой грим сделали что в некоторых моментах фрагментах его не узнать да и здесь узнать я думаю Клавдия Шифер ой Клавдия Шифер Клавдия Кардинали Шифер обалдеть тоже в этом фильме ну там много там и Юрий Висборн и Виталий точнее Юрий Соломинов там много советских известностей в этом фильме но мы будем говорить за Северный полюс значит пропаганда пропаганда о том что Северный полюс существует и определенные ландшафты существуют велась с начала прошлого века я даже в Википедии нашел статейку посередине это карта полета дирижабля то есть из Рима через Милан Слупск вот все вылетел самолет точнее дирижабль прилетел на Северный полюс в фильме он отображен в виде льдов не воды скинул флаг итальянский и должен был вернуться обратно вот они выносят флаг итальянский на кресте Юрий Соломин в кадре вот они флаг скидывают на Северный полюс в самый центр вот примечательный момент я тоже решил обратить внимание на то как они замеряли высоту Михаил Соболев написал интересно они мерили высоту очень интересно взяли примотали какой-то булыжник кинули его вниз и посчитали это секундомером 16 секунд он летел и определили высоту вы знаете в те годы уже на судах было такое серьезное оборудование что могло замерять все что угодно и отсюда вопрос они смогли с легкостью измерять долготу широту то есть четко определить что они находятся над Северным полюсом но высоту дирижабль не мог определить то есть таких приборов не было абсурд то есть явно писал эту статью заказную не технарь а просто просто писатель который не знает технических подробностей того времени мне естественно стало интересно какой путь они проделали значит приблизительно приблизительно в начале 18 года я делаю ролик о том о том что скажем так до начала прошлого века оплыть континент Азия было невозможно пока не появился Берингов пролив ну и вообще в принципе нужен был и Берингов пролив потом нужен был и Суэцкий канал и Панамский канал он где-то вот тут находится чтобы полностью оплыть Азию то есть 150-200 лет назад это было невозможно пока не появились каналы вдохновившись этим роликом Андрей Бухарин известный астролог делает более расширенную версию и пояснение что это действительно так что оплыть невозможно Азию на северо западном побережье ну собственно и сейчас и невозможно оплыть ни тогда ни сего не сейчас вот ролик Андрея Бухарина рекомендую он идет больше часа так 19 апреля 18 год я изучил его ролик работа очень понравилась и решил сделать на свой канал свою версию точнее монтаж просто убрал паузы там молчание в кадре и так далее и вы впоследствии этот ролик узнали уже под названием ложь географических масштабов тайна беломор канала его назвал сравнительно недавно Сергей Трошин канал проверяй сам скачал данный ролик с моего канала выложил на свой канал за что я Сергей очень благодарен потому что человек старается по мере возможности распространять истинное положение вещей единственное что не дал ссылку на тот ролик откуда он убрал не дал ссылку на мой канал канал Вячеслава Котлярова канал Андрея Бухарина вообще мне пришлось почти сутки работать над монтажом чтобы сделать этот ролик даже больше то есть уже имея материал видео аудио пришлось изрядно потрудиться залить 42 минутную версию вот думаю многие видели и слышали этот ролик как на моем канале так и на канале Сергея Трошина но возвращаемся к к Северному полюсу ну что Мексикан Мексикана американскую границу можно закрывать а то американские дальнобойщики напрочь не видят заборы один только Алекс Брежнев все видит все знает вот а они в упор не видят чем они там занимаются ладно закрываем американо мексиканскую границу и возвращаемся к экспедиции фильм конечно я воспроизводить не буду там очень много может быть авторских прав поэтому я сделал скриншот и буду скриншотами показывать нашел материал также в свободной энциклопедии экспедиция на дирижабле Италия экспедиции которой не было которая была только на бумаге и на картинках и главное смысл вот скажите смысл этой экспедиции для чего знаете фильм начинается со слов на вопрос журналистов важность этой экспедиции говорит очень важная экспедиция но действительно важно прилететь на северный полюс и кинуть даже не установить а кинуть с дирижабля скажем так флаг вообще в принципе если ничего не путаю даже по политическим всем этим законам или канонам территория северного полюса вроде вроде как принадлежала границам СССР ну ладно была допустим нейтральная почему только итальянцам со всего мира разрешили такое потому что страну недавно создали и чтобы как-то новосозданной стране заявить там в 30-е годы Италию создали ну в те годы много стран создавали Германия и так далее нужно было как-то заявить что такая страна существует кстати олимпиады в те годы для этого сделали новоиспеченные страны должны были появиться на футбольных полях и так далее чтобы люди узнали что есть такие названия в принципе до 33-го года было наверное стран 10 от силы в мире ну не больше 40 не больше 40 сейчас 256 стран это как современный космос никто не знает для чего не летают как недавно я смотрел фрагмент с передачи вечерний Гудман или как я не знаю Гурман и там был космонавт который типа в открытый космос выходил Гудман не задал ему вопрос а что вы там делали 6 часов в космосе то есть он 6 часов там телепался не ну конечно они могут сказать что они гаечным ключом попытались починить обшивку корабля но в начале отверстия дрелью сверлят а потом латают то есть якобы полеты в космос есть ключевое слово якобы полеты в космос существуют исключительно для того чтобы объяснить что континента у нас значительно меньше и территория на которой мы живем значительно меньше я сейчас даже форму земли не беру она не принципиально даже если мы возьмем ключ официоза и скажем земля шарообразная мы можем подставить такое словосочетание да земля шарообразная но она в миллиарды раз больше чем нам рисуют не 12 тысяч километров а миллиарды тысяч километров да и сколько тогда скрыто земель от нас даже с точки зрения официоза но мы находимся на относительно ровной поверхности в гигантском яйце вот и таких яиц на планете и на нашей гигантской мириады в общем написали целую статью что вот они летели и прилетели и такой важный момент я сделал небольшое расследование исследования по поводу других экспедиций в частности изучил экспедицию Челюскина потом изучил перелет беспосадочный перелет Москва остров Уд а также изучил беспосадочный перелет Москва Северный полюс Ванкувер знаменитый полет Чкалова Валерия Чкалова и эти все полеты и дирижабля и плавучесть Челюскинца Челюскина Перелет и Чкалова они все в одной связке а связка заключается в том чтобы доказать что здесь земли нету здесь вода но если мы возвращаемся на истинное положение вещей под названием схемы достоверные вот кстати Панамский канал но там воды нету там тоже земля может давайте воспользуюсь случаем покажу как на самом деле выглядит индийский океан так значит справа полный вариант обложки определенной книги да но здесь видите не особо очень мелко непонятно видно как выглядит индийский океан я здесь увеличил вот обратите внимание как на самом деле выглядят индийский океан и вот ответ почему нельзя оплыть оплыть Африку потому что здесь земля идет на наших картах там водные просторы можно направо налево на самом деле вот такая лужа да здесь использован шарообразный момент но сути это не меняет что индийский океан хоть на ровный но хоть на шарообразной поверхностью такая большая лужа кстати кто смотрел ролик великанов про великанов там есть скриншот и там пишется что кости закопали насыпавший шар земли мало кто понимает что такое шар и почему шар земли насыпали шар на самом деле означает слой и не важно кто вкладывает какой смысл если человек умозрительно представляет себе под шаром сферический такой объект это не означает что шар имеет вид слово само имеет название сферы шар это просто слой поэтому земля шарообразная она слоевая или слоистая и здесь нас официоз не обманул надо просто знать древневедическую речь вы и сейчас можете допустим взять с помощью электронного переводчика это проверить и что же общего между этими славными экспедициями а вообще то что они проходят всегда приблизительно в одном месте то есть посмотрим на изображение в центре это итальянский перелет и где он проходит скандинавский полуостров да слева это перелет Чкалова один через северный полюс справа это другой пролет но видите они все толкутся в районе Мурманска таким образом пытаются нам сообщить что там вода ну как типа они же летали они типа знают то под крылом самолета на самом деле это вода на самом деле ни тогда ни сейчас воды там нету вот как обстоит дело то есть до гипербореи можно дойти пешком но они всегда упорно пролетают именно над этой точкой вот над этой я думаю можно найти еще и другие полеты и плавания сейчас мы перейдем еще к плаванию челюскинцев да они тоже там бультыхались плаванием Амуцена он тоже тут проходил и вся цель чтобы объяснить что здесь вода есть вот все эти полеты все эти плавочные плавильные переходы только одно доказать что есть вода кстати эта карта очень классно объясняет истинное положение вещей как самолеты из Европы летят грубо говоря по прямой как многие говорят мы вылетаем из Европы и попадаем в Америку ну вот видите как они летают в Америку все нормально по прямой это еще Альберт Шмидт в этом ключе шел давно на эфире объяснял попадание из Европы в Америку ну здесь да мы с вами допустим вот здесь на экране видим как бы вода разделяет два континента на самом деле это вода это небольшое тоже море тихое море вот по аналогу индийского океана то есть если старые схемы поднять то многим становится понятно как из США попадает в Канаду то есть многие голову ломали а что надо там Россию Казахстан проехать вот здесь очень хорошо показан путь вот вылетели из Европы ну они скорее всего современные самолеты берут немножко левее через Гренландию летят да конечно сейчас неплохо было бы скриншот найти все таки как выглядит Тихое море ну вот вот здесь я думаю все ясно и понятно как у нас выглядит Тихое море они же постоянно там на шаре пытаются загибнуть это все но там действительно вот этот участок его надо немножко на север протягивать и на восток оттягивать да и тогда перелет из Европы в Америку становится понятным то есть надо вот этот участок земли маленько расширить я просто не стал искажать оригинальную масонскую схему это же не я ее придумал это масоны спрятали в компьютерной игре серии The Elder Scroll вот эту схему как выглядит то место где мы живем забавно сегодня в одном эфире слышал какой-то чудик говорил Котляров находит у других исследователей работы и выдает за свои обалдеть ну сатовчане конечно улыбнуться ни один исследователь даже не рискнет повторить то что я озвучу ну вот разве что Сергей Трошин спасибо что он канал проверяет сам очень много работ посвятил моим трудам да вот и что мы теперь будем делать с вами теперь мы будем наверное изучать путь Амунсена тут вообще произведения искусства тоже пытаются пройти смотрите в этом же районе да Мурманск как и самолетики у них дирижабли летели в этом райончике чтобы объяснить здесь рыбы нет точнее здесь земли нет так и норвежец пытается обойти все это дело в каком году он это все дело обходит давайте посмотрим это очень важно так идет он с 1918 года спокойненько так Техесенко по 20 год из Осло потихоньку потихоньку идет Берингов пролив а что мы с вами видим у челюскинцев а у челюскинцев мы с вами видим на самом деле катастрофу потому что в 1933 году немаленькая бревенчатая суденышка под названием Бельджика Бельджика немаленькая суденышка Бельджика плыло туда куда и Амудсон плыл к Берингову проливу а серьезный такой металлический корабль и что вы думаете он смог пройти тем путем который прошел на деревянном суденышке Амудсон не он там по сути затонул не он пытался пытался идти если изучать официоз то мы узнаем что ледоколы помогали ему пройти ледоколы так это же нам придется тогда что составить карту так как карту они не указали давайте мы сами составим попытаемся составить карту пути Челюскинсона но он будет идти тем же маршрутом что и Аткинсон но но не дойдете не дойдете ну что придется брать официоз как там горели берем ровные карты плоские так это и есть грубо говоря карта плоской земли где вы тут видите что это сферическая земля конечно я мог заранее заготовить этот путь и показать скриншотом как они шли но давайте уже вместе командованием Петерса Бейзайса тридцать 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 третьем году вышел из Ленинграда в Мурманск отлично уже у нас есть небольшой задел где у нас тут Ленинграда где-то тут так дошел ну я грубыми мазками буду брать до Мурманска а по пути зайдя в Копенгаген ну ладно проплыли проехали Данию в Мурманск пришел дальше значит одного капитана корабля убрали в Мурманск и Бейзаса и Воронин вступил в обязанности Челюскина это кстати очень важно смена смена капитанов то есть один капитан знает один путь определенный и все и тут это не случайность это же специально замена смена капитанов и тут уже будет идти скажем так тем путем определенным которым скажем так должен идти но предыдущий капитан уже не будет знать маршрут весь и это очень важная точка Мурманск кто изучал ролики Аляска найдена вот это очень важно почему Мурманск мы нашли Аляску Луна дала ответ 166 часть теперь из Мурманска нужно было идти во Владивосток вы представляете вот сейчас даже не ходят почему сейчас не ходят а тогда вот хотели северный морской путь смотрите какая прелесть северный морской путь парадокс этого северного морского пути заключается в том что вот этим путем и сейчас невозможно пройти ну ладно мы зато приблизительно узнали побосенки тех времен и этих и что дальше происходит идет он Мурманск приплывает Карское море впервые льды встретились в Карском море при выходе из пролива Маточкиншар давайте занесем Карское море на нашу карту как они там шли сверху Новой Зеландии ой Новой земли хотя это одно и то же Новая земля Новой Зеландии или снизу ну пускай снизу будет вот они пришли в Карское море и тут им подстричались льды представляете это вот судно металлическое гребет себе там там же моторы стоят или что там стоит подскажите мореходы а тут парусная суденушка ветрами гонимая с легкостью за два года дошло им не помогали ледоколы ну они наверное летом шли а эти решили идти зимой да да нет друзья они не зимой решили идти они как раз то летом и пошли 27 июня 2 августа и вот где то наверное 23 сентября да они сталкиваются со льдами при помощи ледокола корабль преодолел сплошные льды то есть Челюскинцам еще помогали пройтись мимо сельсовета ну вы что думаете дальше он спокойно пошел нет 23 сентября оказался полностью заблокирован на районе места прошлогодней аварии ага то есть еще там была авария четко в том же месте где пароход Александр серьезный пароход и тоже не смог пройти а парусное судно смахло так Александр Сибиряков заблокирован и Челюскин дрейфовал вместе с экипажем почти 5 месяцев во и потом через 5 месяцев благодаря удачному дрейфу вместе со льдами Челюскинц выходит в Берингов пролив ух ты как круто так мы же не заметили где корабль погиб а то написали погиб корабль а где так не указано или я не могу найти сентябрь был ага в Чукотском море так хорошо вот они новое море у нас появилось на карте восточно-сибирское наверное вместо Чукотского вот они вот сюда видите плохо заскриншотил я Берингов пролив не попадает зашли тут 5 месяцев их штормило в Чукотском море потом через 5 месяцев их все-таки выкинуло как-то на Берингов пролив так так думаете все было хорошо да чистая вода оставалась чистой мили но вот эту сказку про воду морскую что нельзя пить я думаю сказки мне кажется что если вы наберете воды если вы на современном судне и как-то ее выпарите дистиллятом то есть делайте дистиллированную выпаренные капельки это соберете и попьете ничего с вами не будет предположительно предположительно и с морской водой если глоток сделаете предположительно ничего не будет предположительно испугать ну что сейчас из хейтеров вот попробую морской воды выпить так морская вода не морская вода убьет а убьет эти Спускают же канализации В морскую воду Сколько мусора там Ядерных отходов Не морская вода ж убьет А убьет именно грязь Которая находится в морской воде Возможно Хотя в данном случае чистая вода Это скорее всего безо льдов А не для питья Так ну а на этом у них Скитания аж не закончились Они вошли в Берингов пролив До чистой воды оставалось считанной мили Затем судно было Увлечено назад В северо-западном направлении И после этого В 1934 году Челюскин после сильного сжатия Был раздавлен льдами В течении двух часов Эх Их прям как отфутболило Дошли они до берегного Пролива Потом их как отшвернет Сюда и потом Льдами как раздавит И все и гоплык Так ну экипаж был готов к этому Он подготовил все необходимое Для выгрузки На окружающие льды Последними из Челюскинса Сходит Шмидт Ага лейтенант Шмидт Наверное Воронин Завхоз Борис Григорьевич На лед удалось перенести кирпичи Доски из которых Строили Бараки Это вспоминается этот фильм Красная палатка Выкидывайте все ненужное Зачем брать ненужное Ну я там понимаю На воздушный шар может Чтоб там мешки с песком Отрезать Здесь они когда падают Выкидывают все ненужное Причем Если детально фильм смотреть Там получается Все экспедиции Один только капитан Выживает Очень удобно Я был на Северном полюсе А где Остальные члены экипажа Они погибли Да Возможно Вы там увидите в кадре Что приходит Наш корабль Советский Их спасает Но это как бы Он приходит Но момента спасения Не показано И здесь когда они Общаются Здесь на самом деле Вот это в кадре Покойники между собой Общаются Которых уже нет Спустя 40 лет Идет общение Насколько я так понял Ход режиссера И очень удобно Это Вы были Были на Северном полюсе А кто ваше слово Может подтвердить Но они все погибли И очень тоже Хитрый ход конем Всегда Чтобы в связке Чтобы легче было Обманывать Да Как раньше СССР И другая Какая нибудь Кап-страна Делала совместный фейк То есть сейчас США И допустим РФ делает совместный Фейк с космосом И вот космонавты Забавные существа Они же Прекрасно знают Что миллионы Жители по всему миру Знают Что они В никакой космос Не летают Но умудряются Держать это Как говорится Мину Пытаются держать Мину Хорошую При плохой игре В общем Затонул Челюскин Челюсти Челюсти 2 Челюскин Ну Насколько Мы с вами знаем Из истории Всех спасли Значит Оказалось В результате Катастрофы 144 Человека 104 Человека Вот И потом И потом Их самолетами 5 марта Летчик Анатолий Лепедевский Короче Спокойно Их оттуда Начал вывозить В начале Детей и женщин Вообще Нужно Резюмировать По финалу ролика Но я сейчас Вкраплю По сути Никаких этих Походов Не было Это все Цирк Постановка Начал Начал Вывозить В начале Детей и Женщин Зачем На это Судно Брали Детей и Женщин Может они Родились В процессе Пути Женщин Зачем Брали Повары Ну Все равно Это Ну Ни к чему 33 год Опасная Экспедиция Давайте Возьмем Женщин А Ну они же Два года Плыли Литри Может Сейчас Берут Женщин На суда Судно Уходит Давайте Женщин Возьмем А что Только Женщин Давайте Детей Будем С ними В прятки Грать Такая Да Это Экспедиция Льды Тем более Знают Что Уже Перед Этим Тонули Там Корабли Ну Кроме Амутсона Он На своей Древенчатой Избенки Избенки Ладенки Прям как Федор Конюхов Тех Давно Минувших Лет Ну как Видите По этой Схеме Сильно Не брекались Взяли Подняли Паруса Бжик За два Года С 18 До 20 Спокойненько До Берингового Пролива Прошли А как Ж Обратный Путь Неужели Шли В один Конец Зато Гораздо Дольше Шли От Сих До Сих Три Года Ну Это Знаете Они Так Смотрят Писаки Писатели Так На глаз Но Тут Вроде Расстояние Побольше Будет Там Гренландию Надо Багнуть Два Года Мало Давайте Три Напишем А вот Это Откуда Они Стартовали Это Они Стартовали Еще На Дирижабле И В чем Тогда Важность Итальянской Экспедиции Важность Скинуть Флаг Прям Это В центр Северного Полюса Вот Это Важность Экспедиции Самое Необходимое По моему Я озвучил Если Что Вдруг Вспомню Никуда Я не Ухожу Ролики Мои Необычные Думаю И В ближайшем Будущем Будут Появляться У меня На основном Канале Дело В том Что Когда Я пишу На канале Котляров Уфм И говорю Мне Это надо На основной Канал Закинуть Когда Это Звучит На основном Канале Думают Что Есть Еще Какой То Основной Канал Нет Сейчас Запись Идет На Котляров Уфм Тут Живой Чат У нас Зрители Есть Добрые Светлые Человеки 32 Человека Сейчас В эфире Первыми Узнали Как Челюскин Мучился Зато Белис Гаусен Амутсен Спокойно С ветерком Прокатился И Ни Ледоколы Не Помогали Хотя Кто Скажет Ну Точнее Читал Может Тут Ледоколы Помогали Ну Ладно Бревенчатому Судну Ледоколы Тоже Помогали Но Челюскин Был Скован Льдами И Потонул Вот Ну Что Основной Посыл Основной Посыл То есть Видите Карты У них Получаются Пути Схожие То есть Во всех Случаях Они нам Хотят Вот эту Точку Предоставить И Убедить В том Что там Есть Вода Да И Убедить В том Что там Есть Вода Не Тогда Не Сейчас Не Сегодня Может Когда Не Появится Но Это Очень Затратные Ресурсы Ремонтаж Понял Что Про Чкалова Ничего Не Сказал Ну Слева И Справа Два Перелета Чкалова Посередине Итальянский Перелет Тут Видите Возле Мурманска Гуляет Тут Возле Мурманска И Здесь Но Вот Эта Схема Хорошо Показывает Ситуацию Под Названием Как Самолеты Из В США Да Вот Так Летает А Если Взять Да Это Чуть Чуть Откуда Они Там Отсюда Где-то Стартуют Нормально И Не Надо Ничего Заморачиваться Просто Вот Эта Вода Что Мы С Вами Видим На Вот Этой Так Называем Схеме Вода Вот Она Да Ну Видите Они На Шар Натягивают И Пытаются Как Бы Это Заворачивать И Переворачивать Кстати Вот Я знаю У вас Добрые Светлые Человеки Есть Это Много Друзей Знакомых Родных И близких Которые Скептически Воспринимают То Что Я Озвучаю Самый Главный Аргумент Никто Не Может Опровергнуть В наше Время Я думаю Легко Сделать Дирижабль Не надо Из Италии Стартовать Можно Стартануть Из Мурманска И Как то Вот Так Вот Пролететь До Шпицбергена Грубо Говоря И Показать Что там Вода Там Воды Нету Там Земля Ну И Много Других Моментов Знаете Запускать Всякие Зонды С этим С Где Нужно Вы Запустите В Японии А мы Посмотрим Есть Япония Или Нет Попадет Япония В кадр Должна По Математическим Расчетам Вот Эта Тема Под Названием Зонд Свой Объектив В Японию Захватить Даже Пускай Будет Рыбий Глаз Главное Чтоб Там Компьютерную Графику Потом Не Включили Почему Я говорю За Японию Ну Ее В принципе Нету И Если Определенную Скажем так Типа Япония Она Выглядит Совсем По Другому Ну А с вами Был Вячеслав Котляров Спасибо Что Слушаете Меня Слышите Меня Всего Вам Доброго И до Новых Встреч В прямом Эфире Пока Пока Ну Шо Готовы Опа Опа А Вот Вам А Вот Вам И Вся Тайна Золотого Ключика То есть Понимаете Тут Забор Как Вам Друзья Такая Мурзилка А Что Скажете Люби Друзи Здравствуйте Уважаемые Слушатели Зрители С вами Вячеслав Котляров В Харькове 20 часов 15 минут 02 11 2020 Года Конечно Есть Очень Много Зрители Которые Ждут Абсолютно Новых Сенсационных Сенсаций Но Есть Много Зрителей Которые Не Видели И Не Слышали Или Забыли Абсолютно Старые Сенсационные Сенсации Я Хотел В этом Ролике Вместить Две Темы Скорее Всего Вторую Тему Напоминалку Сделаю Отдельным Роликом Значит По поводу Ролика Великанов Ссылка Перед Вами Да К сожалению По прежнему Он еще Идет В таком Ключе Возможно Кто-то Впервые Узнает Что Есть Вот Такой Ужасный Страшный Ролик Про Великанов Его Можно Получить По ссылочке Там Бывают Случаи Тоже Получают Ссылочку И не могут Справиться С задачей Какую букву Написать Правильно Я так понимаю Там из-за буквы И Английской То есть Ее пишут Видно Как Л А ее Надо писать Как И большую Но если Что-то Не получается Все равно Приходите На Круглосуточное Радио Котлерову ФМ На Ютубе Кто не знает Здесь Довольно Быстро Все Можно Порешать Причем Вообще Сам Идеальный Вариант Напрямую Вы пишите В чате Там Так и так Даете почту И я уже Ссылку кидаю Вам На почту Уже Высокого Качества Ролик Ну а дальше Что у нас В ролике Будет Опять Напоминание Про Америку Вот Уважаемые Слушатели Зрители Уверен Найдется Много Зрителей Которые Вообще Впервые Благодаря этому Ролику Узнают Что Территориально США Всегда Находилась На территории Современной Азии Приятного Всем Духовного Здравия Вопрос Про США Если Страна Тянется К Ирану Ой Мои любимые Вопросы США Захватывает Территорию Часть Ирана Ограничит С Индией США Благодарю За ответ В эфире Это лучше Да Показать Все Мы Не будем Придумывать Велосипед Мы придумаем Самокат Так Смотрите Я буду Грубо Грубо В смысле Грубыми мазками Буду показывать Где Находится Америка Вячеслав Все Получил Благодарю вас Благодарю Сергея Еще раз И всех Благодарю Те Человек Которые Обменяли Энергию На энергию Ролик Страшный За него Приходится Мне Сейчас Не буду Распространяться Серьезно Платиться За такие Распространения Знаний Откупаюсь Как могу Все Вырученные Средства Стараюсь Практически Все Один раз Переслал Второй раз Такие Транш Переслал Внучкам Человек Который Задавал Вопрос Илья Топчанов Ага Вот Уважаемый Илья Смысл Илья Знаешь Чего Получается Видите Вот Друзья Момент Хочу Обратить Наше Внимание Акцентировать Видите Залив Вот Один Залив А вот Второй Залив Да И здесь Полуостров Аравийский А здесь Полуостров Калифорния Так вот Аравийский Полуостров И полуостров Калифорния Это Один и тот же Полуостров Да Я понимаю Это Для кого-то Вынос Мозга Но Друзья Вам придется Смириться С этой Истиной Потому Что Истина Она Чем Уникальна Она Неопровержима Поэтому Естественно Соединенные Штаты Имеют Полностью Протяженность Запада На восток То есть Если потратить Какое-то Количество Времени Вы можете Из Соединенных Штатов Прийти К Средиземному Морю Можете Прийти К Казахстану Обращали Внимание На полуостров Калифорния Что они Его Специально Сделали Чтобы он Не к США Относился Видите То есть Они Как бы Политическая Карта То есть Вот этот Полуостров Находится Под другой Юрисдикцией И Самое Страшное В этом Полуострове Вы же знаете Что И не только В полуострове Показать Вам Что Самое Страшное Друзья Я Вам Сейчас Покажу А то Что Там Проходит Забор Понимаете Проволока Колючая В три Ряда Хоть Волком Бой Никуда Не Денися Никуда Отбой Вы Поняли Друзья В чем В чем Вся Прелесть Этой Прелести Про Которую Я Вам Только Что Сообщил Ну Что Готовы Опа Опа А вот Вам И Заборчик А вот Вам И Вся Тайна Золотого Ключика То Есть Понимаете Тут Забор Забор Как Вам Друзья Такая Мурзилка А Что Скажете Любе Друзи О Счастливый Человек Вот Это Я Понимаю Всем Здравствуйте Спасибо Тебе За то Что Сказал Мне Что Делать Быть Добро Вот Это Я Понимаю И Все И Сразу Жизнь Это Изменится К Лучшему Или По Тх Надо Вообще Этот Ролик На Основной Канал Сделать Да А Вы Только Получается Счастливчики Сколько Нас В эфире Человек 120 Ну 120 Узнали В записи Еще 1000 Если Он Конечно Дойдет До Эфира Дойдет Ну И Все А Тысячи Хотят Знать В США Бесплатно Дойти Но Расул Тасул Этот Который Берем 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 Он Настырно Свой Прекрасный Город Узбекистан Хочет Выдать До США Так Надеюсь Доходчиво Друзья Надеюсь Понятно То есть Чего Я Добиваюсь Чтобы То Что Было Мною Сейчас Рассказано Насчет Забора И Показано Вы Понимали В полной Мере Как это Понимаю Я Илья Топчал США Прямо Под Китаем Если Правильный Произнести То не Прямо Под Китаем А США Накрывает Сам Китай В это Трудно Поверить Но США Накрывает Иран Ирак Афганистан Пакистан Индию Непал Китай Таиланд Вьетнам И местами Южную Корею И На старых Картах На территории Ирана Был город Который Назывался Калифорния От слова Калиф Сейчас он По другому Называется Ставочка Ставочка Очень важная При монтаже Изучая Потом Уже Города И села Вспомнил Что город Все таки Назывался Не Калифорния А Филадельфия То есть На территории Иордании Да Есть город Который Называется Оман И сравнительно Недавно Он назывался Филадельфия А где у нас Теперь Филадельфия В США То есть Забрали Название У города Филадельфия Дали ему Оман А новый Город Назвали Филадельфия Возможно Если покопаться Можно найти Город Калифорния Но по факту Полуостров Калифорния И Аравийский Полуостров Это один И тот же Полуостров Нету Сейчас под рукой Художественного Фильма Производства США Где Главные Герои Про это Неоднозначно Сообщают Ну для них Там это норма Они это не ставят Как что-то Необычное Там нужно было Из пункта А в пункт Б доехать Он говорит Ну вот Спокойно Ты можешь Доехать С полуострова Аравийского До К примеру Лос-Анджелеса Ну к примеру Это Не Ближний Восток Это Бутафорский город Построенный Форт Ирвин Военном Учебно-тренировочном Центре В Южной Калифорнии Спроектированный При помощи Голливудских Декораторов Он существует Со второй Мировой Войны А вы знаете Кто такой Калиф Что означает Калифорния На самом деле Калиф Или Халиф Титул Правителя Мусульман То есть На территории Современного Ирана Или Ирака Был город Калифорния Сейчас он Называется Иначе А Калифорния Это Означает Высокий Титул У мусульман Калиф Или Халиф Название Самого Высокого Титула У мусульман Вот так Вот Калифорнийский Залив Также Именующийся В честь Своего Открывателя Море Имкартесе Более Похож На Средиземное Море Так Как Температура Воды В нем Существенно Выше Здравствуйте Уважаемые Слушатели Зрители С вами Вячеслав Котляров Харькове 17 часов 42 минуты 27 10 2020 Года Небольшое Предисловие К этому Огромному По времени Ролику И мы Уже 100 лет В обед В свое Время Несколько Тысяч Человек Его Посмотрели Но Потом Я Его Убрал Потому Что Переживал Что Могут Кидать Страйки Ну Как Выяснилось Позже Не Сам Валдис Пельс Кидал Страйки На Подобные Ролики Мои А Некий Александр Не Помню Его Фамилию Дальше Вы В ролике Услышите Его Фамилию Вот Также Продолжаю Рекламировать Ролик Кто Съел Велик Надеюсь В ближайшем Ну а пока По вот этой Ссылке Вы можете Посмотреть Ролик Который Стоит Наверное Миллионы Долларов Ну собственно И все Приятного Просмотра Здравствуйте Уважаемые Слушатели Зрители С вами Вячеслав Котляров Харьков 16 часов 44 минут 28.08 19 Год Многие Ждут Продолжение Цикла Связанное С событиями 200 лет 300 лет Недавности К сожалению Для ютуба Я пока Не буду Делать Продолжение Так как Никей Александр Пирогис Против Александр Александрович Пирогис То есть Кидает Жалобы И Не хочет Чтобы я Раскрывал Тайны Тайны Ну Самая Основная Тайна Тайная Которую Я Наверное Цепанул Это то Что Камчатка Выглядит Совсем По другому И находится В другом Месте Ну А по факту Значит Ее и нет То есть То что Нам Показывает Это Всего Лишь Фейк Ну А дальше Для тех Кто Не видел Мои Ролики Будет Я бы Сказал Довольно Таки Интересно Приятного Просмотра Далее В ролике У нас Пойдет Повествование Про Временной Отрезок 1854 Год Середина 19 Века В данном Случае Мы на Карте Видим 1786 Вот Этот Временной Отрезок 70 лет Очень Серьезный Камчатка Восточный Рубеж Российской Империи В середине 19 Века Это Огромный Богатейший Малонаселенный Край Здравствуйте Уважаемые Слушатели Зрители С вами Вячеслав Котляров Харькове 17 часов 14 минут 30 07 19 Год Данный Ролик Будет Необычный На мой Взгляд На просторах Интернета Я нашел Канал Валдиса Эльша И мое Внимание Привлек Ролик Связанный С Камчаткой Внимательно Детально Изучивший Видеоряд И информацию В ролике Я принял Решение Сделать Разъяснительный Ролик Мой ролик Не будет Носить Характер Критики И даже Не потому Что Я переживаю Что Валдис Кинет Страйк На мой Канал Даже Наоборот Это Представляете Круто Вячеславу Котлярову Валдис Пельш Кинул Страйк Черный Пиар Тоже Пиар А может Наоборот Таким Образом Прорекламировать Канал Здесь Наверное Все 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 Моральной Поддержки В комментариях Мне Не особо Не интересуют Ни лайки Ни репосты Потому что Ютуб Тщательно Все это Дело Контролирует И другие Соцсети А вот Комментарии Я думаю Что я Ваши Смогу Прочитать Вообще По факту Там Впереди Огромная Работа Я Думал Записать Целяком Все Но Не удержался Я решил Вам Предоставить 30-минутную Версию Начало Еще Ничего Не записано Дальше Все Как говорится Только Впереди Я понимаю Что данное Вступление Очень Сильно Затягивается И Возможно Лучше Перейти Уже К изучению Материала Который Я вам С радостью Предоставляю Приятного Просмотра Вообще В то время На всем Дальнем Востоке Всего Два Небольших Городка Охотской Петропавловск Как это Два Небольших Городка Вот У меня Карта Замечательная Датировка 1786 Год Кстати Возможно Надпись Вкрапили Там Оригинальная Была Надпись Другая Оригинальную Надпись Стерли Значит Тут Два Варианта Либо Дата Стояла Более Свежая Либо Наоборот Более Древняя Но Мне кажется Более Древняя Почему Потому Что Детализация Карты Поражает Наше Наше Воображение На современных Гугл Картах Вы Не Увидите Такой Детализации Максимум Будет Нанесена Одна Река А Таких Огромное Количество Ответлений Рек Не Будет Но Альтернативщики Скажут Был Катаклизм Реки Засыпало Теперь Их Нет Ну Реки Может быть И засыпало Но Как же Быть С городами При монтаже Пришел К выводу Что Карта В принципе Соответствует Дате То есть Первая Мощная Катастрофа Действительно Произошла В 1780 Году Отсюда Начали Появляться Новые Карты Города На карте Очень Много Городов Которых Сейчас Не Найти То есть Название Городов Которые Уже Исчезли Но При этом Существует Название Городов Которые Сохранились И по Нынешний День Следовательно Карта Действительно 1780 Года 86 То есть Произошла Катастрофа И Спустя Годы Начали Составлять Карту Еще раз Повторюсь На этой Карте Очень Много Городов Названий Которых Нету На Современных Картах Следовательно Карта Не Новодел И 102 Города В 1786 Ну и Специально Для Альтернативщиков Информация Что скажут Альтернативщики 300 лет Прошло Карты Могли Погибнуть Бумажные Бумажные Носители Долго Не Живут А кто Сказал Что данные Карты Хранились Или Хранятся На Бумажных Носителях Современными Терминами Подобные Карты И сейчас Находятся На Компьютерах Которым 300 лет В обед Для тех Кто не Понимает Почему я Так Иронично Отношусь К Альтернативщикам Альтернативщики Это Обратная Сторона Официальной Науки Вот К примеру Есть Известный Актер Шоумен Андрей Данилко А Альтер Эго Верка Сердючко То есть Один И тот Же Человек Только Как говорят Одна Медаль Имеет Две Стороны Альтернативщики Это Тоже Официоз Только Под Другим Углом Ну А за Конспирологов Я вообще Молчу Я уже Сто раз Говорил Что Конспирологи Это Те Которые Занимаются Вредительством Ну Альтернативщики Конспирологи В принципе Это Одного Поля Ягод Они Не Претендуют И не Могут Претендовать Альтернатива Равно Истина Истинных Исследователей На просторах Интернета Очень Мало Вообще В то Время На всем Дальнем Востоке Всего Два Небольших Городка Охотска Петропавловск Я изучил Карту И здесь Не два Города А довольно Таки Много Городов На этой Карте На Дальнем Востоке Чтобы все Показать Дальневосточные Города Наверное Нужно Делать По этой Карте Полноценный Ролик Ну Я Покажу Несколько Городов На мой Взгляд Интересных Якутск Ангинскал Тут Также Охотск Есть На мой Взгляд Интересный Город Почему Интересный То есть Кто-то Скажет Ну В наше Время Эти Города Наносили Потому Что Города Те Которые Сейчас Есть Те Есть И на Этой Карте Вот Допустим Город Ижи Кинск В конце Твердый Знак Или Я Ну Сейчас Этот Город По-другому Пишется То ли Жигинск То ли Игинск Также Интересный Город На самой Камчатке Есть Большерецк Наверное От слова Большерек Даже Официально Википедия Говорит Что это Самое Первое Поселение Официально Вот Еще Город Нижнекамчатский Или Нижнекамчатской Есть Также И Верхнекамчатский Город Почему Города Здесь Малые Города Помеченные Вот Я не могу Понять Это Видите Кружок И Как бы Крест Еще Кстати На Камчатке Город Кискин И Крест Может Их Засыпали И Они Похоронены Погребенные Городам А может Обозначение Было Такое Потому Что Допустим Более Крупный Город Тут Обратите Внимание Якутск Вот Если Рядом С Якутском Более Маленький Город Покровск То Выше Покровска Находится Якутск И Видите Город Немножко По-другому Изображен Не Кружок И Крестика Прямоугольник Какая Маковка И Я Понимаю Что Многих Эта Карта Заинтересует Я выложу Ее Вконтакте Общество Сотовой Земли Потому Что Карта Весит Порядка 40 мегабайт У нее Разрешение Огромнейшее 14000 На 7000 И Вообще Это Раритет В интернете В интернете Уже Такую Карту Не Найдете Сейчас Все Подчищают Ну Если Найдете Здорово Многие Знают Как Искать Карты Вот Делаем Принскрин А потом Картинку Перетаскиваем Либо В гугл Картинки Либо Яндекс Картинки И Будут Результаты Поиска Как Я Говорил Ранее Вообще Карту Можно Изучать Очень Долго Вот Практически Та же Самая Имеет На Латынице Предыдущая На Буквице А Это На Латынице И Датировка Здесь Как На Десять Лет Карта Моложе Многие Опять Видят Букву Л Или И Но На Самом Деле Это Единица 1776 Год Возможно Мне Удастся Этим Роликом Раз И Навсегда Закрыть Вопрос Под Названием Что Стоит Перед Цифрами Трехзнач Буква Правильно Цифры Пишутся А В частности Единицы Другими Словами Если Попросту Говоря В зависимости От того Сколько Позади Единицы Нулей Единица Отображается Своеобразно Если Видите Это Просто Цифра Один То Она Пишется Так Если За Цифрой Один Стоит Ноль То Это Уже Десятка То Цифра Один Пишется По Другому Если За Цифрой Один Стоит Два Цифра Один Опять же Изображается По Другому И так Далее Тысяча Пишется По Другому Десять Тысяч По Другому То Надеюсь Понятно Единицы Писались По Разному Возможно Одной Единицей Можно Было Указывать Количество Нулей То Если Мы Пишем Единицу Так То Человек Который Читал Эти Цифры Понимал Что Это 100 А Если Единицу Мы Пишем Так То Человек Понимал Что Это Десятка То Предположительно Ноли Можно Было И Не Писать А Вот Рожицы Меня Немножко Озадачили Такое Ущение Что Эта Книга Была Создана Для Биороботов И Они Должны Были Проявлять Эмоции В зависимости От Прописано Типа Что Смешно Но Это Предположение Насчет Рожиц Я Не Знаю Это Так Автор Так Видит Вот То Есть Цифрами Понятно Видите Мимика Глаза Как Надо Подводить Вверх Вниз Так Как Это Латынь Очень Трудно Понять Что Авторы Этой Книги Пытались Донести До Читателей Тех Лет Гнев Удивление Интересная Буква W Да Ссылку На Книгу Оставлю В описании Под роликом Видите Вот Как раз Кстати И показаны Цифры Вот На этой Страничке Наглядно Единица Так Пишется Типа Наша Л А Тысячи И сотни Уже Иначе Я так Понимаю Шрифты Шрифты Наверное Тоже Не Для Красоты Каждый Шрифт Носил Какую Смысловую Нагрузку Своего рода Возможно Руны Смотрите Как 3ф Подряд Завязаны Да Ир Ты Мне мешаешь Ролик Писать Нет Не мешай Мне Тебе Помощь Нужна Блендером Крутоним Мне Помидоры Ролик Пишу Я понял Я знаю Что ты Ролик Пишешь Мне Надо Я Замахала Что 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 Дисанка Далее В ролике У нас Пойдет Повествование Про Временной Отрезок 1854 Год Середина 19 Века В данном Случае Мы на карте Видим 1786 Вот этот Временной Отрезок 70 Лет Очень Серьезный Вообще По меркам Официальной Истории Это Практически Разрыв 2000 Лет То есть Это я веду К тому Что на этой Карте Вообще Ничего Подобного И близко Не должно Было Быть Но опять Карта Либо Очень Современная Либо Очень Старая Еще раз Повторюсь Что на этой Карте Можно найти Очень много Интересных Вещей Которых Нет на Современных Картах Те же Названия Необычные К примеру Восточный Океан Или Тихое Море В данном Случае Имеется Ввиду Скорее всего Океан Тот Который Ближе К Артике Ну а Тихое Море Многие Из Уважаемых Слушателей Зрителей Которые Изучают Мои Труды На протяжении Многих Лет Прекрасно Понимают Что такое Тихое Море Давайте Обратим Внимание На эту Карту Тихое Море Или Великий Океан То есть Это Два Названия У одного Вводного Массива Опять же Многие В моих Роликах Видели Тот Момент Где Я Показывал Что Кусок Этой Карты Вырезан Был На всякий Случай Датировка Этой Карты Очень Серьезная 1830 Год Для Нашего Повествования Очень Важно Потому Что События Которые Произойдут 50 Годы Корее Сего Напрямую Связаны С Искажением Этой Карты Швы Видны Невооруженным Глазом То есть Вырезали Куски Карты И клеили Сверху Другие Куски Чисто На Художественном Уровне Разрывали Материки Не Разошлись Материки Как нам Сказали Сообщили Материки Не могут Расходиться Все Водные Массивы Появились Вследствие Беспрерывной Выработки Более Высоких Техно Кротических Цивилизаций Чем же Еще Интересна Эта Карта Тем Что Судя По этой Карте Амур Сравнительно Недавно Принадлежал Принадлежал Как тут Написано Часть Китайского Государства То есть 1786 Году Но Это Все Условности Понимаете На бумажке Можно Все Написать Бумага Все Терпит Как видите Возле Амура Есть Определенные Насколько Я вижу Города Озерной Быт Битень Озерноп Ну В общем Много Городов Единственное Что Смущает Что Не Нанесен Хабаровск А Мыш То Несе Его Просто Не Вижу Нет Так Ж Николаевска На Море И Комсомольска На Море Города Молодые Действительно Поэтому 300 лет Назад Их Действительно Не было Зато На Сахалине Смотрите Сколько Городов Раз Два Три Четыре Пять В общем Можно считать И считать Так что Уважаемый Валдис Вы Вы Ваша Команда Не Правы На Дальнем Востоке Не Было Двух Городов На Дальнем Востоке Даже 300 Лет Назад Было Огромное Количество Городов Огромнейшее Еще раз Повторюсь Карту Можно Изучать Часами Днями И Показывать Огромное Количество Городов Пользуясь Случаем Покажу Где Я Жил Сравнительно Недавно Так Вот Жил Я В Хабаровске И Николаевске На Море Вот Здесь Поселок Многовершины Где Приблизительно 40-50 Километров До Охотского Моря Вот Где То В этом Райончике Который По тем Летам Отходил Еще Китаю Трудно Читается Текст Конечно Острова Шантарские Но Это Далеко Еще Не Все Слушаем Дальше Время В пути От Санкт-Петербурга До Петропавловска 125 Дней Это При Условии Что Вы Используете Почтовых Лошадей Очень Интересно 125 Дней Почтовой Лошади Давайте Начали Лошадей Разберем Это Я Схема Составлял Специально Для Роликов Не Получается Судя по Даже Современным Картам Невозможно Доехать И сейчас До Камчатки Не на Лошадях Не на Верблюдах Да Собственно И По Старым Картам Как Как Вы Видите Уважаемые Слушатели Зрители Ситуация Тождественна Не Пройти Не Проехать Если Учитывать Что Это Дорога Желтым Отмечено Значит К ней Можно Было Только Подойти Со стороны Моря В те Годы Если Это Достоверная Дорога Конечно Ну Вот Самому Петропавловску Невозможно Проскакать Или Доскакать Невозможно Доехать И сейчас До Камчатки Не на Лошадях Не на Верблюдах Разве Что Месяцами Пешком Идти Понимаете Кто Придумывал Этот Текст Он Перед Собой Видел Такую Карту Из Ландшафта Просто Посчитал На Бумаге Сколько Лошадь Пробегает В день Взял Расстояние Приблизительно На глаз Посчитал Высчитали 125 дней Абсолютно Не учитывая Ландшафт Местности Время В пути От Санкт-Петербурга До Петропавловска 125 дней Это при условии Что вы Используете Почтовых Лошадей Ну Кто-то Скажет Менялись Почтовые Лошади Через Какой-то Промежуток Времени Ну Допустим Докуда Они могли У нас Добежать До Омска До Байкала А дальше Те Кто Изучал И знаком Вопросами Время Время или полгода скакать и смертность 50 процентов по пути не сейчас не тогда точнее не тогда и не сейчас доехать до камчатки на лошадях невозможно ну альтернативщики опять могут сказать были скорее сил катаклизмы и 300 лет назад все было здесь ровненько да возможно было все ровненько возможно но это не рентабельно и не целесообразно забегая вперед могу сказать как действительно почта работала в те годы дирижабли гелевые дирижабли я понимаю что для кого-то это звучит фантастически но дирижабли из санкт-петербурга до камчатки я думаю где-то за недельки две домчит учитывать реальную географическую площадь территории современной россии ну и даже по этим меркам дирижабли очень маневренный их специально убрали сделали фальсифицированное крушение в тридцать седьмом году перед началом второй мировой войны потому что дирижабли может столько нам открыть тайн что мама не горюй давать еще для скептиков или это просто художники прикалывались принять одно дело на плоскости все смотреть а другое дело когда рельеф ну что ну два варианта либо обманут картографы видите какой ландшафт выдавили ну либо там 300 лет назад не было там гор и лошадь пулей неслась от санкт-петербурга до камчатки уважаемые слушатели зрителей я образно говорю 300 лет по факту 170 лет тому назад все это было вот современная карта но я тоже думаю что на ней все очевидно не пройдет лошадь не тогда не сегодня вообще не пройдет а вот в комментариях а лошадей что столкнулся на практике и понял что лошадь это не средство передвижения роскошь купила несколько лет назад издовую лошадь и уже через год подала объявление чтоб ее продать лошадь кушает не просто много офигенно много но и да не единственный расход ей нужен хороший ветеринар и подковы не забудьте что тоже очень недешево а заботиться и и копытах нужно постоянно а то она захромает по плохой дороге каменистой поедите на лошади так а на ногу запросто сломать может и вас еще под себя подобно вы хотите чтобы она прошла через скалы это ж не горный козел это ж домашние животные возможно в масштабах современной европы где-то там москва санкт-петербург ну где-то до екатеринбурга да были почтовые лошади дальше вы все не пройти не проехать так теперь к моей самой любимой теме картография в масштабах планеты только один раз в год из кронштадтов петропавловске отправляется корабли еще через год доставляет на камчатку почту и продовольствие приблизительно лет двадцать назад по телевидению я слышал уже подобную информацию связанная с путешествием из санкт-петербурга до петропавловск-камчатский но там сообщалось что два года занимал путь не знаю в каком случае лукавят там еще упоминалось что им приходилось огибать африку видно современные исследователи посчитали что это очень долго и решили сократить до года ну ладно допустим год я выбрал три маршрута как могли ходить корабли значит первый маршрут с востока на запад это я согласно вот тем данным двадцатилетней давности отметил калькулятор не брал то есть визуально вот смотрю на путь офицос говорит что туда парусные суда туда и сюда и ходили хотя тоже вот тема далеко не раскрыта опять же буду все время вперед забегать удивительная вещь в те годы были довольно таки современные суда даже по нынешним меркам и наряду с ними были парусные суда то есть для пассажиров использовали более мощную технику чем получается военные но это нонсенс у нас же все наоборот начали военные обкатали а потом гражданским передают значит первая схема с запада на восток до с кронштадта выходим санкт-петербурга до испании через гибралтар средиземное море потом тоже вот вопрос там два канала советский был ли он тогда давайте посмотрим векипедии советский канал получается не было так советский канал был открыт шестьдесят девятом году шестьдесят девятом году а события у нас тысячу восемьсот пятьдесят четвертого года здесь 1869 то есть они не могли через посток идти ну и второй канал всем известный панамский его тоже на тот момент не было его начали строить на 30 лет позже 1888 году или 85 не принципиально в этот ролик возможно не войдет то что я планирую глобально сказать но основной посыл мой будет заключаться в том что и тем путем которые предлагают нам официоз суда тоже не могли пройти в общепринятом понимании точнее в официальном понимании но это в дальнейших роликах пока только тезисно но по старой информации говорили что огибали африку но я схему с огибанием африки не стал носить потому что африку и сейчас тоже невозможно но это отдельная тема многие знают мы постоянный слушатель и зритель что я ее уже давно раскрыл вот эти тоже по поводу африки то есть бытует такое мнение что оплыть ее невозможно только через советский канал понимаете как почему я не мог себе решить вот со штурманом общаемся в суши у нас следующий рейс допустим на индию а потом на цейлон и это сам зачем мы возвращаемся мы возвращались к испании через гибралтар проходили на средиземное море шли в красное море и почему-то с красного моря мы уже выходили нам и и вот это мне было непонятно африку обойти невозможно там просто и что это у нас получается тогда выбран путь официально из кронштадта до бразилии потом пролив магеллана дальше мы узнаем что этот путь действительно официально предлагается корабли иногда останавливались в аргентине в перу официально потом достигали гавайи и от гавайи уже стартовали на камчатку довольно таки серьезный путь а желтым я уже позначил свою версию дело том что официально этого пути нету ну как бы я не нашел чтоб где-то был он указан официально кто-то скажет вячеслав там были льды скорее всего и сейчас там льды давайте посмотрим карту 1851 года а события у нас 54 1554 вот виктория лэнд на современных картах вот виктория это на севере от канады вот канада вот этот остров и что мы видим вполне нормальная среда для перемещения как видите тут и города на побережье самого острова виктории да и маршруты показаны я так понимаю это нанесены судоходные кто-то вспомнит мои старые схемы и возможно скажет вячеслав противоречие сейчас будет тема для основных слушателей и зрителей моего канала те кто ранее не встречался с моими трудами извините вы пока наверное ничего не поймете то что я покажу если изучите хотя бы десятка три четыре моих роликов тогда возможно вы будете в теме вот этот у нас водный массив и слева мы видим и справа но это опять же повторюсь для основной аудитории хорошо используя это словосочетание новичкам будет резать ухи ухи да скажите слава тыж показывал что это территориально находится на территории россии ну а канада где находится ран на территории россии поэтому никаких противоречий тем более исследователь и возможно в каких-то непринципиальных моментах могу ошибиться но глобально все существует что я озвучивал ранее специально так сделал вырезку с вопросом найдите 10 отличий для тех кто не в курсе и справа это игровая карта из компьютерной игры но опять же это те кто в теме поэтому судя по карте 1851 года здесь спокойно могли проходить сюда но если они через пролив магеллана проходили а там антарктида рядом тоже наверное месяц май на наши льды ну как бы с точки зрения теории хотя ученые могут нам рассказать про какие-нибудь горячие течения и обязательно здесь горячие течение должно пройти а там его наверное горячего течения нет ну на этой карте официальной все есть значит наверно погранцы канадские не пускали или американские все-таки так быстрее можно было бы достичь до камчатки но дальше мы узнаем еще много интересных вещей мы не остановимся на вот этой схеме идти целый год из кронштадта петропавловск камчатский там мы дальше в ролике с вами узнаем интересные подробности о тех далеких путешествиях что у нас получается значит на лошадях невозможно доехать до камчатки только что разбит по вот этой карте и нету не скал неравним может действительно раньше была такая местность выехал санкт-петербурга и голубом попер через всю россию на камчатку здравствуйте уважаемые слушатели зрители с вами вячеслав котляров харькове 12 часов 48 минут 1 августа 19 год вдохновившись вашими комментариями замечательные под моим роликом как на самом деле выглядел наш мир 18 19 веке незамедлительно приступил ко второй части пробежался немножко по комментариям вот интересный комментарий слишком много воды в тексте ну во первых это не текст это живая запись я не тот вещатель который пишет бумажку а потом ее читает это живое общение это живое общение и вообще в принципе для моей основной аудитории я могу говорить 30 минут просто как говорится о жизни и любви и человечеству будет это интересно людям конечно им нужно как по телевизору ту 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 там упало там пропало туру 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 ту там взорвали там подняли туру 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 ту это для скажем так системщиков чисто сухо факты а простое человеческое общение это редкость и моя площадка является какой-то мере исключением на просторах youtube а в основном в роликах зритель получает информацию знания и данные это большая редкость поэтому будет еще больше воды тем более что карты морские спасибо надежде маленкова вячеслав я пенсионерка за всю жизнь не узнал столько интересного сколько на вашем канале благодарю и надежда благодарю уважаемые слушатели зрителям за добрые слова вот серджио возмущаются вот на корабле год вот тоже вот что значит знаете как без воды то есть надо тут нужно каждую мне букву каждое слово разъяснять в ролике то официоз говорит что вот на корабле не я но скорее всего слушатель подумал я сообщил что вот идти вообще если в двух словах тезис не за год не за два вообще невозможно пройти этот путь на том парусном суденыш ну разве что если федора конюхова попросить он вас прокатят с ветерком есть хороший комментарий по поводу буквы и то есть помните говорил что скорее всего оригинальная надпись была стерта и на ее месте было нечто другое смысл того что как бы официально в 1786 году буквы и не было ну прокол от фальсификаторов фальсификаторов чего надписи то есть города в принципе даже если по ней приписаны вот недавно имеет букву и города то все равно имели место быть вот возьмем необычную карту чтобы ее рассмотреть мне пришлось перевернуть ее вертормашками ну чтобы понять что это карта нашего мира сразу итальянский сапожок и средиземное море отчетливо нам видны ну вообще те кто составлял эту карту создавали ее со стороны севера и как видите на дальнем востоке и в сибири огромное количество городов огромнейшее буквально город на городе для чего важно именно вот количество подписчиков визуально для новичков да то есть приходит новичок он в лесу родился пенькам молился вдруг слышит что вячеслав котлеров сообщает в ролике континента северная америка не существует если 10 подписчиков но думает ну чел грибов наелся накурился при этом в дурдом провел себе интернет и там рассказывают всякие басни крылова но когда он видит 80 тысяч подписчиков он начинает маковку свою чесать и глядишь истина через родничок пробьется вот поэтому ролик этот я не буду выпускать скорее всего на свой канал основной тем более что сегодня детально изучивший еще дополнительно карты пришел к определенным выводам я могу тезисно сказать что же такое страшно говорится в ролике в моем но я могу затронуть чувства верующих а верующих не стоит трогать здесь просто необычная надпись я наверно впервые один из немногих решил разобрать что же означает все таки россия до слова русишь рус видите знаете почему две буквы с подряд идет идут потому что это два слова значит это слово состоит из двух слов рус и си 6 и дальше рейх ну если в упрощенной форме читать русский рейх а если начинать разбирать с помощью латыни эти скажем так слова то тут нечто другое слово появится о котором я рассказал принципе в этом ролике великая германия это россия ну тезисно что в этом ролике говорится что все правители современной россии были выходцы из германии ну или оттуда около европейских земель начиная всевозможных екатерин немок продолжая историками шлёцерами и миллерами потом вспоминаем романовых гонштейны тоже из германии далее во время революции привезли в вагоне запечатанном ленина то ли из германии то ли швейцарии но опять же с тех краев я вообще сделал предположение что ленин вообще изначально был выращен германии а про житие в россии просто нам придумали биографию то есть он изначально тоже был германских кровей ну и история повторяется в девяносто третьем году другого или в каком там году привезли из германии персонажа который толком не мог говорить на русском языке он там что-то еле шептал там очень тяжело ему было он родился с немецким языком скорее всего но в эту мысль и как бы подкинули карацубе карацуба подкинула нам и я ее решил развить дальше ну и потом поняли что надо убирать мимими и ставить биби биби но этих биби биби много там их штук 12 разных но мы сейчас не будем тратить время на выяснение про мультиводство в политических кругах то есть основной посыл ролика заключается в том что страна принадлежит назовем их условно германцам но местным жителям они дали как бы рабам свою речь дали историю и сказали что вот гордитесь ей ну давайте я озвучу посмотрим отпишется человечество или нет от моего канала но отпишется значит такова ся ля вида значит рус с латыни означает страна я вообще как был сегодня проверял переводчики они уже почистили и переводы и эти переводы как бы только в моем ролике остались но скриншоты ну тут скриншоты можно подделать самому всю кропить ну да согласен все можно подделать просто что не писал я на на видео это все ну остается только мое слово что если правильно сишес переводить получается мальтийский а мальтийский если уже потом переводить получается бруцеллез это болезнь то есть мы уже получаем слово сишес это болезнь а вообще если еще лучше а если еще глубже копать и тут я при монтаже поставил на паузу потому что понял что если не воспроизведу сейчас свою старую работу один из недавних роликов то будет крайне сложно понять мой основной посыл вставку при монтаже я уже делал на следующий день но в тот вечер я на площадке котлеров м в эфире задал вопрос а кто-нибудь знает что такое бруцеллез нет то что нам предлагает официальная википедия что это вирус которым можно заразиться если вы будете пить непастеризованное молоко знаете написать можно все что угодно а вот что на самом деле скрывается за этим словом бруцеллез ну официально что говорится и причем очень кстати близко близко к истине занозная инфекция передающаяся от большинства животных человеку вот мы сейчас с вами узнаем что это за инфекция впервые в тысяча восемьсот восемьдесят шестом году обнаружил английский ученый хорошая дата хорошая у нас события какие идут тысяча восемьсот пятьдесят четвертый вот то есть я и вас настраиваю на то что дальше буду озвучивать и себя настраиваю ну давайте все-таки вспомним мой ролик который называется их завезли 1953 году и послушаем что я говорил в ролике так как это будет очень важно то что я скажу далее а половина концлагеря держат для определенных целей сейчас я то что произнесу это будет одновременно и шок для многих и максимально приближена к истинному положению вещей значит в гулагах начинают выращивать определенную породу жителей где они брали такое количество обезьян может из бразильских джунглей но убивая определенных заключенных они брали пересаживали гипофис и семейники в обезьяну следовательно через какое-то время ведь эксперимент почти 30 лет длился вырастали шариковы как и женского пола так и мужского после уже взрослые особи давались на скрещивание другим выжившим заключенным в результате этого у них появлялись дети то есть поняли смысл взяли обезьяну сунули ей гипофис и семейники человека через какое-то время она ну не то чтобы как фильме там засчитанные дни она человека похоже нет вот именно была задача чтобы это существо было скрещено с человеком заключенным то есть это мужская особь значит женщиной да если это женская особь тогда мужчина вот но дальше нет смысла слушать любой кто не смотрел этот ролик может самостоятельно его изучить полностью так вот бруцеллез другими словами это и есть та инфекция кавычках которая внедряется в человека помощью генной инженерии еще раз повторюсь в википедии и вообще где угодно что угодно могут вообще что угодно написать как я говорил ранее что один человек чате под ником дроняра понял ход моей мысли когда я спросил а кто нибудь понимает вообще что на самом деле бруцеллез но написал максимально верный ответ я зачеркнул не совсем корректные слова переведу на наш сотовый язык что там написано обычные мерды болеют этой болезнью расчеловеченные мерды вирусом биороботы и не люди уже и не мерды тем более но здесь я честно говоря до конца не понял финальную строчку но сам смысл как бы понятен да так мы выяснили что сишес это вирус который кавычках вирус внедряется в человека человек начинает в кавычках болеть примечательный момент ставка при монтаже в двадцатом году так вот ролик сам был записан если я ничего не напутал в апреле девятнадцатого года и по сути я правильно шел в поиске ответа на те или иные вопросы что такое бруцеллез да но получается что в наше время все это дополняется и расширяется то есть сишешь это зараженные вирус это яд и вот этот кретиновирус он в принципе внедряется искусственно а ношение на лице определенных причиндалов усилиют работу этого яда проще скажу нас искусственно травят обыкновенным ядом выходит что у нас что я уже за год до этих событий подошел к вопросу что такое зараженные что такое искусственно зараженные русишь это странники зараженные то если очень коротко теперь же надо как-то перевод сделать нормально ну давайте еще с финальным словом разберемся рич есть такое имя даже ричи его переводят как богатый но его еще можно переводить как имп что нам интернет говорит связанный в основном с компьютерными играми но и не только с компьютерными играми тоже откуда создатели компьютерных игр вдохновлялись из книг так что нам книги говорят что им по это тех кто часто используются магами для выполнения различных поручений то есть империя это вспомогательная страна основному хозяину то есть есть где-то страна основная да а есть импы которые выращены вот тоже не кстати импы как бы их создают магии призывают ну давайте теперь переведем хотя наверное уже многие поняли период руси то страна сишес вирус вырус то есть генно обработанные рич помощники земля генно модифицированных помощников уважаемые слушатели зрители не огорчайтесь если у вас есть совесть значит эксперимент на вас отдыхает скафандры конечно у нас могут быть визуально повреждены в тех или иных моментах связаны там с болезнью или с другими неприятными моментами то есть вакцинация допустим разрушает наш скафандр вот у нас недавно была в эфире елена которая сообщила что на одну фирму когда она устраивалась ей сказали надо сделать есть на фирме сказали что необходимо сделать 10 прививок до этого все слова на вообще в жизни никогда не прививалась в итоге 10 прививок эти привели к тому что она через время стала осматиком то есть сейчас ей приходится какие-то гормональные препараты принимать чтоб как-то выживать вот поэтому название территории которые мы с вами всегда знали имеет совсем другое значение но и глупо было бы если покупанты нам все в чистом виде давали и озвучивали то что есть на самом деле они по придумали кучу легенд всевозможных ну рус я думаю тоже неплохое слово страна да мы получается странники тучки небесные вечные странники ну вообще считаю что правильнее нас все-таки наверно человеками называть всех хотя и человек тоже кстати под вопросом если читать на манер английского языка там же нет ч там есть все досел а это цел это ячейка то есть есть пчелы которые живут ячейках а есть человеке которые ячеечные сотовые сел то есть человека тот кто живет в соте ну только уж и в огромной соте славяне может наверно тоже мощное слово чтобы примирить враждующие концлагеря между собой они хитро сделали дело в том что в каждом лагере живет один процент тавочкой поправлю себя при монтаже не один процент а какой-то определенный процент ну допустим 50 процентов представители человеческого рода и их антиподы поэтому антиподы всегда устраивает какой-нибудь безлот так это тоже заготовку делал вставочка из двадцатого года ведь я тогда на скриншоте показал что русс это страна оси 6 это болезнь то есть зараженная страна зараженная территория искусственно не само по себе распыляют всякую гадость отравляет продукты и так далее так это тоже заготовку делал упрощенная форма так просто обращу внимание на эту карту что якутия камчатка в этой карте это что у нас рашин рейх на третий рейх верно относятся видите к чуть-чуть другому региону и вот между я смотрю китаем и тогдашней россии тоже какая-то страна была может катай ну как бы создавали концлагере у этих карт очень серьезные и хорошие даты обратите внимание 1847 год это принципе те события которые мы будем дальше с вами изучать в дальнейших моих повествованиях ну ставку при монтаже сделал давайте послушаем что же я далее буду сообщать про нашу житию ну еще раз скажу не огорчайтесь совесть есть значит все нормально но русский рейх переводится страна генно модифицированных помощников ну это касается всего постсоветского пространства потому что видите территориальная проживаю в харькове и здесь верующие наверное могут увидеть какую-то негативную подоплеку моих словах я скажу так что вся земля которая нам известна принадлежит человеческому роду и больше никому здесь наверное не будет противоречий а оккупанты нас уже могут называть как сами того пожелают но они дали клички то есть по факту это все концлагеря каждом концлагере есть свои прозвища по концлагерю вот и местные жители гордятся прозвищами кличками которые дали им оккупанты любой же человек должен понимать что он человек и он не может носить какую-то кличку его конечно могут обзывать но гордиться что тебя назвали неизвестно как неизвестно кем мне кажется не стоит как и обещал воды очень будет много это смысл воды в том что то что я говорю но это уже для человечества которое действительно серьезно относится к моим трудам и для любого человека который меня слушает ему важно вообще любая мысль которую я озвучу вообще любая как я говорил первом ролике это скорее всего будет цикл посвященные теме условно назовем камчатка поэтому я буду говорить по этой теме еще очень долго и много чего очень интересного рассказывать но опять же тут же интересно тут же опять немножко воды немножко воды кому интересно человечеству интересно людям это вообще ну их раздражает то есть автор уже в минут 15 в их понимании говорит ни о чем да а представляете для человека сколько в течение 15 минут я озвучил много важных наблюдений поэтому буквы и действительно возможно не было но это официально еще что никто не знает достоверно как она была на самом деле 300 лет тому назад но давайте ее не было здесь при сильно похожа другая надпись было допустим великая германия ну и часто управляют все как бы это вот этой территории огромной ну скажем так представители других племен и кровей то есть правительство принадлежит к одному племени а жители которые проживают на этой территории других кровей то есть сколько лет прошло пароль не поменялся то есть я дальний строй во всей красе процветает на территории всех концлагерей вот поэтому вода я думаю она нужна нам во всех ее проявлениях давайте перейдем все-таки к разбору полетов так слушаем только один раз в год из кронштадта в петропавловске отправляется корабли еще через год доставляет на камчатку почту и продовольствие так но это мы слышали корабль отправляется и год идет давайте дальше муку дефицитный сахар и соль боту тут интересно то есть корабль привозит муку дефицитный сахар и соль то есть доставляет почту почту продовольствие это шаш шаш у нас получается шаш у нас получается что жители камчатки не могли затариться в соединенных штатах америки мукой и солью но здесь вообще огромное количество вопросов первое течение года что может произойти с сахаром на судне а с мукой целый год и ввести муку ну ладно допустим хотя я с трудом верю что целый год можно ввести муку корабельных крыс и никто не отменял ну пускай это какой нужен то наш полторы тысячи человек на год да и вообще зачем жителям камчатки вообще эти продукты я жил на дальнем востоке несколько лет там ягод превеликое множество зачем сахар когда огромное количество ягод плюс мед то есть пчелы я так понимаю и в те годы жили и сейчас живут то есть зачем сахар если есть ягоды и мед ну пускай меда не было ягоды хотя думаю мед был и дойдет ли этот провианты какое количество должно быть провианта на поросном суденушки чтобы хватило на целый год на полторы тысячи человек я имею ввиду муку и сахар а им приходилось ждать целый год когда им соль привезут я не знаю сейчас наверное не буду лезть в интернет проверять как соль изготавливают но мне что-то кажется что если морскую воду выпарить то наверное соль останется а что вы думаете соль из морской воды вредная мне кажется наоборот полезнее мука мука вообще даже не уверен что жители таежные это заморачивались насчет хлеба и вообще в принципе хлеба можно печь не обязательно из пшеницы можно даже из орехов если сильно захотеть что у них там кедровые орехи есть там кедровые орехи были можно из орехов хлеб делать вообще хлеб можно делать из чего угодно из гороха из кукурузы еще угодно хлеб можно делать не обязательно из пшеницы то есть принцип какой высох злак перетерли его порошок добавили воды и пожалуйста замешали и напекли пирожков вкус конечно будет неизвестно какой но главное что он это все можно делать вставочка при монтаже ну злаки предположительно порождают злокачественную опухоль это понимая слова тождественной нагрузка смысловая тоже тождественной но кондитерские изделия тут по моему уже для многих не секрет кондитерские изделия это кандида то есть помогают кандиде более быстрее и мощнее распространяться и опять же вот я изучал житие и бытие американская в те годы ну довольно таки серьезно у них там дело обстояло знаете тот год 1854 разгар крымской войны который мы еще вернемся обязательно соединенные штаты америки занимались тем что с утра до вечера вплоть до 1915 года жители соединенных штатов америки развлекались промышленных выставок было такое огромное количество то есть смотрите промышленная выставка начинается там в 1853 году и вот длится по 54 дальше не буду все перечислять то есть видите жители америки в принципе могли наверно жителями камчатки поделиться продуктами дальше забегаю вперед тут скажу что дальше в ролике будет сказано что жители камчатки добывали зверька и шкуру они европейцев меняли шкурка одного колана добытого здесь и проданы в европе позволяла содержать в течение года двух солдат возможно кто-то возразит и скажет вячеслав скорее всего не было между сша и камчаткой судоходных путей судоходных дорог я все проверяю все было все есть американский пароход нобель находился в это время в петропавловском порту американцы были страшно возмущена этим поступком но это было потом что было потом мы с вами выясним далее но грустный момент валдис его команда а именно про этот важный исторический факт что американские суда были в камчатских портах они про это не сообщают ну главное что суда сообщение между камчатка и сша была американский пароход нобель находился в это время в петропавловском порта а историки чтобы перестраховаться то есть как это жители камчатки в европу шкурку доставляли там они начинают вкраплять такое что мол раз в год кругосветное путешествие позволяло делать этот бартер то есть в те годы какие-то там суда ходили по кругу кстати очень важный момент не по шару по кругу мы с вами знаем что шары круг это две разные фигуры то есть нету шаросветных путешествий ни одного есть только кругосветный по кругу вот поэтому обратите внимание американцы в ту былую бытность это приблизительно эти годы вот даже не приблизительно это и есть фотография сделана официально в тысячу восемьсот пятьдесят четвертом году то есть это выставка одна из выставок в сша специально сделал скриншот замечательного канала есть такой на ю тубе многие знают этот канал судя потому что 343 тысячи просмотров значит практически все кто смотрят мой сейчас ролик видели этот ролик создает замечательные ролики по этой тематике и те у кого сейчас есть сомнения и кто не видел его ролики по поводу выставок можете зайти на его канал история пи или по названию этого ролика найти с легкостью на ю тубе его канал кошмар за 20 секунд я умудрился слова ролик сказать шесть раз это уже получается седьмой раз самое загадочное событие в сша в 19 веке и изучить более подробно потому что если я буду останавливаться на каждой теме и приводить факты что америка жила очень великолепно но это будет вода бесконечная поэтому я буду всегда ссылаться на определенных авторов и вас будет два варианта либо верьте на слово либо проверяйте у этих авторов то что я говорю потому что данный автор сделал очень много доказательной базы по этому моменту связанные с выставками просто любой может сказать ну написать можно что угодно взял там открыл поинт написал промышленные выставки показываешь нам вот поэтому америка жила тогда превосходно тут написано открытие вообще тысячу он все правильно 853 закрытия 54 почему я это рассказал про америку тому что зачем жителям камчатки ждать кругосветную регату все кругосветные экспедиции заходили в петропавловской коммерческий груз который они принимали набор позволяла купить все путешествие ждать кругосветную регату чтобы поменять шкурки дальше про шкурки будет очень интересно тоже чтобы поменять шкурки на провиант как там дальше в ролике скажут что это давало возможность содержать двух солдат то есть там полторы тысячи человек есть какое-то количество солдат чтобы они охраняли эту территорию здесь вот опять же забираю вперед американцы официально ловили кучу рыбы серьезный доход был у американцев официально в этих широтах там в год они зарабатывали 13 миллионов долларов а теперь представьте какая-то чудовищная сумма для 1854 года 13 миллионов долларов в год знаю в комментариях буду читать что я ошибся там сумма другая ну извините дальше буду в ролике постоянно оговариваться там год не 13 миллионов долларов ну меньше сумма выходит но тотально это не принципиально поэтому очень глупо ждать корабль целый год чтобы дождаться соли да и муки и вообще я уверен что жители на самом деле в ту пору они были полностью автономны то есть все что необходимо было из продуктов питания для них они могли сами себе скажем так добывать и выращивать ну вот соль и если я ошибся в комментариях подскажите не буду тратить время изучать технологию добычи соли просто с точки зрения логики понимаю что взяли набрали морской воды выпарили и вот вам соли осталось и она очень полезная соль но это чисто вот логика моя да я знаю что соль добывают еще там и другими способами вот поэтому что они нам говорят что везли муку ну муку опять могли за шкурки вы менять если уже ореховый хлеб их раздражает давайте слушать дальше за 13 лет с 1848 по 1861 год американские китобои добыли выжары на 130 миллионов долларов на 130 миллионов долларов так я делал эту заготовку потом я понял что не совсем верно понял о чем говорит автор ну все равно ее показываю пускай уважаемые слушатели зрители не вас не смущает дальше текст он может быть просто как предположение но важно и вот этот прямоугольничек за 13 лет с 1848 год по 1861 год 130 миллионов долларов вообще в ролике говорится что китовый жир и шкурки но это тоже очень интересная тема китовый жир представляете вот объемы добычи этих ресурсов это сколько народу должно было жить на планете чтобы потреблять такое количество ингредиентов ведь и не только же американские рыбаки наверно добывали такое количество мяса и шерсти что мешало допустим жителям европы подняться чуть выше ли норвегии в своих водах то же самое делать запросто или они были настолько жители европы примитивны что не могли в этих водах северных вести добычу того же самого значит что получается наверное все таки вели добычу что им мешало скажем так что их могло остановить да ничего просто тоже добывали следовательно я сделал вывод что население было земли значительно больше тут же еще надо понимать что не все жители земли могли получать тот товар которые добывали моряки следовательно а те кто его свою очередь получал их было очень много то есть официально в те годы официально 1 миллиард населения был земли я опять же не буду переводить количество убитых животных в деньги точнее на даже наоборот надо взять деньги сколько на эти деньги можно было получить то нас животных то есть объемы ну первое они мясо выкидывали когда добывали этих животных наверное нет или все-таки шкуру сдирали и выкидывали так но если допустить что не выкидывали это ж хранить надо это куча соли это засаливать это как называется солонина она портится все здесь я сделал схему на рыбу потому что мне почему-то при первом прослушивании пришла мысли что они рыбу добывали давайте еще раз переслушаем может все-таки рыбу за 13 лет с 1848 по 1861 год американские китобои добыли китового жира на 130 миллионов долларов что они подразумевают под словом морского зверя для чего него добывали ради шкуры мясо выкидывали или все таки оставляли ну если учитывать вот эти промышленные выставки и откуда брался народ таких количествах еще кстати под вопросом то наверное надо было их чем-то поить и кормить и получается что кормить от слова карма кстати или наоборот корма от слова кормить не тем себя кормить и кормить для справки три некормических продукта называю орехи мед молоко то есть молоко не ту которую магазин продаются а именно молоко то которое натурально вот этот тренин кармических продуктами сейчас не будем отвлекаться на них и кстати если вам кто-то рассказывает что молоко вредное тут несколько вариантов либо он принадлежит к другим кровям потому что есть много племен и народов для которых питье молока будет буквально смертельное вплоть до реанимации ну назовем условно эти народы вьетнамскими вот они не могут молоко пить естественно код для них вредно для нас же молоко настоящая та жизнь вот либо специально пытаются обмануть чтобы вы не знали что молоко вас может исцелить от многих недугов либо просто не знают что молоко это великая польза ну давайте по выставкам что у нас выставками получается получается что миллион да вот если изучать ролики или самостоятельно можно зайти на сайт это украденная история американский сайт там рассказывается что выставка 1 пропускала выставка 1 пропустила через себя миллион человек миллиона их надо было чем-то поить кормить вот почему мне пришлось за америку копать чтобы обозначить что не надо ждать целый год сахара и муки а спокойно поменять у американцев вы менять все необходимые товары бартер по моему торговлю никто не отменял а уж ждать целый год кругосветную какую-то регату и когда это регата придет и у вас шкурки купит это вообще нонсенс поэтому следующее скажем так наблюдение о том что жители камчатки ждали корабль целый год чтобы подкрепиться в корне неверно ну что уважаемые слушатели и зрители слушаем дальше знаете как начале мы раскачиваемся потом все интереснее 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 ну там действительно если я не это скажем так цикл не заброшу я надеюсь его не заброшу там получится знаете сколько удивительной и познавательной информации будет в дальнейших наших с вами совместных исследованиях слушаем дальше для сравнения еще через шесть лет в шестьдесят седьмом уступим аляску за 7,2 миллиона так уступят аляску за 7,2 миллиона ну то есть начале американцы пользовались аляской наловили рыбы на 130 миллионов рублей а потом купили аляску за полученные деньги вообще представьте от 130 миллионов но этаж не только одни американцы ловили но это за 10 лет ладно давайте возьмем вот 130 миллионов получается 13 миллионов долларов в год этаж люди то не только ели как я там список приводил рыбу и мясо езжешь в нашем мире еще колоссальное количество других продуктов ну ладно не будем сейчас долго останавливаться на процентном соотношении было ли население настолько огромное или цифры завышены скажем по аляске значит никто никогда никакую аляску не продавал ее просто невозможно продать земля вообще не продается дело то что в нашем мире нету такого понятия купил и продал есть понятие у кого оружие тот и прав кого власть тот и прав то есть если они решили поставить ну есть мировое правительство которое шило на территории определенной земли под названием аляска поставить вооруженных людей и назвать их американцы до сша ашники то все ведь границы заканчиваются начинается там где есть вооруженный человек то есть если там вооруженного человека нету там и границы нету границы это все условности границы у нас в голове вообще это оккупанты на куске бумаги поделили мир на на границе и местным жителям внушили что есть какие-то страны стран никаких не существует максимум что есть так он с лагеря и начинается заканчиваться концлагерь там где есть вооруженный человек или группа вооруженных людей но если туда поставить другую группу вооруженных людей и сказать были штебзики стали мебзики то все уже вы как бы в другую страну попадаете вот поэтому аляску никто никогда никому не продавал тем более что если так немножко поиронизировать никто никогда не видел этой аляске если кто-то видел эту аляску вы просто и покажите не рисунки знаете нарисовать мы можем все что угодно даже квадрат малевича нужно именно аэрофото аэро видеосъемка так на аляске долго не будем останавливаться идем дальше шкурка одного колана добытого здесь и проданные в европе позволяла содержать в течение года двух солдат ну то что я говорил что жители камчатки убивали коланов кто такие коланы ну я тоже мне пришлось и скажем так погуглить предварительно все знать не могу ну колон это насколько я понял морская вытро то есть жители камчатки убивали животных добывали шкурку а потом все кругосветные экспедиции заходили в петропавловской коммерческий груз который они принимали набор позволяла купить все путешествие ага то есть получается без камчатки кругосветное путешествие бы не могло состояться она была бы не рентабельным поэтому приходя в камчатку они задарма получали очень дешевые шкурки и этим самым окупали путешествие очень интересно очень интересно и жители камчатки благодаря этим кругосветком стоп а что же они получали взамен деньги от пришли на кругосветном транспорте да то есть пришел корабль причем официально под парусом у самих на борту жрать нечего да они говорят дайте нам шкуры а вы нам что мы вам деньги жители камчатки говорят а что мы ваши деньги есть будем на шум их сменяю а здесь америка недалеко вы сможете за эти деньги купить себе с сахара и муки то есть что что предлагали участники этой кругосветной регаты к жителям камчатки что они могли шкуру отдать куски золота может собой возили тогда камчатки наверное так там золото было при великое множество то есть нелогично а кстати вот тоже примечательный момент вообще здесь что сказано кругосветка да а кругосветки в принципе на тот момент не могло быть чисто физически поправлю немножко свое высказывание принципе кругосветки возможно и были а вот шаросветки ну никак не получается то есть по круг вокруг света да там где солнце с лучи светом бросает можно ходить знаете как куда говорят край света то есть территория где заканчивается влияние солнца край света но у многих почему-то край света когда слышат это идет ассоциация что земля заканчивается там обрыв и там пропасть ставка опять двадцатом году все-таки себе поправлю и дополню и дополню чисто физически не могли быть по официозу то есть каналов тогда еще не было прорытым что было бы кругосветка официальная как мы с вами с предыдущего ролика узнали что советского канала не было панамского канала не было то есть по факту был всего лишь один путь официальный официальный путь ну в принципе они по сути тождественны через север или через юг скажите каким образом кругосветное путешествие могло быть ту пору когда не было каналов прорыто ну официально допустим еще насколько мы помним через север тоже никто не ходил через север россии то есть зачем тогда надо было делать если бы через север россии ходили зачем нужно было делать такой крюк на запад когда можно было бы дойти через восток давайте еще раз то есть что такое кругосветная регата то есть как они могли вообще выйти откуда они могли стартануть ну давайте пускай с испании пошли панамский канал закрыт советский закрыт огибает южную америку доплывать до австралии выходят со стороны австралии ну давайте проходит кругосветная регата но это все как бы предположение потому что на самом деле такого и сейчас и практически невозможно сделать ну ладно прошли они через север австралии получается обогнули африку хотя африку тут невозможно ну ладно обогнули то есть сделали вот такое кругосветное путешествие а зачем и вообще парусный корабль сможет осилить такой путь стоп кругосветное путешествие тогда вообще они должны были либо как такси ходить там каждый месяц новый корабль для кругосветки выплывать то есть если официально они из кронштадта в петропавловск шли целый год официально то вымышленный земной шар обойти в кругосветном путешествие это сколько надо лет 10 вот сидят жители камчатки и ждут однако через 10 лет придет парусник и привезет нам муку и сахар не муку и сахар нам не привезут им самим жрать нечего они наши шкуры будут выменивать на на что они будут выменять ну на что нибудь вы меняют вот а мы что сможем вы менять на то что вы мы вы меняем у них посмотрим что мы у них вы меняем и тогда сделаем решение тогда сделаем выбор что будем менять на что у американцев ночью вот такая галиматья понимаете те кто писал историю пытался вот жителям камчатки подсунуть и жить ее как бы современная ну ну не получается то есть давайте коротко наверное те кто не понял даже если бы кругосветное путешествие могло действительно быть а получается оно должно было вообще проходить то есть вот так они до камчатки идут потом опускается до австралии уже с австралии стартуют в европу то что на судне могло было быть такое чтобы заинтересовало жителей камчатки а если судно утонуло ли суда те воды не тонули следующего ждать еще лет десять ночью не под никак не получается чтобы жители камчатки получали продукты за счет кругосветного путешествия или ждали целый год корабли санкт-петербурга с солью и с сахаром и там что получается официально они тех кто кругосветкой занимался они у жителей камчатки брали шкурки и привозили в европу жители камчатки горят а деньги ну деньги когда в европе продадим мы вам привезем через год деньги а ну ладно хорошо в общем понятно что не было никаких таких кругосветных путешествий которые обеспечивали жители камчатки продуктами питания и вообще по непонятно чем обеспечивали неудивительно что такие державы как англия и франция не могли оставить без внимания эти ценные рубежи российской империи ужас какой даже хочется еще это раз перемотать и прослушать что же оно там такое франция и англия заинтересовались камчаткой выловили у себя всю рыбу убили всех китов и морского зверя говорят закончился кит закончился зверь а где еще есть она камчатки так там же американцы тоже что-то ловит по 13 миллионов в год заколачивает ну американцы ловят на севере наверно а жители камчатки ловят на востоке наверно давайте отправимся к полуострову камчатки и его оккупируем и как говорит у нас один испанский товарищ его фраза чтобы что вот действительно чтобы что это я забегаю вперед но франция англия заинтересовалась отправили они допустим эскадру на камчатку приплыла это эскадра захватила камчатку это дальше в ролике будут рассказываться про войну за камчатку ну приплыли захватили и такие говорят а рыбу кто будет ловить ну жители камчатки будут ловить нам рыбу а мы что ее будем продавать кому себе или американцам ну конечно америка ближе давай себе то есть кто-то скажет что я сейчас как бы нелогически рассуждаю ну как же нелогически ну вот они узрели какие-то богатые места кто скажет ну там золото было золото шаноши там не на прилавке в магазине лежит и уж надо еще добывать то есть надо поработить жители камчатки или своих привести голодные рты чтобы потом эти холодные рты раз в год ждали муку сахар и соль а в боях за камчатку возможно жители камчатки погибли ну допустим 80 процентов уцелела в боях за камчатку они будут ждать когда оккупанты французы и англичане спустятся на берег чтобы на них наручники надеть или они иритируются в лес ну там дальше будут ролики рассказано что часть жителей камчатки когда началась в кавычках война они ушли как говорится в леса остались только солдаты нам защищать ну захватили они камчатку жители убежали а дальше дальше что как золото добывать и так далее хорошо захватили рубежи есть кому работать ну российская империя такая смотрит на эту ситуацию ну у нас камчатку отобрали отобрали ну ладно пускай пользуются то есть захватить на месяц камчатку чтобы быстренько маленьким совочком накопать маленькую горку золота и побырику год плыть в европу с этим маленьким мешочком но долго там они все равно не смогут скажем так удерживать эту позицию все равно как и по истории официально получилось все равно же вернули обратно то есть что это было это была не война но про это далее в двадцатом году в краплю не знаю будет ли там далее пояснения просто на самом деле мощными судами не деревянными а металлическими уничтожали города на побережье так называемой камчатки да и опять же в европу таскать целый год награбленная накопанная тоже какая головная боль почему такие сложности вот я вам скажу войны на самом деле все все войны за последние 300 лет это карательная операция на самом деле там геноцид и радоцит тут есть два понятия я ввел радоцит то есть геноцид это уничтожение гена модифицированных а радоцит это уничтожение нас рода поэтому естественно в основном радоциты в основном нас уничтожают представители человеческого рода если хотят захватить территорию для этого не устраивают войну для этого подкупают или меняют правителя не надо развязывать войны зачем уничтожать скажем так тратить силы на захват другой территории когда проще поставить своего заслонного казачка привести в запечатанном вагоне из там цари германии поставили и все он уже все сделает для этого не нужно войны для этого есть один не поддается трава нули или что-то там всегда можно подкупить в охране кого бы то ни было подкупить запугать там охранники если не подкупается их тоже укокошить но в новых найму тех подкупят поэтому чтобы захватить камчатку для этого не надо ее было скажем для этого не надо было военную целую экспедицию посылать берегам камчатки для этого нужно было поставить рост своего человека ну в принципе забираю вперед они так и сделали они поставили губернатора то есть это губернатор был засланный казачок ну жила себе камчатка полторы тысячи человек губернатора нет тяжело жителям камчатки но главы нету трудно как говорится и охотиться и рыбу ловить нам нужен губернатор без губернатора не проживем и действительно там дальше мы узнаем сейчас уже не помню какого там фамилия губернатора присылает загоруйка или запампуйка сейчас я не помню но не важно то есть и еще муравьев назначает губернатором петропавловска камчатского молодого и энергичного генерал-майора василия завойка прислали губернатора внедрили его внедрили губернатора к жителям этого края чтобы он сливал информацию где что к чему то есть зачем посылать лазутчиков когда можно поставить начальника который врагам сольюцию информацию расположение войск и так далее то жили жители камчатки ну там есть такое слово камчадалы ну камчадал это немножко как бы другой народ ну хороший народ хороший хороший народ да это это и есть принципе североамериканские индейцы которых уничтожали то есть на самом деле уничтожали не не тех индейцев северной америке ведь северной америки нету а уничтожали как раз то наших советских жителей севера коренные народы до северо американские индейцы и наши коренные народы крайнего севера это представители одного рода жили ли на тот момент представитель нашего рода может там вообще жили только камчадалы вот ну я вижу что много я воды вылил значит уважаемые слушатели зрители вы если вдруг недополучили информацию ошибка то не расстраивайтесь это никуда не ухожу мы с вами еще выясним какие же бои шли и кто с кем воевал там же война целая была причем мне так удивляло что война в крыму уже была в полном разгаре а в истории уважаемого балдиса они ждали официальные бумаги о начале войны шла война уже шла какие бумаги какое ожидание скажем разрешение для стрельбы по кораблям но это скорее всего уже в следующем ролике даже не знаю что что делать целиком пускать его или вырезать 10 минут и залить на основной канал так дело том что основная светлая добрая аудитория может огорчиться что вячеслав взял и сделал монтаж может чистом видео так вот без купюр залить и и все будет нормально вот давайте наверное я на вот этом моменте завершу как только смонтирую выложу постараюсь приступить уже к третьей части где мы с вами будем выяснять всевозможные уникальные довольно таки интересные моменты ну а с вами по прежнему вячеслав котляров спасибо огромное что слушаете слышите меня всего вам доброго и до новых встреч прямом эфире пока пока ушло не только много времени но еще и материальных ресурсов кому-то плохо видно или показалось что-то не то нет вам не показалось вот пожалуйста более детальное отображение того что отображено вот только что закончила смотри и потому что сделала все чтобы посмотреть знаешь широкий спокойно пришлось отходить снова приходить потом пересматривать прочитывать не хотела знаешь спокойно спокойно посмотреть и у меня ушло на просмотр два часа я только что закончила смотреть меня трясет мне два месяца трясло я меня типала я откладывал этот ролик я делал буквально там чуть ли не по 30 минут и все у меня начинались какие-то ну не знаю ломки я ложился дышал потом набирался сил но ты видела ты знаешь так какие вещи делать тяжело причем это перелопатить пришло передаю слово да это то что перелопатить знаешь тот проведенный тобой труд он знаешь наверное ну он не описуем это все это сложилось в час 8 минут во первых это это же не знаю как это назвать давай я назову научная работа пусть будет так ты даже не представляю что ты сделал ты знаешь что я девчонка не очень-то эмоциональная а здесь меня от благодарности к тебе аж слезы выходят я тебе очень благодарна знаешь а те кто увидит этот труд это мощнейший труд шедевральный знаешь и даже вот так вот с технической точки зрения ты так спокойно рассказываешь так как бы тебе сказать буднично и по-доброму это хоть это ну как не успокаивает на может быть даже успокаивает знаешь как-то так по родительски и вот смотришь на вот этот ужас и ты понимаешь что тобой наверное и пережили вот этот ужас может быть и там наши то косточки как раз и лежат запросто запросто я всех прошу посмотрите и самое главное я тоже у всех вас еще прошу пол если тот кто хоть раз издал один ролик то даже не издал даже что-то искал знает сколько это времени надо пожалуйста причем свет я предлагал вариант говорю я понимаю да для меня самого заоблачная цена ну найдите друга найдите 2 вчетвером я думаю для вас это вывод в четвером там я так пошучу собираетесь бутылку покупаете это грубо говоря бутылка коньяка грубо говоря но не выпейте эту бутылку вчетвером а узнайте то что света знает что такого если бы я не сделал не сделал бы никто в жизни передаю слово слава здесь даже даже говорить не о чем никто бы этого не сделал да знаешь по чуть-чуть вкрапления а мы там что-то увидели то и разберем сделаем там что-то нет нет никто вот такой глубокий анализ на слово так дурацкая но тем не менее глубокое размышление давай правильно так размышление о нашем прошлом кто мы такие вот кто мы такие понимаешь наши наши корни на все откуда мы куда мы и зачем мы вот здесь и ответ то есть и что случилось и вот те герба которые ты рассматривал я там кое-что еще увидела ты знаешь это такой пласт для ну чтобы каждый сел посмотрел и нашел там еще кое-что это понимаешь это можно разбирать вечно отлично герба были в открытом доступе в промо ролики поэтому будет замечательно если ты там со временем опишешь то что увидела и я вот сегодня на первой мысли себя поймал думаю вот люди какую-нибудь черную дыру открывают и наука там 20 30 50 лет пишет научные статьи а я думаю а принципе для думающего человека это становится понятным что там не только сколько диссертаций можно написать потом если поймал на мысли что я вообще скорее всего отдельное направление в науке открыл даже не знаю как его назвать это вообще ну не знаю ни на одно десятилетие на на столетие это это работа 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 сжатая в час восемь минут передаю слово кстати на такую замечательную вещь в твоих исследованиях да это это направление в науке потому что такого еще не было вообще не было это знаешь инквизициология наверно наверно но я другого не знаю одну минуточку я сама себя перебью я хотела что сказать когда я хотела купить этот ролик купить отблагодарить тебя за этот ролик видишь у меня никак не получалось так и не получилось у меня у меня банки не дает на меня там свои проблемы это уже другой у меня банк казалось бы ни с кем я не ругалась хорошо себя веду нет меня облучат меня вообще за границу я не могу никаких неприводов сделать вообще ну ну ладно разберемся вот поэтому может быть кто-то и хотел бы но может быть как вот у меня не получается у меня несколько карточек но так специально сделано чтобы не то что там знаешь миллион на каждой карточке нет счета один а так чтобы по каждой карточке давно за отдельные товары услуги рассчитываться специально чтобы не грузить на ну потому что если одну заблокируют так по крайней мере я не знаю за свет могу оплачивать но тут-то свои нюансы потому что здесь черт знает что творится и с каждой карточки проб попробовал нет ни одна не проходит а вот поэтому может быть и у кого-то не получается но я вас очень прошу очень прошу сделайте донейшин вот так другим надо донейшин алерт не знаю потом слава конкретно пусть но вы если вышлет вам этот это работа вы сразу получаете молниеносно то есть если действительно что-то какие-то трудности а есть желание именно здесь как я говорил вот в эфире что просто человек все равно как бы старается помочь отблагодарить вообще за за весь путь а это будет еще дополнительная как приятный бонус что получит как говорится ссылку на шедевр один из первых вот и вот просто бывают курьезы допустим человек который даже приобрел ролик он допустил ошибку он допустим вместо нуля написал букву о и ссылка не прошла ему в дискорде сразу кидаю ссылку то есть вижу что человек все это прошел этой дорогой да и сам сергей писал что здесь делание не в покупке а благодарность вообще за этот путь и сама по себе должна быть поэтому у кого есть трудности как у светланы с карточными переводами в дискорд в пм в личку слова привет вот так и так я ссылку даю прямую и и все и света сразу его скажем так включила и могла смотреть однозначно такого ролика в первый же день был слив но я это и предупреждал кто-то скачает где-то опубликует даже если его посмотрели на шару откупитесь от этого ролика дешевле будет те кто и увидел понимают что там очень серьезные вещи ну если на шару я имею виду видели кто сколько уже может киньте и потому что требуя они необходимы в таких вещах до более качественную версию не всем удается иногда правильно написать несколько букв поэтому можете в чате на круглосуточном котлеровым писать сообщением могслав так и так не получается этом skype скину ссылку если вы у меня скайпе на почту могу вам отправить ссылку здесь дело не в покупке здесь дело в помощи потому что написала что у меня такие проблемы поэтому да сделайте таким образом моментально открывается и я еще как сделала я еще если слава мне это скинул в дискорде в личку да я себе эту ссылку загрузила на почту и потом из почты но вот на большой но там на смарт тиву вывела и вот смотрела в широком экране этого это стоит вы знаете я сидела у меня этот телевизор возле печки печка горячая меня трясло и до сих пор не трясет ну конечно успокоимся знаете он когда открываешь какие-то как бы сказать ну да впервые что-то ты узнаешь а там много будет вам для для многих впервые даже для старичков даже те которые уже он раз и слышали и знают кое-что и и догадываются и могут связать все вместе но вот эта информация которая вся вместе выложена одним махом одним дыханием вот на одном дыхании вы знаете невозможно оторваться я отрывалась из-за чего потому что мне надо было передохнуть ну и я знаю что я сейчас вернусь и дальше буду смотреть потом прокручивала назад потому что хотела прочитать и пока прокручивала назад я успокаивалась потому что это уже получалось что я это уже видела уже это знаю приняла поэтому я всем рекомендую посмотрите ну понятно это не только потому что мы друзья со славой и почти 98 процентов мы с ним на одной волне только по одному нюансику вот хотя все равно я вижу что и здесь слава будет прав мне так хочется тоже хоть чуть-чуть быть правой не получается вам вот и не из-за того что все говорят что я как бы сказать ну очень вместе со славой стоит даже не из-за этого а вот когда вы посмотрите вы сами все поймете даже знаете даже с промо-родика но я с промо-родика немного и посмотрела мне так хотелось сразу же весь посмотреть и поэтому программа ролик я даже или толком то и не смотрела но даже вот с первых минут все вы теряетесь вы находитесь в в этой работе как будто бы внутри она затягивает что ли не затягивает вот вы растворяетесь вот я вот таки обо мне и растворилась в этой работе вот поэтому я всем желаю осознание и вот да да вот самое главное что я хотела сказать дело в том что когда вот мы узнаем что-то такое тяжелое тяжелое вначале ну как бы ну грустим грустим и немного скручиваемся но потом когда осознаешь это вырастают крылья потому что ты знаешь правду какая она хорошая нехорошая главное что ты знаешь эту правду и ты знаешь кто то есть она даст вам силу это как знаете как вот мы вначале в четыре года назад когда начинали читать например библию помните как многих трясло а потом мы осознали и сейчас нам с одной стороны это смешно мы понимаем кто они кто мы а здесь это не библия нет это факты и исследования не было слава до тебя такого не было это впервые может быть для новичков это будет жестко очень жестко когда ты видишь я не буду сейчас говорить что благо свет что не будут кричать автор а где доказательства ты же обратила внимание что я специально тянулся из последнего все официоз все источники официальные вплоть до точки чтобы любой каждое мое слово мог проверить чтобы не было типом автор притянулся за уши это его фантазия единственное что вот открытие которое озвучил как по твоему внутреннему ощущению когда я все таки дал новый взгляд на значение слова календарь да да я это знаешь и вот вот это визуальное подтверждение еще с этим эйнштейном ты понимаешь я тоже была любительницей тут я прикусилась ну ладно такое детская да да слова вот календарь вот там и визуально ты дал и объявляем курсе есть богиня калий и вот это ее календарь и если смотреть на известный календарь моя в самый центр вы увидите что это так и есть а а ум час день назад как деятельность к выполнению желания разбогатеть и стать популярным одобряю информацию в фильме основанную на и грегори нефилимов для цели деятельности разбогатеть и стать популярным одобряю рекомендую снизить цену до 290 рублей и сдать диски с подписью за 700 рублей попробовать связаться с менеджерами рен тв чтобы продать заготовку написать книжную версию попробовать проплатить тираж это не очень дорого каждый выбирает сам себе деятельность для желания знать правду или быть богатым но учтите на двух стульях удержится тяжело богатство это медные трубы нефилимы до потопа пожирали людей много поколений были абсолютно без совести о них описано как о детях творца их никто специально не убивал изменилась гравитация их костный скелет не выдержал многие ушли под землю и стали демонами так как под землей меньше давления это не оговорка некоторые создали город за пределами гравитации нашей территории и там свою цивилизацию основали это было очень давно цивилизации нефилимов подземных и небесных долго воевали между собой делили людей как скоты и ду по территориям они построили на земле здания для того чтобы расещать теру это как правило храм использовали спец приспособления в виде цилиндров как в статую ах на о пасха для борьбы с давлением теры в храмах и дворцах вместо люстр висели также спец приспособления борьбы с давлением и созданием условий также все здания были рассчитаны на то что туда могут зайти нефилимы в 1900 5 тысяч и девятистых 20 гг. произошла крупная война с применением ядерного оружия воевала два лагеря нефилимов была уничтожена цивилизация жившая с богами выжившим стирали память газовыми бомбардировками хлороформом в период с 1920 и по 1940 год создавалась новая цивилизация победили подземные нефилимы и было заключено соглашение на раздел теры чтобы править обществом скрытой извне выкачивая ресурсы ту же иду как человеческое мясо создать иллюзии истории науки и реальности окр общество через генномодифицированную расу бездушных гомункулов для целей правления так как андроидов легко программировать на поведение затем с 1940 еще одна война между двумя выводками нефилимов с разных лагерей плюс выводкам манглоидов которых 18 веке сделали в качестве эксперимента и они в изоляции жили как в ботаническом саду я короче запарился писать каждый пусть сам для себя правду выбирает в каком мире ему жить и живет на основе своего выбора кстати забыл написать что нефилимы правит до сих пор дают технологии контролируют науку чтобы мы самостоятельно технологии не изучили и не поняли как они работают здравствуйте уважаемые слушатели зрители с вами вячеслав котляров в городе харькове 14 часов 31 минута 24 0 9 2020 года лучше я наверное это в голос скажу чем нарисую какой-нибудь скриншот если вы юный если вы беременны или у вас какие то есть психические отклонения выключите этот ролик и не смотрите когда вы подрастете когда вы разродитесь и когда вы подлечитесь и исцелитесь тогда приступайте к его изучению так как данном ролике будут шокирующие фотофакты шокирующая информация знания и данные те уважаемые слушатели зрители которые на протяжении уже многих лет изучают вопросы связанные с нашим мироустройством не будут испытывать никаких трудностей в понимании той информации знаний и данных которые я сейчас буду доносить но для новичков конечно будет в крайней степени очень трудно понять этот материал и принять его это равносильно что вы придете сразу в десятый класс и вам дадут информацию для понимания естественно вы не пройдя первый второй третий класс не сможете осилить то что вам сообщают также вот поймался на мысли если вы играете в какую-нибудь игру компьютерную и начинаете раскачиваться ну с самого допустим простого легкого уровня потихоньку шаг за шагом изучайте ее через какое-то время если вам поставить максимальный уровень сложности вы кое-как ну справитесь да с управлением но если сразу вас бросить на максимальный уровень сложности без подготовки вы не пройдете и шага точно так же и то что я планирую вам сообщить без подготовки осилить будет в крайней степени сложно поэтому для тех кто впервые сталкивается с подобной информацией предлагаю пока верить на слово а потом вы можете проверить хотя для здравомышлящего человека фактаж будет настолько мощный и факты настолько упрямы что сомнений не останется в том что то что я поведаю далее так оно и есть а попались которые кусались а это я в записи говорил а теперь вот это я сейчас говорю друзья в эфире подтверждение тому что сейчас 11 часов было в ноль две минуты 22 10 20 год в общем уникальность этого эфира заключается в том что кто на него сейчас попал тот и и все услышал а кто по ряду причин не попал ну не повезло хотя в принципе для определенных человеков я возможно не знаю как эфир пройдет я его спрячу а потом все желающие ну скажем так получат ссылку на этот эфир а кто нибудь не желает тот и не получит Игорек здравия Даша здравия Рус Андреев здравия Роман здравия всем здравия значит планирую висеть довольно таки долго не знаю как получится вот дальше сейчас мы с вами в эфире увидим всякие необычные ходы с моей стороны то есть смысл такой я сейчас на основной канал буду заливать промо ролик как вы видите оригинальный ролик он идет больше часа я знаю что когда вы пройдете по ссылке огромное количество человек возмутиться но не спешите с выводами ничего ничего Игорь я его сейчас отмотаю и мы будем слушать до бесконечности сейчас в первую очередь это я сейчас обращаюсь к сотовчанам сотовчане принимают скажем мою подачу в любом виде под любым соусом новичкам и случайным прохожим это будет головняк слушать поэтому смотрите для сотовчан я сейчас устроил беседу спонтанно для прохожих я сейчас продемонстрирую ролик причем вы знаете вместе его сейчас посмотрим промо ролик в эфире то есть я решил знаете не вот как делают блогеры точнее как youtube сделал это премьеру а что в премьере я могу с вами в премьере пообщаться вот так вот живую нет причем кстати большая версия что это когда-то вот эти закидоны пока у ютуба премьера не появилась это же я так чудил то есть я делал как премьеру сам запишу готовый ролик захожу с вами здороваюсь и в эфире начинаю ролик пускать значит не спешите с выводами кто сразу этот ролик не получит вначале получат те кто особо особо продвинутые а потом все получат значит вообще в принципе произошла вчера утечка я наломал дров интернет таких вещей не прощает я залил на одну площадку и протупил скорее всего он уже вирусится и возможно вы по названию найдете возможно возможно нет ссылка в большей степени для тех человек которые хотят помочь так как у меня на создание ролика по моим подсчетам ушла тысяча долларов да буквально да точнее не буквально а потенциальные тысячи долларов которые я мог получить и мне пришлось от них отказаться для того чтобы создать этот ролик поэтому ссылка будет такая-сякая вот хитрая забубенная я подробно расскажу как почему ты тысяча долларов ролик обошелся я сейчас редкий случай когда я выхожу на канал на основной в живой эфир и редкий случай когда я волнуюсь потому что сейчас мы с вами в эфире посмотрим ролик я его сейчас значит опубликую кому не хочется слушать мою болтовню можете переходить сразу под ролик он так открыт а может его как промо-ролик упустить открытый доступ давайте я его пущу промо-роликом короче мы ой премьерой короче мы я еще 10 зайцев убью я умудрюсь в эфире еще и премьеру сделать я как когда-то так хотел а что это у меня будет два чата так ну давайте 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 сделаем премьеру вместе посмотрим я правда сейчас не знаю сколько нас человек так очень сильно волнуюсь потому что то что ссылка там один выкрутас это одно блин а премьера что-то и не не хотят запускаться получается одновременно видео и премьера они мне вроде идет сейчас я напишу ого смотрите я его делал 50 дней на самом деле его больше делал всем здравием значит еще пользуйтесь моментом тем кому интересно это задать какие-то вопросы в контактах в одноклассниках я не читаю сообщения поэтому вы можете сейчас воспользоваться эфиром пока я вживую общаюсь вот что еще что еще ага вот сюда ссылку размещу сейчас мы будем с вами смотреть фрагменты ролика протестируем его в эфире так сверну эту превьюху и вместе с вами сейчас это будем изучать ролик так вопросы вопросов нет вопросы есть вопросов нету это наверное расценивать как высший пилотаж когда заходит вещатель а к нему нет вопросов а почему а потому что он доходчиво все разложил а это первое а второе получается аудитория человека в моем лице настолько талантливо что понимает все без лишних слов и как говорится это все шикардос смотрите сейчас некоторые конечно пойдут это смотреть а тут смотрите я получается на канале сразу веду и эфир и и премьеру запустил например буду вместе с вами смотреть после премьеры будем обсуждать совещаться и так далее так главное чтобы утечки ладно если утечка произойдет здесь ну не страшно наверно даже наоборот хорошо ну чтоб начнем так а это я заготовил это типа ссылка те кто не сможет подобрать код там будет ой что я тут нам намудрил там будет код не не печальтесь рано или поздно этот ролик должен в интернете попросочиться может он так быстрее про него узнают что я его так пусть будет утечка ну и хорошо все я вместе с вами смотрю этот ролик здравствуйте уважаемые слушатели и зрители с вами Вячеслав Котляров в Харькове 11 часов 33 минуты 21 010 2020 года это реклама ролика или как принято сейчас говорить промо ролик кто съел великанов долго 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 создавал я его по моему не один месяц ушло не только много времени но еще и материальных ресурсов о которых я сейчас не буду говорить я отдельно в стриме сообщу какие были чудовищные для меня расходы и буквально и фигурально в этом ролике будет очень много чего я сделал нарезку там по несколько секунд повырезал естественно в этой нарезке далеко не все озвучено что будет в ролике сообщено и сказано ну как видите вот перед вами не просто рисунок действительно будем изучать Чехию Италию Португалию Австрию Париж а что Париж я написал ну даже было писать Франция но бог с ним Египет Болгария Польша будет Великобритания Германия Греция Крым там про Крым вообще бомбасик будет Куба Сербия Аргентина и почему-то Нью-Йорк США также в этот ролик попадут случайным образом несколько блогеров значит канал История Пи канал ТМ Студио канал Рупол еще некоторые блогеры пожелали стать звездами этого ролика но вы их увидите или услышите о них ссылка будет в описании ссылка будет в самом ролике надеюсь она сейчас перед вами дело в том что ее сейчас еще по факту нету и я делаю на будущее заготовку голоса и надеюсь я ссылку приложу где можно будет скачать этот ролик когда вы увидите этот ролик вы поймете что на YouTube такие вещи заливать крайне непросто хотя кто его знает приятного изучения промо ролика ну или сразу проходите по ссылке и качайте его по специальному коду если код самостоятельно не можете подобрать позовите друга двух трех друзей десять друзей я думаю если вас будет десять вы точно подберете к этому ролику и изучите его если бы я его не сделал бы наверно его бы не сделал бы никто быть добру так ну мы про те кто к примеру смотрит тот и так все смотрит смотрите просто есть несколько человек довольно таки известных и неизвестных которые все это время желали мне помочь но не хотели светиться то есть чтобы напрямую не проходили не проходила нигде их помощь а вот по этой ссылке есть два три три пять добрых светлых человеков которые с их скажем так слов планирует вообще пять десять раз подобрать код то есть понимаете то есть они это хитрый хитрый ход конем могут сделать то есть так вот допустим если бы человек хотел бы он там известный да там на телевидении или вообще и вот он не хочет это светиться чтобы допустим знали какая личность какая известная помогает Вячеславу то есть вот такой способ допустим по этой ссылке он быстрее поможет вернее ну легче ему помочь будет десять раз это подобрать этот код ну и плюс ко всему то уже отдельно может вижу сотовчан особо не интересует но я потом все равно расскажу может тогда уже на котляров им почему именно он обошелся в создании его в потенциальной тысячи долларов вот и как говорится моей семье то что я чем я там занимаюсь как говорится ты ходишь добрые дела как говорится делаешь а у нас это не ваша как говорится обуться и одеться и не на чем как говорится подготовить приготовить это на пищу поэтому знаете все все что да 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 сергей все что дается легко оно и не ценится легко не переживайте сергей я думаю найдутся три пять десять человек которые скачают по этой ссылке и и в салют ее в интернет и вы уже по названию найдете это больше ссылка для тех кто хочет помочь ну я же объяснил что тысячу баксов каким образом я бы пошел бы по старой своей профессии грузчиком бы поработал один день у нас самая дешевая зарплата грузчика пятьсот гривен вот я ролик создавал пятьдесят дней получается пятью пять двадцать пять тысяч гривен это тысячу долларов ну и кстати не забывайте что есть люди которые и человеки и человеки да которые слепые и они только мои могут ролики слышать вот поэтому тут тоже как говорится давайте не будем гневить богов что нам высшие силы дали возможность хотя бы лицезреть ну давайте посмотрим дальше промо ролик не переживайте название знаете кто съел великаном я думаю будут проскакивать и в одноклассниках ну ничего страшного сергей я уверяю что все кто его хочет посмотреть это же интернет ну светлана точнее ольга я себя именую сознательно грузчиком чтобы каждому грузчику дать уверенность в том что если вячеславу обыкновенный грузчик смог создать это вернее озвучивать знание выше порядка значит и он сможет а по поводу программиста я делал продолжение компьютерной игре муравинт на моем канале вы можете посмотреть я тоже его там много лет делал все один грубо говоря вначале товарищ помогал поэтому вот видите я же говорю что будут товарищ помогал и дело в том что есть такое понятие если человек допустим не получил профессию автослесаря а вы к нему приезжаете машину чините а у него официально корочки нет а у меня допустим есть диплом автослесаря но машину я вам не починю так кто как где критерии где настоящая где настоящая вот эта тема под названием специалист вам официоз выдал корочку а может вы его за сало купили ну хорошо хорошо олег ну мимо кассы на 900 баксов то есть я решил как говорится это семейный бюджет это обделить чтобы тысячи человек узнали ужасы а ролик в принципе я даже не знаю может и промо ролик еще опасный ну давайте посмотрим промо ролик готовы все смотрим промо ролик не переживайте основной рано или поздно надыбайте обязательно найдете фотофактов оформление всего этого трагичного даже не знаю язык не поворачивается творчество что 200-300 лет назад здесь планетарном был единый город который представители скажем так иных цивилизаций решили разбомбить конечно скептики могут списать это на мировые войны и так далее но мировые войны в принципе если знать как они происходят они не уносили миллионы жизней и даже если бы уносили то при детальном изучении этих черепов и берцовых костей мы столкнулись бы с такой темой как принято говорить великаны то есть некоторые черепа значительно больше скажем так литраж чем у местных жителей очень помогает дата 1870 год возможно многие из вас видели мой ролик человек он пишет интернет аж отключать стал потому что картинка так видите я замазал картинку картинкой а вы ролик можете потом увидеть без этой нахлобучки это я для ютуба специально нахлобучку это сделал хотя в принципе часть работу юры славного вещателя с канала пи почему-то ой история пи прокатывала но не в моем случае в моем случае то что у других прокатывают у меня не прокатит на ютубе архитектура доядерной войны 1870 года как видите я не случайно взял эту дату при детальном изучении рассмотрение герба вырисовывается довольно таки нелицеприятная картина на всякий случай если вдруг кому-то плохо видно или показалось что-то не то нет вам не показалось вот пожалуйста более детальное отображение того что отображено на этом ужасном гербе ну мы же помним на альфа ромео что изображено крест да изображен крест и змея которая съедает человека ну вот тоже крест а тут я так понимаю змея не только человека съедает а вообще судя по этому знаку зодиака наверно огромное количество человек ведь каждый рожден под определенным знаком зодиака и видите голубь присутствует поработили вот они выделили скажем так определенным значком поэтому если видите такой знак остерегайтесь это либо напрямую пособники оккупантского режима либо наняты скажем так персонажи которые могут даже не знать символику причем я кстати еще не уверен что все идеально пройдет понимаете оно то вроде как бы написано да там что какая-то помощь придет а дойдет ли она до меня я ж не знаю понимаете одно дело при привинти код а другое дело этим кодом воспользоваться вот когда допустим капнет скажем так мне вот в руках я буду держать определенные до остатки благодаря к коду тогда да я получил а так вы знаете это в интернете может уйти куда-нибудь не туда предположительно или вообще не прийти поэтому тут все относительно главное знайте что вы так а шо а он уже закончился уже все посмотрели его а эфир продолжается сколько нас в эфире даже не могу посмотреть сколько нас в эфире 137 человек всем здравия не переживайте я 20 лет шел к тому чтобы озвучить я думаю по названию ролика к тех кто не может подобрать код с легкостью найдет его а этот код он большей степени для тех которые просто он необходим чтобы мне помочь других способов у них нету уверяю вас кто скептически смотрит на вот эти стены и думает что это все предельно просто уверяю вас вы ошибаетесь дальше мы там перейдем еще к другим захоронениям там такой ансамбль выполнен но это мы с вами сталкиваемся да с латыни с латыни а ведь если так дальше копать как мы с вами копаем то мы найдем похожие черепа и с буквицей из Австрии мы переходим к самому нашумевшему и легендарному да вот катакомбы Парижа вот про катакомбы Парижа конечно ну все уже знают что там миллионы костей там действительно миллионы если не миллиарды я вообще не знаю как их подсчитывали на многие на многие километры тянутся эти душесчипательные стены что пишут исследователи так Владимир спрашивает смотрите друзья вы промо ролик можете самостоятельно изучить он уже опубликован а здесь все таки эфир для тех добрых светлых человек которые хотят задать вопросы понимаете я практически никогда не выхожу на основной канал в живом голосе и у многих скажем нет возможности на Котлеру УФМ ждать меня когда я там выйду а здесь я железобетонно поэтому Владимир задает вопрос Слава что ты думаешь о виртуальности нашего мира он виртуален до боли то есть несмотря на то что нам он виртуален мы когда ударяемся нам больно когда мы теряем родных и близким мы плачем на нашей душе больно то есть скрипты настолько мощно прописаны что мы виртуальность воспринимаем за реальность поэтому наш мир он в принципе виртуально реальный а реальность это что повтор альности то есть есть альный мир действительно в котором мы находимся а есть где мы аватарами находимся вот в этом мире так как появляет на наше развитие если мы знаем кто кого съел это ролик для только представителей ой спасибо большое ольга я просто говорю что есть сотовчане которым наоборот в радость сделать такие ходы понимаете в интернете многие люди вам продают вообще информацию которая вам нафиг не нафиг а здесь вы двух зайцев убиваете во первых помогаете светочу нашей соты Вячеславу Котлярову то есть я вас как говорится современник вам не надо читать что кто-то когда-то приходил и приносил знания вот я с вами сейчас есть в живую общаюсь вот и во вторых я хоть может быть это смогу пищу нормально готовить потому что духовка которой 35 лет еще советских времен она вышла из строя а если я не буду питаться нормально ну какие ролики точнее даже ну печка электропечка как мне еду готовить на костре а так может быть это на колядуем и всем миром славе это щида каша пища наша 200 миль ага это лишь небольшую часть почти 200 миль проходов это небольшая все лишь часть понимаете чтобы следовать надо как было рассчитать все однозначно чипу кто-то стоял рядом с роботом программировал джойстиком и он это все чудил заносил в компьютер рисунки так стоял карандашом рисует а вот здесь сердце стене и робот то есть оля пожалуйста внимательно изучил ролик там получается как так как сам ролик весит дофига и больше оригинальные вообще там весил несколько гиг файлообменник этот не предусмотрен для такого веса и вообще я должен был залить не не ролик а многие получат ролик а просто бумажечку в которой будет указана ссылка на скачивание этого ролика но я решил сделать грамотней моем видении чтоб человек не получал какую-то бумажечку по которой потом должен пройти а он в самом ролике увидит ссылку и оль ты можешь и все кто подвиг этот во благо человечества делает это обязательно пройдите по по ссылке я давно хейтеров не было благо что недавно активация их положительно прошла и я этому очень рад вот поэтому да сода и перекись нам может помочь то есть видите вы видите какие ужасы у нас на планете есть действующие это не заброшенное здание довольно таки необычная постройка есть также всевозможные схемы планы то есть поняла вообще в принципе я должен был файлик со ссылочкой в классе человек такой опа файлик со ссылочкой я шо файлик купил но по ссылке это пройдете понятно что он завирусится и человеки будут в интернет заливать этот ролик но у него тогда появится дополнительная возможность чтобы он его больше увидела то есть получается сейчас на youtube залил бы к примеру посмотрела 10 тысяч человек и все а так он сарафанным радиом пойдет гулять то есть каждый человек может смело это дарить и пересылать этот ролик потому что когда вы найдете время на полную версию а полная версия идет больше часа вы конечно будете в шоке и даже я думаю что уже по промо ролику вы уже видите что здесь вас ожидает шок поэтому асарию вот оно удивительное рядом будут задавать вопросы но если вы говорите миллиарды а здесь можно найти миллионы где же остальные останки ну часть во первых погребена на мостовых этих городов гигантских то есть все это под слоем глины на фасадах этих домов были урны в этих урнах содержался пепел предыдущих жителей родственников там знакомых родных и близких то есть получается они кладбище делали прямо у себя в квартире ну иногда и такое было да могла урна с прахом стоять могла на крыше и вообще полностью вся стена могла быть утыкана так вопрос и сейчас какой фильм сняли обо мне ну это американский фильм и он Оля ты лучше помнишь фильмы названия по-моему ой как же он не пророк не просвещенный как же он фух кто помнит этот фильм посвященный просвещенный по-моему 14 года я уже не помню посвященный кто помнит но зачем они все это охранят будем вот будем разбираться смотрите когда ролик прострелит на полную мощь мы будем разбирать почему они это хранят эти страшные артефакты миллионы костей в париже да вы слышали про миллионы костей в париже но в ролике я вам покажу весь мир вы будете в шоке что под каждым вашим домом миллионы костей миллиарды я не шучу а я в ролике это все покажу весь мир в беде и в трагедии я в это все буду в ролике показывать и рассказывать этими урнами все таки миллиарды жителей по-моему посвященный или просвещенный да просвещенный я могу конечно это сейчас извините свернуть эфир не эфир картинку поставить сейчас я скажу как это е-мое что происходит почти 200 человек а я свернул это по-моему они не свернул так посвященный так человек задавал в чат вопрос как называется фильм который американцы про меня сняли вот название этого фильма вот год год его публикации так так знаете название найдете и так кто-то да выложить не может быть что каждый человек это получит этот ролик и не попытается его где-то залить но с ютубом не рискуйте потому что завалите себе канал этим роликом вот 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 человек правильно говорит видите автор жизни пишет автор жизни законодательством запрещено копать глубже трех метров понимаете почему а потому что вы там найдете не только скелеты но и слитки золотые ужас ну что смотрим дальше где хоронить конечно сжигать и в урну развеивать то по большому счету тоже наверно негде было единый город я смотрю я заготовил вот этот скриншот кальций и крепость костей тут выделено кальций жизненно важный материал является основным компонентом костной ткани немножко не к силу не городу но когда они создают проекты разного характера они всегда визуально стараются ну скажем так для своих потомков или последователей оставлять ориентиры вот как была экспедиция так называемую несуществующую антарктиду известного телеведущего там же они маякнули где на самом деле рассекал валдис в гренландии да и они это в кадре показали переходим к крыму крым это вообще интересное место но я хотел бы обратить внимание ваше на эту церковь ведь официоз в каком ключе идет альтернативщики в сколе выдолбили храм и там начали жить при детальном рассмотрении становится понятно что храм стоял под открытым небом а то что выше его находится это насыпь искусственная то есть засыпали храмы и потом уже чуть-чуть качественно засыпанная да чередка вы потом можете спокойно этот промо ролик посмотреть в записи потому что этого эфира скорее всего не будет кто успел на этот эфир тому повезло персонально могу это ссылки потом его возможно спрячу а возможно оставлю может быть он так и будет оставлен на ю тубе сколько он идет 33 минуты а мне такое ощущение по внутреннему ощущению что наверно уже два часа прошло но такого формата если 45 минут нормально будет всем привет кто будет слушать в записи вот промо ролик можете самостоятельно изучить не как говорится сочувствует всем кто не может этот ролик сразу получить я сам иногда некоторые вещи ждал по несколько лет не могут сразу получить да возможно с вами общаться не мог получить двадцать лет поэтому не не печальтесь я думаю вы получите этот ролик полная версия не забывайте больше часа там час восемь минут по моему откапывать я так понимаю впоследствии впоследствии уже воздвигали какие-то примитивные постройки сверху этой насыпи ну по-моему отчетливо видно что засыпали и аккуратно вкрапил в наше понимание что происходило здесь а где она я считаю довольно таки наглядно наглядно демонстрирует что здесь было маловато посмотрела двести тридцать четыре человека так почему за бабки я хорошо что не за детки но смотрите еще раз говорю некоторые слепые человеки вообще ничего не увидят они только могут услышать я могу поставить начало ролика еще минут пять с вами немножко пообщаемся если не будет вопросов буду буду закругляться поэтому давайте посмотрим послушаем как же ролик тот страшный начинается что там нем говорится что еще сказать ну благодарен всем вам человеке тех кто понимает за понимание здравствуйте уважаемые слушатели зрители с вами Вячеслав Котляров в городе Харькове 14 часов 31 минута 24.09 2020 года лучше я наверное это в голос скажу чем нарисую какой-нибудь скриншот если вы юны если вы беременны или у вас какие то есть психические отклонения выключите этот ролик и не смотрите когда вы подрастете когда вы разродитесь и когда вы подлечитесь и исцелитесь тогда приступайте к его изучению так как в данном ролике будут шокирующие фотофакты шокирующая информация знания и данные те уважаемые слушатели зрители которые на протяжении уже многих лет изучают вопросы связанные с нашим мироустройством не будут испытывать никаких трудностей в понимании той информации знаний и данных которые я сейчас буду доносить но для новичков конечно будет в крайней степени очень трудно понять этот материал и принять его это равносильно что вы придете сразу в 10 класс и вам дадут информацию для понимания естественно вы не пройдя первый второй третий класс не сможете осилить то что вам сообщают также вот поймался на мысли если вы играете в какую-нибудь игру компьютерную и начинаете раскачиваться ну с самого допустим простого легкого уровня потихоньку шаг за шагом изучайте ее ну вот тоже вопросы я специально этот эфир создал чтобы на вопросы отвечать те кто был раньше в эфире знают что на создание ролика у меня скажем так ушло ну тысячу долларов да то есть я должен взять это подарить свои как говорится жизненные ресурсы просто так ну а те кто не 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 могут по ряду причин я тоже много лет чего не мог подождите вы название знаете посмотрел промо работает название знаете найдете и у олюшка очень большая к тебе просьба ты как почин сделала вы что думаете там толпы людей сразу набежали один человек только решил пройти по ссылке и внести свой посильный вклад в развитие знаний для человечества скажи мне пожалуйста потом или сейчас удалось ли пройти по ссылке чтобы там же будет ссылка на качество на качество и удалось ли тебе качество заполучить потому что сами понимаете 50 мегабайт чтобы было супер качество это великая проблема потом на котлеру fm я объясню как из 13 их можно сделать 90 мегабайт им потом могу объяснить как можно было раньше делать 500 килобит из 13 гиг ну дослушаем уже или уже будем до свиданькаться через какое-то время если вам поставить максимальный уровень сложности а там визуально я отобразил то есть ты его запускаешь и сразу все видишь да немножко создал головняк у кого не получится буду менять скачанный ролик по коду на на ссылку хотя я думаю что она завирусится и каждый будет ролик за спасибо иметь это ссылка для тех человек которые хотят сделать доброе дело первое второе есть несколько человек которые не хотят светиться и для них это самый удачный вариант так помочь они будут пять десять раз этот скажем так по этой ссылке делать используем слово покупку вы кое-как ну справишь так интересно что думает Вячеслав о работах уфолога нынче омаги про полубогов дэн скую расу ну вообще пока не думал хорошо уфологи уфологи ни один не знает откуда пролетают летающие тарелки только сотовчане знают понимаете в чем уникальность моей площадке у любого человека спроси о чем говорит Вячеслав каждый слушатель скажет а я вам спрошу любой канал о чем что вы узнали из этого ролика что нового ну вот вы замешкаетесь скажет ну он там говорит про высокие технологии ну круто круто да круто высокие технологии это круто или там закупанные города это круто а уже есть страшный ролик дружище как это тут же идет же анонс вот кто сможет код подобрать качаем страшный ролик а кто не может код подобрать приглашаем друзей если пять человек вас пять друзей вы подберете код а если вас 10 вы подберете этот код конечно есть страшный ролик он уже всех напугал подберете да с управлением но если сразу вас бросить на максимальный уровень сложности без подготовки вы не пройдете и шага точно так же и то что я планирую вам сообщить без подготовки осилить будет в крайней степени сложно поэтому для тех кто впервые сталкивается с подобной информацией предлагаю пока верить на слово а потом вы можете проверить хотя для здравомышлящего человека фактаж будет настолько мощный и факты настолько точно точно страшно и не забывайте что у меня есть много тысяч добрых светлых человек которые слепые и ничего не видят и поэтому они будут только слышать поэтому давайте не будем гневить богов и мысленно каждый скажет к своему богу то есть у каждого человека свой бог то есть он и есть бог благодарность что ему фартануло все увидеть а другие человеки этот ролик страшный который идет больше часа по моему час восемь минут они будут его слышать они ужасы не увидят которые я показываю вы увидите сейчас я вот именно ставлю фрагмент этого страшного ролика ну сейчас будем уже до свиданья специально наверно выдержу чтобы 45 минут шел эфир еще раз всем привет кто будет слушать записи если конечно я опубликую этот эфир я его могу и спрятать упрямо что сомнений не останется в том что то что я поведаю далее так оно и есть на словах конечно можно было много рассказать интересного и трагичного но ничего так мощно не работает как визуальное подтверждение и поэтому у меня ушло много времени на поиск фотофактов оформления всего этого трагичного даже не знаю язык не поворачивается творчество сказать знаете как получалось действительно по мере продвижения все таки рано или поздно на просторах интернета появлялись статьи скажем так где было собрано более-менее такая грустная коллекция уже на финальных скриншотах мне выпадало две или три статьи связанные с этой темой где уже авторы потрудились собрать фотофакты но вот скорее всего они просто собрали и показали вот смотрите трагедия а я не просто покажу ну и расскажу что ж это была за трагедия Игорь смотри уважаемый Игорь без кода не только я выложу те кто по коду уже один человек прошел по коду рано или поздно я думаю интернет заполонится название вы знаете я думаю что если гуглить ютубить рано или поздно вы ролик получите но помните полная версия больше часа вот это только запомните час по моему восемь минут я думаю это будет только в пользу чтобы сарафанным радиом этот ролик как можно больше узнала я сейчас бы выложил бы его на ютубе к примеру десять тысяч человек посмотрела и все причем youtube вы когда ролик если посмотрите такие вещи по моему youtube не хочет чтобы вы знали и почему мы видим такие перед собой страшные вещи сразу забегаю вперед вот тезисно информация двести триста лет назад здесь планетарном был единый город который представители скажем так иных цивилизации решили разбомбить здесь жило очень большое количество жителей миллиарды естественно такое количество скажем так погибших не так то просто было спрятать и в принципе до наших дней дошли буквально крупицы крупицы относительно крупицы этих захоронений где основной ну скажем так пласт этих миллиардов спрятан я чуть позже в ролике сообщу а пока то что у нас есть на поверхности причем изучая этот детально вопрос и каждый день работая над фотофактами я приходил к такому мнению то есть бралась реальная допустим официальная страна допустим Германия да и на территории этой Германии я находил подобное скажем так захоронение но оно это захоронение не одно было на этой территории понимаете чтобы сильно не топтаться на одном месте я буду просто показывать допустим Германия да захоронения но вы можете просто либо самостоятельно либо опять поверить на слово что таких захоронений на территории Германии много и так это в принципе по любому уголку лица земли который мы знаем то есть берется там допустим Чехия я там показываю одно захоронение а по факту вырисовывается совсем другое другая картина то есть таких захоронений гораздо больше конечно скептики могут списать это на мировые войны и так далее но мировые войны в принципе если знать как они происходят они не уносили миллионы жизней и даже если бы уносили то при детальном изучении этих черепов и берцовых костей мы столкнулись бы с такой темой как принято говорить великаны то есть некоторые черепа значительно больше скажем так литраж чем у местных жителей и берцовые кости естественно значительно длиннее если маленькие черепа то это либо дети либо представители нашего типажа потому что в те недавние годы здесь жили все виды жителей вы ж не забывайте что это я вам сейчас демонстрирую вот этот ролик страшный но там же ж идет это в этой ссылке будет полный ролик там вообще нужно было просто файл прикрепить где можно полный ролик но полный ролик вы как бы когда его скачаете вы увидите где можно по полную версию получить понимаете но не получается либо мне надо было глупо сделать файл обыкновенный текстовый документ прикрепить такой человек нифига себе слава ты мне это бумажечку это прикрепил с адресом а я сделал адрес вместе с роликом то есть вы можете это самостоятельно это все ввести у кого что-то не получится пожалуйста приходите на котлеру уфм будем будем решать чтобы каждый человек который не справился с этой задачей получил необходимое но я думаю там ничего сложного нету даже думаю робот специальный на слух наверное сможет это поймать текст знаете есть программы которые фиксируют то что говорится и выводят текстом поэтому теоретически можно текстом вывести я тестировал на обыкновенном google переводчики потом есть подобная программа в самом гугле набирать текст голосом да 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 проф прямо прямо в ролике то есть поймите правильно я мог файл дурацкий прикрепить с этим адресом и вы такие шо це таке слава а я ролик это сжатый конечно там он вот а то будет именно в хорошем качестве ну поймите что так надо еще еще неизвестно дойдет ли не будем хрустным посмотрим будем надеяться что все дойдет ну но если ты друга найдешь я объяснял ранее в эфире если он останется в записи вы это услышите ну вы бы подарили просто так бы тысячу долларов нет я тоже не могу у меня как говорится это я ж не один у меня семья поэтому я на семью лучше бы эту тысячу потратил правильно и физически и просто все что необходимо помощь идет я на нее выкладываюсь и дальше больше кто-то скажет вячеслав ну тебе ж на донаты присылают да я веду круглосуточные эфиры делаю ролики все что вот в рамках помощи я выкладываюсь и даже больше я в тысячи раз больше выкладываюсь чем 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 да у него будет полтора метра а также будет рост и два с половиной метра поэтому ну вы вообразите я даже просто в Киев не могу просто съездить туда и обратно это я к человекам объясняю мне хочется побывать еще раз в городе Киеве или в Одессе встретиться с Алексом Брежневым допустим приехать в Одессу сказать Алекс я твой фанат не пропускай ни одного ролика вот но у меня нет возможностей максимум я могу город свой пересечь из одного конца в другой да и то это не не всегда есть возможность и выложивши за эти годы столько знаний и один раз сделавши такое это надеюсь это больше не повторится хотя вы знаете если все пойдет в лучшем виде посмотрим вот не знаю еще ж ничего когда они деньги в руках тогда они пришли а когда они где-то там виртуальных просторах гуляют это 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 не деньги деньги когда они у вас в кармане поэтому особо ничего не поменялось но особо конечно гигантских представителей стирали буквально в порошок но об этом позже давайте перейдем теперь к фактажу начнем с чехии так ну а чехии вы уже когда заполучите ролик начнем все вы увидите так еще раз принесу извинения всем тем кто оказался недоволен поблагодарю всех тех кто остался доволен вещаю всегда круглосуточно на Котлярову можете приходить смело ссылка на ролик будет в описании надеюсь эфир останется иногда знаете как бывает youtube может этот эфир просто по каким-то причинам не опубликовать 236 человек на пике с вами был Вячеслав Котляров уверяю что самые сенсационные открытия а это я уже доказывал не один раз не один месяц не один год еще впереди для вас будет очередной вынос мозга в моих будущих роликах думаю они будут просто идти на youtube как и всегда шли вот на сим разрешите откланяться до новых встреч в прямом эфире пока пока здравствуйте уважаемые слушатели зрители с вами Вячеслав Котляров в Харькове в 33 минуты 21 010 2020 года это реклама ролика или как принято сейчас говорить промо ролик кто съел великанов долго 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 создавал я его по моему не один месяц ушло не только много времени но еще и материальных ресурсов о которых я сейчас не буду говорить и отдельно в стриме сообщу какие были чудовищные для меня расходы и буквально и фигурально в этом ролике будет очень много чего я сделал нарезку там по несколько секунд повырезал естественно в этой нарезке далеко не все озвучено что будет в ролике сообщено и сказано ну как видите вот перед вами не просто рисунок действительно будем изучать чехию италию португалию австрию париж а чё париж я написал надо было писать франция но бог с ним египет болгария польша будет великобритания германия греция крым там про крым вообще бомбасик будет куба сербия аргентина и почему-то нью-йорк сша также в этот ролик попадут случайным образом несколько блогеров значит канал история пик канал тм студию канал ру пол еще некоторые блогеры пожелали стать звездами этого ролика но вы их увидите или услышите о них ссылка будет в описании ссылка будет в самом ролике надеюсь она сейчас перед вами дело в том что ее сейчас еще по факту нету и я делаю на будущее заготовку голоса и надеюсь я ссылку приложу где можно будет скачать этот ролик когда вы увидите этот ролик вы поймете что на youtube такие вещи заливать крайне непросто хотя кто его знает приятного изучения промо ролика ну или сразу проходите по ссылке и качайте его по специальному коду если код самостоятельно не можете подобрать позовите друга двух трех друзей десять друзей я думаю если вас будет десять вы точно подберете код к этому ролику и изучите его если бы я его не сделал бы наверное бы его не сделал бы никто быть добру фотофактов оформления всего этого трагичного даже не знаю язык не поворачивается творчество двести триста лет назад здесь планетарном был единый город который представители скажем так иных цивилизаций решили разбомбить конечно скептики могут списать это на мировые войны и так далее но мировые войны в принципе если знать как они происходят они не уносили миллионы жизней и даже если бы уносили то при детальном изучении этих черепов и берцовых костей мы столкнулись бы с такой темой как принято говорить великаны то есть некоторые черепа значительно больше скажем так литраж чем у местных жителей очень помогает дата 1870 год возможно многие из вас видели мой ролик на ютубе архитектура до ядерной войны 1870 года как видите я не случайно взял эту дату при детальном изучении и рассмотрении герба вырисовывается довольно таки нелицеприятная картина на всякий случай если вдруг кому-то плохо видно или показалось что-то не то нет вам не показалось вот пожалуйста более детальное отображение того что отображено на этом ужасном гербе ну мы же помним на альфа ромео что изображено крест да изображен крест и змея которая съедает человека ну вот тоже крест а тут я так понимаю змея не только человека съедает а вообще судя по этому знаку зодиака наверное огромное количество человек ведь каждый рожден под определенным знаком зодиака и видите голубь присутствует поработили вот они выделили скажем так определенным значком поэтому если видите такой знак остерегайтесь это либо напрямую пособники оккупантского режима либо наняты скажем так персонажи которые могут даже не знать символику уверяю вас кто скептически смотрит на вот эти стены и думает что это все предельно просто уверяю вас вы ошибаетесь дальше мы там перейдем еще к другим захоронениям там такой ансамбль выполнен но это мы с вами сталкиваемся да с латынью с латынью а ведь если так дальше копать как мы с вами копаем то мы найдем похожие черепа и с буквицей из Австрии мы переходим к самому нашумевшему и легендарному да вот катакомбы Парижа вот про катакомбы Парижа конечно ну все уже знают что там миллионы костей там действительно миллионы если не миллиарды я вообще не знаю как их подсчитывали на многие на многие километры тянутся эти душещипательные стены что пишут исследователи 200 миль ага это лишь небольшую часть почти 200 миль проходов это небольшая всего лишь часть понимаете чтобы исследовать надо как было рассчитать все однозначно на чипу кто-то стоял рядом с роботом программировал джойстиком и он вот это все чудил заносил в компьютер рисунки так стоял карандашом рисует а вот здесь сердце в стене и робот то есть видите довольно таки необычная постройка есть также всевозможные схемы планы по этому осарию вот оно удивительное рядом будут задавать вопросы ну если вы говорите миллиарды а здесь можно найти миллионы где ж остальные останки ну часть во-первых погребена на мостовых этих городов гигантских то есть все это под слоем глины на фасадах этих домов были урны в этих урнах содержался пепел предыдущих жителей родственников там знакомых родных и близких то есть получается они кладбище делали прямо у себя в квартире ну иногда и такое было да могла урна с прахом стоять но могла на крыше и вообще полностью вся стена могла быть утыкана этими урнами все-таки миллиарды жителей где хоронить конечно сжигать и в урну развеивать то по большому счету тоже наверное негде было единый город я смотрю я заготовил вот этот скриншот кальций и крепость костей тут выделено кальций жизненно важный материал является основным компонентом костной ткани не не когда они создают проекты разного характера они всегда визуально стараются ну скажем так для своих потомков или последователей оставлять ориентиры вот как была экспедиция в так называемую не существующую антарктиду известного телеведущего там же они маякнули где на самом деле рассекал Валдис в Гренландии да и они это в кадре показали переходим к Крыму Крым это вообще интересное место но я хотел бы обратить внимание ваше на эту церковь ведь официоз в каком ключе идёт альтернативщики в сколе выдолбили храм и там начали жить при детальном рассмотрении становится понятно что храм стоял под открытым небом а то что выше его находится это насыпь искусственная то есть засыпали храмы и потом уже чуть-чуть качественно засыпанное да начали откапывать я так понимаю впоследствии впоследствии уже воздвигали какие-то примитивные постройки сверху этой насыпи ну по-моему отчетливо видно что засыпали и аккуратно вкрапил в наше понимание что происходило здесь я считаю довольно таки наглядно наглядно демонстрирует что здесь было вы друзья думаете что я вам сегодня расскажу что я вам сегодня поведаю что я приготовил интересно го так ну тут математика простая те кто слушает сейчас в эфире на котлерову фэм будут этот доклад наверно слушать не один час если все хорошо сложится укороченная версия доклада пойдет на основной канал не на шутку заинтересовался скрижалями Джорджии но это ж грузия правильно знатоки английского языка есть чате это ж грузия правильно ничего не путаю там видно все хитро сделано так как территориально политическое образование соединенные штаты находится в азии они очень много клонировали стран так ну я не буду никуда не спешить спокойствие только спокойствие понимаете экспромт когда нету никаких заготовок очень трудно настроиться на определенный лад небольшое отступление у меня под роликом под крайним много сообщений написали где картинки можно найти ну во первых нету такого одного источника грубо говоря что я взял там с книги какой-то это все картинки я сидел целый день их собирал вы вот пишите где картинки взять я в ролике же сказал пишите картинки и демоны и все демоны и начинаете рассматривать я ну вот настолько вот иногда меня поражают такие простые вещи ладно не будем тратить тратить время на это где картинки где картинки в ролике произношу впишите в гугл там яндекс картинках гравюры демоны и вам все выдаст а там он уже начнет футболить и вас этот видеоряд или как фоторяд по всему интернету так ну начнем с того что решил обратить внимание на скрижале Джорджи статью не читал и вам сейчас читать не буду чтобы не сбить себе с мысли решил вначале провести свое расследование а потом будем изучать что они нам предлагают ну единственное что вот сейчас попадают в глаза эти скрижали написаны на каких языках английский испанский суахили хинди еврид арабский китайский русский смотрите как интересно ладно сейчас с языками не буду наверное разбираться а то чувствую я сейчас пойду в дебри вот для кого и кем были эти надписи написаны для кого инструкции для нас простых жителей ну уже первая заповедь так называемая так называемая пусть земное население никогда не превышает пятьсот миллионов к нам не подходит как это мы будем регулировать так разумно регули ага вот дальше про регулирование разумно регулируйте рождаемость повышаясь ценность жизненной подготовки многообразования человека ого жизненной подготовки и многообразия человека в смысле много образов чтобы было ну в целом как бы вот первые два параграфа да там первые две заповеди как тут говорят вписывается в оккупационный режим то есть есть определенные захватчики того места где мы живем им не выгодно чтобы население было больше пятьсот миллионов бы не прокормят причем буквально местные жители даже не представляют откуда продукты идут и в каком количестве они идут но мы не будем в сторону отходить просто для тех кто впервые подобное слышит простая математика мясокомбинат забивает в сутки три тысячи коров один мясокомбинат к примеру в Беларуси их восемь в мире их наверное сотни тысячи мясокомбинатов вот посчитайте сколько в сутки коров уходит планетарно под нож а вы где-нибудь из стада выдели не ну сотовчане то знают где коровы просто рядом с нами гигантские континенты находятся которые не отображены в наших картах то есть первые две заповеди вполне вписываются в оккупационный режим население не должно превышать пятьсот миллионов да и регулируйте рождаемость и читая дальше я немножко был озадачен найдите новый живой язык способны мы объединить человечество а это уже как бы не для оккупантов ну по моей логике потому что если все будут говорить на одном языке то оккупантов сбросят или скинут отсюда поэтому они нам дали много языков это нам подфартило да в советском союзе выучили советскую речь когда вот этот язык на котором я говорю разработали в семнадцатом году мы его начали раньше разработать с 1905 года понятно что за год невозможно было сделать перевод с дореволюционного на советский это же переводили стилизацию делали искажали слова дореволюционные таким образом делали советскую речь ну не только советскую все нам известные нынешние языки 90 процентов начали появляться с 1905 года вот поэтому удивила меня эта тема дальше читаю это смотрите я сразу скажу я только вчера перед сном четыре вопроса разобрал на пятый шестой до десятого не опускался то есть я не знаю что там дальше я сейчас буду ну как бы с вами беседовать по вот этим пока четырем пунктам но потом на пятый конечно перейдем и так далее читаю четвертый проявляйте терпимость в вопросах чувства веры традициях им подобных странно тоже вот посыл кто кто это они кто они должны ко всем верам проявлять терпимость причем эти же они их создали эти грубо говоря религии на земле потом говорят проявляйте терпимость или нет наверное не так хозяева создали верховные хозяева нашей планеты создали ну оккупанты создали для нас эти религии а это они дают напутствие своим приспешникам гауляйтерам там пособникам и так далее вот заинтересовал мне этот вопрос думаю ну что ж что ж третий четвертый пункт так я еще пятый шестой не разбирал для себя ну никак не вяжется с оккупационными с оккупационными делами и ради интереса думаю а дай-ка я переведу с английского на советский к примеру третий пункт где-то тут у меня уже были переводы заложены сейчас я ага вот и что мы видим что мы с вами видим а видим мы то что по моему разумению смысл вроде остается тот же самый но по моему личному мнению он в корне меняется в третьем пункте пишется найдите новый живой язык способный объединить человечество а в переводе объедините человечество живым новым языком для меня это очень принципиально в первом случае найдите во втором объедините то есть во втором получается он есть этот живой язык тоже тоже не по оккупантски потому что оно даже если он уже есть и они хотят им объединить этим живым языком тоже там будет им вредить если забегаю вперед они хотят сделать типа язык как он там basic band рам да да нет нет ну как вы помните анатолий анатолий шляхова говорил что бу ему будет но они так и сокращаются ведь наши как это хотел сказать не хотел сказать соотечественники ну кто рядом это сопланетники да они в принципе уже очень коротко да нет возможно это наверное возможно не говорят то есть скудная речь это мы еще жители советского постпространства как-то пытаемся жонглировать осколками некогда великой могучей ведической мовы ну вот и сейчас прямо в эфире попробую понять может быть все таки здесь слово в живым что-то вот как-то мне не нравится может там так хаминиты вот самое интересное так я так еще и английский вынес юнит но юнит это единица да юнити значит объединение единиц так блэн гус это наверное вот это язык а где ага нев это понятно что нев а вот это жизнь да вот это жизнь сейчас посмотрим живущий жизнь ага ленинг переход образ жизни значит живой язык можно еще мы видите вот в нашем согласно ментале мы живой определяем немножко по-другому да а вот здесь вот может быть бенефициарий к примеру жизнь вот они это наверное вот это они наверное слово использовали приходящий да возможно образ жизни то есть что мы можем с вами понять значит есть некий язык переходный но если я правильно ход мысли иду ну живой не получается что такое живой язык живой язык это надо буквицу планетарно возвращать кто же будет возвращать буквицу планетарно это скажем так когда она это мозги начинает включать и у человека соображенчик начинает работать так ну это я еще только какой еще только один пункт если то под вопросом разобрал я его ленина разобрал но это нелогично найдите новый живой язык но мы выяснили что наверно он есть живой может который существует сейчас ну не может быть чтоб ну видите живой нам дали живой что у нас давайте напишем буквицу так зачем искать новый живой язык когда он уже миллионы лет во вселенной есть есть еще предложение язык цифр ну вот так они и будут переводить местных жителей единица да двойка нет и будете общаться хотите есть единица хотите пить двойка да вот так они это 1212 ну и деток сейчас наших планетарно через этот градусник приучают всяким неподобством непотребством ну градусник тот который колбу представляют это ж привычка будет выработана да рефлекс и вот он уже как бы взрослым человеком будет спокойно подходить какой нибудь это не знаю приспособил лоб представлять и там будет это считываться сколько на счету денег сколько часов отработал рабских да я скорее всего экспромтом буду разбирать готовиться за кадром нету времени все ждут страшный ролик а он на стадии сейчас 50 процентов 51 процент загрузки да кстати забегаю вперед я потом решил проверить ну я естественно проверил четвертый пункт сразу скажу там тоже отличается потом ради интереса проверил первый второй и по сути они тоже отличаются от оригинального текста я думаю оккупанты все-таки для составления подобного документа использовали изначально английскую речь да она больше заказ под латынь было бы абсурдно если бы оккупанты на русском языке делали первый текст а потом переводили на другие языки хотя это правильно составить на на советском языке а потом переводить на остальные языки ну давайте пока оставим найти новый живой язык под огромным жирным вопросом объедините человечество живым новым языком то есть планируется новый язык живой ли он будет я думаю это му и бу будь хочешь кушать му хочешь пить бу то есть не хочу все ну сейчас в принципе многие так уже и общаются в мире дальше проявляйте терпимость вопросов чувств веры традиций им подобных думаю но тоже не по оккупантски наоборот что-то должно быть в другом ключе наоборот что-то должно быть в другом ключе я думаю переведу во а вот же при переводе уже при переводе уже более понятней вырисовывается картина при переводе не проявляйте терпимость а управляйте страстью верой традициями и всем остальным сумеренным разумом понимаете управляйте это же две разные вещи да быть либо толерантным управлять терпимость или управлять верой вот здесь уже нормально вот здесь уже хорошо да посоздавали веры и управляйте страстью этих вер да страсть то есть традициями там с умеренным разумом то есть с умеренным разумом нужно управлять страстью людей в этих верах во ну вот это же другое смысловое значение получается не буду переходить пока на пятый давайте тогда уже раз мы ну заметили такие не складушки в третьем и четвертом пункте давайте тогда уже проверим первый и второй что нам в первом пункте говорят поддерживайте человечество менее пятьсот миллионов человек в вечном равновесии с природой перевод гласит пусть земное население никогда не превышает пятьсот миллионов прибывая равновесие из природы равновесие с природой тоже интересная тема наверное глобальная поддержите человечество пятьсот миллионов человек вот тут тоже интересно поддержите человечество население это одно человечество это другое ну ладно пусть земное население не превышает А здесь поддерживайте И не превышает Ну по сути, в принципе, да, одно и то же Все равно цель одна Достигнуть, чтобы население Земли Не превышало 500 миллионов Но видите, вот скептики Они же улыбаются Когда им говоришь У нас здесь 500 миллионов Вот как маленьким несчастным головам Объяснить простые вещи Причем, вот видите в чем Превратность судьбы Им же что же, как бы Вначале кто-то что-то рассказал Где-то они прочитали Но они как, не знаю, тузик в релку Вцепились в эти знания И не отпускают их Вот они в полной уверенности Пребывают Что они правы Это как вот есть поговорка Ну получается как животные Как говорят про собак Старую собаку новым фокусом не обучишь Так и вот эти Несчастные существа То есть им невозможно отдать Даже, ну пускай Не истинных знаний Но другой взгляд Они, ну не воспринимают их Они именно первые фокусы Восприняли Что им научили там на велосипеде Ездить на одном колесе И шариками жонглировать То они и делают Ну трагедия, трагедия Так как, кстати, обширная тема Надо все равно Напоминать Постоянно про это Особенно хныкунам Вот хныкуны, которые Плачут в мой адрес Вы же несчастные существа В принципе Это ж Я тест На человечность Воспринимают меня адекватно Значит, человеки Не воспринимают Значит, не люди Или просто люди Это хорошо, с одной стороны Что так происходит Так На чем мы остановились Поддерживайте человечество В общем, выяснили В принципе, первый пункт По сути, тождествен Ну, небольшое отступление Видите, все-таки Третий и четвертый А в частности, наверное, четвертый Проявляйте или управляйте Это два разных Смысловых посылов Так, ну теперь Давайте Проверим Второй пункт Разумно регулируйте рождаемость Повышая ценность Жизненной подготовки Многообразия человечества Ну, в принципе, тоже Кто-то скажет По смыслу Очень похоже Да Разумно регулируйте рождаемость Разумно руководите Воспроизводством Но воспроизводство И рождаемость Это тоже Немножко разные вещи Ну ладно Можно воспроизвести Но не родить Так, а вот дальше Улучшайте физическую форму И разнообразие Ставка при монтаже Ну, как пример Можно воспроизвести Но не родить Имеется ввиду Что не будет жить То есть Воспроизведен Биоматериал А здесь Смотрите Повышайте ценность Жизненной подготовки Улучшайте физическую форму А вот Жизненной подготовки Здесь что может иметь Ну, в нашем Советском языке Значение Наверное Интеллектуальные понятия Да И, ну, и, наверное Физически там Развивать тело А вот Улучшайте физическую форму Это уже Тело, да Развивать А может быть Что такое Вот физическая форма Допустим Для жителей Америки Оккупанты Их стараются Это Раскармливать Чтобы они были тучные А так как Это оккупанты Для своих Помощников Писали Может здесь И скрыт этот смысл Улучшайте Это Физическую форму Да Есть о чем подумать Разумно регулируйте Раздаемость Так Повышает ценность Жизненной подготовки Улучшите физическую форму Ну, это два разных смысла Вы со мной согласны Или не согласны Может вы со мной Повышает жизнь Так Повышает ценность Жизненной подготовки Что такая ценность Это надо у Виталия Владимира Сундакова Спрашивать Он Знает Правильно Как понимать Смысловые нагрузки Нагрузки Ценность жизненной подготовки Вот как Сотовчане подготовлены Знают, что Континента Северная Америка Не существует Значит подготовлены Хорошо Да Ну, не только Это мы с вами знаем Мы знаем Вами массу Интересных Важных И полезных Знаний И данных Так Многообразие Человечества Так Что они имеют ввиду Под многообразием А здесь Разнообразие Разнообразие И многообразие Много образов Разно Разные образы Кто скажет Одно и то же Возможно Количество Так Много Это количество Образов А здесь Разнообразие То есть Должны виды Разные быть Вот получается Как бы Ну Кто слушал Мои Мысли На Катерров Знают На Сной Кану По-моему Это я не выводил Когда сюда Нас завозили Да Из соседних Ячеек Наших предков То есть Завезли Северных Людей Я их так Условно Буду называть Это Белые волосы Голубые глаза Завезли Персов Это Все Вот Восточные Народы Практически Без исключения Или Кавказские Тоже Можно Ну Там Пошел Пошло Интересное Сейчас Как бы И у нас Скрещивание То есть У нас Типаж Определенный Появился Когда Персы Начали Скрещиваться Северными Людьми Или Человеками Появился Уже Внешне Определенный Типаж Ну Вот Я Наверное Представитель Этого Типажа Да То есть У меня Прадедушка Да Там Мне Получается Вот У меня Дед Короче У меня Мама Дедушка И Прадедушка Это Блондины С голубыми И серыми Глазами Да А по линии Папы Как бы Восток Дело Тонкое Да Хотя У меня Прабабушка В принципе Кто видел Портрет Моей Прабабушки Говорят Что Я копия Не папы А именно Как раз Копия Своей Прабабушки Евдокии Федоровны Вот А у него Вот Муж Был Как говорится Голубоглазый Блондин По Два Метра Роста Вот Потом Да Желтая Культура Появилась Азиаты Южнее Все таки Я скажу Наверное Индусы Это Отдельное Колено Они Отличаются От персов И Вот Видите Разнообразие Начало Появляться Вот Когда Начали Народы Между Собой Скрещиваться Кто Скажет Краснокожие Да Там В принципе Есть Определенный Типаж У Краснокожих Но Все таки Если Восточного Жителя Скестить Азиатским Имей Ввиду Вот Кавказский Типаж Если С Азиатским Скестить Вот Получится Какой Нибудь Чунханчук Большой Змей Да А Если Туда Еще Запихнуть Индусских Кровей То Тогда Вообще Будет Сплошное Великолепие Ну Хоть и пишут Росологии 2000 Человек 2000 Раз Здесь Ну Это Немножко Отдельная Тема Я сейчас Как бы Пытаюсь Понять Многообразие И разнообразие Как вы думаете Многообразие Разнообразие Это Тождественные Понятия Или Все таки Могут Отличаться Ну Короче Им Видно Нужно Внешне Чтобы Мы были Это Внешне Разнообразны Или Иметь Много Образов Но Опять же Много Образов Вот Тут Тоже Интересно Видите Вот Когда Переводили Для Наших Мозгов Здесь Нагрузки Совсем По другому Расставлены Смысловые Повышает Ценность Жизненной Подготовки Здесь Может быть Интеллект Рассмотрен А здесь Улучшая Физическую Форму Интеллект Вряд ли Рассматривается Многообразие Человечества Многообразие Много Образов Здесь Может Рассматриваться Интеллект Чтобы Человек Имел Ну Чтобы Жители Имели Многообразие В умственных Развитиях В интеллектуальных А здесь Получается Форма Физическая Ага А здесь Улучшайте Физическое Разнообразие То есть Понимаете Здесь Уже Как бы Внешние Признаки Тут Внутренний Интеллект И внешние Могут быть А здесь Только Внешние Признаки Ой Спасибо Что Друзья Пришли Поддержать Маринка Здравия Василий Рад всех Видеть Вот Если бы Наша Еще Светланка Из Италии Поставила Плюсик Что Она с нами Юрий Рахим Кулов Здравия Катарина Приветствую Хорошо Что Пришла Батчана Тоже И всех Кто Слышит Но Не Пишет Так Ну Видите Потихонечку Мы Продвигаемся А сколько Это мы Продвигаемся 38 Минут Ну Нам То На Основном Канале Ой Это Основной Получается Канал А тот Запас Нам На Круглосуточном Канале Спешить Некуда Мы То Тут С вами Можем Это Мозги Прокачивать Круглосуточно Вот Значит Однозначных Выводов По Четырем Пунктам Ну Скажем Так Итог Я делать Не буду В принципе Здесь Вы Сами Для себя Сделайте Итоги Согласно Вашему Видению Ваших Знаний Но То Что Лично Для меня Третий Четвертый Пункт Принципиально Отличается От Оригинала Это Однозначно Давайте Перейдем К пятому Пункту Вот Смотрите Четыре Я вчера Ночью Разбирал И так Подумал Думаю А Вдруг Это Будет Интересно Моим Добрым Старым Друзьям Ну Вам Добрые Светлые Человеки Зрители Думаю Хорошо Наберу сил Проснусь И Пойдем И Пойдем Изучать Вот Интересно В общей Сложности На скрижалях Вырезано Около Четыре Тысяч Отдельных Букв Ага Любят же Они Вот эти Подсчеты Точные Четыре Тысячи Буквиц Ну Это Имеется Ввиду Все Языки Посчитаны Количество Букв Там Не имеется Ввиду Что они Разные Имеется Ввиду А там Может быть Двести А И все Они Посчитаны Так Ну Давайте Посмотрим Пятый Параграф Пусть Праведливые Законы И Бесстрастный Суд Станет На защиту Народов И наций Ну Уже Даже В этом Можно не Переводить Уже Здесь Для Окупантов Здесь Должны Стать На защиту Народов И наций То есть Нас Представители Человеческого Рода Они Не Рассматривают А это Очень Важно Ведь Национальности Это Что Знаете Как бы Я Классифицировал Род Это Человеки Народ Это Люди А Нации Это Жители Вот Так Чтобы Уже Долго Не ходить В своих Умозаключениях Но Надо Еще Более Как Ну Расширенно Про это Подумать Но Пока Так Давайте Посмотрим Теперь Что Говорит Нам Перевод О А перевод Нам уже Говорит Совсем Другое Смысловое Значение В моем Видении И кому Это Защищайте Людей Страны Кто Это Кто Эти Могучие Могучие Волшебники Которые Могут Защищать Людей Страны Ну Это Мы Кто Подключился Это Скриджали В Джорджии Разбираем Ну Скажите Ну Это Наверное Американцам Правительство Америки Это Они Должны Заботиться Обо Всех Людях Вообще Смешно Вырисовывается Картина Любой Человек Знает Что Америка Территориально Находится В Азии Поэтому Что Там Они Пытаются Это Умничать Непонятно Справедливые Законы Беспристрастный Суд Станет На защиту Народов Защищайте Людей Страны Справедливыми Законами Судами Это Совсем Две Разные Ну вот Страны А как Страны Можно Защищать Людей Можно Защищать А как Можно Защитить Страну Ну смотрите Вот это Вопросы Народовой Нации Я С радостью Послушаю Толковых Специалистов Как Официоз Предлагает И как Предлагает В ихнем Понимании Истинный Взгляд Ну Тут тоже Все равно Не получается Пусть Справедливые Законы Беспристрастный Суд Ну тут Вообще Конечно Абсурд Справедливые Законы Законы Уже По умолчанию Они Несправедливы Справедливые Может быть Коны Вот Это Видите Стилизацию Под советский Язык Справедливые Ну это Наши Умники Переводили А Не Справедливыми Законами И тут А для Кого Они Справедливые Ну Для По отношению Волков К овцам У них Свои Справедливые Законы И Свои Суды По отношению К овцам Защитите Людей Страны Кому Это Обращение Дается Ну Тоже Отличается Встанет На защиту Или Защищайте То есть Здесь Защищайте Это Уже Руководствие В действию А Встанет На защиту Еще На Это Должна Встать Защита А потом Защищать Ну Ладно Я к словам Придираюсь Ну Тут Уже Принципиально Люди Страны И Народы Национальности Это Вообще Разные Вещи Народ Это Одно Среди Народа Могут Быть Люди Могут Быть Род Да Представьте Ну Точнее Так Среди Народа Могут Быть Люди Человеки И Жители А Как же Они Ага Вот Пиопли Пиопли Да Пипл Пиопли Пипл Люди Народ Жители Населения Нация То есть Для них Пиопли Это Равно Нация Да Так Особо Не нужно Толктись На одном Месте Давайте Дальше Пойдем Пусть Каждая Нация Сама Решает Свои Внутренние Дела Ничего Себе Вынося На мировой суд Международные Проблемы То есть Нация Это что Это Образование Персонажей По каким-то Политическим Взглядам Обалдеть То есть Земля Всегда Принадлежала Нам Человеческому Роду На нашей территории Оккупанты Создали Какие-то Нации Давайте Посмотрим Вики Нациям Исторически Сложивших Страна Государства Исторически Сложившиеся Устойчивая Общенность Людей Нация То есть Неважно Внешние Признаки Неважно Главное Что На базе Одного Языка Можешь Быть Черным Белым Красным Ты можешь Быть Одной Нацией Экономической Жизни И психического Склада Проявляющая В общности Культуре То есть Нация Это Клуб Филателистов Да Вот Это Нация Или Рыболовы Любители Вот Это Нация То есть Общие Термины Да А ты Там Наживца Там Как там Рыбаки Подскажите Возьми Там Опарыша Вымочи Его В растительном Масле Да Так Свой же Язык Свой Значит Нация Это Клуб Интересов Клуб Интересов Расположен На определенной Территории И На одном Друг Другу Понятном Языке Общаются Допустим Термины Рыбака Не все Поймут Да Рыбаков Есть Да Специфические Термины Ну и Как и В других Увлечениях Некоторые Вещи Рыбакам Придется Объяснять Что они Умеют Ввиду Давайте Посмотрим Теперь О Видите Тут Уже Если Переводить По другому Пусть Все Нации Правят Внутри Страны То есть Как говорится У себя Там В своем Монастыре Заправляйте А Ну тут Тоже Пусть Каждая Нация Сама Решает Свои Внутренние Дела То есть Если У нации Есть Допустим Хобби Отнимать Жизнь У младенцев То это Внутренние Дела Нации Плюс У этой Нации Есть Традиции Похищать Младенцев На других Территориях Но это У них Обычай Такие Древние Не надо Вмешиваться В их Необычай Да Так они Хотят Сказать Пусть Все Нации Правят Внутри Страны При Монтаже Поймался Я на Мысли Что У нас Тогда Представители Человеческого Рода Свои Традиции Творить Справедливость А если Кто-то Не понимает Наши Традиции То Не волнуй Не вмешивайтесь В наши Дела Разрешаю Внешние Споры В мировом Суде Ага То есть Вы Там Правьте Там У себя Внутри Страны Где он у нас Находится Ну допустим В Англии Вы то правьте Но Есть Старший Брат Который Разрешит Ваши Вопросы Вы сами Не сможете Так Пусть Справедливые Выносятся В мировом Суде Международные Проблемы Так Пусть Каждая Нация Сама Решается Внутри Дела Вынося На мировой Суд Международные Проблемы Какая-то Билиберда Или я ничего Не понимаю Каждая нация Каждая нация Сама Решает Свои Нутри Дела Вынося На мировой Суд Международные Проблемы Идиотизм Я вижу Идиотизм Написано Несочетаемые Смысловые Нагрузки Как говорил Андрей Григорьевич Купцов Советский Язык Вообще Самый Примитивный Потому что Нет четкого Значения Тем или иным Словам Ну В какой-то Мере он Прав Потому что Вот когда мы Говорим Да Это Закон На стороне Человека Ну Что такое Закон Закон Это По умолчанию Против человека Поэтому Как он может Быть на стороне Человека Пусть И нации И天 Разрешая Внешние Споры В мировом Суде Пусть Каждая Нация Решает Свои Внутренние Дела Разрешая Внешние Вот Здесь Правильно Написано Вот В переводе А Внешние Споры Разрешаю В мировом Суде Вынося На международные Проблемы Вынося На мировой Суд Международные Проблемы Вот тут Как бы С точки Зрения Советского Языка Переводчик в принципе ахинею перевел то есть решая внутренние дела при этом вынося на мировой суд международные проблемы а ну то я понял по смыслу а если тут надо этот же текст переводить внутренние дела внутренними делами а если есть внешние проблемы тогда внешние проблемы выносятся уже в мировой суд ну просто вверх цинизма сами создают эти международные конфликты между так называемыми странами и потом говорят ну вы поссорились решайте теперь споры у нас в суде да смешно ну да ну тут надо еще было докумекать разрешаем внешние споры в мировом суде то есть если там что то два две нации между собой поспорили а как же внешние споры как же внешние споры вот на одном этаже в шестнадцатиэтажном доме живет одна нация и они на своем этаже там убирают все подметают а на следующем этаже другая нация да так это я понимаю ну это я сейчас немножко ерничаю где границы где вот ну как бы ерничаю думающие головы пытаясь обратить внимание где вот это внешний спор где вот эта граница где одна нация не имеет права посягать это на другую нацию они как нибудь определены территориями а если в одной квартире живет вот даже не знаю кого пример привести из блогеров вот распечатанный негр распечатанный китаец у китайца свой флаг да свои внутренние дела а у негра свои внутренние дела но если они между собой в этой квартире ссорятся это уже международные проблемы правильно или неправильно понимать запутали меня эти скрижали древности а что у нас седьмой пункт избегайте вот это тоже интересно избегайте мелочных судебных тяж и бесполезных чиновников ну уже сама по идее абсурд почему то есть если какой то верховный правитель которому совет более верховный правитель дает ты не бери мелочные судебные разбирательства и не обращай внимания на бесполезных чиновников ты обращай внимание на полезных чиновников которые мы создали специально для управления этих чиновников мы создали чтобы они бюрократию всячески развивали да это я уже себе моделирую вообще как-то блекло на фоне предыдущих заявлений кажется посыл связанный с чиновниками то там население регулируйте то язык придумываете и такое мелкое чиновников контролируйте а вот крупных судебных тяжб не избегайте да если мелочных избегайте значит следовательно избегайте мелочных но получается по логике не избегайте крупных и есть чиновники есть получается чиновники бесполезные а есть полезные ну это понимаете это не для нас же ждать в смысле кто-то скажет ну это для человечества законы как же человечество может это скажем так договориться оно же огромное языком не знает вот как есть один такой славный блогер говорит давайте возьмем и всех оккупантов выгоним классно классно придумано так а шо ж нам во а тут наверное не аккуратный перевод как это избегайте мелких законов еще бы с другими языками помоделировать там я уверен другие вообще смысловые нагрузки допустим для жителей которые на хинди говорят у них другое будет понимание этого текста жители которые говорят на еврите будут по-своему понимать этот текст а смысл то в этот текст вложен один который оккупанты передают своим приспешникам ну тогда здесь уже полностью билиберда избегайте мелких законов избегайте мелочных судебных тяжб ну да на трудность ремонта да то есть но не буду заострять внимание на этом может просто избегайте мелких законов обращу только внимание на бесполезных чиновников вот это интересно избегайте бесполезных чиновников избегайте бесполезных чиновников то есть есть чиновники которые не приносят пользу оккупационному режиму ну а трактовать наверное все таки вот здесь нужно избегайте мелочных судебных тяжб то есть крупные тяжбы если корпорации судятся это можно а если допустим карл украл и украл кораллы это вы можете избегать да так поддерживайте равновесие между личными правами и общественными обязанностями а есть личные права и общественные обязанности интересно 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 что ж английский язык скажет уравновешивайте личные права и социальные обязанности а это разные вещи уравновешивайте и управляйте в моем виде не хотят кто скажет это по сути один и тот же смысл уравновешивать и править да а здесь поддерживайте равновесие между лично правами равновесие в каком это в каком это ключе личное равновесие ну вот мне как видевается поддерживайте это уже существующий уклад и надо чтобы у всех все было одинаково это поддерживайте уже состоявшиеся а управляйте это ну скорее всего немножко другое то есть управление может быть создание чего-то нового принципиально а там поддерживайте то что есть еще планетарно было равновесие у всех между личными правами у равновешивайте личные права или уже права которые есть на какой-то территории их надо у равновесить так социальные обязанности общественные обязанности ну тут не буду придираться социум и общество значит есть значит есть общественные обязанности и если мы сейчас это время мы закроем мы прочитаем поддерживайте общие то они давайте в этом варианте уравновешивайте социальные обязанности навешивайте а тут поддержите равновесие в общественных обязанностях ну тут тоже опять же что смотрите социальные обязанности в каждом уголке лица земли в каждом городе в каждом поселке разные что не хотят сказать чтобы было равновесие чтобы планетарно все как один были у всех планетарно были одни общественные обязанности и вот тоже вот поддерживаете то есть поддерживать можно огонь да то есть или поддерживать балка которая наклонилась а уравновешивать это чуть-чуть другое либо они на определенном участке допустим есть группа людей у которых есть свои общественные обязанности именно в этом где уже есть общественные обязанности то есть они должны поддерживать ну имеется ввиду допустим город красных там свои обязанности они должны поддерживать те которые ну общественные обязанности которые уже сложились но есть город зеленых там общественные обязанности совсем другие но и там тоже нужно поддерживать то есть понимаете что имею ввиду либо всю планету под одну гребенку чтобы у всех планетарно были одни обязанности перед обществом либо в каждом сложившемся уже обществе поддерживать уже существующие обязанности перед обществом надеюсь о правильном надеюсь понятно его выразил мысль надеюсь мы поняли интересно все это вырисовывается кто кому это говорит кто такой главный который может решать эти все кто такой этот верховный решала который может решать это поддерживать население и кто это такой сверх решала который дает эти советы и почему это ему надо а почему это мы ну как согласно этой статьи так мы согласно этим законам где тут же они сами говорят хотел пробежаться и что-нибудь в нашу защиту найти но они все под тебя все равно подогнали ну вот вот за это ну блин но мышь не нация вот если было написано пусть каждый род сам решает свои внутренние дела а ведь они как хитра нация а рот это не нация и вообще по большому счету нам представителям человеческого рода не нужны инструкции мы сами говорится с усами сами решим что делать и как у нас есть свой царь в голове кто это нам левый должен что-то навязывать ну логично порнокопытным фанатам бисера конечно нужен пастух но мы-то причем как говорится свиньи отдельно представители человеческого рода отдельно или наверное вот это нам надо сообщать что мы человеке ну а кому сообщать свиньи я представитель человеческого рода тоже ничего не выходит ну давайте 9 превыше всего цените правду красоту любовь ну уж и такое правду правда у каждого своя красота любовь стремитесь гармонии бесконечности прям какая-то философия цените истину о смотрите как как нашла коса на камень ведь истина это неправда истина это истина правда это правда ну ладно любой мы все понимаем как понимаем так красоту тоже гармонию о все смотрите как как все складывается за исключением одного важного слова превыше всего цените правду цените истину и ведь просто скромно цените истину еще тут не надо превыше всю истину вообще на она уже по умолчанию превышим всего здесь под шестом предлагают ну здесь я не разгадаю почему оккупанты своим сателлитом дают такие инструкции хотя может быть смотрите я истину вещаю истину оккупанты могут ко мне предъявить претензии есть никого с точки зрения вселенной с точки зрения оккупантов и представителей человеческого рода никого не обманывают нет человек говорящий истину никого не обманывают следовательно какие к нему могут быть претензии вот это наверное вот залог того почему я вещаю все эти годы и буду вещать я еще перемещаю всех современных вещателей не не потому что они это ну и и потому но не потому что они у там уйдут лучшие меры потому что они устанут и не устану потому что моя добрая светлая аудитория меня любит искренне любит других вещателей там уважают что там еще может быть это ценят там восхищаются фанаты а в моем случае любовь именно настоящая любовь от огромного количества добрых светлых человеков да есть конечно блогеры там допустим понятно что есть допустим блогер его там тоже любят но любят там 35 человек а меня тысячи любят сотни тысяч именно любят не просто там что там уважают хотя еще в эту копилку уважают ценят и дорожат поэтому девятый пункт вообще для меня непонятен я вообще знаете что я предлагаю я сейчас десятый пункт завершу разбор полетов предлагаю не за завершать не завершать быть добру люби друзей ну и давайте десятый пункт вообще с 9 я вам скажу я ничего не понял за исключением того что правда истина это разные вещи абсолютно разные вещи абсолютно разные вещи и купантам дают совет этот вот десятый пункт в русской версии не будьте раковой опухоли на земле интересно но тут вообще с точки зрения но это как бы наша ментальность понимая до природе тоже оставьте место но с точки зрения всех языков в юридических латыни это вообще абсурд вот это именно наш переводил ментальный славянист оставьте природе место до мыло мы с вами то понимаем о чем о чем о чем была речь оставьте природы место а вы можете это как-нибудь это словосочетание перевести другим слушайте а интересно они тут два раза повторяют смотрите я даже скопирую я считаю что это тут надо дробить на смотрите оставьте место природе а два раза повторяют кстати вот земля тоже под вопросом арт а не под вопросом ар земля ар 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 это большая великая а большая территория ар это кусок земли а это огромный кусок земли ну нормально ар 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 но почему тут же смотрите неспроста написали 22 подряд одинаковых слова то есть их надо как-то делить ну допустим не будьте раковой опухольной земле оставьте природе место . должна быть моем видении и потом опять оставьте природе место это должно быть два разных предложения моем видении но я могу ошибаться но они видят что-то здесь другое не неспроста же они вы что думаете они опечатались они знают что они пишут летом аминь аминь и я по два раза по два раза не повторяя не повторяю смотрите опять совет как-то не по оккупантски но друзьям я вернусь к этому наверное еще вопросу я понимаю что здесь в целом было с моей стороны возможно допущено ряд ошибок неправильное расставление смысловых приоритетов но моем сейчас вот этом вещание есть более ценное никто не разбирал до меня ну наверное только в славяноязычном сегменте эту тему ну или если разбирали но точно не так как я хотя мы кажется интуитивно чувствуем что никто не притрагивался к этим скрижалям но в любом случае мы для себя что-то новое нашли не просто что-то мы сделали сегодня открытие и довольно таки важное что есть инструкция эту инструкцию написали оккупанты для своих помощников теперь наша задача ну в моем видении разгадать полностью смысловую нагрузку этой инструкции ну а с вами как всегда ли как обычно был вячеслав котляров спасибо что слушаете слышите меня сенсационные новые открытия еще впереди на sim разрешите откланяться быть добру пока таким образом уважаемые коллеги история всемирной космонавтики зашла в тупик из-за нашего с вами корни неверного представления о конструкции вселенной смотрите в восемнадцатом году залили на youtube а фильм уже был снят в одиннадцатом сергей шнуров даже в этом фильме снялся здравствуйте уважаемые слушатели и зрители с вами числов котляров в харькове 19 часов 40 минут 09 10 2020 года да есть много добрых светлых слушателей и зрителей которые ждут очередную сенсационную сенсацию но сенсации они разные для кого-то сенсация что америке не существует а для кого-то сенсация что с помощью обыкновенного лука репчатого можно не приобретать ни одной простудной болезни имеется ввиду если вы будете съедать одну луковицу сутки как минимум у вас все будет нормально но кто это делает в основном же идут в аптеку и покупают опасные препараты да но мы сейчас будем не про лук говорить а про фильм летит космический корабль прилетает в аналогичную нам ячейку где живут дикари то есть местные жители они не просто дикари они дикари в квадрате они носят маски они детям делают прививки ходят на выборы то есть это даже хуже чем животным и у кого-нибудь на этом космическом корабле ёкает сердце ну думаю ты чушь они в себя ведут как животное они вроде как мы человеке вот он спускается с этой летающей тарелки с корабля и начинает объяснять местным жителям что вы это с головой не дружите и оккупанты всегда их и старается устранить уже через пять минут точнее не через пять минут в течение пяти минут в самом начале где-то с минуты 20 секунд надо смотреть понял что фильм принципе создали про сотовую землю но во всяком случае в начале говорится речь идет о сотовой земле конечно бы хотелось бы это на основной канал бы как-то залить я имею ввиду то что я сейчас говорю вот эти авторские права сейчас youtube лютует даже может авторство кинуть на мое личное авторство да то есть я допустим автор ролика мне пришлют авторские права на мой же ролик к примеру я специально поставил вот этот скриншот почему потому что не у всех наверное работает образное мышление надо визуальное подтверждение или в силу определенных обстоятельств не всегда работает знаете там проблемы на работе там семье то есть человек не слышит о чем идет речь ничего там страшного нету для этого существует скажем так определенное множество вещателей на ю тубе которые могут сообщить те или иные вещи что человек не увидел не подметил из-за своей занятости потому что если бы подметили бы что про сотовую землю тут идет речь мне уже давно прислали как видите фильм восемнадцатого года конечно в идеале бы проверить через википедию про сотовую землю на четыре года раньше чем я рассказал в этом ролике ой сотовую землю раньше рассказали чем я был в этом фильме да ну раньше чем я вообще-то рассказали официально 5000 лет назад официально книги бхагавадгита неофициально судя по событиям которые там описываются написано было где-то лет 300 назад аналогия событий дело том что как бы устройство нашей вселенной она неизменно поэтому тушил бхагавадгити описывается она всегда была есть и будет неважно 300 лет книги или 10 ну что это даже не меняет дело а улучшает что в одиннадцатом году уже был снят фильм про сотовую землю еще раз повторяю полностью его не смотрел мне хватило буквально вот полминуты чтобы понять о чем идет речь попробуем как-то зафиксировать во всяком случае для зрителей котляров м всегда сам скажем так новая информация и получается первыми но если вдруг ролик дойдет до основного канала и вдруг кто-то разочарован что нету ничего интересного в его понимании вот рекомендую свежий эфир вчерашний млв летят над нашей зоной хоть там идет отметка 7 часов на самом деле там эфир идет 5 часов и уверен многим будет интересно его послушать там много добрых светлых человек делятся своим мнением в том числе я делаю большие небольшие открытия если не забуду под роликом будет ссылка на этот эфир а если забуду то пишите котлерову фэма и там думаю найти этот ролик с таким названием нло летят на нашей зоной не составит труда так но все-таки давайте же вернемся к нашей сотовой земле смотрите в восемнадцатом году залили на youtube фильм уже был снят в одиннадцатом сергей шнуров даже в этом фильме снялся все они знают только в космос не летают да начнем таким образом уважаемые коллеги история всемирной космонавтики зашла в тупик из-за нашего с вами корни неверного представления о конструкции вселенной и специально буду ставить на паузу может такой формат позволит как-то дойти до основного канала конструкция вселенной и вот он сейчас будет говорить что она вся у нас твердая да имеет большое количество испещрений то есть тут не будет конечно сказано что земля сотовая все вот ждут такое словосочетание чтобы земля сотовая было сказано нет улей тоже земля сотовая да здесь будет сказано сотовая земля только другими словами давайте посмотрим послушаем как это будет сказано которая на самом деле представляет из себя не что иной как твердую субстанцию а планеты включая нашу землю полости в ней планеты включая нашу вселенную полости в ней то есть сама вселенная эта твердая субстанция и внутри этой твердой субстанции есть планеты наподобие дырок ну мы видите взяли модель сот ну правильную модель мы с вами взяли потому что дырки друг другу трудно плотно представить а соты можно но кто-то скажет ну отверстие в этой вселенной есть в твердой поверхности ну хорошо она знать и сути не меняет ведь у него что же получается автора этого сценария или книги не знаю можно из одной дырки из одного отверстия попасть в другую но там они получаются толще земли разделены ну в принципе верхние и нижние меры да в какой-то мере толще земли разделены давайте еще дослушаем полости сообщается между собой ходами наполненные жизненно важными элементами такими как нефт природный газ кислород вода который позволяет обеспечивать жизненный цикл биологическим организмом ну я как версии скажу газ скорее всего этот природный нам продают обыкновенный кислород его можно вообще везде добывать просто специально туда вонючий какой-то состав добавляют а так он не имеет запаха ну сильно концентрированный грубо говоря берут из воздуха и по трубам идет скажем так нагнетание через какие-то резервации он его прессуют вот вспоминаем продавец воздуха кстати вот тоже такое открытие попробую сформулировать мысль вот когда мы видим что горит допустим дерево там полено бревно на самом деле оно не горит горит воздух который выедает это дерево но кто-то скажет ну то же самое но наоборот нет не наоборот само дерево оно не воспламеняется воспламеняется воздух в районе этого дерева который просто выедает скажем так перекручивает вот это все органику в порошок не довел мысль до финала логического сейчас вот при монтаже вставлю дополнение вода как многие из нас знают тоже горит но не вода горит да а воздух горит над водой используем такое словосочетание и так как воздух не может в отличие от дерева разъесть воду вода никуда но относительно не исчезает максимум что она может испаряться а другие скажем так ну более слабые органические моменты этот воздух горящий разъедает разъедает и по поводу нефти парадоксально но официоз в этом плане в моем виде не прав скорее всего действительно большое количество было могильников после планетарной катастрофы где в огромной кучей насыпали людей и животных разную органику засыпали какой-нибудь талька не знаю ну так это условно какой-то порошка шипано ну скажем так ткани в однородную массу перегнили причем это скорее все делали для уничтожения они для того чтобы нам на будущее этим перегноем пользоваться в виде нефти и пожалуйста не пишите в комментариях что нефть это скажем так и санузлов предыдущей цивилизации вы это услышали просто на ю тубе каком-то ролике но это всего лишь версия собственно как и я предлагаю версию но она очень сильно похожа на истинное положение вещей так ну и что он дальше нам скажет жизненно важные ресурсы самый важный жизненный ресурс самый важный это время остальные все ресурсы не важны и чтобы достичь иных планеты цивилизаций нужно было не запускать дорогостоящие ракеты так называемый космос а в грызаться в почву у нас под ногами в поисках очередной полости сиречь планеты вот так вот не надо было лететь в космос а в грызаться в почву что-то в этом есть да не надо лететь туда и можно туда но как говорится теория интересная но все-таки это теория которая косвенно нам обрисовывают сотовое мироустройство другой альтернативы просто не существует уверен все с этим согласны да думаю в первую очередь сотовчане с этим согласны а с вами был вячеслав котляров спасибо что слушаете слышите меня всего вам доброго и до новых встреч прямом эфире пока пока насчет того что экспериментировали эти товарищи с генетическими значит экспериментами соединения людей с другими видами животных например да я думаю что дабы а значит кто у нас сегодня нас сегодня второй уже выпуск темы рубрики конспиральта и с нами сегодня вячеслав котлеров автор канала вячеслав котлеров социальный авторидет евгений макаров автор канала евгений макаров и роман панов автор канала глобальный вопрос и вот так по глобальному мы решили обозначить сегодняшнюю тему кто нами управляет да приветствую зрителей всех каналов которые здесь представлены на самом деле сейчас управляют нами те же самые потомки тех же самых которые значит каким-то образом здесь появились по моему мнению по моей версии в 19 веке мы возможно даже пораньше 18 веке до этого немножко предисловие до этого у нас была другая совсем цивилизация абсолютно евгений до секунду точнее искали потомки потомки к это люди не люди ну чтобы так сразу да ну как как сказать с виду люди а потом разберемся кто они хорошо потомки начали тех после да люди да с виду они люди на самом деле то мне кажется что-то посерьезнее чем просто люди ну вот до этого конкретных централизованных таких правителей у нас не было потому что было цивилизация совсем другой идеологии совершенно другого и менталитета цивилизация ее можно охарактеризовать великих людей богов магов волшебников то есть им совершенно не нужно было там с кем-то советоваться от кого-то у кого-то брать разрешение на что-то с кем-то что-то договариваться поэтому те самые захватчики давайте назовем их космические захватчики которые вот описаны в большинстве фэнтезийных или фантастических фильмов которые летают с планеты на планету и просто ее завоевывают кто эти захватчики я думаю что судя по конспирологическим исследованиям всяких видео там выявление там допустим не не людей да или там рептилоидов или тип то идов я думаю что там целый набор нельзя сказать что это конкретно там какие-то непонятные существа которые например описаны показаны в таких фильмов как там звездный десант да или там марсиане какие-нибудь скорее всего это возможно даже гибриды конкретные товарищи которые захватывали они наверняка могли выглядеть не как мы что-то схоже там допустим с их теоловыми товарищами на гуманоиды подобные так гуманоиды подобные но выглядит вот знаете я бы сказал набор таких можно посмотреть зеленый фонарь есть такой фильм там как раз когда главный герой прилетает туда на планету там показан весь набор просто вот этих зеленых фонарей они из разных космических конфедераций я думаю что что-то наподобие этого такой какой-то альянс своего своеобразный космический который состоит из множества раз существ значит необъятного мира который находится вне нашего мира и и вот скорее всего кто-то из них как как например показан да такие воины в этом пятом элементе да там есть такие товарищи которые конкретно воины вот у них видимо идеология завоевывать они по-другому просто не могут жить и скорее всего это были как вот наступательные силы что-то наподобие этого вот насчет супер мозга да я думаю что у каждой этих раз я думаю что у каждой из этих космических раз или там инопланетных есть свои супер так скажем центры которые управляют координируют поэтому у них была такая слаженная отточенная тактика атаки там зачистки последующих действий например заселение уже пустых городов залитых глиной и водой там и сожженных отчасти новыми выведенными видами людей гибридами людей ну и наверное те кто остался так скажем от прежних людей кто-то кто-то выжил и есть еще и представители этого то есть набор генный он остался как бы от всех представительств до всех представителей и насчет того что экспериментировали эти товарищи с генетическими значит экспериментами соединение людей с другими видами животных например да я думаю что добыль как по вашему мнению да кто нами управляет насколько вы согласны с евгением это же подольше обсудим ваш просто позиция пока вот такая что вы думаете по старым добрым традициям здравствуйте уважаемые слушатели зрители с вами вячеслав котляров нахожусь я в гостях на площадке рупол павлу огромное спасибо за приглашение также приветствую евгения и романа автор канала евгений макаров и роман автор канала глобальный вопрос ну вообще после евгения трудно на самом деле что-то добавить потому что он мощно и расширенно описал то что происходит но все-таки постараюсь крапите от себя и немножко дополнить как я это вижу как я это понимаю как я это чувствую ну первое самое основное чего надо начать 300 лет назад здесь была планетарно единая цивилизация и классическим но в моем виде не славянам русичам она имела слабое отношение об этом говорит архитектура архитектура античная это моем внутреннем понимании это не славянская то есть у славян если есть архитектура то она выглядит по-другому а это числа в сразу уточнение тоже опять цивилизации кого было людей каких-то или уже что-то наподобие людей здесь был более пестрый зоопарк здесь жили и великаны анты здесь находились представители человеческого рода наш типаж также здесь жили люди как их правильнее нам сказать с крыльями да но по нашим меркам наверно человек если бы увидел бы он сказал бы ангел причем они были абсолютно разных типажей были ангелы у которых были ноги ступни такие же как у нас человеческие были а ангелы немножко с другими ступнями как виде птиц когтями надо с копытами ну и крыльев тоже большой разновидность от двух до шести до восьми поэтому если мы с вами посмотрим уцелевшую их архитектуру частность ватикан и посмотрим на огромные высокие потолки мы поймем что даже если бы великан бы бы был бы пять метров уж слишком высоко для такой махины потолок устроен а вот для летающих скажем так жителей это как раз-то нормально архитектура вот и чтобы не уходить в сторону это может быть ну как бы дальнейшие темы мы переходим теперь к оккупантам и вот они жили не тужили и в их прекрасный город произошло где-то по нашей хронологии вторжение 1780 году не знаю предварительно они договаривались с ними или не договаривались мол сдавайтесь рус иван сдавайся водка селедка ну в общем разбомбили они этот город останки уцелели кто впервые эту тему услышит и скажет автор а где доказательства ну могу ли вам немножко посочувствовать потому что уже как минимум три года огромное количество каналов на ю тубе уже предоставили все доказательства что здесь был единый город единая архитектура единая цивилизация на этом тоже не будем останавливаться перейдем теперь как купационному режиму значит когда оккупанты здесь все выкосили уничтожили предыдущих жителей образовался на небольшой промежуток времени безжизненная земля то есть полностью вот эта территория которая нам известно под названием континенты азии америка она пустовала какое-то время и верховный верховный подчеркиваю оккупант но самый верховный он бестелесный он бестелесный у него нету физической оболочки и возможно с помощью каких-то неземных приборов можно предположительно увидеть эту сущность возможно может люди сенсорикой могут их видеть нанимает у них же там пирамида скажем так помощников себе эти помощники но они выглядят могут выглядеть абсолютно по-разному для нас они больше как демонического порядка как нам предлагают всевозможные гравюры вот когда мы посмотрим как выглядит допустим бафомеда или там яхве вот в принципе они вот так выглядят там никакой фантазии то есть хотите увидеть как выглядит один из уже ниже по рангу верховных оккупантов то есть бестелесные это верховные ниже по рангу идут уже телесные но уродливые ниже идут вот сейчас я про них расскажу то есть естественно местных жителей чтоб не пугать но кто будет в своей полной ипостаси появляться и руководить поэтому они создают вот теперь возможно и даже для своих добрых светлых зрителей возможно старая но под новым углом информация знания данные они создают существ гауляйтеров то есть в лабораториях которые в принципе рассчитаны всего лишь на 7 поколений такие вырожденцы им запрещено с нами смешиваться потому что скрещиваться потому что наш скафандр может их очеловечивать и они должны куплиться вот именно между собой там сестры с братьями там и так далее но знаете вот они на верхушке держится держится в итоге они вымирают это я забегаю вперед потом оккупанты в лабораториях создают опять же таких же ощепенцев и внешне и внутренне и ставят над нами то есть вот все руководство допустим с самого верха идет то есть вот самые одни верховные которые телесные уродливые и внешне и внутренне потом идут ниже уродливые скажем так и внешне и внутренне то есть от человека ну скажем классических вы посмотрите на них это я не знаю как даже ли и лицом не назовешь фэйс фэйс посмотрите на их не фэйс и вот этих всех это правителей всех мира и и теперь вот такая важная фаза что приблизительно в 1864 году начали завозить наших предков бабушек и мам бабушек и дедушек ну нас белорозовых дедушек и бабушек завозили в возрасте до семи лет а представители других этни там черных желтых красных можно было взрослыми приводить приводить давайте немножко вернемся не к нам да все таки вот к оккупантам да то есть откуда они вот завезлись так сказать да и кто они такие то что вот я как чувствовал сейчас когда буду подходить к важному моменту будет тема сменена сейчас мы мы вернемся я хорошо все держу информацию в голове то есть они сюда привозят руководство и сразу им рабов то есть они дают помещика а им сразу выделяют крестьян то есть рабочих сразу помощь рабов то есть оккупанты своих уродов которые создали в лабораториях ставят над нашими дедушками бабушками начинает заправлять теперь оккупанты но самые верховные самые верховные ну скажем так если знать устройство того мира где мы живем а как мир устроен если очень коротко наша планета в миллиарды раз больше если кто-то не знает скажем так где можно про это почитать читайте бхагават гиту то есть книги официально 5000 лет вот там все это описывается то есть наша планета в миллиарды раз больше и она идет как бы слоями то есть уровнями и вот скажем так с нижнего самого уровня спекельных миров инфернальные сущности пробрались на наш уровень и скажем так используют нас в виде пищи как червяк который лезет из центра яблока и проедать себе дорогу точно также вот эти инфернальные сущности начали проникать наши миры но для инфернальных сущностей не составляет никакой проблемы брать под контроль любую физическую оболочку материальную и для них используем термин генной инженеры это вообще не проблема они могут осла с человеком скрестить собаку с птицей и так далее то есть для них лепить батька с матерью это очень простое занятие то есть они всего вечность этим занимаются вот ну наверное вот это как бы все передаю словом если резюмировать значит это в солидарность евгением в том что это тоже некие такие ну космические космические пришельцы да да вне и значит они тоже так я понимаю они разные но тоже гуманоиды как такие подобные да те которые с нами общаются они создали гуманоидоподобные чтобы мы не пугались верховных ну то есть немножко не все они короче гуманоидоподобные понял кто нами управляет да насколько они там гуманоидоподобные и какой аспект когда это все таки случилось да тоже ваше мнение я буду более приземленный по поводу гуманоидов там серых человечков не знаю я их не видел но мое мнение опять же у каждого же свое мнение я думаю что это примерно 17 век где-то середина 17 века те люди которые написали книгу книг которые 40 лет по какой-то непонятной пустыне могли бродить но пустыни могли назвать и моря с океанами правильно я думаю что здесь произошла катастрофа возможно как раз таки по вине этих людей которые 40 лет бродили по пустыне но так наверное еще и пески в карманах утащили смысл чем получается если мы посмотрим нашу историю даже официальную друзья те кто смотрят мой канал они в курсе да вот моего последнего как будут изыскания то что я лично думаю да но я так думаю я так предполагаю я человек я могу ошибаться то есть в абсолют я это вводить не буду возводить вернее но смысл такой получается вот эти люди которые я уже выше указал просто высадились на эту землю тут можно провести очень легкую аналогию с тем что какие народы изначально взяли на себя право иметь рабов единственный только народ был который имел рабов есть книжки в этом в этих книжках все это написано это все не спрятано честно говоря это только тех кто слепо верит этим книгам они этого не замечают как ножом это все описано которые имели рабов ну как то божий народ ада как-то деликатно господа избранная национальность я просто они же сами вроде были в рабстве у египтян ну кей понял с какого перепугу не все нет ну какое-то рабство когда ты открываешь эти как раз токсические лавочки я не понимаю в чем тут рабство я читал эту историю от корки до корки я там вообще понял только одно это люди которые все захватывали в том смысле что там захват на захвате этим народом других народов самое интересное если кто помнит эта страна где растет а где вернее как течет молоко и мед они же эту страну искали то есть земля у них якобы обетованная но обетом до завещаны мол бог обещал но ребят хотите землю идите выбирайте уничтожайте народы захватывайте эту землю думаю что это так и произошло я не говорю что это все люди это только вот это правящая элита которые но которая себя считает элита опять же элита это возвышенное само по себе слово это велико британцы опять же правящая элита обычные люди к этому никакого отношения не имеет этот народ называл себя богоизбранным те которые начали управлять германией нас назвали страну хер мани хер это то же самое как и господин а господин созвучно со словом господь то есть тут я как бы не вижу противоречий и то же самое велико британия греет великая то есть это сами себя возвеличили а значит роман получается что вы считаете что это вообще не какие-то там пришельца это люди то есть и сделали это где-то уже в семнадцатом веке или тоже 18 это начало это в вернее середина семнадцатого и начало восемнадцатого это как раз даже официальные исторические документы свидетельствуют о том что тут происходили просто невообразимые перемены даже вот просто если по нашей земле брать роман вы сейчас немножко в неком на интернет противостояние находитесь потому что вячеслав и евгений у нас считают да значит что это все-таки какие-то и на и наземные так сказать да силы прибыли и больше значит склоняется к 18 веку у нас все-таки 100 лет разницы как пророчески практически я сказал да после выступления вам вячеслава что 100 лет разницы вот они здесь у романа все-таки возникли 100 лет разницы и происхождение этих сил получается ну давайте может быть какие-то доводы или в пользу своей теории или против значит оппонента получается у нас сейчас немножко роман будет оппонировать вячеславу евгению но главное чтобы это недолго делали потом мы перейдем к другим аспектам у нас эти люди задают вопросы задавайте пожалуйста самое интересное я задам нашим спикером ну давайте вячеслав вот вот 100 лет разницы да и все-таки вот романа тоже достаточно интересная версия вот почему с ней не согласна наверное да в чем может быть сказать решение ну на самом деле я то же самое рассказал что и роман только другими словами и взял гораздо шире дело в том что роман сообщал нам про управленцев которых я обозначил на самом нижнем уровне то есть есть пирамида есть вышние инфернальные сущности потом сущности демонического внешнего порядка и внутреннего и вот они создали в лабораториях вот этих господа избранных сейчас я не буду подробности рассказать как они их создавали то есть они брали конечно в основу и наши скафандры и свои и так далее вот и естественно они поставили их над нами потому что у них нету не совести никаких этических моральных принципов они безжалостные и так далее вот поэтому противоречий никаких нету и опять же хронология то есть как когда берется этап я допустим ну откатую историю да грубо говоря на 300 лет назад но и можно рассматривать с любого этапа допустим можно и сто лет назад да там рассматривать этот момент и 200 как бы я взял тотально вот точку отсчета был единый город архитектура многие исследователи альтернативщики конспирологи и так далее специалисты знают архитектура по всему миру одна значит был один и единый город нужно узнать точку отсчета когда его разбомбили 300 лет назад вот и потом уже да потихоньку скажем волнами начали это хитрое вторжение насколько я понял они сразу под ноль жители не уничтожили а далее немножко развиться потому что технологии перешли из мраморных в кирпичные да то есть вот это даже кладка вот это кирпичная красный кирпич когда планетарно было огромное количество глины это не мы возводили это как раз-то уцелевшие специалисты той цивилизации и на помощь скажем так и мы шли роботы которыми они возводили вот эти все здания но еще по поводу оккупантов тут такой момент это я опять же взял фазу я взял фазу инфернальных сущностей но есть еще над ними выше над ними выше скажем так оккупант это компьютер или роботы или киборги то есть роботы которые были созданы миллиарды лет назад во вселенной они могут сама восстанавливаться самопрограммироваться и вот они всю нашу эту огромную планету кошмарят то есть технократия их на ведах называют янтро до технократическая цивилизация а для них в принципе не существует никаких проблем скажем так восстанавливаться да то есть они берут и подгоняют всех рептилоидов анунаков там всяких чертей люциферов там буцифалов там и так далее плетьми и загоняют их на нас а мы уже как бы получается некая такая огромная арена где человек пытается противостоять демонам передаю слово спасибо ну и так получается что вот получается концепции и вячеслава не противоречит концепции романа евгений вы как считаете вот согласно с этим с вячеславом что вот концепция романа на вписывается получается вот в эту историю с инопланетянами просто роман говорит про таких ближайших представителей да так неких надсмотрщиков рабов надо который тоже является некими рабами вот этих самых по вашему мнению тоже космических сил да я абсолютно согласен как не странно что мне нравится вот многие люди спрашивали когда же вы придете к общему мнению постепенно складывается общая картина вот я сейчас это вижу этот процесс это очень хорошо потому что на самом деле как вот числа сказал тоже можно сказать трудно что добавить можно добавить нет некие указательные доказательства того что это именно не просто люди а именно существа у которых гораздо развиты технологии частей хочу добавить почему это именно захватчики со стороны потому что на это указывает то что земля просто ее просто всю выпотрошили то есть им нужны были какие-то там редкие металлы до сих пор кстати процесс продолжается и самое главное что известно на данный момент что золото за все за весь период добыто уже столько что я не знаю там неимоверное количество но куда она делась его даже невозможно будет сохранить в подземных хранилищах куда она улетела просто в воздухе растворилась не только золото все другие редкие металлы камни там что-нибудь еще это ценные ископаемые минералы да все куда-то девается и есть посмотрим на всякий гранд каньоны это как раз процесс когда выпотрошили буквально нашу землю вот этими огромнейшими роторными экскаваторами ну техникой похоже на эту но только гораздо больше больших размеров тем чем те которые есть сейчас хотя это все похоже но я думаю что то техника было намного совершения еще я могу сказать что допустим часто бывает фантастических произведениях говорится о том что инопланетные какие-то там прилетают непонятные треугольники корабли там которые буквально воруют у нас воду это тоже процесс так скажем и изъятия чем-нибудь ценного за наши бедные значит планеты да и воду тоже это опять же показано в элизиуме они в элизиуме а oblivion например там такие огромные эти висят до штуки добывающей воду это как то что завоевание а уже момент использования как вот так скажем третисортного до чего-то что мы просто как бы подсобное такое хозяйство откуда можно брать что хочешь собственно говоря этим они занимаются я был на кишнице и в общем наших земель на которых они что-то получают у них такая как бы так не то что тактика они по-другому действие имеет то есть у них ведь есть технологии которые могут дать все это совершенно бесплатно просто материализуя то что тебе надо а тут получается они просто по-другому видимо не могут действовать это у них в крови можно сказать так брать от хлопать 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 спасибо роман ну вот и вячеслав евгений они в принципе как бы то есть говорят что ваша версия да она не конфликтует с их версиями вы что скажете вот про так сказать вписываемость вашего можно сказать человеческой версии вот в такую как космическую версию инопланетную инопланетную но смотрите что я я могу только добавить ко всему сказанному вот смотрите опять же вернусь к своей версии происходящего с какого времени начали золотые лихорадки только с появления вот этих людей на этих территориях они начали действительно как же не сказала грабить хапать все ведь из из даже официальных источников но опять же мы знаем что официальные источники если там говорят да значит надо понимать нет если говорят черное надо видеть белое или наоборот в этих же официальных источниках огромное количество информации по поводу поездок вот за золотом то индейцев грабили то еще кого-то грабили нашу страну тут грабили по полной программе сейчас это все делают они любят золото как к откуда тяга к золоту откуда это все а про то что мы обсудим действительно паразитизм про происхождение все таки вот этих вот наших так сказать управленцев оккупантов то есть вот вы за человеческую версию но в принципе евгений и вячеслав ее не отрицают а вы допускаете что но вот до человеческой вот то и как бы до эпохи управления которые вы рассказываете там что она могла предшествовать или одновременно да все таки вот и некая какая-то космическая версия то есть вы допускаете и возможность этого смотрите космическую версию я тоже могу допускать соглашусь и со славой соглашусь и с жене до нашей цивилизации дать до нашего вида а может быть действительно с нашим видом здесь проживали разного вида существа и действительно и слова уже это говорил мелюзины допустим это те же русалки да потом как дядя конь ну то есть этот кентавр то есть понимаете о чем я говорю те же горгули и пан паны вот что опять же слава говорил это люди с этими с копытами козла это все могло находиться здесь на этой земле откуда действительно взялись вот эти вот пришли ну сравним с фильмом допустим звездные войны как там пришлых называли джеди они так и написано джеди а значит во первых ну видели ли вы оккупантов давайте про представителей человеческих понятно что мы видим по телевизору этих не надо их видеть как мы это так все знаем а вот этих вот и насколько то есть они вот проявляются да опять же вячеслав говорит что есть вот мы их представители то есть да вот прописано из человеческой части но а вот тех которые вот которые не человеческие насколько во первых мы их видели или можем видеть и вообще возможно это может быть вообще нельзя увидеть данного спектр там какой день и второе банально но до вопрос конечно фото-видео доказательства евгений вам словом фото-видео доказательства особенно видео доказательств есть сейчас уйма марина какие-то канал там типом марина дельфина брюс так какой-то там американский блогер который вообще постоянно сделал делает разборы фильмов известных и современных и не свою это и уже там старых там классических где постоянно где можно при покадровые значит по покадровой просмотре увидеть как происходит трансформация таких непонятных людей которые кто-то из них как насекомое какое-то кто-то из них как не пойми что кто-то из них как рептилоид вот можно увидеть их буквально в любом практически в любом фильме например звездные войны да там или вторжение там забыл название там потому что их они сейчас повторяются насчет фото доказательств тоже можно в том же ю тубе найти очень большую уйма исследований фотографии допустим показывают известно какой-то такой короткий короткой видео там показ фотографию то ли 19 или начала 20 какого-то то ли клиника или больницы там все буквально медики просто у них нету ни одного нормального лица есть такое видео прямо показ фотографии да вот приближают там нету ничего там показ фотографии допустим пара какая-то семейная там он нормальный человек она у нее что-то с глазом глаз какой-то другой допустим эти визитера да кстати насчет интересный такой сериал визитера который очень быстро прикрыли хотя хотели сезон продолжать интересный момент любой может почитать почему-то прикрыт он был на высшем уровне так почему это же фото обычная фантастика выдумка фантастов там мыслитель и художник спасибо евгений такое уточнение небольшое вы сами видели когда-нибудь но не в видеоматериалах или интернет да а вот живьем как бы приходилось вам ну как вот человеку опытному уже который можно на отличить собственно как и вот каких-то посланников представителей может быть да там человеческом обичье так и не в человеческом то есть вот прям которых вот который ну там более высших так сказать как вячеслав бейдерах нет я сам не видел упаси бог их увидеть и как бы чтобы видеть сущности надо иметь или специальную технику допустим инфракрасный до технику там но надо использовать фильтр да там очки которые чужих видят или же самому иметь вибрационный уровень достаточно для этого мы пока для этого не готовы и нас это устрашит просто и лучше конечно пока вот лично мне не хотелось бы нет не видел лично не видел спасибо вячеслав собственно ну ваше мнение значит фото видео доказательства и видели ли вы лидии опять же тоже так воочию так сказать сталкивались ли с ними ну сразу скажу коротко нет не сталкивался а по поводу фото видео у меня скажем так на мой взгляд как я вижу более серьезная доказательная база и прежде чем я продемонстрирую там ничего страшного такого нету youtube я думаю это нормально воспримет хочу следующее сказать значит человек в принципе ну придумать ничего не может то есть допустим моделируем ситуацию было якобы некое некое средневековье 500 лет назад и художники которые видели определенные скажем так деревья объекты живых существ они их просто зарисовывали сейчас я попробую так начать демонстрацию надеюсь она в эфир пойдет просто чуть-чуть небольшие скажем так работы то что делает оккупанты вот пара пошла ли картинка в эфир для простого обывателя это просто фантазия художника осел и кенгуру точнее тут получается осел и лягушка может это кенгуру и лягушка между собой собой общаются если я скажу что это действительные существа которые существуют соседних ячейках и жили когда-то здесь вот допустим видите изображение кто-то скажет в одну фантазия художника это здесь показано до чего верховные оккупанты могут дойти до какого уровня генной инженерии поэтому нам еще немножко фартануло дошу они так очень деликатно поступили с нашими скафандрами хотя есть версия они у нас крылья отобрали не знаю чтобы рандомно там что-то не несуразное не выскочила наверно не буду дальше листать но смысл того я специально такой маленькой картинкой пускал в эфир и не листал потому что что нибудь может выскочить нелицеприятная нот в данном случае тоже иллюстрация опять кто-то скажет фантазия автора я вас прошу кто думает что это фантазия попробуйте что-нибудь абсолютно новое придумать нарисовать абсолютно новое существо даю гарантию тысячу процентов вы нарисуете существо которое уже было кем-то нарисовано вы не будете оригинальны вы создадите всегда то что в принципе во вселенной есть поэтому резюмирую что я хотел этим сказать если вы напишите допустим гравюры демоны то вы можете увидеть представителей оккупационного режима ну довольно таки верховных которых в свое время разрешалось ну за ну скажем так изображать вот а потом нам сказали что это мифы и легенды это аллегория на самом деле такого быть не может ну как я всегда говорил для представителей человеческого рода услышанная информация она воспринимается адекватно и любой человек понимает что это не фантазии художника передаю слово собственно с вопрос по хорошей приходит и вот принципе он вытекает из того что мы обсудили да вот я спрашивал видели ли вы нет не видели говорят большинство и наверное но роман тоже согласен то что вообще про них не говорил тоже не видел поле получается значит выходит вывод ну в мы вроде живем мы о них знаем но не видели они скрываются тем не менее это вроде но то управляющие да они должны там нагонять на нас страх опять же другой страны вот мы привыкли там допустим но вот что у нас есть богатые люди они же особо не скрываются мы знаем вот они ездят в своих лимузинах там да или еще какие-то вещи на начальнике на работе мы знаем там и где-то еще что они нами ну или по крайней мере есть такая декларация да что они нами управляют мы добровольно на это соглашаемся они же не скрываются то есть они говорят ты управляющий я ты там рабовладелец я рабовладелец у меня кнут вот у меня корона вот все атрибуты то что меня в толпе узнаешь что это я тобой управляю да и вот я твоя проблема почему эти казалось бы вообще такие ну сверхчеловеческие да есть и более инопланетяне сверх могущественные сущности чего они так боятся что мы их увидим узнаем но мы этих тоже богатеев тоже не особо наверное ну простой народ любит мы это в роликсах не ходим тоже не на какие-то чужды они там с отбелеными зубами во фраках там разъезжает смотришь чучело чучелом как пингвин мы этого не понимаем простой народ а они ходят так все равно цацками своими так сказать брябну везде размахивается и нормально мы же говорим ну да и богатый ну так мы может быть также и к этим вот мы же кенгуру видим ну странное существо ну и плана ниже нас мы можем жрать да вот в нашей иерархии окей почему более высокое существо не показать нам чем здесь как-то вот мне как что-то не сходится но и лишь на понимаю можно от айфиге не пожалуйста ну во первых есть определенные законы незаконно как бы правила конфедерации всех то есть альянсов которых должны придерживаться что светлые что темные это как вот в звездных войнах да там так скажем баланс силы света тьмы люк я твой отец да да тип того там ситхи джедаи и так далее а это это присутствует всегда и вот этот баланс он присутствует тоже они должны выполнять некое некие правила если они их не будут выполнять то будут иметь дело совсем альянсом против них то есть их просто прижмут скажут вы не правы это первое второе как бы они пытаются данный момент уже давно навязать нам нормальным людям человеком люди это как бы именно уже клоны заселены мы человеке вот и пытаются навязать с помощью видеоклипов фильмов рекламы что присутствие среди нас вот представители их ну гибридных представителей в таком не в натуральном виде а так как бы скрещенном но ну но все равно такому уродском это нормально это можете сами найти множество есть клипов где там присутствуют всякие синие рожей мальчики есть такая реклама где там в классе сидит зеленорожий мальчик какой-то лягушка подобный и там все его жалеет а у него и суперспособности там присутствует он помогает типа сосуществования типа вот этих товарищей этих мир бок о бок с нами это нормально и все это навязывается уже давным давно что привыкайте вот они так скажем подготавливают пытаются подготовить человечество что а что это нормально что они будут среди нас в своем настоянном настоящем обличье такая подготовочка небольшая ломка сознания это присутствует вот я к чему говорю что почему они не хотят себя показывать хотят просто существует определенные правила которые они не могут приступить им не дадут этого сделать они должны допустим что-то делегировать что-то манифест какой-то сказать а потом что это сделать что они собственно и делают вот и это подготовка к показу истинных и истинного обличия допустим так образно выражаясь идет давно спасибо но я так понял что нормально скрываться есть законы по которым они обязаны так себя вести роман как вы считаете вот вы наверно тоже согласна с тем что значит эти люди которые не люди а вот сущности представители они скрываются собственно почему они это делают неужели они мы настолько все сильны можем там сбунтоваться и еще что-то зачем они скрываются почему так тяжело так сказать узнать кто же такие реальные вот эти правитель и управитель роман но во первых меньше знаешь крепче спишь наверно если так подумать а с другой стороны но честно для меня немножко это не скажу по-другому я чуть-чуть по-другому думаю я думаю что они сильно то и не скрываются но чё ним что им скрываться у них есть руки это силовые структуры в любой стране честно это мое личное мнение так что ни к чему не призываю но по моему личному мнению это люди лишенные вообще какого-то рассудка которые своими же руками получается давят таких же как и они они же тоже являются рабами в этой массе но они работают именно на паразитов паразитов принципе прятаться то смысла нет если есть опять же та же силовая структура есть опять же структура обучения людей опять же сами люди себя обучают допустим неправильной истории неверным наукам и получается что мы считаемся для них действительно вот этими гоями быдлом которые и жалеть не надо опять же я намекну на британию на англию где там у них стоит скрижали а нет это америка да по моему где 500 тысяч человек всего должно остаться на земле в америке да в америке в америке да вот но там разницы никакой нет потому как америка также подчиняется бабки королеве спасибо вячеслав ваше мнение почему скрываются так ну тут все предельно ясно дело в том что мозг вообще не только местных жителей а и планетарно устроен таким образом что то что ну скажем так чему они не готовы и видят неожиданно может напугать поэтому как правильно евгений говорил они подготавливают через фильмы там вот допустим книги мультфильмы красавица и чудовище то есть они как бы демонов сукубов инкубов дают там в таком добром виде там вот фильм вроде какой-то сняли последнее лето или детское лето когда там конце выходит демон такой ужасный он типа спаситель дело том что еще сравнительно недавно белорозовые жители когда видели афроафриканцев они очень сильно боялись для них это было просто истерика когда они видели такую с черным отливом там они могли там кричать сарацины сарацины там бежать в панике поэтому в некоторых европейских странах подготавливали жителей к необычным жителям то есть они их держали в зоопарках то из тех людей которые мы сейчас официозно официоз говорит это такие же но и не тогда были такие же как мы вот эту тему роман широко освещал что в европе в зоопарках держали простых людей индейцев негров там чукчей и показывали смотрите какие диковинные то есть сознание привыкала поэтому для них которые не меряют категориями тысячи тысячи лет это всего лишь ну какой-то фрагмент несуразный там две-три секунды прошли прошло они потихоньку подготавливают чтобы ходить спокойно среди нас но им нравится ходить среди нас поэтому они в старые времена они устраивали какой-нибудь венецианский маскарад и одевали там маски или какие-нибудь там бразильские шествия они одевали маски конду не так озарение такое ну возможно то есть вот это и всякие x-мены мутанты это подготовка вот к этим товарищ и в том числе и вот эти дары x-мены мутанты но это такой самый наверно щадящий наверно налет в виде x-мена потому что они подготавливают более на мой взгляд более страшными вещами и пресловутый вот этот планетарный кретиновирус это в принципе тот же венецианский карнавал то есть они среди нас они прикрыты масками ему не стоит труда одеть бейсболку очки и маску и он ходит и хихикает среди толпы поэтому в общем принятом плане они не скрываются они среди нас спасибо ну и немножко сейчас пойдем вот таким детальным вопросом я продолжаю ваши вопросы записывать и самое интересное мы зададим и впишем в рамки нашего эфира спасибо что это делаете это я нашим зрителям но задавали кстати вопрос это зрители правда сейчас вот не скажу кто я стараюсь вообще озвучивать авторов вопросов да надеюсь это вам приятно вот роман упомянул английскую королеву сколько я понимаю и вот задавал вопрос один из наших зрителей я решил поговорить об этом чуть-чуть роман значит какое место в системе управления по вашему мнению занимает английская королева ну как минимум второе а так может быть может оказаться что и первое а кто первое думаю совет директоров то есть это видимо самый богатый мира сего можно немножко продолжу мысль буквально да да пожалуйста да самый богатый мира сего на самом деле как ни странно это действительно бывшие пираты если вы изучите историю этих пиратов смотрите морган кем стал ну ладно губернатор ямайки но он самый богатый человек в мире то есть это семья далее билл гейтс тоже потомственный пират телефон и помните были самые такие прикольные первые а сейчас они продаются то есть долгоиграющие неделю полторы могут батарейку держать а то и месяц филипсы фамилия филипс пират я на полном серьезе я вот сейчас начал изучать эти фамилии нашел их родословные кто сейчас от их фамилии ну то есть их потомки это действительно очень прикольно на самом деле вот мне кажется что это и есть вот сильный мир осего и у них разрешено было находиться женщине на борту у пиратов только той которая отличается как бы сказать ну в общем способна на зверство и учитывая эту историю все войны которые проплачивала британия а именно королева их очень много спасибо а вячеслав значит ваше мнение тоже продолжаем мы обсуждать британскую королеву и и участие и место системе управления нами простыми землянами да спасибо большое я немножко расширю и дополню по поводу королевы дело том что оккупанты никогда не дают власть в одни руки даже своим гауляйтером они создают как минимум всегда два лагеря планетарно чтобы у них была некая соревновательная борьба а мы находимся между молотом и наковальней то есть помимо королевы есть еще так называемый японский император то есть они создали две империи но небольшое отступление потому что мы немножко ушли я буквально хочу два слова вкрапить потому что когда-то это я озвучил уже в эфире но это очень важно что такое римская империя во первых мы должны знать что империя это всего лишь помощники импы это помощники это не то что что-то такое великое которая всех захватывает это слуги я не знаю дворецкие вот запомните пожалуйста а римская если правильно в словарях крутить с помощью латыни это слово получится румская то есть комнатная империя то есть вот этот участок земли 12 тысяч километров это комнатная империя чуланчик о том что говорил евгений роман ранее что вывозится отсюда золото а мы просто помогаем именно как обслуживающий персонал но чтобы мы хорошо трудились понимание оккупантов они создали двух хозяев один назовем нагло саксы и поставили всего лишь марионетку для декорации у которой в голове максимум наверно как правильно часть заварить и с другой стороны поставили марионетку просто местные жители почему-то король и королева управляют чем-то нет это декорация это как бантик там у вас на рубашке там и не знаю или какой-нибудь розочка там в шляпе это всего лишь декорация то есть и или в лучшем случае рупор через который оккупант может озвучить свою волю пока же они не могут выйти на сцену поэтому монголо-татарское иго оно не было оно сейчас есть 300 лет и мы находимся под ним и сферы влияния в мире поделены на самом деле на джапанцев назовем их тогда на и японского императора и на гласаксов то есть слева мы видим так сказать запад давит типа запад а справа азиаты давят и в итоге они нас славян белорозовых человеков совестью причем не обязательно чтобы у вас белорозовая кожа была вы можете и оливковый цвет кожи иметь главное что у вас бы была совесть они скажем так это прессуют и помогают оккупанту скажем так получать все необходимые ресурсы и нас в виде ну скажем так пищи потому что оккупанты нас используют пищу передаю слово но я хотел тоже добавить что ну вы еще вспомнил что у японцев да это что у них правящая элита это якудза их изображение их это дракон дракона ты ну сами понимаете кто такие дракони они да значит англосакс это львы там лев до лев то есть как бы силу такой власти кровожадности и как бы звериной такой прыти поэтому они пока не забыл извини пожалуйста секунду вот теперь смотрите лев на гербе англии им тоже на многих государствах а кто у нас левиты все правильно левиты тут имеешь ввиду что лев или вид это как бы одно и то же на это одно и то же извини теперь продолжай понятно просто немножко мыши мысль сейчас убежала про значит дракона в японии любые в англии вы про это говорили да да и напомню что сейчас вячеслав говорила все о том что про английскую королеву говорили ну что и у японцев есть заказ дракону японцев да 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 ну в общем это как бы указание на то что вспомним как они себя ведут и они до сих пор придерживаться этой идеологии вот стоит просто посмотреть мир наизнанку он все там показывает у него кстати инцидент там был такой что он поссорился с главой якудзе и ему сказали через год приезжай помимо может быть померишься то есть там правила конкретные да но они жестокие они как бы построены на на своем четком как бы разграничение иерархии на четких законах но они жестокие как бы для нас это вот лично для меня да это просто в любом случае жестоко как можно жить по таким правилам и стоит с другой стороны кстати говоря с одной стороны хладнокровная вот как вот чисто английское убийство да там хладнокровие такая беспринципность и в то же время интеллигентность такая английская такая вот этикет такой с другой стороны конкретно значит самурайство такой да хрячь-хрячь-хрячь и в то же время есть иерархии такая жесткая иерархия подчинения и да все это присутствует я бы сказал что так оно и есть кто вот чего да и ну ну да вот в таком то русле спасибо но и мы не можем конечно не обсудить вопрос зачем мы мы ты им нужны вот эти все могущественные скрываются они там по своим правилам законам другим причинам каким-то невозможности физиологическим это все окей это их дело там ну скрываются они скрываются значит вписывают там своих гуляйтеров или еще кого-то под разными предлогами а вот зачем мы то им нужны да и вот мы уже обумеваем на ли здесь золото и ресурсы что в принципе наверное отвечает как бы на этот вопрос но вдруг нет поэтому зачем мы им нужны и зачем все-таки мы думаем что именно нужно золото или какие-то другие ресурсы вот роль может золото вячеслав вам слово благодарю потому что начал записывать блокнот следующие теперь я просто озвучу то что начал записывать блокнот смотрите давайте вспомним как я вначале говорил верховный оккупант это инфернальные сущности и для них материальные ценности золото и бриллианты не представляют никакого интереса они наняли гауляйтеров в этом физическом и мире чтобы им платить скажем за их не работу то что им интересно а им верховным оккупантам нужен гавах который они получают в результате войн каких-то катаклизмов которые же сами здесь и создают то есть на планете практически 99 процентов всевозможных скажем так землетрясений там наводнений это все создано оккупантами то есть мысль понятна верховный оккупант пришел сюда чтобы питаться гавахом так как бестелесное существо не может засунуть себе в рот бутерброд ему нужно излучение боли и страданий для этого он нанимает в физическом мире представителей скажем так определенных группировок а чтобы им было интересно он им дает золото и бриллианты потом те нанимают чуть пониже для которых ценности там машины квартиры комнаты квартиры забиты ими деньгами ну и тоже золото и бриллианты и цель гавах передаю слово но я хочу тоже добавить я согласен с вячеславом что для этого супермозга да действительно ему ну если он он так скажем существо энергетическое нельзя назвать что высокая энергетическая а наоборот низких энергии низких вибраций темных и поэтому и питание ему нужно соответствующие к откуда она берется боль страдания страх уныние горе то есть все отрицательные наши переживания эмоции которые выделяют необходимую для него как раз пищу и все это присутствует они буквально выразиться можно сказать выразить так что они дышат нами то есть мы для них не то что пища дыхание даже так а вот эти все ротшильды рокфеллер это кризис менеджера то есть управляющие их поставили да как вот вот вам зовут вам значит власть золото там долларовая система а вы нам поставлять это что нужно нам это вам это нам собственно говоря так оно происходит до сих пор но с ней сейчас естественно система ломается к их сожалению к нашему к нашей радости но по-другому быть и не может в принципе что говорится с них достаточно спасибо то есть я понимаю что они и ресурсами питаются и вот он некими эмоциями тут уточняет вячеслав прям коротко если можно кто такие гавайи но если в двух словах тонкий план дав выделяемые от человека в процессе страданий ну кстати не обязательно тонкий план можно и они могут и счастьем питаться там смешить нас но просто боль легче получить она для них вкуснее поэтому га это путь ва это высшая а х это энергия то есть гавах это высшая энергия дело в том что не буду очень далеко в сторону отходить я тезисно скажу мы аватары у каждого аватара есть оператор оператор создал аватара по образу своему подобию и вот эта нить которой управляет бог до высший иерарх своим маленьким аватаром в этом мире это энергия с помощью которой он управляют своим персонажем а вот эти инфернальные сущности они как пиявки подсасываются к этому кабелю невидимому и вот эту божественную энергию проглатывают на себя и местные жители здесь в основной своей массе видите ходят очманелы то есть невозможно даже простые вещи объяснить что вот было к примеру единая здесь цивилизация 300 лет назад архитектура невозможно объяснить что здесь карьер был последние 200-300 лет здесь все выработано то есть простые вещи то есть понятно что гавах это энергия которым управляет скажем так высшие иерархии а эти инфернальные сущности и просто воруют ей питаются роман значит ваше мнение значит вот золото по золоту отдельно и зачем вообще мы нужны этим самым управленцем чего хотят с нас зачем мы им нужны да да ну вариантов много ну есть вот варианты которые же не озвучил слова озвучил что питаются энергии негативные иначе зачем бы им войны были бы нужны и смерти людей не но на самом деле они ни разу нигде никогда не пострадали ни одного короля можно сказать не было убито а даже царя николая второго никто не убил его просто перевезли и все а ленина поставили чтобы ну извините это тоже есть взгляд такой ленина то зачем поставили чтобы временное правительство не захватила власть стране потому что сколько уже два года практически николай второй не правил он же отрекся от трона я думаю немножко это все по-другому понятие разделяя власть у действительно себя уже изжила сейчас они на самом деле хотят мировой порядок до единый вот и устраивают войны для того чтобы меньше людей было на земле то есть контролирует рождаемость демографию и действительно сделают наверное пол миллиона скоро потому что они эту всю чушь устроили что сейчас происходит честно говоря люди не реагируют на это принимают в большинстве своем только потому что это рабское мышление на самом деле это стойка на коленях и все всего лишь что касается энергии ну не знаю честно говоря вот опять же я более материалист нежели какие-то другие вот варианты рассматривать люди им нужны для того чтобы им существовать можно было за что не знаю откуда у них действительно такая вот любовь к золоту но мы же немного разбирали и атмосферное электричество пришли к выводу что золото это всего лишь самый лучший материал для приема атмосферки даже я думаю ты согласен вот далее даже ветхом завете описано насколько эти люди любили золото что и тельца золотого лепили это представляете сколько золота ну вот если верить этой книге они точили с собой по пустыне чтобы вылепить но вылить золотого тельца и действительно он стоит сейчас в америке но он явно не золотой но но это же символ на самом деле я не знаю что они золотом делают я хотел добавить пока мысль не ушла насчет опять же для чего мы им нужны стоит просто посмотреть фильм матрица первую часть мы батарейки это так она есть потому что энергетика вот так допустим романного говорит он больше материалист а вот о чем я говорю и дальше материального не уходит то есть это обычные физические так скажем постулаты энергетика вся она это физическая величина это физически ощущаемая материя только более так скажем утонченная ее можно использовать от каждого из нас что собственно говоря вот в системе и сделали батарейки в системе четко показано вот и до пересмотрите друзья еще раз вы все поймете спасибо а серия таких небольших коротких вопросов задают разные зрители давайте прям вот как-то ну коротко по ним пройдем стараемся ну там че минут отвечать вопросов несколько я всем их задам по очереди да но прошу опять же быть коротким уже так не глобальное но в рамках нашего обсуждения тоже иван подлепенцев спрашивает наш в космосе триллионы тонн золота в астероидах значит и платины астероидах летая с чистом почти виде зачем копать грязь мы там звезды что то есть возможно евгений вам слова но опять же прошу коротко если можно да мне кажется здесь просто проще это сделать чем где-то ловить какие-то астероиды да и если они вообще эти астероиды на самом деле вас по сути может их и нет никаких астероидов где я хуй я ни одного не видел ну звездочки падали но астероидов чтобы летали что-то ни одного не видел ну так порт понят роман ваше мнение значит почему в космосе не добывают а вот чем-то лезут землю потому что космоса не понял вячеслав до присоединяясь к евгению и роману никакого космоса нет никаких астероидов нет человек просто где-то прочитал сам лично это не изучал я больше для этого человека и для всех скажу ну сотовчане в курсе высоко развитые цивилизации могут изготовить золото сколько пожелают огромные тоннажи и более чище и более качественные точно так же как и бриллианты их золото интересует наше только потому что это запекшаяся кровь предыдущей погибшей цивилизации то есть она обладает ну скажем местным языком магическими свойствами золото полученные в лабораториях в заводских условиях они не обладают такой мощной магией а вот здесь жили миллиарды жителей и все взорвали испепелили и запекшаяся кровь золото бриллианты остатки вот их как раз то интересует поэтому они собирают останки предыдущих жителей спасибо идем дальше значит вот мы поговорили про то что интересует не только золото ресурсы но и некий гавах как значит вот какой-то такой эмоциональная еда и вопрос дает дмитрий леричев почему же уже более 75 лет нет глобальной войны может просто мы про не знаем гаваха пока хватает вот этих эмоциональных ресурсов роман вам слово опять же если можно кратко сейчас скажу просто они постарались от воин отойти но что у нас вообще в мире допустим вот с момента падения советского союза начало происходить то есть в момент падения это вот сколько десять лет до девяносто второго года да то есть это начиная по моему восемь втором брежнев умер или восемь третьем но вот где-то с этого момента началось падение сср да в эти моменты что начало происходить теракты и они до сих пор идут то самолеты упадут то еще что-нибудь то где-то кто-то взорвется чем это вам не сбор энергии растет уже идут точечные удары спасибо вячеслав ваше мнение значит почему нет 70 насти уже более 70 лет нет глобальной войны хватает ли гаваха и мы в чем дело ну начнем с того что ее последние 300 лет так и ни разу и не было первое единственная война до сегодняшнего дня было 300 лет назад глобально остальные все локальные вот представьте ферма и на ферме пасутся тысяча быков разве зарубят их сразу то есть надо чтобы появились телята и в другой части фермы зарубят быков это все не от осведомленности причем я тоже обратил внимание на этот вопрос нету глобальной войны потому что оккупантам нет смысла глобальные войны делать даже пресловутые так называемые великие отечественные войны и первые мировые они происходили не планетарно а на маленьком отрезке земли под названием используем термин европа а война продолжается по сей день если вы даже возьмете официальные данные википедии вы узнаете что ни дня не было дня без войны и в наше время войны продолжаются как говорится расскажите что нет войны азербайджану армении расскажите украине что нет войны войны сербии югославии локально все войны были и продолжается нет смысла выкосить всех жителей и потом скажем так ждать когда новые народятся локально в одном месте выкашиваем в другом даем возможность развиться и так далее спасибо передаю слово спасибо евгений тот же вопрос напоминаю если можно кратко но я скажу так во первых да я дополню слова вячеслава у них нет необходимости видим на самом деле у них была такая необходимость она была они хотели существовать сожжение всех огненно апокалипсис 2012 году что-то у них пошло не так эта история известно да что там было взорвано много много подземных городов элиты и они просто не смогли осуществить свои планы скажу так почему нету потому что появилась серьезная сила которая им стала мешать их время уху стала уходить именно с того самого года давно даже и до сих пор наращивается этого не противостояние а именно скажем пришествие света проще выразиться у них что-то пошло не так а я бы сказал сейчас очень глобально что-то идет не так при всех их стараниях со всякими вот этими известными событиями нашего там современные наши действительности вот то есть у них им все противостоять серьезные скажем светлые силы альянс поэтому они не могут сейчас сделать то что хотят уже давно сделать глобальный какой-то там ядерной войны или еще чего-то решили действовать вот так вот тихими методами как им удается что-то дает что-то нет вот так спасибо и последний у нас такой близ вопрос задает его иван иванов значит она мы говорили немножко про британию про королеву и опять же если можно то кратко если конечно знаете на что означает единорог на гербе британии в цепи может в цепях или там не дорог в цепи не знаю вячеслав вам слово но если есть единорог с и цепи из точно не могу сказать но могу предположить что возможно единорог это был символ славян возможно они его поработили вот такой вариант евгений так евгений отошел давайте я ведь все под присоединился что означает единорог в цепях да на гербе британии единорог это представитель той бывшей цивилизации волшебный один из сильнейших так скажем представители который буквально видит этих не люди и просто может их уничтожить именно поэтому он представлен в цепях как скованные наши вот эти супер возможности противодействия такого же равносильного противодействия вот этим товарищем поэтому его так вот здорово изобразили в цепях чтобы конкретно показать что вы все скованы а мы в силах что-то делать а вы не можете у вас заблокирована эта возможность но опять же повторяю время это ушло приходит называется наша сила приходит вот так вот спасибо роман ну я думаю согласен со славой с женей но немножко уточню мое все-таки мнение что если мы будем брать английский язык и переведем слово слоев да это это раб всего лишь может быть этих людей называли которые здесь жили которые наши допустим предки их называли рабами поэтому и славяне отсюда это мнение опять же мнение вот а единорог скорее всего да это наверное или был герб этой местности неизвестно кто здесь жил до нас и вот поработили ну что же мы наверное переходим к самому может быть одном из главных интересующих вопросов вот мы поговорили значит кто это такие те самые тайные или явные управленцы когда это все случилось да насколько это доказательно бездоказательно зачем им нужны и что они от нас так сказать хотят или чем они нас пользуют так сказать как они нас используют самый главный вопрос который мы подошли и вот мы самые цепи этих оккупантов да или управленцев понятно что это если они нас используют и счет с нас там сосуд или ментальные вот эти энергетические соки или даже наши ресурсы но в конце концов тоже можем могли бы сами чем-то из них делать как нам сбросить эти самые цепи вот этих или там землян или не землян или еще каких-то там вот пришельцев давайте попробуем обсудить это ну и наверное это будет на сегодня последний такой закрывающий вопрос нашего эфир мы почти час сорок уже пока мы это обсудим но здесь уже можно высказываться длинно обычный вопрос евгений вам слова да хорошо как же нам избавиться от этого гнета до от этого террариума в который нас засадили на самом деле процесс освобождения уже идет давно на настоящий момент до конца года усиление это скажем светлого влияния светлого воздействия которые то есть нам пришли пришли на помощь фильмах пропагандировал что прилетят захватчики будут захватывать нас на самом деле они уже давно захватили а в фильмах сами вот эти товарищи которые владеют всеми этими кинокомпаниями они показали пришествие наших спасителей наших помощников то есть перевернуть с ног на голову изобразить их плохими хотя на самом деле захватчики давно уже среди не нас среди нас да вот как вот допустим за и лифт лифт да показа что вот они среди нас только мы их не видим с помощью излучателей скрыты как освободиться вот процесс освобождения во-первых проще выразиться можно сказать так скажем избавиться от своих отрицательных эмоций и просто вообще от наших эмоций которые нам мешают понять осознать истинную картину мира заглушенные наше сознание и подсознание еще больше заглушенные нашим умом этой шарманки которую вечно нам мешает что-то нормально сделать и то есть их оружие вот если мы как бы поймем что надо просто освободиться самим против против выражать стать добрее и любить всех весь мир вот если бы все люди допустим 1 момента буквально в секунду просто выключили свой мозг и свои эмоции да просто поняли что надо быть добрее вот эта сила темно она захлебнулась бы даже я расскажу больше что даже в христианском понимании даже христианской конспирологии это давно уже все есть это я все уже давно читал слышал слушал как типа как демоны влиять на людей как освободиться всему миру от них просто становится перестать делать плохие дела и думать и делать плохие дела и и вот буквально даже хватит одного мгновения чтобы эта сила просто задохнулась темная чтобы и придет конкретное озарение просто это иначе начало освобождение до до невозможности просто но в то же время сложно потому что мы привыкли к этому мы боимся от этого темного багажа избавиться это типа наше добро а надо все намного проще ну и конечно помощи уже давно подоспела спасибо роман вам слово так два варианта два варианта немножко длинная и сразу короткая немножко длинная тем людям которые работают на паразитов надо просто уйти из этих структур и силовых образовательных положить хрен на все извините за выражение просто на них положить не работает на них это хорошо их ослабит но и самая короткая версия надо дать им и пи пи леем глотку в воду но на самом деле собраться всем миром и навалять им вот и все вот слушайте погодите вот роман но вот навалять собраться а куда валять то ну чтобы мы понимали что куда валять то будем но какую цель то что где-то они скрытые мы их не видим как даже вот вячеслав и евгений знают про над так сказать да какие-то структуры иерархические если мы как бы вот в чем про в чем собственно выгода этих самых как там но сил которые вот как говорят элиты что элита вообще ну по идее как я общался с элитологом у нас было интервью про это дело что сила элиты тогда она элита когда ее никто не знает не на нее невозможно давить массе вот я боюсь что мы в тоже в этих заложниках то есть мы знаем английскую королеву а вы сами сказали а может быть она 2 то есть там есть за ней какой-то круг людей где этот круг кто в него входит мы точно не знаем может быть мы знаем опять какому-нибудь васю петю и какие пару англичан если они англичане а еще какие-нибудь сережу с димой которые нас я воню или там мы не знаем из этого круга этих мы допустим даже и за бомбин там что-то еще сделаем посадим а эти останутся будут также там что-то вот что делать ну я понял ваш вопрос в принципе программа на выдвижение на роль правителя мира у меня как бы есть на самом деле что нужно сделать но правда в чем сила этой элиты в бабках то есть в банках именно то есть поздергивать все деньги со счетов то есть тут все очень просто не покупать импортные товары но на полном серьезе не покупать просто это такой же вариант был же у индусов ну да они на немножко но сняли гнет торговой организации со своей страны то есть англикосов опять англичан они перестали просто все импортное покупать всей индией вот как махатмаганди или как его там звали джиром помогла он их всех призвал мир вот на данный момент недавно букв один армянин призывал всех своих армяне да вот все говорит братья говорит не покупайте у роснефти бензин я думаю мало кто сейчас покупает из армяне это надо опять же говорю делать всем миром потому что сейчас на ну на самом деле людьми правят деньги вот наш нами обычными людьми и каждый хочет также вылезти в элиту но у простых людей это не получится потому что если простой человек сейчас начнет какой-то бизнес это как пример только даю его все равно задавят и налогами и всем а эти ребята они почему-то каким-то чудом на коне всегда у них бабло причем сейчас бабло он халявное сколько народа то обдирают налогами и причем это по всему миру снимать надо именно сейчас эту верхушку ну можно сказать шею пускай отрубить даже не голову но голова без шеи это она и без хвоста тоже получается то есть весь мир должен снять вот эту якобы элиту которая сейчас вот управляет миром каждой страной управляет это мы просто рассматриваем варианты то есть нужен я так понимаю комплексный подход комплексный причем всем миром снять верхушку уничтожить банки и все все у них сил не будет вячеслав ваше мнение о том как значит нам побороть ненавистных оккупантов при всем уважении к роману это конечно немножко по-детски звучит взять большую лопату и по горбу как говорится помещиков и капиталистов у меня как у человека есть опыт многотысячное освобождение ячеек от оккупационного режима естественно я такие детские шалости не могу рассматривать серьезно очень коротко по индусам индусов англичане скажем так подняли на ноги то есть привезли на определенную территорию народ и чтобы им как-то раскачаться внедрили немножко в белых братьев они их поставили на колеса и шли вас в освояси ганди никого не подымал потому что поднять было невозможно официально он 20 лет ходил по индии из деревни в деревне горит настанет день когда я оповещу вас всех и вы должны это устроить забастовку представляете в те годы не интернета ничего большая индия миллионы деревень как они оповестили эти ганди за секунду народ вот с евгением согласен да скажем так белая светлая эскадра уже на подлете но понимаете помощь приходит во первых туда где и ждут а во вторых помощь помогает здоровым скажем так жителям раненых в голову оставляют на поле боя то есть смысл такой вы огурцы гнилые семена не оставите на второй год для урожая вы их выкинете планетарно планетарно скажем так для светлых иерархов местные жители не представляет никакой ценности в случае большой заварушки конечно будут сотовчане спасены их семьи потому что это здоровые семена остальных ну смысл смысл гнилые семена увозить и какой они урожай дадут поэтому способ только один неизвестен это распространение знаний принципе все вот ребята вещатели принципе идут в этом направлении кто лучше кто хуже кто прав то не прав но делают большое дело в общую копилку кладут белый камушек скажем так куют для победы все необходимые инструменты вот поэтому распространять знания если местным жителям дойдет самые простые вещи что территориально сша находится не на день не на отдельном континенте а у нас в азии если местным жителям дойдет что рядом находится гигантский просто умопомрачительных размеров континенты которые не отображены наших картах вот тогда белая флотилия возможно скажет все это наши как говорится человеки и люди вот вот таким тебя люблю я вот таким тебя хвалю и потому что самостоятельно мы от оккупантов не избавимся это читайте орвало скотный двор это свиньи и коровы решили бунт против мясников устроить ха-ха-ха вот оккупантов есть тоже как и у меня только у них многомиллионный опыт захвата ячеек и у них все как говорится под контролем поэтому только распространение знаний что здесь происходит пробуждение спящих и это залог освобождения здравствуйте уважаемые слушатели и зрители с вами вячеслав котляров харькове 14 часов 0 9 минут 29 2020 года надо вот наверно правильно все это оформлять красиво показывать демонстрировать да вот сидел думаю быстренько слиплю скриншотик где схематически покажу ужасы нашего городка до более 2000 ядерных ударов было нанесено шестьдесят второго года по 91 причем пик землетрясений почему-то тоже приходится на это время почему-то но просто на на совпадение делал ролик многие увидели кто начал первые ядерные испытания и тут знаете в моем случае наверно не важно как ролик я назову какую превьюшку сделаю все равно youtube очень снисходительно и по-доброму отнесется просмотром моих роликов вот я даже сделал скриншотик 24 сентября двадцатый год 3700 просмотров но они довольно таки надолго их заморозили я уже как бы сильно не заморачиваюсь там как говорят с доказательной базой да я имею ввиду по просмотрам чтобы предоставить что это действительно происходит ну зрителям вообще в принципе все равно кого какие там просмотры но тут знаете палка двух концах с одной стороны мне это даже на руку ну кто-то говорит что это тенденция у всех дал у многих не у всех но многих блогеров youtube сознательно тормозит просмотра но я сейчас не хочу тратить и время на эту тему это я на всякий случай для новичков демонстрирую что на моем канале нету просмотров не потому что нету интереса к тому что я вещаю а потому что алгоритмы youtube а поменялись ничего себе алгоритмы просто замораживать видеоролик на несколько часов и потом втихую через сутки отпускать чтоб счетчик щелкал давайте к ядерным взрывом вернемся это же катастрофа я пошел дальше изучать землетрясения но здесь я вверху в списке да далеко как бы не все ядерные удары написал ну скажем так самые крупные да там сша с британия франция ну там еще и китай тоже взрывали ну картинка все равно ужасно это наше время да это вот последние грубо говоря 70 лет даже каких 70 она если брать 45 дата до 70 лет ну и иногда и в наше время где-нибудь до землю трюханет целые книги смотрю написали землетрясение ссср 1991 году я так смотрел думаю карпаты кавказ ну в принципе там даже официально это как они любят говорит плато горы что там трястись да в любом случае не хочу идти на поводу у псевдонауки скажем так пересказывать их не по басенке что там есть какое-то плато там трусит там не трусит то есть в принципе можно на этом ролик уже и завершать но я показал визуально то что доступно официально да и можно уже завершать доклад но все-таки я еще немножко удержу ваше внимание так как к ролику то я долго готовлюсь собираю всевозможные скриншоты подтверждения а в итоге в самом ролике показываю крупицы того чего собрал вот последнее землетрясение 2004 году как там интересно официально наука говорит плиты двигается находят друг на друга и она трусит ну знаете как то она избирательно трусит тут город один может трухануть не то что там целую страну развалить плита а вот так вот локально развалило город перемещался я по разным конечно сайтам находил и англоязычные чтобы расширить и дополнить картину здесь да как видите хорошо схематично все приведено единственное конечно открытая информация не всегда полная я хотел скажем так найти полностью хронологию уничтожения городов но они это так аккуратно обходят легкий налет дают на эту информацию если принципе найти статистику землетрясения и наложить по годам да на эту карту то в принципе она то на то и выйдет ядерные удары и землетрясения в одном и то же месте в одном и то же время но они кстати вот я так понимаю в некоторых случаях старались делать надземные взрывы это было очень важно для них потому что они могли много дров наломать если чисто по земле стукануть и они вот над городом взрывали свои страшные ядерные боеголовки просто когда я пошел дальше изучать этот вопрос ядерных ударов натолкнулся на информацию которая была всеми забыта давно это ядерные удары в космосе в общем пытался я понять для чего официозу надо было в каком-то несуществующем космосе делать ядерные удары в итоге нашел только информацию что это приводит к вредительству то есть выводит электропередачи из строя дам даже вот приводится пример что когда они что-то где-то там взрывали в австралии это на расстоянии 6000 километров на расстоянии 6000 километров от того места где взрывали ну радиосвязь была прервана на 9 часов а давайте мы испытания проведем в космосе давайте а что нам это даст ну понимаете выйдет все электрооборудование на земле из строя хорошая идея она как выйдет оборудование локально или планетарно ну смотря с какой силой где будем долбить вот и выясняется что даже долбили на расстоянии 6000 километров от австралии а все равно достала вы понимаете тут же с точки зрения плоскоземства и шаровтюгства рассматриваются всякие вот эти бред не про ионосферы и про отражение лучше они пишут течение первых нескольких десятков на секунду после взрыва выделяется огромное количество лучистой энергии в виде рентгеновского и гамма излучения она проникает верхние слои атмосферы и сталкивается с молекулами азота и водорода и кислорода выбивая у них ядер большое количество электронов и передавая свою кинетическую энергию ну билиберда взорвали ядерные бомбы для чего в космосе несуществующим чтобы кинетическую энергию достигнуть и все сразу вы заметили как все сразу стали счастливы и в те годы мы просто планетарно были все счастливы на всякий случай скажу это ирония то мало ли бывает буквально понимает мы тонкий юмор еще хочу конечно немножко не в тему но отдельно ролик делать нет смысла сообщить хочу тоже еще про одну ахинею которая называется резонанс шумана но это что же подходит только для там плоской земли для шарика ну я сейчас к сотовчанам обращаюсь потому что сотовчане присылают ссылки на каких-то забавных говорунов которые там что-то говорят там чистота шумана резонанс шумана бегло пробежался по википедии тут вообще с точки зрения ну классики жанра ничего не вырисовывается в правильном ключе а именно даже там вот те вопросы связанные с устройством планеты или вообще каких-нибудь открытий пишется да там пифагор залез в ванну и потом понял что земля она не диска тарелка да там или что-то в этом духе здесь же идет сухая констатация факта нету описания никто когда это открыл каким образом то есть все именно знаете так взагали взагаля резонанс шумана называется явление образована стоячих электрических волн низких и сверх низких частот между поверхностью земли и анасферы но это же применимо только для шарообразной и плоской земли правильно формулы вечно какие-нибудь это которые никто не понимают даже те которые их составляют тоже не понимают скорее всего носитель славянской речи был автор название этого резонанса шуман шумы да предположительно в общем тоже очередная хинея не вы можете конечно верить в эту частоту и в резонанс и никто не запрещает верить если и есть действительно какое-то ну для местных жителей раздражение в воздухе то это создано искусственно именно планетарным оккупационным режимом всякие там вышки ставят всякие коллайдеры раскручивать поэтому там кого-то голова болит у кого-то соображенчик не работает там и так далее ну здесь же шо у нас трется земную ось планета и шумы выдает ну короче не стоит по моему больше к этой теме возвращаться для думающих человеков и так все предельно ясно что это вообще бред бредовый а все-таки в этой статье пишется что был отто шуман а так шуман от слова не шуметь аман это мужчина ашу это наверно шутник своей оригинальной работе винфрид отто шуман проанализировал колебания возникающие сферической объемном резонаторе при этом он считал что поверхность земли имеет постоянную проводимость но видите они от чего отталкивается да ну хорошо что написали что был какой-то чудик которого никогда не было да или просто нашли какого-нибудь говоруна и сказали ты будешь открыватель шумов все а видите как местные говорящие головы это скажем так распространяет заведомо ложную информацию что там недавно говорили шум она частота повысится и все мы это в сентябре исчезнем проснемся через заснем ладно не будем это пересказывать по брехеньки чем начинали ролик начинали мы ролик с того что вот видите и землетрясение здесь приводится не только в наши дни ну каким чудесным образом они узнали про землетрясение китая в 1556 году когда китай только от силы появился где-то приблизительно в тысячу восемьсот двадцатом году 1820 до плюс минус там ход а по факту где-то с 1905 но уже землетрясение было китай еще не было землетрясение уже полным ходом но это они так вкрапили чтобы местные жители не не шугали что в наше время типа землю трусит мол смотрите еще пять веков назад китай трусила которого не было ужас восемьсот тридцать тысяч погибло 500 лет назад там население земли было всего лишь 100 тысяч кстати а действительно интересно давайте посмотрим я уже предвкушаю сенсационную сенсацию в 1556 году погибло 830 тысяч жителей а население земли было 500 тысяч жителей давайте в википедию заглянем так 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 ну трудно трудно будет узнать население земли 500 лет назад так как википедия нам говорит что в 1804 году было около миллиарда на всякий случай может кто-то не знает из официальных источников на данный момент население земли не более 500 миллионов то есть полмиллиарда повторяю кто не расслышал не 7 миллиардов население земли сейчас а полмиллиарда это абсолютно достоверная информация ну и здесь получается что ничего не получается так восемьсот тридцать тысяч но я думаю если покопаться то она скорее всего выйдет в том же в ключе до что выяснится что 500 лет назад где-то миллион жителей жила 2 миллиона тут в китае погибло 830 жить восемьсот тридцать тысяч ну можно в принципе найти в этой чудесной википедии наверно еще землетрясение приблизительно в те же годы единственное что не дается информации про количество жертв он лиссабон до португалия 1755 год но не указано сколько жертв ух ты их но в византии зато надеюсь это не печатает аж не можешь быть опечаткой 525 год но тут уже точно население земли было полмиллиона из них в момент землетрясения в византии погибла половина жителей земли и смех и грех а если наверно почитать все эти карфагенские войны и наполеоновские сколько по факту за эти все войны официально унесено жизни то это превысит самые мыслимые и немыслимые итоги ну кто не понимает опять же моих размышлений это все выдумки про на га миллионы и армии наполеона и так далее знаете миллиону очень трудно во всех отношениях перемещаться питаться ночеваться вот так вот миллион жителей идет из парижа в москву миллион жителей представляете миллион так но это мы уже в дебри ушли хотят для если это конечно дойдет для основного канала для большинства все то что я говорю важно интересно а меньшинство вы уже извините но кто ж вам виноват что вы не большинство все можно подводить черту подведем на вот этом наверно скриншоте да здесь у нас тоже так понимаю показана трагедия нашего мира ну собственно все с вами был как всегда или как обычно вячеслав котляров спасибо что слушаете меня слышите меня всего вам доброго и до новых встреч прямом эфире пока пока так ну все мы выходим добрый вечер уважаемые зрители сегодня мы начинаем такую некую новую рубрику которая называется конспиральту альтернативная конспирология и тему первого эфира мы решили взять мне форма земли и с нами сегодня в гостях несколько авторов каналов которые тоже так затрагивают темы конспирологии и значит это у нас вячеслав котлеров автор канала вячеслав котлеров социальный авторитет юрий тимовский автор канала тем studio и роман панов автор канала глобальный вопрос ну и собственно первое что хотелось бы обсудить конечно это вообще ну вот как мы построим нашу сегодняшнюю беседу формат у нас пока еще как бы в процессе создания но наверное мы сначала попробуем каждый выскажет свое мнение по поводу того как он выглядит видит да как он представляет себе форму земли и уже во второй части мы попробуем уже подискутировать друг с другом ну и давайте тогда вот на сцене роман пока без камеры давайте романного с романой начнем романом не стыдно не было да приветствую вас дорогие друзья ну если что касается какой я вижу форму земли сразу скажу не такой как ее видят официальные представители то есть тот же наса и тот же русск рукоз как он роскосмос для меня она кажется наверное намного больше нежели она есть то есть очень много вопросов к тому почему у нас на земле есть секретные территории я недавно изучал австралию но очень много вопросов к самой австралии если учесть что уже как-то рассекретили либо раскрыли старые базы которые закрыты уже секретные именно базы военные разные полигоны которые находятся за забором то есть за запретной зоной австралии в австралии мне кажется что с этим что-то не так и причем базы расположены практически по всей прибрежной территории как бы как он огромный остров либо это континент считается до австралия но в одном месте которая самое ближе всего к южному полюсу там вообще ничего нет и не нет никаких данных я думаю что просто какие-то территории еще существуют кроме того что нам показывают но ты как бы пока все роман но вот территории понятно но вот мы говоря про форму земли я не очень услышал ответ какая именно форма земли то есть есть там вот но некие плоскоземельщики известны да то есть что меня как бы вдохновило наверное на эту передачу с подсказки и вячеславов в том числе как вы видите форму то есть понятно что мы может быть карту земли как я понял да в первой части мы не до конца понимаем или мы не до конца до есть насколько она та которую мы знаем а вот форма именно сама самой земли какая она по вашему мнению у меня два варианта самое важное что это не та форма которую нам показывают это не шар это либо но относительно плоская земля относительно опять же потому что неровности просто плоской как тарелка она не может быть вот как бы таком виде я вижу большая огромная плоская большая огромная плоская но не на не шар да но не шар нет но это что-то овальное как мяч регби да или как плоская тарелка но давайте представим круглый диск так как рук круглая эта плоскость правильно вот ее просто вот те же горы неровности холмы это все имеет место то есть это не абсолютная плоскость естественно но вот то есть это форма да плоскости ну и вообще то есть как бы это какая-то так как этот как там ночью вы вызову брера да вот какая-то есть выпуклая можно сказать я понял пупыристая пупыристая плоскость короче я понял спасибо юрий ваше мнение по поводу форма земли всем привет ну я сторонник вообще конструктивного диалога на эту тему поэтому я никогда не говорю людям в я считаю следующее да что когда автор канала рассказывает людям о каких-то вещах о каких-то своих позициях он не имеет права навязывать свое мнение людям остальным чтобы сохранялась дискуссия между людьми которые участвуют в комментариях под роликами которые смотрят тебя с которыми ты общаешься поэтому я сторонник того подхода которое называю практическим подходом то есть это эксперименты многочисленные которые проводятся это доверие своим собственным глазам когда ты стоишь смотришь на океан на море и ты понимаешь от края до края ты его видишь сколько зрение позволяет насколько ты можешь повернуться ты не видишь закругление это большая громадная плоская площадка абсолютно плоской кто-то говорит что да она слишком большая для того чтобы находясь на земле увидеть хоть малейшее закругление но дело в том что когда ты даже летаешь на самолете а я летал множество раз и когда ты смотришь пытаешься увидеть кривизну в иллюминатор то ты понимаешь что и нету просто не существует ты тоже видишь большую бескрайнюю плоскую площадку опять-таки что значит плоскость многие люди которые пытаются высмеивать плоскоземельщиков до основной аргумент какой ха-ха-ха слоны черепаха это вот космонавты любят так высмеивать любят высмеивать официальные сторонники сторонники официальной позиции от науки но это все предрассудки то же самое когда плоскую землю связывается религией это совершенно неправильно потому что плоская земля это далеко не религия и далеко плоскость не значит что плоской имеется ввиду что ты не видишь такого закругления как у каким оно должно быть если ты начнешь рассматривать какие-то и документальные подтверждения попытаешься найти допустим расчеты пытаешься найти как допустим геодезисты измеряют кривизну земли то ты поймешь что у них нет такого вообще нету в расчетах поправок не на какое склонение земли то есть все измеряется с учетом того что земля прям так и написано исходя из того что земля статично и плоская это везде так написано будь то это геотезия будь то это баллистика будь то это в армия да допустим артиллерия там нигде нету поправок на кривизну есть только одна единственная поправка это на боковое смещение потому что снаряд он по нарезам естественно закручивается и уходит в бок есть такая поправка поэтому исходя из опытов ты понимаешь что ничего наука доказать она не может что земля шарообразная кроме кроме того что нам говорят но космонавты же летают но космонавты же нам показывают космос из из иллюминаторов но летали же американцы на луну но мы же видели шарообразную землю но вот есть геостационарные спутники которые землю нам показывает но как бы я стараюсь своих роликах показывать не то что это так или не так а я стараюсь показать что параллельно возможно создать то же самое не прибегая вообще ни к чему сидя дома просто и создать такую же картинку и это можно было делать еще с начала 60-х годов и даже в официальной позиции вот астронавты которые якобы были на луне они признавали что некоторые кадры были сняты на земле потому что якобы там у них утеряна была пленка потому что из размагнитилась она размагничилась она там из-за того что большая радиация в общем придумали всякую ерунду и признали что до были павильоны до съемки то есть если они признают это значит соответственно а почему бы нет что все было снято в павильоне ну почему нет а вдруг так и есть поэтому я вот еще раз говорю от как бы уже завершаю до кратко что я верю своим глазам я верю опытом который проводится в частности существует опыт гирокомпаса и трехосевого гироскопа который отчетливо показа что никакого вращения по крайней мере у земли нет вот пока это все дальше как бы кто выскажется будет уже видно спорить или спорить юрий то есть по вашему мнению вы тоже считаете что земля плоская вы сейчас вот тут с романом солидарны так понимаю правильно я еще раз скажу что никогда не навязывая свое мнение и плоскость еще раз говорю что значит плоская когда ты выходишь на улицу ты видишь горы ты видишь впадины ты видишь рельеф на плоскости вот вот простой пример да вот плоскость но на плоскости существует рельеф это горы впадины поэтому когда ты находишься и смотришь прямо и говоришь плоскость это не значит что все плоско до существует рельефа разумеется то есть плоскость с рельефом ну то есть она не шарообразная и это понимаю да то есть как бы тоже вы ну солидарны этом с романом я еще раз говорю что я всегда рассматриваю все конструктивно если есть доказательства что онаと思аяjs а ваше мнение уточняю я понимаю я поэтому говорю я ищет если не докажут что она широобразно я признаю что она широобразно если не докажут что она треугольная скажу что она треугольная скажут она еще какая-нибудь я покопаюсь в этих доказательствах в проанализирую скажу да я верю в это вот до того момента пока мини доказали я не могу считать что она по официальной позиции является шарообразным потому что не у раза считается формой чемодана то хоть чего угодно пожалуйста то есть получается она как бы тоже но для вас получается где-то плоская да ну там в общепринятых понятиях ну то есть да я так понимаю ну то есть из пока не доказано обратно ваша позиция какая моя позиция еще раз говорю исходя из своих наблюдений из своих собственных глаз которым я доверяю я не вижу шарообразной земли вот-вот понял спасибо спасибо так ну и вячеслав но выводе но я не знаю этого у вас интервью брал поэтому знаю примерно вашу позицию лучше наших других гостей но вам я боюсь что вы пока в одиночестве наверно вряд ли вы сейчас скажу что земля плоская поэтому вячеслав вам слово да спасибо большое павел да я принципе сейчас сделаю небольшое вступление и на самом деле не не сильно мне скажем так принципиально форма земли я как всегда постараюсь ответить и не как обычно я хочу в первую очередь и поприветствовать и павла до организатора данной площадке ведущего канал на ю тубе и ру пол а также приветствовать романа и юрия и действительно поблагодарить их потому что я честно говоря думал что этот эфир тоже не получится и вот они поддержали этот старт уважаемые слушатели зрители здравствуйте ну не то чтобы инициатором был я уже десять эфиров у павла был гостях да там каждый там два часа в среднем иногда три были да и я говорю ниша не занята нету нормальной площадке где могут собираться огромное количество блогеров конспирологов альтернативщиков исследователей а я вижу у павел вы профессионал в своем деле и возможно вот у вас получится занять эту нишу которой ю тубу не хватало то есть нету площадки и форма земли это наверно самая первая важная тема которая наверно для старта необходимо вот почему я не согласен как раз наоборот согласен тем что ну скажем так юрий и роман сообщили у меня же то что я сообщаю много лет у меня там такой подход истинное положение вещей она всей теории поглощает но сейчас я хочу сказать не за это я пойду на на дорогой вот я юры романа и скажу так так как это идет на многие площадки и впервые вообще не знает впервые слышат вячеслава кальдарова и не знают что он говорил что он там писал да там все эти годы я скажу так что чтобы первое чтобы узнать какая форма земли на самом деле вам для этого нужно первое это интерес на самом деле искренне потому что если у вас там ипотека какие-то там кредиты и может что-нибудь где-то заболела нога но вам форма земля не но не нужно то есть первое условие искренне желать разобраться то есть это не только юрий и роман есть тысячи блогеров до вещателей и миллионы аудитории которые считают что земля не имеет форму шара и правильная политика занята вот ребятами что они не давят до конца вот говорят там земля в форме груши там или земля там в форме не знаю теннисной ракетки основной посыл думающих исследователей они всегда говорят не шарообразная то есть ну не классика жар на жанра да не идеальный вот этот бильярд на бильярдный шар в воздухе поэтому сейчас я тезисно подведу и передам слово к тому чтобы переходим ко второй стадии чтобы понять какая форма земли надо этот вопрос изучать а у местных жителей к сожалению нету времени инструментов на у кого есть время инструменты я предлагаю изучить официоз изучить плоскоземельщиков и изучить полую выпуклую землю какие там еще есть земля конверт науча теории очень много там десятки теорий и изучить есть такая книга называется хагават гита официально этой книги официально более 5000 лет хотя под вопросом может ее и в прошлом веке написали может ей 50 лет это уже вы сами будете судить и там есть в этой книге своя форма земли который я сейчас в эфире не буду говорить именно в этом эфире и изучите все формы и посмотрите разложите у себя на столе все формы земли и подумайте какая из этих форм может быть реальной ну вот так вот спасибо передаю слово вячеслав погодите но вот ваше то мнение да вот мы поняли что у юрий романа у них ну примерно одинаковые до представление ваше представление очень понятно то есть вы вы сказали не шарообразная это я понял то здесь вы тоже принципе солидарная с юрием и с романом что они тоже вы отрицаете как бы официально так сказать представление научные дали классическое но какая форма земли по вашему мнению но если очень коротко тезисно ровная поверхность земли находится в гигантском яйце внутри гигантского яйца это очень если коротко это каждый из вас кто сейчас в эфире слышал про эту форму земли когда слушал к рассказку снесла курочка ряба яичко да вот это как раз то мироустройство рассказывалось поэтому если она по мнению определенных исследователей имеет ровную поверхность то она где-то нах должна это ровная поверхность находиться естественно не в открытом космосе в космосе как нам предлагают а должна быть закрытая экосистема то есть внутри гигантского яйца ну представляем желток и этот желток относительно ровный вот городок в табакерке их или тайна механической скатулки ну то есть это некая уже но не шарообразная но овалообразная да получается форма в принципе это немножко отличается ну или множко отличается от того что утверждает роман и юрий и тогда передаю слово юрию юрий ну вот если мы переходим ко второй части нашего разговора и да но с романом вы наверное солидарны я думал что на самом деле у всех у вас троих разные представления форме земли но наверное вам придется вдвоем оппонировать вячеславу как вы считаете вот почему вячеслав может быть не прав или может быть он прав но я не знаю ваше слово вот наверно ну все таки да дело в том что здесь достаточно сложно будет спорить потому что сейчас и роман и слова не согласятся мы друг друга знаем очень очень много лет и знаем позицию абсолютно каждого досконально и как бы спорить как бы здесь мы просто невозможно можно просто как-то вот высказывать свое мнение и соглашаться с ним или нет да то есть это уже не спор а просто такая вот какая-то вот дружеская беседа получится но не тем не менее я вот уточню свою позицию тогда я уже принципе сказал ее но сейчас более конкретно я сторонник того что можно доказать либо опровергнуть то есть я рассматриваю этот вопрос исходя еще раз из своих наблюдений и исходя из многих факторов которые можно ну опровергнуть путем банального вот просто пересказа людям официальной позиции просто ты сначала официальную позицию показываешь а потом говоришь а почему это не так допустим да вот мир устройства допустим устройство солнечной системы почему это работать не может в принципе солнечная система которая есть и банально все это легко объясняется что ну невозможно так как они нам говорят просто чтобы то что мы видим на небе это было на самом деле здесь тогда когда ты показываешь людям почему это не так тогда тебе приходится говорить а почему тогда как вернее как это тогда работает если это не так по официальной позиции это на тебе надо предлагать действительно что-то в противовес официальной позиции и приходится показывать все наглядно на пальцах и в роликах противовес официальной позиции поэтому вот можно сказать да вот смотрите просто к примеру земля вот вот сидит человек примеру не слова кто-нибудь другой и говорит земля там яйцо яйцо в фольге а фольга в шоколадные обертки примеру да ну ты же не можешь это не доказать не опровергнуть вот и скажешь это не так а он тебе скажет опровергни меня и ты встанешь тупик потому что действительно а как-то больше в опровергать ты ты не сможешь просто проверим то что он говорит и поэтому я не сторонник людей которые сидят там завязывают глаза там в астрал выходит общается с какими-то духами чайнилинг и там с существами космическими общается потому что ты можешь говорить все что угодно вот просто говоришь и говоришь и другой человек тебя провернуть не сможет Потому что бесполезно это. Ты можешь говорить такие вещи, которые просто нельзя не доказать, не опровергнуть. Вот поэтому, исходя из позиции Славы, я могу сказать, мне позиция его понятна, абсолютно понятна, но я не смогу с ним спорить только потому, что он говорит о таких вещах, которые нельзя как раз таки не доказать и не опровергнуть. Все очень просто. Вячеслав, вы можете как-то пропонировать Юрию? К сожалению, мы будем треугольником играть сегодня. Можете ли вы как-то доказать или опровергнуть ваши слова и согласиться с Юрием или не согласиться с ним? Ну да, тут Юра прав. Именно в том составе, который сейчас присутствует, скорее всего никаких споров не будет в общем принятом плане. Это если мы пригласим сторонника официоза, тогда возможно жаркие споры будут. И то, те, кто отрицает шарообразную форму, ну так мне кажется, в последнее время уже более спокойно смотрят на шаровтюхов, они более, скажем так, агрессивные. А сторонники не шарообразной земли, неважно какой модели, они уже более, ну скажем так, спокойны. Поэтому по поводу доказательств, я же перед этим вот сказал главный момент, что человек должен изучить, да, этих, как это сказать, книги для начала. Потом мы переходим к другой дорожке. Но доказательную базу можно аккуратно выстроить, да, вот всю планету познать, это вопрос очень серьезный, это отдельно доказательная база есть. А вот то, что мы идем, ну точнее, кто такие мы, Сотовчане, идем правильной дорогой, есть другие моменты. То есть, вот возьмем, к примеру, то место, где мы живем. Я утверждаю, что рядом находятся гигантские континенты, которые не отображены на наших картах. И это, в принципе, теоретически можно проверить, правильно? Ну, теоретически. Но то место, где мы живем, под любыми, скажем так, параметрами, будет ссылаться на то, что тут туда нельзя, сюда нельзя. То есть, вопрос, а почему они тогда запрещают? Чего они боятся? Ну, самое-самое простое, Павел, дирижабль. Ну, что страшного в дирижабле? Никакой, скажем так, в моем виде ни угрозы нет, даже наоборот. Почему бы миллиардерам не сделать такой гигантский челнок, который берет чудовищный тоннаж, может находиться бесконечное количество в воздухе, и просто плавать, вот такое развлечение. Они у них, как говорится, типа у сильных мира всего, все развлечения, там и яхты, там и, они даже билет в космос могут купить. А вот, Павел, дирижабль себе построить, и чтобы так от Кореи до Карелии так пролететь с ветерком, ни один миллионер не может. Поэтому, вот, скажем так, слабое звено, но от него отталкивается. Почему эти нищеброды, которые себя называют миллионеры, они не в состоянии построить дирижабль? Вот это вот загадка. И я сейчас передам слово. В принципе, надеюсь, этот эфир не последний. В дальнейших эфирах каждый, ну, я в том числе, будет на весы ложить свой камушек, да, у меня белый камушек, доказательная база. Спасибо, Роман. Ну, теперь вам слово, как вы считаете, значит, в чем, может быть, не прав Вячеслав. А может быть, кстати, у вас даже какие-то есть различия с Юрием, или у вас, в принципе, ну, солидарная позиция с ним? А у нас в любом случае получится солидарная относительно позиция, и спорить нам не о чем. У Славы действительно теория, которая может поглотить любую из теорий, потому что Земля, допустим, по теории Славы, она огромна просто, там, миллиарды километров, да, или сколько там, Слава. И на этой огромной Земле, допустим, есть соты, в которых и находится плоская Земля. Это все, как бы, логично, по мнению Славы. По мнению Юры, ну, он просто дальше не пошел, вот чем Слава, да, допустим, Юра, как бы... У него тоже взгляд на то, что Земля не такая, как ее нам показывают. И действительно, нам, скажем, разных стран, вернее, правительство разных стран пытается вдолбить, что мы все-таки друг от друга отличаемся. Это я так немножко уйду от темы, но поймете почему. В общем, периодически сталкивают лбами, то есть мы все разные, страны у нас разные, но в космосе они всегда вместе. Вот Юра, Юр, вчера же, да, по-моему, у тебя ролик вышел, или когда, по поводу того, что кино начали снимать теперь там наверху. Да, да, позавчера. Да, позавчера. Вот они все вместе будут в одной, как будто, консервной банке. Также они запрещают свободный проход на Южный полюс. То есть вы понимаете, к чему это все ведет. Значит, от нас что-то прячут. Опять же, огромное количество доказательств фейковости разных фотографий, которые сделаны с того же МКС, и очень интересные мультики они при старте ракет показывают. То есть у них взлет это видео, а уже в космосе какой-то Карлсон, извините, снимает эти космические корабли, причем с очень плохой графикой. Не хотелось бы перебивать, извини, Роман, просто маленькую ребарочку. Вот действительно, один еще из камушек, скажем, на весы истинного положения вещей, это многолетние Юрыные исследования. То есть, если тезисно сказать, те космонавты, которых мы видим, они находятся все время, скажем так, в павильоне, на какой-нибудь студии, киностудии. И полеты, скажем так, которые мы видим, ну, что нам показывают полеты, это тоже, скажем так, у Юры это все имена, как любят, пруфы, фактаж. Конечно, он, ну, в своих роликах за много лет это все показал, поэтому отсутствие Павел, вот, скорее всего, Павел не сталкивался полномасштабно с темой этой. Но я скажу так, Павел, вот услышь меня, пожалуйста, космонавты никакие, не астронавты, никуда не летают. Передаю слово. Так, ну, раз мы не можем подискутировать и, как бы, ну, вот мы согласились, наверное, вы, точнее, да, все втроем, что ваши теории, они, в принципе, не сильно противоречат друг другу, а может быть, там, вот, да, Вячеслава, как самая большая, дополняет другие теории, тогда давайте, может, поговорим, ну, вот, вот Андрей Барр, кстати, всех зрителей, друзья, я читаю ваши комментарии, по возможности, я, вот, видите, слушаю, читаю, тяжело, но делаю это. Задавайте, пожалуйста, вопросы нашим гостям по теме, то есть, либо про форму Земли, либо мы сейчас, возможно, будем говорить про карту Земли, да, потому что у нас по форме Земли, вот, практически полэфира у нас уже прошло, мы определились, что мы сильно спорить не будем, или не можем, точнее, вернее, определились, что два, значит, у наших гостей, Роман и Юрий, видят ее как плоскую, скорее, и Вячеслав, не исключая эту версию, говорит, что она может быть плоская, но вот в составе некого, там, овалообразного, яйцеобразного чего-то. И, соответственно, вот, значит, возвращаюсь к нашим комментариям наших зрителей, вот Андрей Берр пишет, определитесь в понятиях, что такое Земля. Давайте, может быть, немножко к этому обратимся, что такое Земля, и, так, ну, Вячеслав, тогда слово вам. Да, действительно, это, это, это целая дилемма, и я сейчас бы тезисно сказал так. Земля, это огромный, да, гигантский объект. Сверху донизу, там, 400 тысяч квинтиллионов, но внутри этой Земли есть планы, их принято называть планеты, то есть в недрах этой гигантской Земли, мириады сот, в каждой соте яйцо, и в каждой яйце ровная поверхность, поэтому мы живем на планете, да, планета имеет свое название, Пхумандала, если я не напутал, вот планета в недрах, в которой мы живем, называется Пхумандала. Не матернулся сейчас? Нет, это ведическое, типа, словосочетание, если, конечно, ведисты правильно перевели, вот, поэтому, ну, хотя, вы знаете, Землю можно расценивать как грунт. Вот, интересно, в польском языке раньше гугл-переводчик переводил коморковая Земля, а сейчас, по-моему, шлифованный пластер мёду. Я так и не понял, но понял, что ничего не понял. Значит, мы живем... Так что такое Земля-то? Ули диких пчел, это ули диких пчел. Земля, это Земля, то есть, ули диких пчел и Земля, это знак равно, и визуально, и по структуре. А внутри ули диких пчел находятся планеты. А, то есть, Земля, всё-таки, это какая-то вот, этот большой улья, гигантский улья, понял? Так, Роман, что-то хотел сказать, Роман, пожалуйста, вам слово, да, и что такое Земля, да? Само слово план, это план, это аж плот, плоскость, как по-другому можно перевести. Ну вот, Вячеслав сказал, грунт, вы говорите, плодородный слой, то есть, вы как-то вот... Улей, это и грунт, и плодородный слой, имеющий определённую форму. Ну, про состав, я, наверное, всё-таки хотел услышать, что-то, вот, как объект, вот, о чём Вячеслав тоже говорил. Ну, Роман, вы как вот объект Земля, который, ну, мы земляне, там, некие, вот, не как всё-таки плодородный слой, наверное, да, а вот что-то, как объект какой-то, космический, там, или, я не знаю, или ещё в чём-то, там, в каком-то эфирном океане, там, не знаю, где-то, вот, как объект. Можно мы это слово воспринимать? Или это вообще ложное абсолютно понятие? Вы знаете, отчасти это может быть и ложно, но я придержусь мнения Юры, утверждать вообще ничего нельзя, пока сам точно всё не узнаешь. Я, кстати, даже ролики делаю, я не утверждаю, я говорю, что я предполагаю в основном, то есть, вы что думаете, я предлагаю думать зрителям. Я могу предположить, вот, но, с одной стороны, она может оказаться и бастионом, то есть, это в виде снежинки даже такая фигня может быть, может и такое быть, потому что у нас, допустим, разрушенных звёзд, скажем, крепостей, огромное количество по Земле, а всё просто так тоже не делается. Далее, вот даже славики на сотовая структура, да у нас всё это соты, вот можно и так сказать, даже цветок возьми, у него всё из сот состоит. Да любое, даже шишка она выглядит как соты, причём спиральная. Там много чего, я не знаю, то, что действительно нам показывают, это одно, я считаю это фейком, это обман просто. Человечество в основном в последнее время, это просто связано с распилом денег и всё, и поэтому нам так показывают. Там неизвестно, было ли что-то, и у меня первый вопрос, был ли там вообще Гагарин, вот это мне интересно. И тут получается спорить о форме Земли, это уже как-то странно будет, потому что не зная реальности, предполагать, да, Юра прав, смотришь налево, смотришь направо, далеко видно, а возьмёшь ещё, как же он называется, на корабле используют, там видно на сколько, на 200 километров. Перископ, ну, 300 километров, вроде сейчас до 1000 уже. Я, кстати, вот хочу поблагодарить за помощь каналу, человеку, и он сказал, что это тарелка сухо, земля. Спасибо. Так, Юрий, вы что скажете, что такое земля, по вашему мнению? Ну, если вот так вот говорить простым языком, это всё равно упрёмся мы в рекурсию, потому что мы вернёмся к началу, если я объясню, как хочу сказать. Земля — это место, на поверхности которого мы живём, и тут резонно сразу люди зададут вопрос, а как выглядит это место? И тогда мы возвращаемся к самому началу, к вопросу об описании этого места, то есть формы, как оно выглядит, в каком пространстве оно находится, поэтому это вот бесконечность, это рекурсия. Поэтому земля — это место, на поверхности которого мы живём. Вот тут приходит хороший вопрос. Спасибо, Юрий. Приходит хороший вопрос, который, мне кажется, тоже надо поднять. Спасибо зрителям за активную, так сказать, позицию, то, что вы задаёте, значит, эти вопросы. Значит, вот действительно, хороший, сейчас я не могу дойти его, вопрос хороший. Сейчас, секунду. Вопрос спикером. Вот от тайны мира сего. И давайте сначала до Романа дадим слово. Роман, ну и, собственно, сейчас всем задам его. А зачем нам вообще вот это выяснять, эту форму Земли? Что нам даст? Вот спрашивает, зачем нам, что вам даст форма Земли? Ну вот мы узнали, форма Земли, огромный, не знаю, кукиш, например, и чего, стало нам легче? А потом у меня будет ещё один вопрос. Роман, как вы считаете, зачем нам формы Земли узнавать? Зачем нам узнавать? Ну, я скажу так, что это один, наверное, из самых популярных вопросов, когда начинаешь обсуждать форму Земли. Других просто практически не встречается. Вот что тебе даст, вот ты узнаешь. Блин, попробую ответить на этот вопрос, но, опять же, со своего взгляда, может быть, он будет отличаться от других. Когда ты живёшь и не знаешь, где ты живёшь, но вот представьте, живёт себе хомячок в обычном аквариуме, да? И вот он влево тыкнулся, воткнулся, ему там нельзя, туда нельзя. А представляете, аквариум убирается, и у тебя свобода. Ты идёшь куда хочешь. Я думаю, вот с этой позиции на это посмотреть. То есть, это какие-то ограничения снимутся с людей. Может быть, да, просто легче станет от этого, с одной стороны. Но с другой стороны, откроются другие возможности. То есть, мы узнаём форму Земли для открытия других возможностей, да? Ну, возможно, для получения некой свободы. А свобода от чего? Или от кого? От кого я, в принципе, сейчас знаю, сейчас Вячеслав скажет, наверное. Да мы все это скажем, от кого. Так, я от вас ещё не слышал. Я считаю, ну, это уже не форма Земли, это уже управление глобальное, скажем так. Но я считаю, что у нас на Земле есть паразиты, которые пытаются управлять. Конечно, с основной массой они хорошо справляются. Это видно даже сейчас на улицах у нас. Кто поймёт, тот поймёт. И, Роман, я понял, с вами не справляются. Да, да, дальше не справляются. Я переживаю за себя всё больше, потому что я уже троих, получается, пригласил, с кем не справляются. Что же они со мной это сделают? Юрий, вам слово, значит, зачем нам знать форму Земли? Вот для чего? Ну, тут Роман совершенно прав. Это самый-самый популярный вопрос начала времён появления в русском сегменте интернета, вопрос о форме Земли. И ответ на него такой же идиотский, как и звучит этот вопрос. То есть не сами люди, которые его задают, а вопрос. Потому что он действительно по-идиотски звучит. Но у нас в мире всё завязано на форме Земли. Абсолютно всё. Вот куда ни ткнитесь, всё завязано на форме Земли. Расположение континентов, кругосветные путешествия, да, всякие, которые есть. Потом судоходство, самолёты летают. Всё завязано на этом. Даже прогнозы погоды, всё, вот куда ни ткнись, всё завязано. И малейшее устройство, которое, вот, компас, всё завязано на форме Земли. Что даёт знание того, что форма Земли не такая, да? Да вопрос-то очень простой. То есть это то же самое, что сказать, что вся твоя жизнь – враньё. И ты жил всё это время во лжи. Но вот если тебе сказать, ты вот живёшь, ты существуешь, а всё не так, как есть. От этого что-то поменяется? Вот у тебя осознание поменяется? Нет? Разумеется, поменяется. Глобально что-то от этого изменится? Нет. У 80%, а то и 90% населения ничего не поменяется. Они рот раскроют, скажут, да, ну ладно, мне на работу пора. И всё, и на работу почесал, да, потому что я опаздываю, мне надо семью кормить. То есть, к сожалению, это работает так. Очень много людей на планете, на Земле, если так высказываться, они не хотят размышлять, просто размышлять. Не потому что им это как-то вот лень, а потому что некогда, некогда. Вся жизнь — это рутина. Людей сознательно загнали в такие условия, причём везде, это не только у нас, везде, а во всём мире, что тебе надо срочно как-то прокармливать семью, потому что тебе в такие рамки тебя вогнали, что у тебя нету роскошного жилья, свободного времени масса, нету. Так живут большинство, что постоянно надо что-то добывать. Это как квест какой-то, да, какое-то испытание, что надо срочно где-то взять это, потому что если я это не добуду, мне будет плохо и моей семье. Вот поэтому просто некогда думать, специально так сделано. А если людей, вот я больше чем уверен, если людей поставить в условия равные, дать им свободу, волю, хотя бы на несколько месяцев, и люди начнут думать, и я больше чем уверен, очень-очень быстро придёт просто во всём мире прозрение. Прозрение, то есть люди от морока очнутся, очень многие. Они начнут понимать, что я-то жил вот как Акас, а можно было так. То есть это какие-то просто банальные, допустим, бытовые вещи какие-то, они начнут понимать их по-другому. И это всё с мелочей складывается. Поэтому знания о том, что мы живём во лжи, дают очень-очень много. Они дают свободу мысли в первую очередь. И ты начинаешь понимать, прозревать и пытаться других людей просветить. Вот смотри, я так же, как и ты когда-то такой же был. А сейчас я это понял и попытаться ему объяснить. Но это невозможно в сегодняшних реалиях, пока люди массово не начнут это понимать. Потому что, ну, все мы знаем и все мы сталкивались, когда ты пытаешься что-то, не вписывающееся в официальную позицию, вещь какую-то объяснить людям, они смотрят на тебя и говорят, ты с ума сошёл, что ли? Поэтому это бесполезно сейчас. Вот это, ну, глупый вопрос на самом деле. Просто он звучит глупо, потому что это действительно многое даёт, очень многое. Спасибо, Юрий. Я так понял, что Юрий сейчас как-то, ну, про критическое мышление. Я вспомнил, знаете, по-моему, слова Будды, что, типа, он говорил, я не знаю, насколько, конечно, был ли Будда и говорил ли он это, но это приписывает, по крайней мере, что не верьте книгам, не верьте мудрецам. То есть, вот, сами проверяйте. Вот, в принципе, сейчас, по-моему, Юрий примерно то же самое воспроизвёл. Вячеслав, здесь, собственно, теперь ваша очередь ответит на вопрос, зачем нам знать форму Земли? Ну, если в двух словах Роман и Юрий довольно-таки расширенно ответили, добавлено, наверное, только пару слов, точнее, для чего знать форму Земли, это смотря, кому этот вопрос задаётся. Если задать поросёнку, который находится где-нибудь на свиноферме и растёт, то какая ему разница, какая форма Земли? Если человеку, то это уже другой разговор. Потому что внешне там и все, как бы, похожи, да? А внутренняя начинка разная. Ну, самый всегда такой грубый пример. Крайность, скажу, да? Там вот все любят приводить пример, там, Чикатилу. Я приведу пример. Это человек? Нет. Это нелюдь. То есть, зачем это? Ну, я одно из самых низких звеньев назвал. Ну, зачем нелюдью знать те или иные моменты? То же самое и люди. Люди, как говорится, поел, поспал, работа, сон, там, телевизор, пивко, там, рыбка. Людям тоже не надо. А представители человеческого рода, у них, как говорится, ум пытливы. Это как раз-то для них информация. Поэтому здесь какая разница, какая форма земли, смотря, кому этот вопрос задается. Дело в том, что представители человеческого рода прекрасно знают, что форма земли – это равно счастье. Знаете, какая форма земли, значит, вы счастливы. Пропала картинка, но мы продолжаем вещать. У нас какой-то технический сбой. Ну, так бывает. Вот говорим мы про форму земли. То есть, вот, понятно, то есть, зачем нам знать. Второй вопрос, который возникает после этого – зачем скрывать форму земли? И теперь слово Юрию. Ну, тут, если мы будем рассуждать общую позицию, да, если, допустим, земля не такая, как нам говорят, и существуют, допустим, места, которые действительно нам недоступны, то зачем нам туда ходить, если просто можно взять и из истории все это вытереть, да, то есть, этого нету, и люди даже не будут пытаться куда-то идти, что-то искать, потому что официальная позиция им показывает глобус. Вот смотрите, все, что есть, все известно сегодня. Пожалуйста, вам ходить некуда. И тут вопрос – это вот еще в чем. Пусть люди сами себе зададут вопрос, проверят, и сейчас зайдут, что в 50-х годах, почему, да, все мировые державы, все страны крупные подписали пакт о том, что Антарктида – вообще неприкасаемый континент, туда нельзя ни ходить, ничего делать, никакие земли присваивать себе нельзя, а проводить какие-то работы можно только с разрешения правительств. То есть, почему любая точка на земле – пожалуйста, идите туда, куда хотите, а именно Антарктида – подписали пакт. Зачем? Вот вопрос такой – ну для чего? Что это такое? Что там такого, что туда нельзя ходить? И почему все страны прям поклялись не присваивать ее и не проводить никаких испытаний, оружия, ничего? Поэтому это как минимум странно. Этот документ в открытом доступе сегодня, его можно посмотреть, каждый может с ним ознакомиться и попытаться задать себе вопрос, почему именно Антарктида? Почему, допустим, космонавт, который якобы был в космосе, база Олдрин, в подстарости лет решил пойти вдруг в Антарктиду? Вот он, я пойду в Антарктиду, вот срочно мне надо туда. То есть, получается следующее, они летали в космос, они якобы видели Землю со стороны, он понимает, допустим, если он видел ее, ну вот на шарообразной Земле большая ледяная шапка, ну что там делать? Нет, он туда решил пойти. Он решил пойти туда и неожиданно, не дойдя до туда, с ним приключилась беда, он якобы сильно-сильно заболел, его привезли в больницу, и к нему сразу же на второй день прилетели представители НАСА, директор НАСА, какой-то заместитель там, и о чем-то с ним разговаривали. Казалось бы, зачем, для чего? Почему? Поэтому здесь как минимум странно, вот сам континент Антарктиды, вот как нам пытаются говорить, что это континент, он очень-очень странный. И во многих аспектах, и таких случаев просто масса, если мы начнем проверять. Как люди пытаются туда самостоятельно идти, и из ниоткуда прилетают вертолеты, их крутят и затаскивают назад. Почему? Откуда? Там много военных баз, это никто не скрывает. Вот был случай, по-моему, в 2017 или 2016 году, когда американцы, значит, по глупости бегали там, в общем, они там как бы занимаются спортом, да, на площадках, на военных базах, и они выдали им браслеты с трекерами, а эти браслеты взломали. И прямо на карте видно вот эти точки, где они бегали, и вот так вот это был скандал, как обнаружились американские базы секретные в Антарктиде. Что там куча военных делает в ледяной шапке? Да, это Вячеслав Котляров, сообщу вам достоверную информацию, просто эту мульку с военными специально придумали, чтобы Антарктида для всех существовала. На самом деле не существует, нам все время показывают Арктику. Просто, ну, совершенно не нужно никому, непригодны для жизни. Нужно, нужно, мы же видели эти фонарики на мониторе, компьютерная графика, все дела, ну, внушили местным жителям, что они там бегали. И потому что там, ну, условия очень суровые, да, то есть все очень в этом, как бы, мире странно. И вот, исходя из этого, простой пример. Давайте я сейчас прямо перезвоню, никуда не расходимся, сейчас, чтобы у нас картинка появилась, надо перезвонить. Сейчас прям 5 секунд технический перерыв. Матрица сбой дала. Я тоже подумал, может, нам всем трубки положить, а то он звонит, а как же он перезвонит? Не знаю. Вот те мы пошли, да. А там только присоединиться, кнопку нажать надо. И мы остановились на Юрии. Значит, зачем власти, да, ну, видимо, или кто-то еще скрывает форму земли? Зачем скрывать это, собственно? И вопрос, значит, теперь уже ответ от Вячеслава Котлерова. По поводу скрытия земли территории. Ну, вот, Павел и уважаемые слушатели, зрители, точнее, скрытие формы земли, вообразите себе на секунду. Нам говорят, что участок земли, который нам доступен для путешествий, ну, к примеру, там радиус его, ну, он там больше, да, ну, я возьму цифру от балды какую-нибудь, 12 тысяч километров, да, то есть, ну, это я всю, как бы, официальную землю взял. Ну, мы сейчас условный участок земли берем. А по факту выяснится, что он в тысячу раз больше. То есть, местные жители находятся в полной уверенности, что есть континент, допустим, Азия, так называемая, там, Америка и Австралия, да. А если они узнают, что есть еще десятки континентов, и которые просто чудовищных размеров, там, на их центральной площади наши все континенты поместятся, причем я не преувеличиваю, тогда, ну, я думаю, у многих человеков разные мысли появятся, да, в голове. У кого-то корыстные, а может, там золотишко можно накопать, у кого-то просто исследовательский, а кто там живет, у кого-то здравомыслящие, а может, земли не пустые, может, там кто-то живет, и живет, и подходит ли климат нам. То есть, когда местные жители привыкли с самого детства видеть только вот такой участок земли, у них определенные в мире цели, планы и движения, да, и достижения. Но когда они узнают, что земли в тысячи раз, в сотни тысяч раз больше, тогда уже включаются другие мозговые процессы. Так что-то у нас отвалился роман, не успел я ему дать слово. Но мы, в принципе, работаем как раз час, я не знаю, сейчас попробую еще раз романа присоединить. Не до конца, возможно, мы ответили на все вопросы, которые у нас возникают по поводу формы земли. И, наверное, мы сделаем, может быть, вторую часть, может быть, еще какие-то будут альтернативные версии, воззрение на эту тему. Вот, вот я сейчас дозвонюсь до романа, но, по-моему, пишет, что он что-то недоступен, не знаю, что-то у него, может быть, с техникой. Я пытаюсь звонить, но, по-моему, не подключает. Вот он почему-то неожиданно выпал. Да, и вот недоступен, пишет, не знаю, может быть, скайп глючит, потому что у меня тоже скайп пропал, сейчас вообще пропала. Ну, скайп такая, может быть, знаете, вот эти вот самые, ну, мы знаем, тех, кого нельзя называть, они не хотят, что мы рассказывали про форму земли, видите, вмешиваются, мешают нашему эфиру, ну, как вариант, да? Вот, ну что ж, уважаемые зрители, спасибо вам за мнение, внимание, комментарии. Я надеюсь, что эта рубрика станет постоянной, мы планируем вообще, ну, я, по крайней мере, планирую, выходить с ней и вот звать вновь наших сегодняшних гостей. Напомню, с нами были Вячеслав Котлеров, автор канала «Вячеслав Котлеров. Социальный авторитет», Юрий Тимовский, автор канала «ТМ-студио» и Роман Панов, автор канала «Глобальный вопрос». Этих и других авторов, каналов, да, создателей мы планируем звать и обсуждать различные концептологические вопросы. Их, в принципе, очень много. Это и там всякие 5G, это всякие там, опять же, вот эти масочные режимы и прочее, и прочее, и прочее. Вопросов много, авторов меньше, поэтому где-то вот 3-4 человека будут, надеюсь, присутствовать, может быть, с разными позициями и вот по-разному, так сказать, мы будем рассматривать различные вот такие концептологические, альтернативные версии. Спасибо вам за внимание, спасибо, что ставите лайки, задаете вопросы. Может быть, опять же, не на все успели ответить, безусловно, не все успели, но постараемся, может быть, сделать вторую часть. Или, может быть, да, или нет. Вот, но будем дальше работать над этим, по крайней мере, мне формат нравится, интересен. И, потому что у нас вообще традиционная наука в основном, а вот здесь нетрадиционная, это интересно и прикольно, и так мозги, конечно, разживает, поворачивает в другую сторону. По-моему, это круто. Так что, Юрий, как ваше мнение? По эфиру, что ли, мнение? Да, да. Ну, я, если честно, не знаю, Слава помнит, я уже тысячу лет, наверное, вообще не общался вот в таких, в таком формате, это, наверное, уже очень-очень давно было. Последний раз вот у Славы, у Славы я был, по-моему, на канале, это год почти назад, наверное, был, давно. А почему? Ну, просто как-то вот, потому что вот Слава правильно сказала, площадок нету, просто нет площадок. Раньше мы в 16-17 год мы собирались по 2-3 раза в неделю, и тогда вот люди прямо сейчас, вот многие прямо пишут, надо, надо такие форматы, надо возрождать. Потому что раньше действительно были дискуссии сумасшедшие, прям просто в хорошем смысле слова, приходили прям представители науки официальной, и физики, и химики, и астрономы приходили, и приходили моряки. То есть все было интересно, прям вот именно дискуссии, именно споры были. То есть вот это интересно, когда альтернативные, альтернативные направления, да, 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 с официальной позиции, это очень интересно. Ну давайте сделаем, я вам по классику позову. Организуем как бы, это без проблем. Вот. Ну, будем надеяться, что не последний раз, вот опять же можно будет интервью сделать с вами, вот я с Вячеславом скоро заканчиваю, там по ИИ, потом у нас Макс Беляев, вот, и потом, может быть, если вам интересно, тоже в формате интервью, то можно будет тоже сделать, вот. А так, спасибо, будем ждать еще раз, я не знаю, когда следующий выпуск будет, но будем стараться разных звать тоже гостей, но и хотелось бы, конечно, вас тоже увидеть, и я надеюсь, что получится вот такая постоянная рубрика, потому что, ну, я понял, конечно, нужно разные там, но сегодня мы так по-быстрому все, я буквально в последний час все это собрал, сейчас вот мы будем, надеюсь, как-то уже, ну, раньше договариваться, и уже так будет понимание и проработка, вот. Так что спасибо, до новых встреч. Да, спасибо, Юрий, спасибо, Павел, да, благодарю вас. Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители, с вами Вячеслав Котляров, в Харькове, 12 часов, 22 минуты, 24-й, 09-й, 2020-го года. Так, ну что, мы сегодня с вами узнаем важного, нового и интересного. Уже исходя из названия ролика, уже многим понятно, о чем будет тема. Кстати, в эти секунды я еще не знаю, как будет ролик называться. Что-нибудь да придумаем. Как обычно, или не как обычно, на помощь приходит свободная энциклопедия. Ну, скептикам сразу скажу, что в Википедии, по большому счету, всегда пишет то, что есть, только трактует она зачастую неверно. Вот, и вот здесь у нас ядерное испытание, да, и как сказать, верх цинизма, называть ядерным испытанием тотальный геноцид, который происходил за последние 100 лет. То есть, у нас на глазах, у наших дедушек и бабушек, папы, мам, ядерные бомбы падали в таком огромном количестве. И это все нам выдавали за ядерные испытания. Ну, вот если на эту таблицу посмотреть, и по факту, что у нас получается. А получается у нас, что больше тысячи ядерных, серьезных было ударов, проведено с 1945 по 1990 год. То есть, чтобы не ходить круг до около, объясняю, уничтожали архитектуру. Ну, если есть добрые и светлые человеки, которые не смотрели мой ролик «Архитектура нашего мира до ядерной войны 1870 года», то рекомендую посмотреть, тогда станет понятно, почему бомбили весь мир. Ну, самой Википедии, видите, схема хронологии ядерных испытаний предлагается в таком ракурсе, но, не знаю, как вам, мне вот такую таблицу не с руки разглядывать и рассматривать. Я ее перевернул, и вот так вот картина, ну, лучше, на мой взгляд, смотрится. То есть, если мы возьмем самый пик ядерного уничтожения городов, да, это приходится на 1962 год. То есть, 140 ядерных ударов было сделано. Ну, вообще, вот подумайте, да, вот чисто вот, давайте вот включим логику. Больше тысячи ядерных испытаний. Это не абсурдно звучит, что они испытывали? А разрушаемость, то есть, ну, как, я пытаюсь логику найти в этом безумии. Создали бомбу, рванули у себя ее на территории. Причем ядерные испытания каждый проводил, да, на своей территории. Потом думают, а давайте мы теперь сделаем точно такую же бомбу и испытаем, и не испытаем, а вдруг там злодей будет нападать, а мы их, это, бомбой отпугнем. Ну, как выясняется, да, и у тех, и у других, и у красных, и у синих, у всех были бомбы. Если рассматривать данную схему, то не только Соединенные Штаты и Советский Союз имел, да, ядерное оружие, но еще и Британия, Франция, Чина, Китай, да, Индия и Пакистан. Ну, вообще, в принципе, можно сказать, что на этих территориях были произведены так называемые испытания. Я вообще, когда вот говорю ядерное испытание, исходя из того фактажа, который мы с вами располагаем, у меня, честно говоря, такой когнитивный диссонанс вон сникает. Это, знаете, как вот взять любую войну, которую мы знаем, ну, за последнюю так называемую войну, за последние там 100-150 лет, можно сказать, это были тренировки военных действий с реальными летальными исходами. Ну, тренировались просто, понимаете, тренировались. Вы думаете, здесь жертв не было? Я думаю, было и немало жертв. Нам всегда выдавали такие удары, как за землетрясение. Вот первое, что всегда приходит на память, это Спитак. Так, огромный город, да, на миллион, может, больше уничтожили. Ну и, если так сказать, пойти по всему миру, мы можем найти огромное количество уничтоженных городов с 1945 года по 1998. Я не хочу просто зачитывать сухую статистику, этот город, тот город. Я, добрый, светлый человек, и, как бы, надеюсь, что вы без этой статистики все прекрасно понимаете. Ну, даже вот благодаря вот этой схеме, да, которую я вывел на экран, уже приблизительно на глаз понятно, что происходит в нашем мире, или происходило. Ну, самый, конечно, пик, это приходится на Карибский кризис. Они назвали Карибский кризис, да, когда 140 ядерных ударов было произведено, разных машностей. Холодная война. Причем, да, как мы знаем довольно-таки, на мой взгляд, из достоверных источников, в принципе, всегда бомбили, да, на своей территории, в основном. СССР у себя царь бомбы взрывал, да, США у себя, там, в штате Невада, там, более 60 официально на определенный период ударов было произведено. Есть хроника, не знаю, там, монтаж, или действительно семьи американские приезжали туда на пикник, раскладывали все на земле, там, еду, коврики, садились и любовались ядерными грибками. По ходу пьесы, пока разбирал, скажем так, территорию, по которой наносились эти удары, понаходил довольно-таки интересные схемы. Здесь еще сравнительно недавно между Китаем, да, и Советским Союзом было образование, такое, как Манчжурия, наверное, правильно прочитать, но пускай будет пока Манчжурия. Вот, как видите, политическая карта на тот момент была вот в таком ключе. В Европе не так много было стран, гораздо меньше, чем сейчас, да, что там, Испания, Франция, Германия, Италия, Румыния, Венгрия, Болгария, Югославия и Греция. Ну и там еще что-то у нас, Голландия и Бельгия. Не так-то много. Кто-то, наверное, скажет, какой это год, да бог его знает, какой это год, сейчас скажу. 1090-40-й, 1940-й, 7 января, суббота. Ну вот, как там говорится в правильных наблюдениях, до 1940-го года, да, было в мире всего лишь десятка-два стран. А сейчас у нас 256 стран в мире, да. То есть кромсали, кромсали, как сами того хотели. Вы знаете, вот всегда вот такая дилемма, в принципе, пустяковая, хотя я это не должен произносить по правилам правил. Но вот когда я делаю подобные ролики, я всегда ловлю себе на мысли, а нужно ли это вообще на основной канал. Сейчас-то я вещаю на Котлярову ФМ. Каждый мой ролик, это вот, в последнее время, это вот размышления, будет ли это интересно зрителям. Ведь хочется говорить и сообщать, делиться абсолютно уникальной, новой, самобытной информацией, знаниями, данными. И данными, которыми, ну скажем так, которую трудно найти на других ресурсах. Так, ну вот, ну, мы знаем, я когда-то, много лет назад, сильно планку поднял, перестроил, да, сенсации на конвейер. И сейчас немножко, как видите, притормозил, то есть ультра-сенсации, пока мы еще от меня, ну, именно ультра-порядка еще не видели. Ну, когда-нибудь увидим. Страшные ролики я еще делаю, я прям зашел в какой-то тупик, тупик. Там надо вот, как вот сейчас я с вами общаюсь, да, то есть без текста, без ничего. Там тоже надо как-то вот так включить микрофон, да, захват экрана и начать вещать. А это у нас уже карта передо мной, 1941 год. Вот, ну, не буду перечислять все тут образования, все это рисунки. Кто не в курсе, территория так называемой Азии с запада на восток гораздо меньше, чем с севера на юг, а у нас все наизнанку показано. Я, вы знаете, вот этот ролик, возможно, он будет расширен и мне надо с чего-то, ну, начинать. Знаете, бывает, выпуская ролик, ну, к примеру, да, там Америки не существует, а потом она, эта тема начинает обрастать новыми интересными фактами, подтверждениями. Добрые, светлые человеки начинают мне присылать подтверждение, что действительно США территория находится в Азии. Возможно, после этого ролика, если он, конечно, дойдет до основного канала, тоже появятся какие-то новые интересные факты. Еще хочу сказать, что, видите, вот здесь ядерные испытания по странам, есть и хронология СССР с 1949 года по 1962, потом новая какая-то у них хронология, 64 по 90 год. Так же и США бомбили свою территорию, наверное, не только свою, с 1945 по 1962. Так, что у нас получается? Великобритания в Австралии производила испытания. 45 испытаний провела, 21 в Австралии. Ну, конечно, надо в Австралии испытывать. А где еще, да? Включая 9 испытаний в Южной Австралии, да? То есть, есть просто Австралия, есть Южная Австралия. Ну, бог с ним. И Мара Линги. А что у нас Мара Линга такая? Тоже Австралия. Ох, Франция тут 210 испытаний провела. То есть, вообще, в принципе, цифры выходят чудовищные. Вот давайте даже, это то, что от нас не скрывают. Вот Америка, да, произвела за все эти годы, с какого-то там, 45 по наше время, грубо говоря, больше тысячи испытаний, да? Испытания, ну, я когда это говорю, вы знаете, у меня, я не знаю, у меня шляхи тропляют. Я просто, я просто в шоке. Ну, какие испытания? Больше тысячи испытаний? 1054 испытания? СССР тоже догнать и перегнать Америку? 715 испытаний. 715, ну, так и не догнали. Великобритания, 45, Франция, 210. О-о-о, 210 испытаний испытывали. Ой, в пустыне. Ага, в пустыне, так вот поковыряем мы с вами в пустыне, да? И выясним, что пустыни, они вот как Алжир, да? Есть город Тимгат. Вот там, наверное, и испытнули. Был цветущий город Тимгат 100 лет назад, а они решили это. Давайте испытаем на вот этом чудесном античном городе Китай, 45 испытаний. Ну, эти немножко поменьше, конечно. Ну, у нас лидеры, как всегда, с СССР, а США. Ну, США всегда впереди планеты всей. Вот, в основном, на основном полигоне в штате Невада, да? Ну, кто впервые будет этот ролик смотреть, ну, точнее, благодаря этому ролику откроет для себя мою площадку. У меня тысячи ролики на тысячи роликов на разные абсолютно темы. Зовут меня Вячеслав Котляров. Вот, и я хочу, чтобы вы знали, главное, что территориально США находится у нас на юго-восточном побережье Азии. И вот этот Карибский кризис, наверное, очень лихо отсекал знания об этом вопросе. То есть, они нам предлагали что-то там связано с Кубой. Видите, вот, получается, что у нас? Ну, тезисно, да, это пробежался по этому вопросу. И вообще, наверное, здесь по-хорошему нужно засесть, все это скрупулезно проработать. Как видите, вот еще какая-то схема у нас вырисовывается. Еще что-то в 2002 году, я так понимаю, лупасили. Что нам говорит всемогущая Википедия? Молчит. Я, наверное, это с какого-то другого источника взял схему. Так, ну, не буду затягивать. Пускай будет такой формат 10 минут для основного канала. Новые сенсационные открытия, как обычно, еще впереди. Эту тему, возможно, расширю. У меня, знаете, как вот, получается, страшный ролик. Он начинает, благодаря предыдущим роликам, более обрастать понятными подробностями. То есть, я, получается, вас подготавливаю к страшному ролику. Такими роликами, как архитектура нашего мира до ядерной войны. То есть, это, получается, к обязательному изучению. Вот этот сейчас ролик делаю, да, создаю. Тоже, опять, чтобы было полное понимание. Считаю, что очень важно посмотреть небольшой 11-минутный ролик давным-давно на нашей планете. Ну, собственно, все. С вами, как всегда или как обычно, был Вячеслав Котляров. Спасибо огромное, что слушаете меня, слышите меня. Всего вам доброго и до новых встреч в прямом эфире. Пока-пока. Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. С вами Вячеслав Котляров. Сам удивлен. Смотрите, вот сейчас в Харькове 21 час 44 минуты. Ну, почему удивлен? Это, во-первых, прямой эфир на основном канале. Это значит, если впервые я зашел на основном канале в столь поздний час, значит, наверное, что-то важное и интересное. Начну с важного. Сейчас я в прямом эфире запущу ролик. Значит, это своего рода будет продолжение ролика давным-давно на этой планете. Так, просто подстрахуюсь. Еще тут запись нажму. Ну, в общем, он идет больше часа. Вдруг с ним что-то произойдет. Ну, всякое бывает. Тут YouTube непредсказуемый. Хотя, в принципе, я отключил монетизацию. У них как? Так, если монетизация есть, значит, очень строго. А если монетизации нету, ну, так, 50-50. Видите, Юрий добавился. Юрий, здравие. Так, важно, я сказал. А, многие ждут страшный ролик. Я его делаю. Но сейчас я выпущу, протестирую. У меня такое тоже, опять же, это распевочка только перед страшным роликом. Я не стал ничего там страшного показывать. Просто рассказываю. Вот в этом ролике, который сейчас вы увидите. Ну, а интересное, смотрите. Дело в том, что сейчас, да, вот, ковбой, ковид, ков, коровы, да. 19 это, скажем так, я придумаю шуточную историю. Ну, на всякий случай. Перестрахуемся. 19 раз прилетают сюда коровы. И чтобы люди и местные жители, и человеки не узнали, что среди них ходят инопланетяне. Они одели на всех маски. Раньше они любили маскарады проводить, да. А теперь маскарад планетарно. И вот представители других сотых ячеек ходят спокойно среди нас в масочках. Ну, а более подробно, кто такие коровы, почему они прилетели, и т.д., и т.п. И вообще, что происходит в нашем мире, вы узнаете из этого ролика, который я сейчас в прямом эфире опубликую. Точнее, запущу премьерой. Еще раз повторяю, для тех, кто будет записи слушать. Если вдруг с роликом что-то произойдет, я сообщу, где его опубликую. Мало ли, тут уже YouTube дошел до того, что уже сложно что-то сообщать. Так, открытый доступ. Так, провести пример сейчас. Кто только добавился, друзья, сейчас вот будет интересно. Больше часа просто умопомрачительной информации про инопланетян. Причем, вы же знаете, как правило, достоверная. Сохраняем. Так, надо же как-то хитро пройти. На основной канал посмотреть, будет ли она или нет. Вот, смотрите, сейчас уже через несколько секунд стартуем. Вот, ну и что на финал? Страдальцам я говорю, что это анонс. Второе, я сообщил очень важную вещь. Анекдот рассказал про ковид. Вот, ну а теперь переходим смотреть этот ролик. Ну вот, ссылочка. А с вами был Вячеслав Котляров. Быть добру. Пока-пока. Давайте все-таки расскажу я, кто такие на самом деле коровы и почему они уничтожались в НЛО. Давайте, не буду ходить в круг, да около. Вообще, здесь у нас в последнее время происходит война глобально не добро против зла, а зло воюет против более могущественного зла. Так, прием, 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 прием. Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. С вами Вячеслав Котляров. В Харькове 19 часов 08 минут 15.09.2020 года. Так, по теории, по теории больших чисел данный ролик, возможно, пойдет на основной канал. Поэтому будем сейчас пока прямо в эфире на Котлярову на Котлярову ФМ изучать очень долго и скрупулезно теленные моменты. Но уже потом сделаю монтаж и залью на основной канал. С чего мы начнем? Так как это будет идти на основной канал, то нужно обязательно сказать, что 13 сентября на канале Вячеслав Котляров социальный авторитет был опубликован ролик давным-давно на одной планете. Если данный ролик, который вы сейчас слышите, первый, то настоятельно рекомендую посмотреть предысторию. В конце ролика я обозначил, что продолжение возможно будет. Продолжение будет наверное пока такое. А там посмотрим. Очень многие сокрушаются, почему я исказил голос Леонида Тугутова. Давайте я не буду отвечать на эти простые детские вопросы. Тут как минимум два основных варианта, почему искажение голоса идет на Ютубе, тем более на основном канале. Давайте перейдем лучше к вопросам изучения материала. А с чего мы начнем? Пожалуй, мы начнем с того, что когда я монтировал ролик, я много повырезал. И даже хотел вырезать тему с коровами, но потом думаю оставлю. Хотя ждал негативные комментарии про коров. Сейчас мы про них не только про коров говорим, и про ослов, и про коров. Так, тут много комментариев, много полезных, много положительных, негативные. Где-то тут тоже бегают. Так нельзя изменять голос, не прослушал ужас. Ну, извини, где-то я тут одному англичанину или нерусскоговорящему скинул ссылку на ролик, где голос не изменен. Надо было сразу под роликом расположить, но дело в том, что я значительно позже сделал вариант неизмененного голоса. А, вот иностранец пишет, что из-за того, что плохо знают русский, ему тяжело понимать, что в ролике говорится. И я ему даю ссылку здравствуйте без искажения голоса. То есть можно по ссылочке пройти и послушать этот же ролик, но без визуализации. Чисто просто голос и без купюр. Я много повырезал, потому что я планировал создать этот ролик для новичков канала. Уверен, один-два человека благодаря этому подпишутся на мой канал, благодаря этому ролику. Как там один хныкон на ютубе расхныкался в ролике. «Хотляров, ты говорил, что если тебя будут слушать пять человек, ты будешь доволен, а теперь ты зазвездил». Нет, мехрюдка, или как, я не знаю, как его зовут, потому что он не представился. Пускай будет мехрюдка. Я сказал в ролике, что если меня поймут пять человек, это хорошо. А слушать у меня и до выхода на ютуб могло огромное количество человек, начиная со школы, там детский сад, пионерские лагеря и т.д. и т.п. Это можно перечислять бесконечно. Я всегда что-то рассказывал и уже к сорока годам, поменявши огромное количество работ, у меня уже несколько тысяч за всю жизнь человек слышали. Сейчас начнут это плакать. Давайте по теме. Конечно, монтажом это можно убрать, но не буду, наверное, убирать это монтажом. Там хныкну вообще много обращений этому. Забавный штрих. Знаете, как получается, снимает ролик, где упрекает меня в одном, хотя в этом же ролике делает эту же бочину, через секунду он в этой же мне бочине упрекает. Но я знаю, что он будет смотреть. Он же думал, я сейчас его канал пропиарю. Из 12 подписчиков у него станет 14 подписчиков. Да? Не дождетесь. Я уже когда-то пропиарил одного и второго. Он крымского взрастил. И что? Поливал его сельтерской вырос. А теперь фигбама рисует. Ладно. Давайте по ролику. Но тут очень много вещей, которые мне необходимо сказать. Много вещей я вырезал. Мы сейчас их будем изучать, то, что я вырезал. Многие вещи оставил. Сейчас какой-то дежавюк, как будто я уже что-то подобное когда-то делал. Так. Давайте начнем по этому ролику. Послушаем без искажения голос. А, извините, я еще поздороваюсь, так как это эфир на Котлерову ФМ. Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. С вами Вячеслав Котлеров. Приступаем к изучению мыслей вещателя. Ну давайте еще отступление. Там можно было дальше вкрапить, но фишка то в чем? Леонид он учился по книжкам. У Леонида был учитель, который его 9 лет учил. То есть понимаете, что есть исследователи, которые сами до всего доходят, а есть учителя. Есть учителя, которые передают им знания. И где гарантия, что учитель совершенен. если учитель вам скажет, что молоко полезно, пока вы это не проверите самостоятельно, вы на 100% не убедитесь в пользе молока. Поэтому книги учителя хорошо, но вот в моем случае я был сам себе учитель, режиссер, постановщик, сценарист и так далее. вот это предисловие очень пригодится дальше, потому что чтобы не было фальши, мы изучим, что не вошло в ролик. Давайте послушаем. Вчера меня один человек спросил, я сказал, что я сегодня расскажу предысторию. Там человек спросил, я читал Бхагавадгиту и странно, вот вы говорили, что война это противоречит как-то, а там Кришна он заставляет Арджуну убивать. Что такое? Почему так произошло? Вот у него возникло такое противоречие. Просто он не знает Пуран предыстории, почему так произошло. Мы с вами дальше выясним, там не только противоречие с войнами, то, что Кришна заставляет убивать Арджуну, там будет очень много интересных противоречий. В целом, смотрите, информация от учителей из книг дается в основном правильно, только уже толкуют ее зачастую неправильно. Или вот специальные учителя созданы, это тоже отдельная тема, которые толкуют знания. А учителя кто учил? То есть, если допустим Леонид возможно и сейчас не знает, что 300 лет назад была здесь ядерная катастрофа и планета, где мы живем, участок земли очень долго пустовала, потом начали сюда людей завозить уже с определенным форматом мозга. И уже местных жителей начали обучать местным дисциплинам, как и официальной науке, так и альтернативной. Понимаете? Поэтому у этого учителя был тоже учитель. Но кто это был учитель, да? Если нас сюда всех недавно завезли. Или вы думаете, где-то там в Индии нашелся мудрец, который не знаю оригинального санскрита, вдруг начал его читать, переводить, да? Ну и то, и другое не подходит. Во-первых, там никого такого могло не найтись, а во-вторых, перевести текст, не знаю, оригинала тоже, точнее, не знаю, оригинального языка тоже невозможно. Это вообще все сказки, что там какие-то лингвисты, эквилибристы смогли разобрать какие-то древние письмена, даже если кому-то что-то удалось приблизительно понять, то оригинального перевода все равно не получилось бы. Поэтому то, что мы дальше послушаем, то, что я сейчас озвучил, это очень важно и пригодится для понимания. Слушаем дальше. Точно так же они направленно атакуют религиозные философии, искажая их. Я уже говорил, есть такое произведение, называется Нарасинха Пурана, там как раз описывается, как демоны в определенной эпохе приходят искажать философии, искажать учения. Могут быть демоничные живые существа, которые могут исказить Библию, Бхагавадгиту, ведическое знание исказить и в итоге уклонить людей от этого. Поэтому людям рекомендуется принимать знания из чистого авторитетного источника, который передается по цепи ученической преемственности. Именно об этом говорят ведические произведения. Человек не должен от каких-то профанов из-за того, что они там стакан двигают или что-то им там горшок наголо упал и они там как вот открыли какой-то стакан двигает. Но я могу пошутить, я сейчас мышку двигаю и что? Я мышку двигаю. Не могу в чем-то разбираться. То есть вы услышали, получается, что у нас преемственность. А, перед этим более важно. Демоны искажают информацию. Да, действительно, вот все, что мы знаем полностью об этом мире. Даже пресловутые разные веды, будь это славяно-арийские, будь это там так называемые индусские, которым якобы принесли белые боги. Тоже побосенка, между прочим, так на всякий случай хотите верьте, хотите нет. Им другие боги принесли далеко не белые. Разве что у этих богов были белые пятки. Лотосные стопы. Вот. нашли самого ошибка умного и начали обучать его. А оно не получалось, пришлось ипнотизировать. В общем, с помощью ипноза добились, потому что знания никак не усваивались. Вот. То есть все современные труды, даже которые альтернативщики, а если они отношу к альтернативщикам, современные альтернативщики используют. Это уже переделка. То есть там вкраплено истина. И первое, надо еще понять, что это истина. А второе, истину правильно объяснить, о чем идет речь. И вот там будет дальше тема с коровами. Это очень интересная тема. Так, я не нашел негативный комментарий про коровы. Мол, все было хорошо, пока не дошел до коров. Да, я хотел вырезать этот момент, потому что Леонид, он рассказывал то, что ему рассказал учитель. Леонид же пересказывает то, что ему рассказали, или он прочитал. Сам он лично это не проверял. Я не критикую Леонида, я критикую то, что он иногда озвучивает. поэтому сейчас он уже как бы озвучил тот момент, который звучит так. Сам говорит, все переписывается. Значит, даже если был учитель, он уже изучал переписанный материал. А там сито через сито просеивают. На нас дошли осколки, спасибо, что они дошли. Спасибо, что дошли осколки ведических знаний, благодаря которым мы можем понять картину мира. но так сложилось исторически, кто может не в курсе, впервые смотрит этот ролик. в 19 лет уже многое знал из того, что сейчас слушаю в лекциях Леонида Тугутова. И то, что изучаю, сейчас начал изучать Пхагавадгита. Она, скорее всего, по-другому произносится, но я так говорю, мне легче. Гита это песня. Но песня есть еще и у Гамаю, славян, и песнь войны там есть у скандинавов. Поэтому даже если книжки были, и учителя были интеллектуально одарены и разумны, они могли уже искаженную информацию преподавать ученикам. Ну, а вообще такого не было. Вообще такого не было. Вот у Леонида был учитель, а его учителя еще один учитель. А у того другой. И вот тот, кто другой, это был учитель, скажем так, к нам враждебного мира, который обучал, что нужно говорить. Мы это поймем дальше. Открытие, но глаз им был от Бога. Нет, эти живые существа, которые относятся к категории донавов, они действуют очень четко, и они очень хорошо знают, что люди невежественны в этом отношении. Поэтому все направлено и все цепляется за их невежество. Полностью согласен. Люди очень невежественны, поэтому я вещаю в принципе для представителей человеческого рода, но если людина эволюционная, а такое бывает, подскакует дать человека это победа. Поэтому если меня услышали, услышали это не слушали, как там один мальчик сокрушался, а услышали, то есть поняли. Пять человек, это здорово. Дальше. И вот эти Донавы в свое время сразились с полубогами в высших сферах космоса. Большая звездная война была, большая огромная. И демоны проиграли. Доновы они потерпели поражение. На остатках своих виманов этого флота они бежали на эти Белосварги, на свои планеты. Сразу перейти Донавы, демоны. Тут есть в ролике специально показал скриншот, как выглядели боги и демоны. И где что-то демоны, а где боги? Надо угадать. Посмотрите, какие боги у нас. Ты ничего не понимаешь. Бог может быть с любой головой собачьей, кошачьей. Наверное, справа демоны. Это Шива или Кришна или Арджуна. Мы вернемся к Шиве. Мы вообще вернемся ко всем этим богам. Дальше в ролике. Давайте не буду ходить в круг до около. Вообще здесь у нас в последнее время происходит война глобально не добро против зла, а зло воюет против более могущественного зла. То есть более могущественное зло выгнало отсюда из нашей ячейки соты, да, это менее агрессивных существ по отношению к представителям человеческого рода и уже серьезно взялось за нас, да. А до этого была цивилизация, которая так игралась кошки-мышки. Ну, многие знают, что это я давно уже рассказывал, те, кто слушает и смотрит мои ролики годами, помнят, что я объяснял, что он был участок земли, пасли здесь или жили представители человеческого типа. И вот людоеды прилетели, смотрят, ооо, сколько еды и давай харчеваться. А потом прилетели другие людоеды и думают, а что это вы едите хаминитов и человеков? Мы будем есть. Вот они их и выгнали. Понимаете, что это был за бой? Может сразу даже, кстати, привести доказательную базу, как любят говорить. Но вообще правильно сказать не доказательную базу, а фактаж. Я хотел про это позже сказать. Наверное, сейчас продемонстрирую. Смотрите, вот некоторые вообще тут планетарно все молятся на определенных богов, а вообще в принципе эти боги, я уже ранее сказал, кто они. Остается надежда только на пантеон славянских богов, если он достоверен, это наше спасение. А то, знаете, тему богов, если начать трогать, то там многие ужаснутся, кто такие боги. И сейчас есть целое направление в мире, которое идет определенной дорогой, особо не даваясь подробностей, что все представляют божества, на которых они медитируют. И медитировал он на бога, стоя на одной ноге, а потом к нему пришло аж целых три бога. медитировать, медитировать, медитировать. Ну, кто изучает баха-вадхиду, там знают, что слово медитация произнесена 144 тысячи раз. Давайте в доказательной базе, что те, которые якобы светлые, на самом деле про бога Шиву будет. Ну, вообще, я вам скажу так, что я вообще если сильно захочу, я могу вам подтверждение по всем богам, которые рядом с Шивой гуляют, привести подтверждение. Вот то, что вы узнаете про Шиву, вы можете узнать и про Кришну то же самое, чем они занимаются на самом деле. Давайте послушаем. Носящее имя Господа Шивы. Он ходит по крематориям и водит дружбу с демонами. Его спутанные волосы разметались по всему телу. На шее у него гирлянда из человеческих черепов, а тело осыпано пеплом сожженных трупов. Гирлянда из человеческих черепов, да, а тело посыпано пеплом сожженных трупов. Это Шива. Ну, вы думаете, он такой один, кто скажет, ну, это Чернобог, типа, там, зачастилище, зачастилищем наблюдает, заведует. Не, там и про Кришну вы можете найти упоминание в таком же ключе, просто из аудиокниги этот фрагмент не нашел, сегодня полдня искал. Своими словами расскажу, но вы можете или прочитать, или в аудиокниге проверить мои слова, где пишется, что лотос на стопы, бог положил на свои колени демона и разорвал ему животик своими прекрасными длинными когтями. Но это в одном источнике демона положил, а есть другие источники и он положил себе на колени сами догадайтесь кого. Вообще там в принципе все, 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 на кого молятся современные не будем называть имена и показывать пальцем молитвенники, молитвенники, специально стараюсь обходить слова, да, так, косвенно изопов язык использую, потому что я даже не знаю. Кстати, по поводу страшного ролика, но он еще делается и хорошо, что он делается, потому что звенья, которые были необходимы для этого ролика, я продолжаю находить, то есть я бы выпустил, потом сокрушался и вот это можно было добавить, и вот это продемонстрировать, да, можно было вторую часть сделать, но лучше уже сразу собрать весь фактаж и показать в одном ролике, то есть понятно, шива сизый, поэтому наверное не сива, не шива, а сива, вот, сизари, сивы, возможно так, из-за цвета, там тоже в одной из лекций Ленин говорит, ну вы не понимаете, просто Кришна он не черного цвета, это как правильно звук в санскрите произнесешь, такой цвет и становится, он другого цвета, ну да, оно может быть и другого цвета, может он темно-фиолетового, только вот стопы у них у всех почему-то белые, я смотрю, вот демоны даже в сандалиях эти босиком бегают, демона почему-то белым изобразили, ну ладно, мы сейчас за цвет, ну и эти тоже тут не будем говорить, потому что есть другие соты, где живут живые существа с человеческим, ну скажем так, с человеческой сущностью начинка, а цвет кожи может быть и хоть пурпурный, хоть лиловый какой угодно и главное наполнение а не так как внешний вид там это норма так, то есть мы узнали страшную тайну, что на самом деле те, кто оккупировал нас рассказали, что вот те вот злые на самом деле злые, а мы вот те, которые у вас используем пищу, на самом деле белые пушистые, вот вам книги, вот вам события, как мы это злодеев отсюда выгоняли, там же дальше тоже интересно, когда когда богиня прилетела просить помощи, дальше идет продолжение, что они тоже решили действовать как демоны, и тоже начали вселяться в земных женщин сущностью, но потом когда родились напрочь забыли кто они, то есть типа добрые светлые боги вселялись в местных женщин, причем нарушая все законы кармы, то есть вы стояли в очереди, а кто-то перед вами подошел, оттолкнул и вселился, и ваша сущность не родилась в этом мире, то есть это отдельная тема, и если изучать веды, то приходит понимание, что можно как говорится выбирать себе семью, но это надо либо очень скажем так чистым быть человеком в предыдущих воплощениях и потом получить выбор, нужно быть демоном, который без очереди локтями вас распихает и займет семью царскую, академическую, президентскую и будет в ней жить. смотрю на время 30 минут это вообще не формат канала основного а я специально никуда не спешу галопом по Европе мне еще столько нужно рассказать важного интересного не буду наверное резать на части попробую вложиться в 45 минут шивой мы определились да но не только шивой там они все такие кстати любой может проверить читать баха бадхиту там ничего не прячут прекрасные красные глаза бога который в гневе там прибежал и у него из ноздрей дым и он свои палец размахивает ну он прекрасен в своем гневе и и стопы лотос да 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 и надо же еще его накачать энергией местным жителям энергию отдать как там ну вы знаете эти песни бери мою ха энергию тот то то накачивайся моей жизненной силой второе что они начали делать это много тысяч лет назад о чем описывает баха галдгита они начали уничтожать коров если взять сейчас последние уфологические данные что по миру уничтожаются коровы очень огромными количествами именно энергию именно летающими тарелками в англии во франции в бельгии в россии в соединенных штатах и этих коров находят обескровленными с вырезанными вымек они уничтожают носители молока эти летающие тарелки и американское правительство оно свое время очень боялось чтобы ни у кого не было связи что энергию это делает видите я даже это вырезал американское правительство которое ничего не знает вообще под любое правительство ничего не знает любого правительства задача только говорить и все то что им скажут сейчас мы уходим в сторону да вот этот момент с коровами я хотел вырезать там правильно многие в комментариях написали некоторые подумали что зажевана фраза чтобы многие что там как-то нам сейчас послушаем но это делает НЛО уничтожаются коровы почему вы понимаете молоко нужно уничтожить носители молока чтобы никто ни в коем случае не задумался этого не задумался что это либо там в оригинальном ролике просто этот фрагмент был вырезан это я вообще даже оригинальную по моему аудиодорожку скачал с интернета нашел сайт где скачал аудиодорожки там десяток или два десятка лекции оттуда скачал чтобы это так мы сейчас разделим чтобы это на две части на коровы и на молоко начнем с коров вот что значит преемственная связь а не личный опыт ладно с личным опытом и меньшим разом давайте все таки расскажу я кто такие на самом деле коровы и почему они уничтожались НЛО потому что Леонид слышал звон а не знает где он ну сказали по телевизору показали пару трупов да сказали миллионы коровы уничтожаются на стиле молока оккупанты если во первых захотят они без уничтожения коров молоко нам не будут давать но в принципе они это делают в магазинах на всякий случай скажу не молоко продается молоко продается если вы пошли там к дедушке бабушке она подоила там козочку коровку ослицу кобылицу свиницу вот это молоко в магазинах не молоко что же на самом деле за коровы такие ведь в этих книгах правильно писалось НЛО сбивало коровы ну если сейчас читать целую лекцию что они специально называли ну местные объекты оригинальными названиями ну допустим они решили чайник называть иголкой да то есть люди на какой планете называют не чайник говорят а иголка возьми иголку на лейке пятка вы бы удивились то же самое я удивляюсь когда здесь говорят коровы это те которые пасутся и мукают священное животное священное животное коровы не та которая мучит хотя это тоже отдельная тема да она тоже священная священная корова это которая над нами висит вот луна кар кар это машина ну ова это под вопросом может овальная машина знаете есть яйцевидные папиллации какие-нибудь я не знаю ну машина короче корова это гигантский космический корабль гигантский космический корабль который сбивался такими же космическими кораблями то есть либо специально они как бы шум такой информационный пустили мол вот смотрите корову уничтожает НЛО потому что в книге было написано корову уничтожает НЛО кар машина предположительно яйцо да космические машины в виде яйца уничтожали дискообразные аппараты да уничтожали и их вот этих коров у нас тут было много вообще Леля Фата там Рада сейчас все даже не упомнят там этих коров у нас висело превеликое множество одна осталась которая некоторых священных писаний в частности по моему в Коране пишется священная желтая небесная корова ну да все правильно небесная желтая в небе то есть с коровами мы разобрались вот что такое преемственная связь я опять же не критикую Леонида ему учитель рассказал учитель а учитель был необычный учитель в книгах то что написано не зная оригинала переводить правильный текст и понимать что в нем написано тоже не представляется никакой возможности на всякий случай информация для фанатов бисера если начнут хныкать что корова пишется через о то по нормальной человеческой речи белорусском языке пишется через а вы знаете что вот вы добрые светлые человеки сотовчане на данный момент являетесь самыми образованными представителями человеческого рода на том участке земли на котором мы с вами живем ни один современный академик ни профессор не сравнится с теми знаниями которыми вы обладаете которые вы понимаете вы сейчас уже в принципе каждый из вас это очень мощный носитель знаний которые максимально приближены к истинному положению вещей но теперь все-таки я хочу перейти к молоку это тоже очень важно то есть да уничтожались это коровы небесные очень хорошо книги песни птицы гамаю описывается про небесную корову зимун зимун мы знаем что такое я уже сообщал давно зимун я понимаю что за неправильно произношу корова славянская зимун зимун которая крошечка хаврошечка залази ловушка это луна космический корабль то есть крошечка хаврошечка она залазила не живой корове в ухо а потом попадала на другие измерения планеты она садилась на космический корабль точно так же как и настенька стартанула с нашей соты на вайтмаре или что там на вимане но молоко это тоже важная тема и я ее не буду упускать я сейчас хочу про молоко немножко с вами поговорить или множко давайте послушаем про молоко дело в том что не все знают что молоко для представителей человеческого рода подчеркиваю исключительно для представителей человеческого рода но люди тоже относятся к представителям человеческого рода и жители молоко в принципе это равно воздух вот как воздух для нас необходим точно так же и молоко давайте послушаем В саттва гуни, то есть в гуни благости, тесты совершенно другие. Тестируют молоком и звуковыми вибрациями. Молоко и звуковые вибрации. Если вы пьете молоко и у вас несварение желудка, то вы очень странный человек. Очень странный. Очень многие люди терпеть не могут молоко. Они пребывают в невежестве, несомненно. Так, ну вы не расстраивайтесь тех, кто не может терпеть молоко. Вы просто пребываете в невежестве. Мы вас делаем вежественными. Вежа, да? Тут страшнее другие, те, кто распространяет, что молоко вредное. Давайте дальше. Когда вы находитесь в гуни благости, все молочные продукты усваиваются с легкостью в вашем организме. С легкостью усваиваются. Более того, они умиротворяют вас. Когда вы попьете немножко молочка или сметанки, вы становитесь очень умиротворенным. Организм ваш полностью сразу приходит в правильную функцию. Если вы в гуне страсти, то у вас происходит несочетание. Вы пьете молоко, у вас живот там булькает, что-то бурлит, пучит вас, дует. Странные, в общем, вещи с вами начинают происходить. И если вы в невежестве, то вы вообще молоко пить не можете. И в аюрведе молоко является тестом на божественные и демонические натуры. Катастрофа, да? То есть, если вы молоко принимаете, любите и обожаете, и у вас это никаких проблем, то у вас это божественная натура. Если же у вас организм отрицает молоко, вы демоническая натура. Но есть просто в невежестве, понимаете, и можно сделать из неблагочестивого человека благочестивого. Ну, это работа, это персонально. Теоретически я это тоже могу сделать, но этим я заниматься не буду. То есть, это надо персонально с каждым человеком работать. И иногда не один год уходит на это. Поэтому я занимаюсь тем, что помогает охватить огромное количество умово-сердец. Вот, поэтому молоко это тест. Тест на то, кто вы. Божественная натура или демон. И буду подчеркивать постоянно, если вам кто-то говорит молоко вредное, ну, понятно, что не то, кто в магазинах. Это демон. То есть, они, в принципе, пособники оккупантского режима. Это очень, на самом деле, страшно, когда, допустим, вот там, я вначале ролика говорил, один хныкун расстроился, что я критиковал другого говорящего. Знаете, как получается? Когда критикуешь официоз других исследователей от официальной науки, нормально. Он радуется, веселится, все нормально. А когда того критикуешь, кого он любишь, тоже за не меньшие преступления, сразу сопли пузырем, да? То есть, это начинается дергание. Я вам скажу так, вот, если это пойдет на основной канал. На основном канале я уже не говорю все, что говорю на канале Котлярову ФМ. Как-то я провел эксперимент. Когда я начал голую правду озвучивать на основной площадке, у меня в сутки отписалось 2000 человек. А тогда у меня, по-моему, что-то около 10 тысяч было подписчиков. Потом в течение недели 5000. Вот вообще у меня еще пару лет назад было 10 тысяч подписчиков на канале. Потом встал опять. Я потом понял, не, я не буду ничего вам рассказывать. Вот есть площадка Котлярову ФМ. Я на ней рублю правду матку. Зрители это прекрасно знают. Да, кто скажет, слава, у нас нету столько времени следить в эфирах. Ну, а у меня нету возможности на основном канале рубить правду матку. Что значит нам? Нам это вы и я. Для чего нам нужны 100 тысяч подписчиков? Для новичков. Потому что есть середняки, которые приходят на основной канал, видят внушимая сумма визуально. А он под мнением. Потому что весь мир прошит авторитетами. А, много подписчиков, значит, возможно, что-то стоящее. А если 100 подписчиков, а, его никто не смотрит. И, значит, неверная информация. Это для середняков. Я понимаю, что для разумного человека, если он зайдет на канал, и там будет 2000 подписчиков, а человек говорит нормальные вещи, то любой человек понимает, что ага, тут информация, знания данные достойные, но просто мало подписчиков. А люди, жители, как их спасать? Мама в детстве многим заворачивала в конфетку, таблетку. Хитрила, чтобы вас исцелить. Грубо говоря. То же самое. Подписчики нам нужны для того, чтобы помогать несчастным местным жителям, чтобы они хотя бы на это реагировали. Знаете, мне вот на котляровый фэм очень легко. Почему? Потому что здесь я могу говорить все, что мне заблагорассудится. И вот тот нытик, если бы он попал хоть на один эфир, когда я вхожу в раж и рассказываю голую правду, он бы не пилил бы ролик бы и не упрекал меня, что у меня там звездная болезнь бы. Он так бы, не знаю, лупанул бы себя ушами по щекам. Как говорится, облизнул бы брови языком бы и удалился в освоясье. Даже вообще не понимает, кто такой Вячеслав Котляров, что он говорит на круглосуточной онлайн-трансляции. И хорошо, хорошо, что так вот есть такая возможность вещать. Многим, знаете, как бы все-таки не знаю почему, но не дают в полной мере озвучивать те или иные мысли. А вот у меня почему-то на Котляровый фэм вы даже не представляете, какие я вещи озвучиваю. И если я выложу хоть один фрагмент, то, что я говорю на Котляровый фэм, на основной канал 5-10 тысяч подписчиков отпишутся. Потому что подписчики, именно подписчики, им нравится слушать то, что им приятно. А когда человеку начинаешь говорить абсолютную правду, абсолютную, без купюр, без украшений, вот именно в чистом виде, они этого не выдерживают. Поэтому милости просим на Котляровый фэм. Иногда в записях можно найти что-то толковое. Иногда, конечно, в эфире может быть оздоровительная тишина. С молоком. Это очень важно. Дальше. Веды описывают, что только две категории живых существ заселяют нашу Вселенную. Божественные и демонические натуры. Третьих нет. Нет никаких нейтральных, невинных и так далее. Это уже мы так, как бы, веды вносят такие термины. Невинные. То есть, менее демоничные. То есть, не божественные, просто менее демоничные. Или, допустим, более божественные, менее божественные. Но на самом деле, только две категории живых существ. Ну, я понял. Наверное, больше процентное соотношение, да? Процентное соотношение. Более светлое или более серое, да? И они также среди нашего общества. Они среди людей. И молоко является также тестом на божественные и демонические натуры. На восприятие молока. Если вы не можете воспринимать молочные продукты, особенно молоко, у вас есть очень сильная природа демоническая. Если вы не можете воспринимать молоко, у вас есть сильная природа демоническая. Вот здесь, в принципе, Леонид говорит так, как оно есть. Но мы еще дальше узнаем, что молоко это не просто тест, который вам поможет определить, демон вы или бог. Дальше мы с вами узнаем, что молоко дает не только здоровье и может исцелить от огромного количества недухов, но и интеллект, и разум. И только молоко отвечает за работу мозга. Простыми словами, не пьющие молоко настоящие люди самостоятельно, я скажу, самостоятельно труднее доходят до тех или иных ответов. Давайте послушаем дальше. Теперь о том, как можно исцелять с помощью молока и становиться шибко умным, грамотным, образованным, по-настоящему разумным. И при помощи того, что человек пьет коровье молоко, сколько угодно и как можно чаще, у него развиваются тонкие ткани головного мозга. Они называются Вигьяна Майя Коши, которые позволяют человеку постигнуть и развить все духовные способности. Еще раз поставить, это очень важно. Давайте еще раз, чтобы делает молоко. Они называются Вигьяна Майя Коши, которые позволяют человеку постигнуть и развить все духовные способности. Значит, до 9 лет я вообще каждый день пил молоко с самого рождения. В основном парное. Иногда не парное, которое уже остыло из холодильника. То есть, для добрых светлых человеков становится понятен секрет. И великая тайна Вячеслава Котлярова, почему ему удалось и удается делать такие гипероткрытия. Секрет молоко. Секрет молоко. Вы же понимаете, какую страшную вещь несут те, кто кричат, что молоко вредно. Я там, кстати, отошел от темы. Вот если бы тут Хныкун, допустим, у него своя рубашка ближе к телу, оно становится понятным, когда на его примере приводятся определенные моменты. Вот. Ну, сейчас мы, наверное, перейдем, чтобы прокомментировать там одного страдальца, что дальше не только молоко делает разумным, но еще и может исцелять от многих недугов. Ну, не только молоко, вообще молочные изделия разные. Постигнуть и развить все духовные способности. Называется Вегян Май Коша. Такой вид оболочки в нашем организме. И именно только коровье молоко его развивает. Я не соглашусь. Я думаю, свинячье, оно, по-моему, самое дорогое, будет ничуть не хуже. Это, опять же, Леонида научили так только коровье молоко. Но уже с тарелками летающими ошибка произошла, значит, с молоком. Я вам, друзья, открою великую тайну. Качество молока зависит не от животного, а то, что ест это животное. Поэтому только коровье молоко, я уверен, что тут ошибка. И огромная ошибка. Допустим, козье молоко может сделать для человеческого организма гораздо больше, чем коровье, в плане исцеления. Коровье молоко не под силу то, что под силу козьему молоку. И человек быстро достигает. Но, говорится, молоко со многими вещами не сочетается. Если вы кушаете мясо и пьете молоко, вы не должны ожидать, что у вас разовьется. Ну, я мясо побольше, вообще-то в общем при этом плане, наверное, не ел до 40 лет. Последние три года ел мясо, сейчас от него отказался. Ем рыбу. А рыба – это не мясо. Эти вещи, это как в химии. Реакция происходит. Также на тонком уровне многие вещи не сочетаются. Поэтому, говорится, человек должен быть вегетарианцем и пить молоко. Есть вегетарианские продукты и пить молоко. Тогда очень быстро начинает развиваться вегиан Майя Коши. То есть способность к постижению духовной науки и способность к действию на духовном уровне. Это молоко. Следующее – это йогурт. Йогурт. Самый мощный носитель тонкого психического огня. Самый мощный, самый мощный, но если, опять же, не в магазине. Если вы сами дома сделаете. Но самому сделать дома не так-то просто. Надо купить йогуртницу, да? Йогуртницу, специальный агрегат, в котором вы будете делать йогурты. Тогда будет все нормальды. То есть йогурт, опять же, молоко, дает просто колоссальную силу. Самый мощный. Из всех продуктов во Вселенной описывается. То есть не просто на Земле, во Вселенной. Йогурт, приготовленный из коровьего молока, живой йогурт, является носителем самым мощным, тонкого психического огня. То есть все психические резервуары вскрывает, все психические способности усиливает и так далее. Если постоянно человек пьет наряду с молоком. Молоко пьется утром и на ночь. А йогурт пьется во время, когда солнце есть, до 12 часов и все. То есть во второй половине дня йогурт не пьют. Тогда он особо заряженный такой. Следующий ги, топленое масло, является сконцентрированным, тонким, чистым огнем. Топленое масло, дальше будет очень важная информация, что масло топленое исцеляет от многих недугов. И опять же, это продукт молочный. Топленое масло, поэтому многие наверняка знают, как в деревнях раньше бабушки топленым маслом лечили. Какие-то определенные места смазывали, да? Слышали? Пёрышком иногда делали, или ваткой тампоном. Определенные места, чакры, они знали. Они не знали, что это называется чакры. Они знали, что есть такие места, смазав которые топленым маслом человек излечивается. Топленое масло, если вы наносите его на тело в определенные места, оно полностью гасит все грязные огни в вашем организме. Что это такое грязные огни? Это все огни, которые поддерживают и кипятят наши болезни. Вот, и все-таки доведу мысль до конца. Вот, допустим, у того страдальца есть жена, да, и появился ребенок. И какая-нибудь, ну, скажем так, личность на ютубе вещает, молоко вредное. А ребенок, да, там, заболел. И, в принципе, единственный способ зачастую бывает в спасении, вот как сахарный диабет можно, да, козьим молоком устранить. Но это его надо пить постоянно, всю жизнь. Вот. Или вот многие недуги маслом устраняются. И я, да, конкретно, я знаю, за что я критикую. Говорю, вот, да, данный говорящий, да, это говорит, что молоко вредно. То есть, фактически, женщины посмотрели ролик на ютубе, и их дети погибли, да, получается. То есть, они, в принципе, они услышали, что молоко нельзя, оно вредно. Они это услышали. И все, произошла катастрофа. Но, опять же, тут же очень важный момент. Местным людям надо постоянно объяснять, что в магазинах не молоко продается. Хотя я недавно покупал молоко. Магазинное, да, не себе. И что меня удивило, оно это довольно быстро свернулось и превратилось в очень вкусный сыр. Это меня, ой, прошу прощения, очень вкусный творог. И это меня очень сильно поразило. То есть, что даже в магазинах можно найти это что-то похожее на настоящее, да. Я понимаю, что не всем доступно молоко настоящее. Я прекрасно это понимаю. Сейчас речь не об этом, а о том, что если оно вам доступно, то вы можете себя сделать здоровым и умным. А те, кто говорят, что молоко вредно, они фактически миллионов забирают здоровье и ум. То есть, демонические существа начинают лопотать про вред молока. С молоком, надеюсь, мы разобрались. И давайте как-то подведем черту с коровами, с врагами и с другими инопланетными существами. На чем мы остановились? На том, что демоны, на самом деле, как в той картине, Куликовская битва, с одной и с другой стороны, были одни и те же. Возможно, у них на самом верху был общий предок, да. Там пандавы дальше будут говориться. Пан это аналог господина. Пан это вообще как он выглядит, как сатир. А вообще, наверное, правильно. Пан он выглядит, как бафомет. Пожите написать в картинках бафомет. Вот это пан. И они там, типа, по этим ведам, одни были светлые, другие темные. На самом деле, были и те, и те любители покушать здесь от пуза. Кем? Правильно. На нашей планете есть управляющее божество. Это божество – женщина. Ее зовут полубогиня Пхуми. И тогда она обратилась к полубогам, на высшие сферы улетела. И она там встретилась с высшими живыми существами и попросила защиты. Она узнала, что демоны воплотились здесь, на земле. Что они нарушают все законы Господа. И что это большая проблема. Они могут уничтожить ведическую культуру. И тогда зло воцарится во вселенной. И они приобретут здесь могущество. И все будут страдать. Но поскольку эти демоны уже остановили жертвоприношение, то есть перестали возливать масло в огонь уже люди, люди отказывались от многих вещей ведических, полубоги стали терять силу. И они сказали, мы не можем тебе ничем помочь. Такой хитрый план у них оказался, мы ослабли. Мы ослабли, мы ослабли. И перестали жертвоприношение делать. Да, когда-то одни проповедники, знаете, им дали просто, опять же, инструкцию, что нужно говорить, они говорили, ну, жертвоприношение, там, это не то, это там хлеб в огонь кинуть, там, требы принести, там, рубашку, там, не знаю, там, то, что вы пошили, там, кинуть в костер или принести, там, богам положить. Это все вот в сторону. Жертвоприношение, есть жертвоприношение, которое мы понимаем. И вот эти огни, это тоже великая тайна, которую сейчас я попробую раскрыть. В этих, так называемых, в светлых ведических источниках пишется, что вы можете творить и очень много благих дел на земле, но если вы зажжете хоть одну спичку, хоть одну свечку, там, запустите какой-то огонек, то для верховного бога, там, то ли Шивы, то ли Кришны, или еще там кого-то, это будет самый лучший дар. И, типа, вы получите больше себе, скажем так, материальных ценностей, нежели если вы будете делать добрые дела. То есть поймите, вот на одной руке добрые дела вы делаете всю жизнь, а на другой огонек зашечь, серый, вот этот запас серы, да, или чего там. То есть для богов это, скажем так, в кавычках богов, а может не в кавычках, бог это шо, бокс-компьютер, да, им энергия нужна. Биороботы какие-то, это очень важно, поэтому вот эти сказки про планеты, где спички на вес золота, не сказки. Для этих существ оказывается очень важно, чтобы тут что-то постоянно полили, и тогда они будут набирать силу, там, свечки жили в огромном количестве, там. То есть приходит понимание, что мы не можем помочь, просто если бы местные жители в огромном количестве планетарно продолжали здесь что-то там полить, там масло, там всякое, тогда у нас пусть сила появилась. А так мы ослабли. После той войны мы очень сильно ослабли, и сейчас еще там на земле прекратились жертвоприношения. И тогда полубоги пришли на Сатья-Локу, Господу Брахме, Творцу нашей Вселенной. Это полубог, управляющий нашей Вселенной. Он является Творцом нашей Вселенной. Когда мы говорим о каком-то Творце, это относится именно к Нему. И Он является высшим разумом Вселенной. Он олицетворение чистого высшего разума нашей Вселенной. И они пришли к Нему, чтобы просить Его, чтобы Он обратился к Господу Кришне за помощью. Великий разум Вселенной, Брахма, который вообще все-все, по мнению Вет и вещателей, все создал, должен обратиться за помощью Кришни, который стоит на порядок ниже, чем Он, вроде бы, как бы, да? Если правильно мы с вами поняли. А Кришна, я же говорю, если изучать, кто такой Кришна, вы узнаете, что у него там закидоны не меньше, чем у Шивы. По некоторым таким жутким моментам. В интернете можно найти рисунки, которые правильно сделаны с этих книг. То есть, то, что пишется в Бахавадгите, есть художники, которые нарисовали. Там можете написать Шива с черепами на шее, да, там, с человеческими. Ну, там бывает даже не только с человеческими он ходит, а только что отрубленными головами он может ходить. С Кришной тоже там можно найти изображение, где он ложит на коленки к себе не только демонов, но и представителей человеческого рода, и своими когтями разрывает живот. Вот разные есть изображения, вот типа с левой стороны добрые, и можно в интернете найти рисунки по вот этим добрым, как они местных жителей на куски разрывают. И также можно найти и злых, которые тоже разрывают местных жителей. Это не фантазия художника, художник описывал, художник рисовал то, что было описано в этих книгах. Эти книги никто не изучает, как в свое время никто не понимал, что написано в Библии, так в свое время, так в наше время никто не понимает, о чем Хагавадгита. Единственное, что там, на мой взгляд, важно, это мироустройство. Хотя и хронология событий тоже важна, чтобы было понимание. Но мы знаем, что в Хагавадгите описана наша планета, где мы живем, которая только одна ячейка, 4 миллиарда миль. 4 миллиарда миль. Но на самом деле там 100 тысяч яджин, сколько-то миллион яджин. Просто уже стилизация под наше время. И вот кришнаиды, они напрочь не видят, что земля ровная, и что это одна из огромного количества земель, там что-то описывается. Они только видят Арджуну и славу от своего могущества. Больше они ничего не видят. То есть, знаете, такие двойные стандарты. Мы выбираем то, что интересно. И интересно, да? Хотя, вот, кстати, учителя, наверное, у них были, которые не показывали на устройство земли. У Леонида, да, у Леонида есть устройство земли. И по комментарию огромное количество человеков, кто раньше слушал лекции, до конца не понимал, о чем идет речь, тех или иных вопросов. Но именно правильная подача с моей стороны позволила огромному количеству человек по всему миру понять, о чем идет речь в Ведах. Точно так же я и объясняю довольно-таки страшные вещи про те или иные религиозные направления. То есть, мы живем с вами в мире, которым правят демонические существа, которые уничтожают нас. и они через посредников дали знания, вырастили всяких там вещателей, которые заведомо неверно толкуют те или иные моменты. Они, конечно, могут добросовестно заблуждаться. Это сейчас надо переспрашивать их, а правильно вы тогда в свои 30 лет или сколько думали и поменяли ли вы свое мнение насчет тех или иных вопросов. Но я вам скажу так, я просто знаю этот мир не понаслышке и все те, кто кришнаидил и посмотрит этот ролик, он также будет отдавать свою жизненную энергию этим демоническим существам. Я всемогущ и владею всеми богатствами мира. Мне подчиняются даже Господь Брахма и Царь Индра. Владыка райских планет. Именно я дарую живым существам райское счастье и счастье освобождение этим демоническим существам для них это не показатель для них это не будет руководства к действию. Они будут продолжать отдавать свою жизненную энергию демонам. Рассказывается эта история, что все полубоги собрались на берегу молочного океана и Господь Брама стал медитировать на Кришну, взывать к Кришну. И Кришна проявился перед ним. Медитировать на Кришну, медитировать на Кришну, то есть пришли сюда демоны, а великий бог Брахма говорит, слушайте, я не могу демонов победить, мне надо созданное мною это божество Кришну позвать на помощь. И Кришна такой приходит и говорит, блин, мы не можем с ними справиться, мы боги, а, ну, мы некоторые полубоги, а демоны такие сильные, а мы боги слабые. А что мы сделаем? А мы сделаем точно так же, как и демоны. А что, а будем женские тела вселяться в сущности? Да, ну, так, наверное, тогда победим. Он действует через Браму. Брахма является Веда Гарпа и он основной учитель ведического знания. От него идет сампродая Брахма Матхва Гауди Вайшнава сампродая. Одна из самых авторитетных ведических систем. И вот Брахма он сказал полубогам, что Господь сказал, что он придет как аватар, что он родится там же, в этом же роду среди этих демонов. Да, он точно сделает точно так же. Родится в роду среди демонов. А что, это нормально можно победить. Мы их силой не можем взять, так мы среди демонов родимся. И будет все шикардос. И все полубоги до него должны тоже получить рождение в этом роду. И они будут двоюродными братьями между собой. Они будут родственниками. А потом напрочь родились в этом мире. А кто я такой смотрит в зеркало? А я там, я не знаю, там, рок-звезда. Не помню, ничего не помню. Зачем приходил? Что хотел? Забыл напрочь? Только на таких условиях Господь может прийти. И полубоги они все тоже не зашли на эту землю и получили рождение в этом роду. Род Кауравов. И таким образом появились Пандавы и Кауравы. Два этих рода. Одни были полубогами, предными Господа, а другие были демонами. Но поскольку они обусловились сразу на этом уровне, они забыли о том, что они такие, а что и те другие. Это особенно забыли полубоги. Демоны знали, кто они. Они знали, они действовали по плану. И вот поэтому, когда пришел Господь Кришна в этом роду, он как раз Арджуни поведал Бхагавадгиту, чтобы объяснить, в чем смысл человеческой жизни и кто такие его родственники. И как раз до этого он сообщает Брахме, что Битвы Курукшетра. Курукшетра это место паломничества. Там совершаются величайшие жертвоприношения еще до этой битвы. Всегда во вселенной на поле Курукшетра совершаются самые могущественные яги для удовлетворения Господа Кришны. И он говорит, это будет ягей вашей. Вы докажете свою преданность. Это кстати, кто хотел услышать продолжение, вот мы с вами слышим продолжение. Помните, там обрывается мы не можем, что же происходило дальше. То есть они тут родились, выросли, а теперь надо идти на поле Брани сражаться, на Курукшетре. Я приду туда и вы сразитесь с демонами, но вы сможете сразиться тогда, когда вы придадитесь к мне, вы получите силу. То есть Господь он всегда хочет, чтобы каждый использовал эту потенцию, предался ему и вернулся назад в трансцендентный мир. И вернулся, то есть Господь, понимаете, вот потенцию отдал свою, то есть предался ему, там обязательно вот это раболепство, поклонение, то есть выслуживание. Светлые иерархи, для них не надо никаких выслуживаний. Ну вообще в принципе представители человеческого рода и есть светлые иерархи, которые воплотились на этой планете в аватарах местных жителей. То есть все человеки, которые меня понимают, это как раз-то потомки или правильно все-таки сказать светлые боги, для которых существует именно понятие где истина, а где подвох. Есть, конечно, зазомбированные аватары и многие, кто впервые слышит мои ролики, очень в штыки воспринимает услышанное от меня, но потом проходит время и божественная натура берет верх над демонической и человек заново рождается. моя площадка на протяжении многих лет создала для человечества огромный светлый мир, которого не знала наша земля последние 300 лет. И тот объем работы, который я проделаю круглосуточно по 24 часа в сутки, он несозмерим с работой всех академий мира. За 4 года мне удалось сделать больше, чем все профессора академики мира за последние 300 лет. Итак, Кришна получает рождение в этом роду пандавов и эти 5 братьев и вот начинается история. Один из этих пандавов это Арджуна, ближайший друг Кришны. На самом деле, Арджуна один из полубогов и он вступает в эти взаимоотношения. Поэтому именно Кришна проявляет миссию Арджуны. И вот как раз Кришна чтобы Арджуна понял, кто перед ним стоит в Бхагавадгите он ему поведал вот есть 16 глава божественные и демонические натуры и это произведение оставлено всем людям, чтобы люди могли ориентироваться кто такие демоничные натуры и кто такие божественные натуры. Ну видите мне не пришлось долго заморачиваться я для представителей человеческого рода чтобы они вспомнили кто они на самом деле использовал кодовое слово сотовая земля и боги которые пришли на эту бренную землю в этих аватарах которые не видят отражение собственное отражение в зеркале они вспомнили кто они на самом деле то есть создатели вообще творцы этого мира которые стоят над схваткой и почему на самом верху мы будучи светлыми иерархами не вмешиваемся в этот ход событий я рассказывал огромное количество раз в предыдущих роликах и в эфирах сейчас я повторяться не буду вот об этом рассказал Кришна Абджуни кто такие демоны и Кришна с этого критерия стал рассматривать деятельность тех кто находится против него те кто были на той стороне и он вступает в это сражение в этом как раз является предыстория Бхагавадгиты почему Кришна ему говорит чтобы он сражался и в завершении скажу следующее что и те и другие правая и левая рука одного демонического огромного существа и получается местные жители между молотом и наковальней эта схема идет на все уровни и у нас создаются всегда допустим возьму так отдаленный постсоветский концлагерь который СССР назывался там создавалось две организации милиция и КГБ и еще некоторые скрытые структуры ГРУ и так далее или что-то в этом духе чтобы не было перехвата власти если будут одни допустим милиционеры главный милицейский генерал или кто там маршал скажет а я президента скину и сяду на трон и чтобы этого не произошло создается еще силовая структура и если начинает такое происходить в эту силовую структуру начинает извне идти усиление количеством и вооружением и поэтому перехват власти в нашем мире невозможен потому что и партизан и нападающих создают всегда одна и та же демоническая структура собственно как и все войны договорные если идет где нибудь так называемая война локальная то ей управляет скажем так одна группа и белыми и красными и генералы белых и красных сидят за одним столом и решают простых рядовых в какие воронки закинуть котлы и это идет как бы на самые верхи как вот в данном случае с этими пандавами и кауравами вот чтобы был какой то знаете соревновательный процесс так ну давайте так как это пойдет на основной канал скажу финальные свои важные слова уважаемые слушатели и зрители огромное благодарность что эти годы вы все со мной мы все я с вами мы все вместе огромное спасибо вам что слушаете слышите меня я буду продолжать вещать еще впереди очень много сногсшибательных открытий удивительных роликов страшный ролик я делаю до конца месяца возможно успею с вами был Вячеслав Котляров всего вам доброго и до новых встреч в прямом эфире пока пока попробую попробую на финал вкрапить пару слов с 21 года это мы сейчас прослушали ролик давным-давно на одной планете первая часть 20 год 14 сентября это это была десятая часть надеюсь будет в будущем 11 12 и так далее многочасовых 10 часовых в среднем да роликов ну а с вами был Вячеслав Котляров быть добро